Первая Догоняй злые дню, уйдёт, зараза этакая, за ней, в переулок! Эти крики, что неслись вслед, вселяли в моё тело бодрость, заряжали энергией, придавали ускорение. Да и вообще, они были отличным стимулом к тому, чтобы я, задрав подол алой юбки, едва ли не выше колен, резвым зайцем мчала по узенькой улочке, улепётывая от преследователей. На пути возникла, лежавшая на боку, поперёк дороги, деревянная бочка. На одном из её обручей на миг блеснул последний луч закатного солнца. Увы, мне было слегка некогда любоваться, как раскинувшимся в небе багровым шлейфом догоревшего дня, так и видами на старинные каменные домики с черепичными крышами, меж которыми уже начал сочиться сумрак ночи. Я была слегка занята. Спасала разом и новообретённую жизнь, и чужое тело, и свою душу воном. Потому, едва увидела на пути неожиданную преграду, поднажала. И как только оказалась в шаге от неё, со всей силы оттолкнулась от мостовой. Прыжок, алый подол взмыл в воздух, тёмные длинные волосы взметнулись волной, подошвы моих ботинок просвистели в пяде над ободами, а в следующий миг я приземлилась на брусчатку. Почти удачно. Даже носом в грязь не упала. Только умудрилась задеть локтем лоток уличной торговки, отчего тот накренился, а лежавшие на нём спелые румяные яблоки покатились по мостовой. Но оглядываться и извиняться времени не было. Я припустила вперёд, что есть мочи. Спустя несколько секунд позади раздался ляск. Похоже, кто-то из стражей с битой кеглей рухнул на каменную брусчатку. «Ну, живее, иномирка!» — раздался рядом со мной требовательный голос полтергейста, который бесплотным духом вился рядом. Хотелось ответить, что я сейчас так живо бегу, что вот-вот догоню свой сердечный приступ. Но решила поберечь силы и кислород. Потому как дышать мне хотелось сильнее, чем спорить. А на то и другое разом мне бы воздуха не хватило. А призрачный напарник меж тем выговаривал. «Я что, зря тебя на своём горбу через грань тащил, чтобы ты в первый же день в застенках очутилась?» Тут я была с духом согласна. Не хотелось бы оказаться в арестантской. Что-то мне подсказывало, что у юного девичьего тела, в котором я очутилась, на решётке аллергия. А на палачей и вовсе может оказаться острая непереносимость, вплоть до летального исхода. Зачем так здоровьем рисковать? Лучше наоборот его укреплять, например, бегом от крупных неприятностей. «Давай направо!» — меж тем скомандовал мой призрачный навигатор и ткнул полупрозрачным пальцем налево. Ну, я и повернула, куда услышала. И тут же рядом с ухом раздалось возмущённое. «Куда? Куда ты и сказал! Мало ли что я сказал!» Ничтоже сумняшись, отозвался дух. «Главное, куда? Показал! Вот туда! И поворачивай!» Я выругалась сквозь зубы и ринулась в другую сторону. А затем взяла курс на постоялый двор, который, по уверениям духа, должен находиться впереди. Там у меня был шанс укрыться от погони. В общем, радовала, что всё пока шло по намеченному плану. Печалило, что сам план был дрянь. Но с учётом того, что альтернативой ему выступала плаха, в общем, я была полна энтузиазма осуществить даже самый бредовый замысел, лишь бы выжить. Потому как я уже один раз погибла. И могла теперь абсолютно точно заявить, что умирать пробовала, и мне это категорически не понравилось. Видишь, распахнутое окно. Меж тем требовательно вопросил полтергейст и добавил. «Давай в него!» «Оно же на втором этаже!» — выдохнула я. «Там жердина, прислонённая к стене. Взбеги по ней, как по сходне. Я придержу!» — обнадёжил дух и, не слушая моих возражений, полетел к шесту, чтобы вселиться в него. А я… Я уже давно поняла, что жизнь порой столь прекрасна и удивительна, что иногда сил никаких не хватает на то, чтобы удивляться. Поэтому их стоит беречь и тратить исключительно на действия. Даже если те, как сейчас, — чистое безумство. Потому я, решив, что успею испугаться чуть-чуть попозже, не размениваясь на страхи и размышления, на полном ходу взлетела по наклонной арясине. Её край упирался в каменную укладку меж первым и вторым этажами. Моего роста хватило ровно на то, чтобы вцепиться вниз оконной рамы. И тут же опора ушла из-под ног. Жердина упала на землю, а я осталась в подвешенном и психически, и физически состоянии. «Ты же говорил, придержишь!» — стиснув зубы, прошипела я, пытаясь упереться мысками ботинок в стык между булыжниками. «Я сколько мог, держал!» — отозвался привиденистый напарник и, оправдываясь, добавил. «Просто силы поистратил. Мне долго бесплодным духом быть тяжело. Нужно время от времени вселяться в старинные предметы, чтобы энергию восполнять. Тогда вселись во что-нибудь, чтобы меня подсадить». Просипела я, чувствуя, что еще немного и силы зла в моем лице проиграют силе земного притяжения. Например, в мои башмаки они выглядят очень древними. На это предположение Полтергейст уничижительно фыркнул, а в следующий миг я почувствовала, как снизу меня что-то подпихивает. Я напряглась изо всех сил и втянула собственное тело в окно и тут же упала на пол комнаты. Дух сразу захлопнул за мной створки. Сердце билось, как бешеное. Причем не в груди, а, судя по ощущениям, где-то в горле. И вот-вот готова было выпрыгнуть наружу. Пульс стучал по ушам, грозя выбить барабанные перепонки. Руки дрожали от напряжения, а ног я и вовсе не чувствовала. Я лежала в густых вечерних сумерках на дощатом скобленном полу и не могла отдышаться. Если бы сейчас меня нашли стражники, то я бы не стала даже сопротивляться. И стоило едва подумать о них, как под окном послышался шум. Топот приближался. Судя по лязгу, керасы стражников задели одна другую. А может, это у кого-то ударило доспех клинок? Не суть важна. Главное, я узнала звуки погони, что шла за мной. Ее здесь нет. Наверняка в подворотню утекла, выкрикнул кто-то. Догнать! Раздался приказ. Завтра утром. Либо эта заговорщица окажется в камере, либо вы. Есть! Гаркнул мужской голос. Я услышала удаляющийся топот. Уф! Прошептала я. Грудь ходила ходуном, отчего следующая, более информативная фраза прозвучала рвано. Можно передохнуть. Я на всякий случай все же поинтересуюсь. Ты на какой слог ударения поставила, деточка? Подозрительно уточнил полтергист. Я сглотнула и, сделав неимоверное усилие, отозвалась уже почти нормальным, не заплетающимся от усталости голосом. Не дождешься. Я в тебе не ошибся, удовлетворенно заключила привидение. А затем призрак, видимо, тоже решив воспользоваться свободной минутой для отдыха, радостно воскликнул. О, чую древность! И сине смазанной тенью пролетел от оконных створок к столу, что стоял у стены рядом с входом. А я перевернулась на живот и прикрыла глаза. Тело болело от схлынувшего перенапряжения. Все и сразу. Даже уши, казалось, и те испытывали дикую усталость. Я на миг прикрыла глаза, делая глубокий, размеренный вдох. Потом еще один. Задерживаться здесь не стоило. Судя по незаправленной постели, рубашки, висевшие на спинке стула, эту комнату сейчас кто-то снимал. И сталкиваться с этим кем-то мне крайне не хотелось. Вот только сил, чтобы встать и дойти до двери, не осталось. Но зато было упорство. И много. Поэтому я усилием воли смогла поднять собственное тело на четверинки. И начала медленно продвигаться к выходу. И вот, когда до порога оставалось всего ничего, лязгнул замок. Створка резко распахнулась и в полоске света, лившегося из коридора, я увидела сапоги. Из мягкой кожи, с искусной вышивкой, явно мужские. Мой взгляд начал медленно подниматься выше, чтобы спустя одно томительно долгое мгновение встретиться с такими холодными льдисто-синими глазами, что можно было промерзнуть до костей, лишь на секунду взглянув в них. Вошедший щелкнул пальцами, и комната озарилась неровным приглушенным светом огненного магического шара. И пусть в магии я была полным профаном, что-то мне подсказывало, что это не мирная сфера для освещения, а какая-то боевая гадость, которые могут шарахнуть в меня в любой момент. И я приняла единственно верное решение в этой ситуации. Начала стратегическое отступление. В смысле начала убегать, но мужественно. Настолько мужественно, насколько это можно делать на четвереньках. Но, увы, недалеко. Успела только переставить одно колено и ладонь. Как услышала грозная «Стоять!» Голос мага звенел сталью. Но даже в таком варианте имел широкий эмоциональный, а если точнее, то матерный диапазон. Я замерла. А затем он же сам приказал стоять. Ну, я и начала выполнять распоряжение, переводя тело из горизонтального положения в вертикаль. И постаралась сделать это элегантно. Не ради того, чтобы поразить грацией злого, явно очень злого мага, ради себя, чтобы почувствовать внутреннюю уверенность в этой весьма непростой ситуации. А еще это был неплохой способ выгадать время. Когда-то давно, в прошлой жизни, мама, преподаватель танцев, говорила, «Неважно, как ты падаешь, гораздо важнее, как поднимаешься». Она сама всегда вставала так изящно, словно сила притяжения была над ней невластна. И я старалась хотя бы в этом походить на нее. Поэтому как-то потратила целый день, отрабатывая простые, вроде бы, движения перед зеркалом. «Сейчас у меня было другое тело, но память-то собственная. Поэтому я, старательно контролируя каждый жест, вдох, поворот, плавно перенесла вес тела на бедра, садясь на них, чтобы пятая точка не стала вершиной вульгарной пирамиды имени меня. Когда начну подниматься, выпрямила спину, и слитным движением, за которым было скрыто колоссальное напряжение уставших мышц, не просто встала, выросла. Мама могла бы мной гордиться в этот момент, и тем, как качнулись бедра, а следом за ними и ткань длинной юбки, повторяя мое движение, обрисовывая изгибы тела и тягучей плавностью жестов, и гордо поднятой головой, хотя держать ее опущенной у меня бы в любом случае не получилось. Хозяин комнаты оказался высоким, так что моя макушка едва ли доставала до уровня его широких плеч. Встала, и дальше что? И изогнула бровь, задавая вопрос. Специально подобрала такой, чтобы удивить и заставить вступить в диалог противника. А стоявший передо мной им определенно был, причем очень опасным. Я чувствовала в этом типе бойца, сильного, уверенного, неумолимого, поджарый и жилистый. Его тело явно привыкло к тренировкам и нагрузкам. Мак был лишь в белой батистовой рубашке, поверх которой не надел ни калета, ни плаща. И тонкая ткань обрисовывала рельеф мышц. Закатанные до локтей рукава обнажали тонкие нити застарелых шрамов, высокие острые скулы, прямой нос. Разлет темно-медных бровей, цвет которых был чуть темнее рыжий шевелюра, собранный в короткий небрежный хвост. Лишь несколько выбившихся из него прядей кончиками касались плеч. Передо мной стоял воин, победитель, а победителей, по правде сказать, мало кто любит. Вот и я не питала к магу, преградившему мне путь к свободе, теплых чувств. Только жгучие, неприязни, раздражения, и бесила в нем в первую очередь высокомерие. Последнее легко считалось во взгляде, расчетливым и циничным. И даже сейчас, когда маг прищурился, его глаза смотрели так, что захотелось съежиться. Но я лишь упрямо расставила плечи, не дождется. Впечатляет, хмыкнул маг, оценив то, как я встала, и добавил, а дальше воровка, а Даш что взяла. Я ничего не брала, произнесла, чеканя каждое слово. Обвинение в том, чего не совершала, хлестнула пощечиной. Я случайно сюда попала и уже ухожу. Постаралась произнести с достоинством и сделала шаг вперед, намереваясь обогнуть мага, стоявшего в проходе, и выскользнуть в коридор. Но тот преградил мне дорогу. Случайно забралась через окно второго этажа. Случайно взломала охранные чары. Какая ты вся случайная, иронично заметил маг. Ничего не прихватило случайно. Резко выдохнула. Бесит. Может, не будь я на эмоциях, посчитала бы требование незнакомца нормальным, но сейчас нервы и так были не к черту. Я едва ушла от погони, чуть не упала и не переломала себе ноги, а то и шею, залезая в окно. А теперь меня еще и пытаются оболгать. Я и воровка да не в жизнь не взяла бы чужого, кроме тела. Осознание последнего добило и, в общем, я сделала то, что делает всякая нормальная, адекватная и уравновешенная девушка, находясь в экстремальной ситуации. Психанула. Чего тебе от меня надо? Меня чуть не убили. От эмоций кровь бурлила. Я почувствовала, как она прилила к щекам, а дыхание стало частым. А теперь еще и обвиняют в том, чего не совершала. Знаешь, а не пошел бы ты? И рыжий пошел. Жаль, что не лесом, а прямо на меня. Я не успела ничего сделать, не отступить, не возмутиться. А он уже стоял рядом, нависал надо мной скалой, хотя, с учетом огненной шевелюры, скорее вот-вот готовым взорваться вулканом. В голове успела промелькнуть мысль о пощечине. А что? Древний, быстрый и действенный способ унять женскую истерику. И я даже прикрыла глаза, готовясь к расплате за сорвавшиеся с языка на эмоциях слова. А вот чего никак не ожидала, так это из-за того, что маг решит воспользоваться другим вариантом, тоже эффективным и порой используемым в споре с дамой, когда аргументы бессильны, чувства наоборот сильны, а выслушивать что-то нет никакого желания. Да-да, мне банально заткнули рот поцелуем. И судя по тому, каким яростным, обжигающим, больше похожим на укус тот был, рыжий испытывал ко мне чувства. Причем взаимное, сильного, до зудящих кончиков пальцев раздражения. Его ярость, моя злость, его напор и жесткость, мое удивление и растерянность, твердость сильного мужского тела, прижатого ко мне, скольжение чужих рук по спине, горячее дыхание, ласкавшее кожу. И чем дольше это продолжалось, тем касания становились все более чувственными, а поцелуй откровенным, истерика, напрочь отключившая разум, схлынула, я вновь обрела способность мыслить и бояться. И не столько типа, который мог меня сейчас банально уложить в постель, от него я при помощи полтергейста могла бы попробовать отбиться. Я испугалась себя, того, как отреагировала на этот чертов поцелуй. Я отвечала и едва это осознала, как попыталась оттолкнуть Рыжего, легче было отодвинуть бетонную стену, но он почувствовал мое сопротивление и медленно, словно борясь с собой, отстранился сам. На миг прикрыл глаза, рвано выдохнул и, когда вновь посмотрел на меня, сухо произнес, я закончил, похоже, ты говорила правду и ничего не украла. Я не сразу осознала, что Рыжий совместил приятное с полезным, точнее, поцелуй с обыском. Гад, но умный, поэтому вдвойне гад, не стал тратить время на препирательство и подавление моего сопротивления, а отвлек, убедился, что ничего не украли, отстранился, быстро, четко, технично, стратег, чтоб его. И это уязвило, причем настолько, что вместо того, чтобы облегченно выдохнуть и мышкой юркнуть мимо мага, подмывало резко развернуться на пятках, так, чтобы мои волосы хлестнули наглеца по лицу и гордо выйти. Но это было бы опрометчиво, но хотелось. Я стиснула зубы и уже было решило обогнуть Рыжего, но тут услышала деликатное покашливание полтергейста, а затем дух сообщил, «Деточка, я, конечно, не хотел бы мешать, но у меня проблема, я застрял». Судя по тому, что Рыжий никак не отреагировал, голос привидения слышала «Я одна». Хотелось спросить коротко «Какого?» В смысле «Как призрак, способный проникать через материю и пространство, умудрился застрять?» И где? Но не скажешь же вслух. Но то ли он прочел мои мысли, то ли просто догадался, так или иначе пояснил. Я в старинном ключе, который оказался артефактом. Он лежит в шкатулке на столе. Попробуй взять незаметно охранные и маскирующие чары на нем для тебя не помеха. Выспрашивать, почему местное колдунство для меня не препятствие, было слегка недосуг. Я была занята, волновалась, потому что сейчас мне предстояло сделать то, в чем меня еще недавно обвиняли. Вот только как это сделать на глазах у хозяина? Ты все, а я еще нет. И я провокационно улыбнулась, без слов давая понять, девушка под впечатлением, девушке понравилось, девушка хочет продолжения, и она его получит. Схватила типа за рубашку, притягивая к себе и одновременно делая шаг в сторону, так что, довершив движение, мы отчасти поменялись местами. Во всяком случае, я теперь была почти спиной к двери, а он полубоком к окну. И хотя мои планы были очевидны, Рыжий и не думал помогать мне в их реализации. Пришлось все делать самой. Привставать на цыпочки, тянуться губами к мужским губам, в общем, спасибо тебе, дорогой, что хотя бы не сопротивлялся. Сильно. Хотя в первый миг в синим взгляде мелькнуло что-то такое, словно я была демоном-искусителем, а он невинной монашкой. Впрочем, луная легко пошла бы по пути порока. Азартно так, причем в атаку. Мне даже пришлось отступить под этим натиском, прямиком к столу. На него меня даже посадили, сильные руки подхватили под ягодицы, и я оказалась рядом со шкатулкой. Этот поцелуй был совсем другим, со вкусом ледяной мяты и черного перца. Он пьянил, как выдержанное крепкое вино, и был таким же терпким и чувственным, жадным и жаждущим. Я откинулась, оперев руки о столешницу, подставляя шею поцелуем и изо всех сил стараясь сохранить ясность мысли. Это было тяжело. Слишком опытный и умелый противник мне попался. Меж тем моя рука нащупала крышку. Ладонь ожгло легкое покалывание, и я услышала в голове ворчливый старческий голос. Не отвлекайся, деточка, это было всего лишь разрывное проклятие. Я мысленно фыркнула. Всего лишь? А в следующий миг пальцы нашли ключи, аккуратно заткнули его за пояс юбки вместе с цепочкой, которая шла в комплекте к артефакту. Молодец! одобрил призрак и приказал. А теперь валим! В сложившейся ситуации стоило бы уточнить куда, кого или чем, потому как все варианты имели место. Правда, недолго и хило, потому как полтергейст, который в далеком прошлом был мужчиной, и потому привык полагаться на силу, отдавая команду, не брал в расчет того, что я обычная девушка, а я же прекрасно осознавала, что физически гораздо слабее Рыжего. А тот, с учетом выданных ему авансов, явно нацелился на постель и просто так удрать не даст. А завалить его, даже попытавшись оглушить шкатулкой, как я успела убедиться, тело мага привыкло к тренировкам и боям, а значит, и реакция у него отменная. Иначе бы Рыжий давно был примерным трупом в сражениях промедления смерть в самом буквальном смысле. Так что только замахнусь, скрутит и пискнуть не успею. Поэтому я поступила исключительно по-женски. Уперла руки в грудь, стараясь отодвинуть от себя мага, извинящим ото льда голосом произнесла. Я передумала и оттолкнула Рыжего от себя. Передумала? Хрипло выдохнул он, глядя на мое лицо, на котором сейчас застыла холодная надменная усмешка стервы, ведь только такая могла бы спокойно выйти из комнаты. Малейшая неуверенность и меня тут же сметет рыжим ураганом и впечатает в простыни. А может, до них и не дойдет даже. А мне нужны были не постельные приключения, а фора, потому как я знала. Рыжий стратег наверняка после моего ухода решит проверить, все ли в ней находится в целости и сохранности и, не найдя ключа, кинется в погоню. Да, я закончила, у тебя тоже ничего нет в карманах. Я вернула ему и его тон, и взгляд, ведь еще совсем недавно именно так рыжий и дал знать, что обыскал меня. Месть, он жестко усмехнулся, поняв намек. Месть, слишком громкое слово, лучше говорить, возвращи. Месть, слишком громкое слово, лучше говорить, возвращение долгов. Я стекла с края стола, оказавшись вплотную к рыжему, и добавила, так что ты, облап, задел мою гордость. Я, твое мужское самолюбие, мы квиты. При этих словах в синих глазах блеснула сталь. Кто-то явно разозлился и отстранился, а я меж тем гордо шагнула к выходу. Внутри меня словно натянулась струна. Чуть потороплюсь, выдам себя волнением, и произойдет взрыв. Но нет, стоило едва прикрыть за собой створку, как я устремилась к лестнице, и прошла большую часть ступеней, когда услышала за спиной глухой удар. С таким звуком дверь ударяет о стену. Обнаружил, черт, как быстро! Я пролетела оставшиеся ступени, оказавшись в зале полном народа. Все столы были заняты. Подскочив к ближайшему, на котором стояли пустые кружки, я подхватила их и, изображая подавальщицу, ринулась с ношей за занавеску, из-за которой только что вынырнула пышногрудая девица с подносом полным тарелок. Я успела как раз вовремя, едва юркнула под прикрытие полога, как увидела через щель между тканью и косяком, как в зал ворвался рыжий смерч. Не стала задерживаться в проходе и устремилась на кухню, где вовсю кипела работа. Одна дородная девица стояла у чана с квашеной капустой, накладывая ту в миску, вторая над жаровней, перемешивая что-то съестное в сковороде. У лохани с водой склонился парнишка, отмывая грязную посуду. С ним пустые кружки. И тут же удостоилась оценивающего взгляда одной из местных кухарок. Та, уперев руки в крутые бока, поинтересовалась. Ты кто такая? Я бы, может, и проигнорировала ее вопрос, только внушительная фигура собеседницы закрывала собой почти весь дверной проем. Просто так не просочишься? Хозяин вот только что нанял в помощь, солгала, не моргнув глазом. Сказал, что вы не справляетесь. Пообещал щедро заплатить. Да можете у него сами спросить. Последнюю фразу я произнесла нарочито уверенным тоном с оттенком превосходства, намекавшим, что я лучше во всем. Расчет был прост. Разозлить кухарку, чтобы та ринулась в зал к хозяину и освободила путь к черному входу. Но одной фразы оказалось мало. Пришлось добавить взгляд, которым я прошлась по высокой грузной женской фигуре. Я посмотрела на нее так, как смотрит хозяйка на прислугу, и девица вспылила. «И спрошу!» Отрезала она и, отряхнув с передника налипший ссор, ринулась в зал. Пройдя мимо меня, еще и толкнула так, что я едва не упала. Но главное, путь был свободен, и я устремилась на улицу. На заднем дворе стояла подвода с пустыми бочками. Я нырнула в нее ровно в тот момент, когда возничий со словами «Но, пошла!» щелкнул в воздухе хлыстом. Лошади тронулись, а я услышала деловой голос призрака. «Как остановиться? Спрыгивай! У меня есть идея, где тебе можно будет переночевать!» «И где же?» полюбопытствовала я. «На погосте, магический фон искаженный, не хуже, чем в академии, ни одно поисковое заклинание не найдет. Хотя таких, как ты, чары вообще брать не должны, но перестраховаться все же стоит. И хотя предложение полтергейста вызвало множество вопросов, я задала главный из них. «Таких это каких?» «Антимагов», просветил дух и пояснил. «Вот обычные чародеи свою силу отдают, творя заклинания, а у тебя дар способен эту самую силу забирать. Именно поэтому ты смогла выжить в теле Иви». «Призрак еще что-то говорил, но я не слушала. Я вспоминала то, что было еще совсем недавно, но казалось, что уже давно. Сутки отделяли меня Анну Громову, от меня Эвенбри Фаервиндт, последнего прямого потомка древнего магического рода. Все началось вчерашним вечером, когда я погибла. Умерла, пытаясь спасти девушку лет 17, решившую сброситься с моста из-за несчастной любви. Когда увидела ее, позвонила в полицию, а сама перелезла через ограждение, пытаясь отговорить. Она была младше меня лет на шесть, не больше, заплаканная, с разводами туши под глазами, дрожащими губами, худенькая. Такой могла бы стать моя младшая сестренка Соня, если бы не погибла тогда, несколько лет назад, вместе с родителями, в автомобильной аварии, и я осталась одна. «Отстань!» истерично крикнула мелкая суицидница, когда я начала к ней приближаться. «Все кончено, всем на меня наплевать, он бросил меня, он мне не отвечает». «Кто он?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал мягко, успокаивающе. Он оказался ее одноклассником, кобелем, козлом и просто гадом, поспорившим на девчонку с приятелями. А дуреха в него влюбилась по уши. И вот собралась свести счеты с жизнью. Не знаю, сколько мы так проговорили, цепляясь за скользкие перила моста, стоя на самом краю бетонного перекрытия под мелким моросившим осенним дождем. Но мне удалось ее убедить. И девушка с моей помощью, обдирая колготки, смогла перелезть обратно. А вот я, уставшая после занятий, промокшая, сорвалась и полетела вниз. Удар в воду был сильным, таким, что выбило дух, и сразу из тела. Я пыталась грести, не осознавая, что мои руки теперь прозрачны, и течение проходит сквозь них. А затем меня стало затягивать в черную воронку, «А я все гребла и гребла, упрямо, не сдаваясь». И в какой-то момент услышала заинтересованное старческое «Всегда сопротивляешься до последнего». «Всегда», выдохнула я. «Если ты так хочешь жить, то я готов тебе помочь». Продолжил все тот же голос, но при условии ты и в ответ поможешь мне. И я согласилась. Едва это сделала как нить, что тянула меня во мрак, оборвалась. А призрачный дух пожилого мужчины в костюме былых эпох тут же повлек меня за собой со словами «Надо спешить, пока твоя душа еще может ожить и вселиться в тело». Пространство вокруг свернулось спиралью, внутри которой оказался проход. По нему мы и устремились в новый мир. И едва меня выбросило в него, как я услышала приказ «Ныряй в тело, живо, время на исходе». И я, не мешкая, пролетела через богато убранную старинную спальню, приблизившись к лежавшей на постели юной незнакомке. Ее темные длинные волосы разметались по подушкам, чуть смуглая от природы кожа, в тот момент была мертвенно-бледной, но главное, она не дышала. «Чего зависла, опускайся!» И я опустилась. Сначала ничего не почувствовав, а затем мне стало не хватать воздуха. Это чувство казалось почти забытым, настолько, что я буквально принудила себя сделать вдох. Напрячь непослушные мышцы груди, заставив ту приподняться. Первый удар сердца был таким болезненным, словно мне межрюбер всадили нож. Я заорала, но из горла не вырвалась ни звука, зато я открыла глаза и шумно-рвано задышала. Уф, я уже думал, не получится. С облегчением раздался откуда-то сверху старческий голос, а затем привидение подплыло ко мне и пояснило, в только что умершего при большой удаче может вселиться другой дух, который едва покинул собственное тело и еще хранит частицу жизни, который имеет сильное желание остаться в мире смертных и не успел уплыть за грань. К сожалению, Иви не захотела бороться и ушла, а я сам, увы, слишком долго пробыл в призрачном обличье и уже не помню, каково это дышать. По этим словам я поняла, призрак пробовал сам вселиться в девичье тело, но не смог его оживить. Так зачем вы мне помогли? Я сглотнула, в горле было сухо, а слова походили на карканье напрочь охрипшей вороны. Призраку, которого я встретила на границе миров, была нужна сущая малость, а если не спасти род Фаервенд, так отомстить за него. Для этого нужно было занять тело праправнучки духа, Эвенбри. На нее наслали смертельное проклятие, от которого девушка и погибла. И теперь мне предстояло разобраться в том, кто ее убил. Сам дух рода, увы, был не в курсе. Он пробудился лишь тогда, когда его прапра и еще много раз правнучка, умирая, позвала своего предка и попросила прощения, что не смогла стать его достойной наследницей. Но тут в коридоре раздались уверенные шаги, и через несколько секунд двери спальни распахнулись и в комнату вошли люди. Много. В мундирах и керасах раздался зычный голос. Именем его императорского величества Йонерга Второго Великого Рина Эвенбри Фаервинт обвиняется в государственной измене и подлежит аресту. Огласив приказ, мужчина с суровым лицом истеченным шрамами коротко распорядился. Одевайтесь, Рина, вас ждет тюрьма. Какая тюрьма? Только и смогла произнести я. Призрак был обескуражен не меньше меня. Тинейская, пояснил страж. Это какая-то ошибка, я попыталась возразить. Я только что едва не погибла. Время, отведенное вам на сборы, пошло. Попроси всех выйти, первым пришел в себя дух. Скажи, что ты благородная Рина, и тебе нужно собраться. Это я и сделала, постаравшись, чтобы мой голос звучал уверенно. Стражники потоптались, но с места не двинулись. Я наследница древнего рода, непростолюдинка. Я не могу идти по улицам в одной сорочке. Это бесчестие. Мой голос задрожал. Мне нужно было, чтобы они ушли, чтобы у меня появился шанс на побег. Я не хотела в тюрьму, ни в Тинейскую, ни в какую бы то ни было. Я, может, только жить начала, заново, а они арестовать. И если ради свободы необходимо сыграть роль, я ее сыграю. Потребуется солгать, солгу. Нужно будет сражаться, буду. И я решительно заревела. Да как? Губы задрожали, по щекам потекли слезы, истерика удалась на славу, проникновенная, с надрывом. Такая, что стражники дрогнули. И тот самый капитан со шрамами коротко сообщил. Хорошо, мы подождем за дверью. Едва створки той закрылись, я выбралась из постели и устремилась не к шкафу, к окну, распахнула его третий этаж. Да что же мне сегодня так не везет? Впрочем, шанс на спасение еще оставался. Выглядел он, правда, сомнительно, паршивенько так. Примерно как анализы столетнего дедка, который жив скорее не благодаря достижениям медицины, а вопреки. Моя надежда на свободу представляла собой парапет. Он шел вдоль всей стены, так что при должных ловкости, везении и безрассудстве я могла сбежать. Глянула на обретенное тело, прикидывая, смогу ли не сверзиться на газон и пройти до соседнего балкончика. Из окна показалось, что да. Ну, чего застыла, недовольно напомнил полтергейст. Сейчас, фыркнула я и ринулась к кровати. Под недоуменное ворчание призрака сорвала простыню, связала ее с покрывалом и, наскоро закрепив за ножку трюмо, что стояла рядом с окном, скинула эту импровизированную веревку вниз. Ты что, собралась лезть по ней, убьешься. И не собиралась, огрызнулась я. Это для стражи. Дух все мигом понял и больше не мешал вопросами. Не оставь я ложного следа, сразу сообразят, что я сбежала в соседнюю комнату и мой побег закончится, не успев начаться. Я лишь искренне надеялась, что в суматохе преследователи не заметят, что край простыни болтался на уровне второго этажа. Высоты, с которой падать на землю, мягко говоря, травмоопасно. И тут в дверь спальни требовательно постучали. «Рина Фаервенд, вы скоро?» поинтересовался мужской голос. «Да-да, еще немного», я добавила просительных интонаций. «Я почти закончила», и с этими словами вылезла на парапет. И тут же поняла, что широкая на вид приступка, на деле весьма узенькая, даже для стройной меня. Я вцепилась в каменную кладку, делая первый шаг над смертью. Именно так я ощущала высоту под собой. По ощущениям, до земли было метров пятнадцать. Не небоскреб, но хватит для того, чтобы убиться с гарантией. И тут под босой ступней начала осыпаться мелкая крошка. Пальцы судорожно впились в шершавый бок камня. Я сглотнула и начала повторять про себя как мантру «Психика стражников за дверью ломайся, планы врагов ломайтесь, ноги преследователей ломайтесь, девица на свидании ломайся, а парапет собака даже не думай». Я вжалась в стену грудью, животом, почти срослась, делая шаг за шагом. Дух вился рядом. Ветер то и дело налетал сбоку, подхватывая подол сорочки, отчего тот вздувался парусом. До балкончика оставалось всего ничего, когда я услышала удар в дверь, а затем та грохнула о стену. Больше медлить было нельзя. И я, оттолкнувшись от своей сомнительной опоры, прыгнула. Упала точно на балкончик, отшибив себе при этом, да, кажется, все. В первую очередь мозги. Потому что, когда обернулась, то увидела, что в том месте, откуда я сиганула, сейчас была проплешина парапета. Тот сволочь не внял увещеванием и обвалился. Впрочем, разглядывать подробности обрушения было слегка недосуг. Я успела толкнуть створку балкона и ввалиться в кабинет ровно в тот момент, когда из окна моей спальни выглянула стража. Крик, а она сбежала, все вниз, мерзавка не могла далеко уйти, догнал меня уже в другой комнате. Вот только передо мной выросла маленькая проблема ростом под два метра. Спиной к балконной двери стоял детина в мундире и внимательно изучал бумаги. Судя по всему, он добыл их из ящиков письменного стола. Во всяком случае, те валялись рядом с его ногами, раскуроченные, словно их не выдвигали, а выдирали, ничуть не заботясь о том, что они могут сломаться. Хлопнувшая створка и крики заставили его обернуться. Вот только сделал он это недостаточно быстро. А я очень хотела жить, желательно свободно и счастливо, потому оказалось проворнее. Успела увидеть изумленный взгляд рослого стражника, прежде чем он потерял сознание и упал. Удар по голове противника вышел в лучших традициях гольфа. Хотя до этого бить ни клюшкой, ни тем более кочергой мне ничего и никого не приходилось. И в первый миг я даже испугалась, не зашибла ли вовсе. Но призрак заверил, что нет. Детина жив, здоров и максимум, что ему грозит, это пара дней в лечебнице, но никак не погост. Но все равно я оцепенела при виде растекавшейся на ковре лужи крови. Та сочилась из небольшой раны на голове. Оружие, что я успела схватить за долю секунды до того, как встретилась со стражником лицом к лицу, выпало из рук. Чего встала? Двигаем! Видя, что я замерла на месте, скомандовал призрак. Я вышла из ступора и нервно отозвалась. Я смотрю, тут у вас вся жизнь в движении. Вон, двинула стражника по голове, а он едва не двинул кони. Да у него башка покрепче некоторых поленьев будет, очухается скоро, и когда это произойдет, тебе лучше быть подальше. поторопил меня полтергейст, в нетерпении описал круг по кабинету и вдруг завис над выроненными стражником бумагами, а затем скомандовал «Возьми их!» Я схватила исписанные листы, особо не задумываясь над приказом, а затем тихонько отворила дверь кабинета и, следуя приказам призрака, устремилась вниз по узким проходам, предназначенным для прислуги. Там же удалось разжиться юбкой, рубашкой, плащом и обувью. Я проскользнула мимо челяди, незамеченной, и даже смогла покинуть дом через черный боковой ход с корзинкой в руках, но уйти по улице далеко не успела. Едва я свернула в узенький квартал, как далеко позади раздались крики погони. С другой стороны, им вторили заунывные звуки причитания и плач. «Спрячь бумаги! Их не должны у тебя найти!» Меж тем, командовал дух. Я шумно-возмущенно выдохнула. «Хорошо говорить, спрячь, а куда?» Заозиралась в поисках подходящего схрона и тут увидела, как из-за поворота выворачивает траурная процессия. Гроб несли шестеро. Причем делали это не на плечах, нет. Домовина раскачивалась на уровне пояса, удерживаемая тремя длинными полотнами, на которых и покоилось днище. А концы ткани оказались перекинуты через плечи парней, шедших с ношей. В первый миг я увидела покойника, замерла, затем меня осенило, и я с криком «Зачем ты нас покинул?» ринулась к гробу. Все произошло столь стремительно, что скорбевшие родственники не успели опомниться, как я, обливаясь слезами, склонилась над седым, чинно почевавшим в домовине старцем. Пол и плаща, словно черные крылья огромного ворона, закрыли ото всех мое злодеяние. А я меж тем отдала умершему на сохранение бумаги, засунув их под подушку. Когда рука ловко подпихивала листы, успела промелькнуть мысль, что выражение «унести тайну в могилу» может иметь весьма материальное выражение. И как только все спрятала, тут же отпрянула от покойника и пояснила оторопевшим членам процессии. Он был мне как родной отец, всегда помогал в трудную минуту. Я всхлипнула на показ. Моя душа теперь спокойна, что смогла проводить его в последний путь. Я закрыла лицо руками, изображая рыдание, потому как не знала, что еще можно сказать. Хацлав был ростовщиком, услышала я, сухой, полный желчной злобы и ревности женский голос, обещавший допрос с пристрастием и прочие неприятности. Он помогал разве что себе. Хацлав я тут же отняла ладони от глаз и попыталась изобразить крайнюю степень удивления. Как Хацлав? А не Томасин? Возникла пауза. Из тех, которые напоминают колдобину на ровной дороге. И эту яму срочно нужно чем-то засыпать. Любыми словами, пока она не превратилась в пропасть. И я продолжила. А как похоже, просто одно лицо. Я закусила губу, словно была в смятении, а затем и вовсе пробормотала в духе. Прошу прощения, промашечка вышла, а Засим поспешила удалиться. И лишь когда мы с траурной процессией разошлись, подумала, что мое появление на похоронах вышло даже куда более эффектным. Во всяком случае, оно наверняка породило сейчас куда больше пересудов, чем любая загадочная женщина, что одиноко стояла бы на кладбище в отдалении от толпы и наблюдала за тем, как гроб опускают в могилу. Вот только я, пока прятала бумаги, потеряла драгоценное время и едва вывернула из-за угла дома, как почти налетела на стражника, того самого, что зачитывал приказ. Миг узнавания и его рука схватила меня за полуплаща. Расстаться с последним мне было гораздо легче, чем со свободой, поэтому я, не раздумывая, расстегнула фибулу и рванула прочь от дознавателя. А в следующую секунду мне вслед полетело. «Догоняй злые дню, уйдет, зараза этакая, за ней в переулок!» Глава вторая Вдруг меня резко подкинуло вверх, и я разом вернулась из воспоминаний прошедшего дня в промозглую реальность этой ночи. Тут же инстинктивно вцепилась в борт телеги вовремя, раздался хруст, а следом пол подо мной накренился так, что стоявшие рядом бочки поехали по наклонной. Краем глаза увидела, как по камням мостовой задорно поскакало отлетевшее колесо. «Тпру!» услышала оклик возницы, за которым тут же последовала краткая и емкая характеристика ситуации. Мужик мужик был очень раздосадованный, невероятно огорчен поломкой, о чем и сообщил мирозданию. «Да, именно так и сказал, только матом». Лошадь, ударив подковами по брусчатке, ответила ему ехидным ржанием. «Да чтоб тебя!» гаркнул возница, с кряхтением слезая со своего места. Дальше мне подслушивать препирательство мужика с кобылой стало слегка недосуг. Я была занята тем, что пыталась незаметно удрать. Легко и тихо спрыгнула на землю и ночной тенью скользнула к углу. Спонсором моего ускоренного забега стал призрак, гундосивший в лучших традициях профессионального нудилы. «Давай, живее, ну!» голос духа раздавался слева, в районе моей талии. А все от того, что я, боясь выронить умыкнутый у рыжего ключ, обмотала его цепочку вокруг запястья на манер браслета, спрятав артефакт под длинный широкий рукав рубахи. И теперь заточенный в старинные вещицы призрак вынужденно болтался из стороны в сторону, пока я, усиленно работая ногами и руками, удирала в сторону переулка. Лишь когда я скрылась в прогале между домами, смогла выдохнуть, изо рта тут же вырвался пар. Осенняя ночь радовала звездным небом, кристально чистым звенящим воздухом, полной яркой луной, но никак не теплом. В общем, было окружавшей меня действительности один минус, минус дцать градусов. Сколько точно, судить не берусь, но лужица рядом с подушвами ботинок начала подергиваться литком. Посему было, мягко говоря, зябко, а если откровенно, то холодно, до отбивавших чечетку зубов. Я обхватила себя за плечи, пытаясь согреться, однако без плаща это сделать было проблематично. Хотелось оказаться у горящего очага, ну или уехать жить в пуховик, но, увы. Здесь всегда по ночам так морозно, дрожа спросила я у призрака. Не знаю, чуть заплетающимся голосом отозвался из ключа дух, и я поняла, его знатно штормила после моего забега. Впрочем, Полтергейст быстро пришел в себя и уже спустя пару минут пояснил, я же дух и не чувствую тепла. Я фыркнула, подумав, что как-то быстро наступил тот момент, когда живые в моем лице завидуют мертвым. Впрочем, призрак, не подозревая о моих мыслях, продолжил, хотя в месяц золотого листа в Тордисе заморозки не редкость. И не мудрено, столица-то почитай, на самом севере империи, не то, что южные острова империи, вот там, что именно там, я так и не узнала. Послышался лязг металла, приближавшиеся шаги, бежать назад означало выскочить обратно на улицу, где был возница, да и услышат ночной воздух, неполуденный, отлично передавал все звуки. Я вжалась в стену и забыла, как дышать. Призрак тоже притих, хотя его, кроме меня, никто не слышал. Секунда, вторая, третья. Из-за угла показалась стража. В лунном свете сверкнули начищенные кирасы, а мое сердце пропустило удар. Охрана замерла. Один из мужчин уставился на висюльку, которую держал в вытянутой руке. Та, до этого светившая ярко и ровно, вдруг начала мигать и погасла. Да чтоб тебя, опять артефакторы, бракованный амулет подсунули. И как нам ее искать? С опаской спросил второй, коренастый страж. Да, пес знает. В сердцах махнул рукой первый и добавил. Пошли в караульную, за новой. И как только троица удалилась, я услышала полное энтузиазма. Давай, поторопимся на кладбище, воодушевленно сообщил полтергейст. И с интонацией риэлтора, вещавшего об отличной экологической обстановке продаваемого загородного домика, добавил. Там такой фон хороший, все амулеты сбоят, ни один поисковый сигнал тебя не отыщет. Думаешь, это за мной? Усомнилась я. А за кем еще стражников могли отрядить? Обвинение в заговоре против короны, это серьезно. Дознавать или небось по всей столице сейчас, с такими амулетами рыщут. Мда, вот и оказалась я в женской мечте, когда за тобой одной и целая толпа сильных, отважных мужчин несется, причем не с букетами, а сразу с предложением, правда, длительного тюремного срока. Не подозревая о моих мыслях, призрак деловито продолжил. Ну, чего застыло, давай вниз по улице, там через пару кварталов погост должен быть, заодно, если не удерешь от стражи, хоть согреешься. Я согласилась с таким предложением и энергичным шагом устремилась в указанном духом направлении. Идти пришлось не слишком долго, но зато весьма нервно, постоянно прислушиваясь, оглядываясь замирая. Так я миновала район пекарей, где сам воздух, казалось, был пропитан ароматом сдобы. Прокралась по кромке чернильной тени от навесов на улочке, в центре которой из открытых дверей кабака неслась разудалая музыка. Пересекла квартал развлечений, боясь столкнуться со стражниками, и, наконец, добралась до кладбищенской ограды. Там, примерившись к промежутку пошире, начала меж досок забора. Это оказалось непросто. Но я была целеустремленной и изворотливой девушкой, а ограда на проверку хлипкой. Как итог, я просочилась на погост. Вот уж ни в жизнь не могла предположить, что я когда-нибудь буду столь сильно желать очутиться на кладбище. Подумала я и оглядела этот рай оптимиста. В том смысле, что в таком месте куда ни глянь одни плюсы, хоть и кресты. Впрочем, на местном погосте в основном были склепы. К одному из них меня и направил дух. Когда я переступала через хрустевшую атыния траву, пришла к выводу. Все же мне везет. Пусть порой в малости, если бы так вовремя не погас тот амулет у стражника, я бы сейчас вышагивала цаплей не тут, а перебирала ногами по узким коридорам казематов. Не везение, а закономерность, отозвался призрак, и я вдруг поняла, что последнее произнесла вслух. Закономерность? Я от удивления даже остановилась. Ну да, проворчал дух. Просто ты и получилось. Тут он замялся на миг, словно подбирая подходящее слово, но затем похоже плюнул на политесы и сказал как есть. Аномальное. Вот рядом с тобой избоят чары, а то и вовсе разрушаются. Твоя душа впитывает их энергетический заряд в себя. Моя? Я поперхнулась воздухом. Я думала, этот дар принадлежал Иве. Нет. Отрезал призрак, просочившись следом за мной. Магические способности целиком зависят от души. Ты разве раньше не знала о своей способности поглощать магию? Когда магии нет, и поглощать особо нечего, усмехнулась я. И на удивленное восклицание духа пояснила, что чародейство там, откуда я родом, развито примерно на уровне идеи. И то в основном фантастических фильмов и книг. А чтобы пульсарами нарасшвыряться, да уж. Тоном мне все ясно, но ничего не понятно, произнес призрак. И судя по тому, что он больше не проронил ни слова, предок Эви крепко о чем-то задумался. Мне даже пришлось его звать, когда я оказалась на распутье и не знала, куда повернуть, чтобы выйти к нужному склепу. Полтергейст встрепенулся и помог мне сориентироваться, а затем задумчиво произнес, «Знаешь, у меня, кажется, есть версия относительно твоего дара». «Интересно послушать», отпирая дверь усыпальницы, отозвалась я, протянув последние звуки от натуги. Слишком неподатливой и тяжелой оказалась створка. «Кстати, ты сейчас впитала в себя охранные чары и даже не обратила на это внимания», как бы вскользь заметил дух. «А они, между прочим, были смертельны для чужаков». От таких новостей я сглотнула. «А ты в следующий раз не мог бы предупреждать меня до смертельной опасности, а не после?» возмутилась я. «А смысл?» философски откликнулся призрак. «Ты антимаг, ты поглощаешь чары и подозреваешь, что в вашем мире этот дар уподавляющего практически абсолютного большинства людей». Вот в нем проявление магии столь слабы, что практически незаметны. И вы думаете, что ее нет, а она и есть. Не может не быть, потому что сила — основа жизни и смерти, основа мироздания». Полтергейст говорил, а в его словах мне слышалось неодобрение, о чем я и сообщила духу, присев на крышку саркофага. Та обожгла холодом, и я тут же вскочила, хотя ноги гудели от напряжения. Укорять себя в том, что ты антимаг, все равно, что винить вампира за то, что у него жажда крови. Просто в этом мире дар поглощения магии очень редок и очень ценен в определенных областях. На этих словах духа я не выдержала и широко зевнула. Усталость давала о себе знать, но я понимала, что если прилягу, то могу и не встать, околею к коврюжьей матери на камнях за ночь. Поэтому время до рассвета мы провели в разговорах с призраком. Дух рассказывал мне о роде Файрвинд, об империи Хольм, а я под его размеренный голос прыгала, ходила, приседала, разгоняя кровь, задавала уточняющие вопросы, и уже когда в распахнутую дверь проникли лучи восхода, не выдержала и присела на надгробие на минутку, а дальше темнота. Очнулась я, когда солнце было уже в зените, и вырвало меня из вязкого марева обеспокоенный голос духа. Я с трудом разлепила глаза и увидела зависшего передо мной призрака, но не успела спросить о том, каким образом он выбрался из артефакта, как услышала. Эви, у нас проблемы, новые или все те же, уточнила я. Новые, выдохнул дух рода, ты пока спала, впитала в себя ключ. В смысле? Не поняла я и резко села. Затекшее тело тут же щедро наградило меня за этот порыв болью. А когда перед глазами перестали вспыхивать звезды, я нащупала пальцами правой руки запястье левой и... ключа там не было. Лихорадочно задрала ткань рубахи и не поверила своим глазам. На коже в том месте, где вчера была цепочка, сегодня красовалось изображение ключа. Очень реалистичное, но изображение... Какого? начала было я, но, перебив сама себя, спросила. Что это значит? Не берусь утверждать, осторожно начал полтергейст, но смею выдвинуть предположение. Ты стала живым артефактом. Ошарашенно уставилась на духа. За свою не столь уж и долгую жизнь я успела побывать папиной радостью, маминой гордостью и их совместным нервным тиком, а еще занозой в пятке для завкафедры университета гражданской авиации. Он ни в какую не хотел видеть девушку среди своих студентов и был убежден, что пилот сугубо мужская профессия, но я смогла его в этом разуверить и сесть за штурвал грузового самолета. Для пассажирского не успела налетать нужное число часов. Оставалась какая-то малость, но тут со мной случился мост, старшеклассница в отчаянии и слезах и моя смерть. В общем, много кем я была, но не артефактом. Ладно, хоть живым, а не механическим, с набором шестеренок. Собственно, когда твой дар жадный до магии начал поглощать ключ, меня и вытеснило из него. С долей смущения пояснил дух. Из дальнейших расспросов выяснилось, что призрак, как и я, решил прикорнуть, пользуясь возможностью, и очнулся, когда его начали выдавливать из уже облюбованного артефакта. То, что тебя не нужно выковыривать из ключа, это плюс. То, что теперь эту пакость нужно вытащить из меня, минус. Подвела я итог и задала напрашивавшийся вопрос. Только как это сделать? Судя по тому, как смутился предок Эви, он имел об этом весьма посредственное представление. Впрочем, у нас были проблемы и посерьезнее ключа, например, погоня. Если ночью стража рыскала по городским улицам в поисках Эвенбрифайрвент, то сегодня могла заглянуть и на кладбище, логично предположив, почему меня не находят поисковые заклинания. Да и я сама не могу век прятаться на погосте. Тут холодно, голодно и трупно. И если последнее после собственной пережитой гибели не так уж и беспокоило, то первые два пункта внушали опасения. Кажется, ты говорил, что скрыться можно не только на погосте, но и в академии магии, припомнила я слова духа. Чувствовала себя при этом воришкой, пойманным на горячем, перед которым встал выбор записаться в рекруты или пойти на каторгу в рудники. И надо сказать, такой расклад очень способствовал поднятию в душе волны патриотизма. Даже не думай, отрезал тот, стоит тебе представиться настоящим именем, как тут же схватят. А если не настоящим, допытывалась я, а обмануть проверяющего тебе не даст камень истины, отрезал дух рода. Задачка была не из простых. Но если я сажала самолеты даже ночью в грозу, то посадить среди бела дня артефактора, создавшего местный детектор лжи в лужу, моя прямая обязанность. Вот только как? Я побарабанила пальцем по надгробию, на котором сидела. На камнях была выбита полустершаяся от времени надпись. А что если... А как камень правды? Начала было я, но призрак педантично поправил. Истины. Да не суть важна, отмахнулась я. Как эта каменюка отреагирует, если я назову лишь часть своего настоящего имени? Скажем, не Эвинбри Файрвинд, а Бривинд, а лучше Бри Громвинд. Так будет часть и моей фамилии из родного мира, Громова, и твоего рода. Полтергейст завис. И в воздухе, и в мыслительном процессе. Видимо, с читерами ему на своем веку сталкиваться еще не приходилось. У меня же ломать было вторым призванием. Сначала машинки на винтике, желая знать, как они устроены, затем психику некоторых задир, посчитавших, что если ты ниже и слабее их физически, то тебя можно безнаказанно унижать в школе. А в вузе стереотипы, что женщине в авиации не место. А теперь вот, похоже, сломала призрака. Во всяком случае, при моей попытке помахать ладонью перед полупрозрачным лицом духа, тот на жест никак не отреагировал, лишь когда я крикнула «Эй!» так что и мертвецы в домовинах услышали «Полтергейст отмер». «А чего?» встрепенулся дух. Оказалось, я выдернула его с потустороннего научного совета. Основатель рода Фаервинд, недолго думая, воспользовался своим служебным положением и на правах духа давно почившего мага обратился к своему коллеге по смерти и колдовскому ремеслу, конкретно к самому создателю Камни Истины. И оказалось, что я нашла едва ли не единственное уязвимое место древнего артефакта. Оставался вопрос с даром. Я же вроде маг. Но как бы наоборот, нужны ли такие в академии? Шансы есть. Не слишком уверенно сообщил привиденистый предок, а затем пояснил. Антимаги редкость, и на боевом факультете их немного, но их ценят за то, что они могут стать для атакующего щитом первой линии обороны в сражениях и принять на себя даже смертельный удар. К слову, именно так я, похоже, и выжила в теле Эви, которую поразило смертельное проклятие. Мой дар просто выпил остатки чернословия, поразившего девушку, уничтожив то. Воодушевленная этой новостью, я решительно встала со своего места и направилась к выходу. Ты куда? Не понял моего порыва дух. Не поверишь, у меня только что такая тяга к знаниям появилась, удержаться не могу, чтобы к ним не припасть. Эй, помедленнее, возмутился дух. С таким рвением не припасть, а пропасть легко, а вдруг тебя узнают. Могут, согласилась я, подтыкая подол юбки за пояс так, чтобы не намочить край ткани о росу, которую под солнечными лучами превратился иней. Но что мне еще остается? Только вера, что в провинциалке с перекошенным лицом не узнают наследницу древнего знатного рода, да и магия у нас с прежней Эви разная, можно упирать на то, что мы просто похожи. Тут дух вынужден был согласиться, а я продолжила с жаром промоутера расписывать плюсы учебной авантюры, дескать, академия это не только необходимый нам сильный магический фон, но и стипендия, горячая еда, мягкая постель, а может даже униформа. Дух при этих словах посетовал. Я даже не мог представить, что моей правнучке придется руководствоваться такими приземленными мотивами для поступления в старейшую и престижнейшую академию империи. Позор! Ну, если это так печалит, думаю, что поступает и сранится, гонясь за презренной бытовой выгодой, не твой славный потомок, а пришлая из другого мира. Мне не зазорно подумать и о хлебе насущном, и о целости шкуры. Я не осуждаю, отозвался призрак, скорее одобряю, просто седую, до чего докатился мой рот. А ты, ты поступаешь как истинная фаервинд, упорно идешь к цели, сражаешься до полного опустошения резерва. У противника, добавила я, вспомнив о специфике своего дара, который мог отнять магию, но никак не создать, даже пресловутый магический огонек. Призрак, которого я перебила, посмотрел на меня с укором, я скромно добавила. А еще, как недавно выяснилось, я недурно умею удер бегать от стражи. Последнее тоже хорошо, но лучше тебя об этом не упоминать. Хмыкнул дух и полетел вперед кладбищенским воротам. Я пошла за ним, а когда оказалась на границе города мертвых и столицы живых, Полтергейст мотнул головой влево со словами «Видишь, вон те шпили». Я глянула в указанную сторону. Там, пронзая небесную лазурь, ввысь устремлялись несколько остроконечных шпилей. На одном из них что-то висело, точнее, кто-то, о чем и сообщило духу. Тот фыркнул, лихо подкрутив ус, и произнес «Сколько веков прошло, а традиция подвешивать на этой игле купола ротозеев первокурсников из бедноты никуда не делась». «Так, а это уже интересно», оценила я фразу призрака, начав догадываться, почему он на мой вопрос о поступлении, осторожно ответил «Шансы есть». «Не все так просто в этой академии». «Ты учти, что сегодня, а я, если сильно повезет, могу стать этой самой ротозейкой из бедноты», напомнила я духу. Тот стушевался и, стараясь это скрыть, командным тоном добавил «Твоя задача как можно быстрее очутиться рядом с этими шпилями». «И желательно, чтобы, когда ты ступишь в ворота академии, у тебя на хвосте не висела свора стражи». Я лишь кивнула. «Задача ясна. Набираем скорость, а за ней высоту». И я энергичным шагом двинулась в сторону академии. А неприятности бегом помчались за мной. С первыми из них в начищенных кирасах я едва не столкнулась, благо успела пригнуться и под прикрытием воска с тыквами, который тащил усталый ослик, понукаемый хозяином, пересекла улицу под самым носом у стража. На середине пути мне попался столб. К нему был магией прицеплен листок, с которого на зрителей взирала я собственной персоной. Последнее, к слову, двигалось, поворачиваясь к смотревшему на изображение то прямо, то одним боком, то другим или же вовсе затылком. Радовало, что портретик Эвенбри был парадным и мало походил на меня нынешнюю, склокоченную, запыхавшуюся и изгвозданную в грязи. Печалило то, что сумма, указанная под словом «разыскивается», была весьма внушительной, настолько, что могла простимулировать внимание и наблюдательность у многих желавших поправить свое финансовое положение. Я опасливо отошла от объявления, прикидывая, как бы изменить внешность. Мой взгляд упал на уличный прилавок с овощами и фруктами. Среди прочего, там был и нелущеный фундук. Недолго думая, я направилась к нему. И выгодав момент, когда торговка отвернулась, я прошла мимо ее лотка и прихватила пару орехов лещины. И тут же закинула в рот, отчего щеки стали выглядеть тяжелее, а лицо вместе с выпученными глазами, видок у меня, подозреваю, был еще тот. А свою темную макушку, которую можно было заприметить в толпе, решила прикрыть широкой пестрой шалью, которую увидела неподалеку. Она сушилась на веревке, что была натянута между окон второго этажа домов, которые стояли друг напротив друга через улочку. Достать ткань сама я не могла, а вот полтергейст... Хорошо, проворчал дух, готовясь вселиться в ткань. Постой, давай на стреме пока. Мне уже стремно, с готовностью отозвалась я. Это считается? Привиденистый напарник по умыканию постиранных шалей лишь уничижительно фыргнул, дескать, нашла время шутить. А затем стримглав полетел за добычей. В следующую секунду я увидела, как выглядит одержимость со стороны. Пестрая ткань вздулась парусом, кисти по краю полотна затрепетали, как живые, шелкнули прищепки, и трофей полтергейста спланировал мне на плечи. Я накинула добычу на голову и устремилась с узкой улочки на более шумную и оживленную, ту, что вела к воротам академии, и едва влилась в неспешный и не столь уж густой людской поток, как порыв ветра, донес откуда-то сбоку, досадливая. «Только что же был сигнал, вот зараза, опять амулет потух, всю ночь за этой бздыхой носимся и без толку. Вот как ее искать теперь, без маяка-то?» посоветовал мужской, чуть простуженный голос. «Да здесь это зараза, печенкой чую», отозвался второй. Догадываясь, что речь идет обо мне, я аккуратно бочком, не привлекая внимания спешкой, осторожно обогнула говоривших и поспешила затеряться среди прохожих. И вынырнула из него, только поравнявшись с высокими коваными воротами. Они были распахнуты, и я, недолго думая, шагнула во двор академии. В нем вовсю кипела жизнь. Шумная, суетливая, нервная и веселая. Кто-то сидел прямо на бортике фонтана, зажимая листы бумаги и что-то внимательно читая. Другие бубнили что-то себе под нос, явно повторяя. Лишь только взглянув на них, я почувствовала на кончике языка вкус волнения, того самого, что было у меня самой перед экзаменами или защитой диплома. Интересно, они готовятся к поступлению или к выпуску? В равной степени могло быть как первое, так и второе. Впрочем, не все были охвачены волнением. Меж разношерстной толпы юношей и девушек, погруженных в нервное напряжение, я заметила и других. Они были облачены в подобие униформы, калеты разных цветов, но одинакового покроя и с идентичными эмблемами, удобные темные штаны одного тона, высокие сапоги. Всех этих форменных объединяло одно – чувство превосходства, написанное на их лицах. И примечательно, чем оно, лицо, выглядело более породистым, аристократически утонченным, тем надменности на нем было больше. Похоже, обладатели калетов и эмблем – это уже поступившие адепты, а остальные получается – это вступительные экзамены? – шепотом спросила я призрака, не веря удачи. Неужели я успела на зачисление? Дух, к слову, уже не плыл рядом со мной, а вновь вселился в шаль? Хм, похоже, не одна я маскировалась. Да, услышала я тихое у самого уха. В имперской магической академии отбор проходит два месяца. В жатвень, когда весенний сезон балов оставался далеко позади, а до нового, начинавшегося с первым месяцем зимы, еще было далеко, испытания на одаренность проходили аристократы. Также приемная комиссия оценивает их знания, и уже в первый месяц осени на оставшиеся места принимают простолюдинов. Впрочем, как пояснил призрак, не все отпрыски благородных семейств поступали в академию. Если дар был невелик, то могли ограничиться и домашним обучением. Чаще всего это касалось аристократок. Для многих из них выгодная партия при дворе была привлекательнее полевых практик, отработки заклинаний, упокоения на погостах, кишевших нежитью и прочих прелестей, которые зачастую входят в процесс обучения мага. И сейчас шел как раз заключительный этап. Теоретические экзамены для простолюдинов. На оценку уровня сил я уже опоздала. Последнее мне правда сообщил не призрака, щуплый светловолосый парнишка. Этот блондинчик, от светлой макушки которого отражались солнечные лучи, образуя едва ли не нимб, сидел прямо на мраморных ступенях центрального входа. Читал конспекты, плевать хотел на уничижительные взгляды, которые на него бросали адепты академии. Я присоединилась к нему, прижав своим бедром, чтобы не удрал раньше времени, полу его добротного суконного сюртука. И без обиняков спросила, что, магов покуда принимают, аль экзимены, я коверкала слова, стараясь, чтобы моя речь походила на какую угодно, только не на аристократическую. В этом весьма помогали орешки за щеками. Уже тогось, экзамены еще не тогось. По поджатым губам солнышко, как мысленно назвала про себя парня, я поняла, какого мнения он обо мне. Но то, что не проигнорировал, уже хорошо. Только ты уже опоздала, проверка уровня сил вчера закончилась, сегодня будет отсев только по знаниям. Тоном далеким от ангельского сообщил мой собеседник, с намеком таким сообщил, тебе, дескать, и не светит, а вот мне может и да. Когда дара нет, то и проверять нечего, фыркнула я, немного сбившись с роли девушки из глухой деревни. «А чего тогда пришла?» спросил блондин с интонацией, приперлась. «А куды ж мне податься-то, если я чаровать не могу, а вот колдунство любое за раз рушу?» Философски пожала я плечами, начиная все больше вживаться в роль. «А что?» «Солнышко отличный способ отрепетировать все для того, чтобы не теряться уже перед приемной комиссией». И я продолжила. Мне так проезжий маг и заявил, чтоб я значится «Вакадая мию энту могучую, магическую», машинально поправил солнышко, таращась на меня во все глаза. «И в нее тоже». Я согласно кивнула и продолжила. Поступала. Так прямо тот чародей и сказал. Токмуматам, правда, это было после того, как он хотел в меня заклинанием шарахнуть, а не смог. Я тогда господину магу на порты пиво пролила. Вот он и осерчал. Врала я, как по писанному. Так в роль вошла, что на миг сама поверила, что я недалекая деваха, которая сама своего дара не осознает. «Великолепно!» услышала я восхищенную оценку полтергейста. «Продолжай в том же духе, деточка!» Вот только, в отличие от призрака, солнышко моих стараний не оценил. «Брешешь!» безапелляционно заявил он. Я хотела было уже возмутиться, как парень добавил. «Баб антимагов не бывает!» «Ну, значит, я мужик!» Столь же уверенным тоном отозвалась я и развела руки в стороны. Солнышко больше ничего говорить не стал. Не возражать, не утверждать. Просто затеплил на кончиков пальцев огонек и потребовал «Если не лжешь, забери!» «Не лгу!» упрямо отозвалась я, принимая вызов, а заодно навязывая свои правила игры. «А если втяну твою магию, ты мне поможешь?» Мак фыркнул, оценив, как я попыталась выжить из спора максимум выгоды, и согласился с моим предложением. Выражение лица у него при этом было таким, словно он уже мысленно отправил меня в лазарет. Я дотронулась до пламени с надеждой. Если меня смертельное проклятие не взяло, то что мне какой-то огонек? Пальцы все же слегка обожгло, но терпимо, а затем заклинание замерцало и исчезло. «Ничего себе!» ошарашенно выдохнул солнышко, ведь у него был при этом такой, словно блондинчик только что под лоскутами разорванного шаблона нечаянно похоронил логику, а заодно и веру в незыблемые законы мироздания. «Верно, тебе ничего», согласилась я, «а мне все, точнее, все ответы», и тут же задала первый интересовавший меня вопрос, куда пойти, кому отдать заявление о приеме. «Магистр Мурс вроде бы отвечает за экзаменационные списки». После некоторых раздумий отозвался солнышко. «Правда, я уже говорил, что они составлены, но вдруг тебя, как антимага, еще включат, так сказать, вне магического испытания. Дар забирающего все же редкость», последние слова он произнес задумчиво. «А где найти ентова господина? Я была сама деловитость. В лабораториях на факультете артефакторики, наверное», отозвался солнышко. «Я же понятия не имевшая, где тут лаборатории, где лекционные, а где кладбище для резвых адептов, в смысле, где практикумы у некромантов проходят, уточнила. А направление девушки указать, желательно подробно? А как зовут девушку?» изогнул бровь солнышко, напрочь проигнорировав мой намек на более точные координаты. «Бри громвинд», хмыкнула я, и в свою очередь поинтересовалась. «А тебя?» «Мрак мор стрейтор», блеснул белозубой улыбкой мак. «Ну и зубодробительная имечка, не осталась в долгу и поинтересовалась, а сокращенно мрак или мор, хотя и тот, и другой вариант с мысленным прозвищем солнышко, которое я дала парню, сочетались примерно никак. Мы с тобой еще не столь близко знакомы, чтобы дойти до сокращений», фыркнул теперь знакомец маг. «Значит, мрак», решила я, и собеседник скривился. «Это он еще не знал, как я его окрестила». «Так куда мне идти?» После такого вопроса меня и послали, причем вдохновенно и далеко, к самому дальнему корпусу академии. А я, девушка послушная, взяла и пошла. Ходка так шустро. И уже спустя примерно полчаса была в лабораториях и разыскивала магистра Мурса. Тот, к слову, оказался весьма молод, стеснительен и угнетен. И даже не работая питанием, а еще собственной матушкой, которая оное же и организовывала. Когда я открыла дверь одной из лабораторий, то увидела, как весьма тучная дама практически зажала в угол худощавого высокого магистра со словами «Ёнок, сыночка, скушай котлетку, ты же отощал весь со своей магией, ты своим голодным видом разбиваешь маме сердце». А вы, матушка, своими визитами мне репутацию. И так вся академия судачит, что холостяков родители обычно пытаются женить, а меня исключительно накормить. Парировал молодой профессор, пытаясь улизнуть из капкана родительской заботы. «Я лишь забочуся тебе, не смей на меня кричать». Тут же возмутилась эта солидная фрау. Мак тяжело выдохнул, на его смуглом лице отразилось выражение многострадального сыновьего смирения, но родительница одного молчания оказалось мало. Она пошла в психологическую атаку. «Не смотри так на меня». Профессор неуверенно пригладил темные, словно безлунная южная ночь волосы, собранные в короткий хвост, поправил очки и отвел взгляд в сторону. «И молчать на меня так тоже не смей». Матушка мага явно почувствовала близкую победу и припечатала. «И вообще мама знает лучше, когда тебе хорошо». И тут несчастная жертва заботы узрела меня, мявшуюся на пороге и возрадовалась. «Вы ко мне, Фиса?» «Да», с готовностью отозвалась я и скромно добавила. «Но могу подождать, пока вас на фаршир... пока вы закончите, ведь разговор с мамой это святое», произнесла я, хотя в данном случае скорее подошел бы эпитет великомученическая. Морс выдержал оборону стойко, терпеливо и почти безропотно. «Что вы, что вы, уважаемая Фиса, вы ничуть не отвлекаете меня», предпринял попытку удрать от еще не съеденных котлет ёнок. Но от калорий, даже если те были еще в тарелке, а не на талии, не так-то просто было избавиться, потому как к ним прилагалась горячая материнская любовь и желание накормить голодное дитя во что бы то ни стало. «Еще как отвлекаете», рявкнула родительница и повернулась ко мне. В одной руке она держала тарелку с гарниром, в другой вилку с наколотым на нее антрикотом. Причем мне показалось, что меня сейчас этой самой вилкой готовы заколоть. «Поняла, не дура, дура бы не поняла, исчезаю», охотно отозвалась я и добавила. «Только что ректору передать по поводу вашего повышения? Вы от него отказываетесь, магистр Мурс?» Матушка ёнока на миг замерла, пытаясь осознать услышанное. Этим и воспользовался ее сын и ловко вынырнул из угла, скороговоркой протараторив. «Что вы, что вы, Фиса, ни в коем случае, я сейчас, сей же миг, с вами дойду до кабинета лорда Эрогвиля, чтобы лично дать ответ». Он устремился ко мне и на полдороге, будто спохватившись, обернулся к родительнице, все еще хватавший ртом воздух со словами «Матушка, прошу меня простить, дела». А затем в несколько шагов очутился рядом со мной, подхватил под локоток, вывел в коридор, буквально тут же втянул в открытую дверь соседнего кабинета и моментом ее плотно притворил, навалился спиной и тихо, облегченно прошептал одними губами «Спасибо». Мурс утер лоб, на котором выступила испарина, убирая с того выбившуюся из хвостика угольную прядь. «Вы, Фиса, отлично придумали с вызовом к ректору. Я ваш должник», выдохнул он, но на миг встрепенулся и уточнил. «Ведь про то, что меня ждет лорд Эрогвиль шутка?» Я заверила, что да, так и есть. Это была импровизация, поскольку, хотя госпоже Мурс профессор тоже был нужен, но мне нужнее, ибо у нее вопрос питания, а у меня жизни и смерти. То, что смерти в буквальном смысле уточнять не стала, ведь если я не смогу остаться в стенах академии, то очень скоро окажусь в застенках тюрьмы. А затем Бойко изложила Мурсу уже опробованную на солнышке историю девушки из глубинки. К слову, профессор точно так же мне не поверил, но, видимо, в благодарность за спасение не стал выказывать сомнения в услышанном, а деликатно сообщил, что в академию берут лишь самых одаренных. И если мои способности именно таковы, то он, в свою очередь, попробует сделать все возможное. Магистр говорил обтекаемо, но стало понятно, от него мало что зависит, и даже если он вывешивает списки прошедших первичный отбор, то решают, чьи имена воном будут стоять совершенно другие преподаватели. «Дайте ваше правое запястье», с этими словами Мурс достал из кармана артефакт. «Для замера силы дара», шепотом пояснил мне дух, пришипившийся в шали. Я заметила, что с тех пор, как мы оказались в академии, полтергейст вел себя тише воды ниже радаров, и я догадывалась о причинах маскировки, но уточнить все было некогда. В общем, когда мне на правое запястье положили штуковину, которая напоминала чем-то своеобразный компас, сбегавший по кругу стрелкой, то случился очередной конфуз. Едва артефакт прикоснулся к моей коже, как начал таять. В прямом смысле этого слова плавиться и сливаться с моей рукой. Первым опомнился профессор. Он схватил эту штуковину, чей циферблат напоминал почти круговую шкалу от одного до ста, и буквально содрал ее с меня. Что примечательно, на моей коже не осталось и следа, а вот измеритель магического потенциала того скончался. Поразительно, прошептал Мурс, задумчиво переводя взгляд с меня на оплавившиеся амулеты обратно, а затем добавил, думаю, нам все же стоит заглянуть к ректору, у вас, Фиса, весьма интересный случай. Вы о том, что я девушка, и я антимак? Памятуя о реакции мрака, уточнила я. И это тоже, но главное, ваш уровень, артефакт парада, способен, начал было профессор, но потом, похоже, вспомнил, что я девушка из глубинки, и объяснение выйдет долгим, потому махнул рукой и перебил сам себя вопросом. Как сильно вы, Фиса, желаете учиться здесь? Всей душой. Ничуть не покривила я оной, зато один из орешков в моем рту перекатился и едва не выпал. Профессор посмотрел на меня недоуменно, и мне пришлось как-то объяснять, почему я держу за щеками лещину. Мне маг посоветовал, я ткнула пальцем в оттопыренную щеку, всегда во рту держать и говорить так, чтобы значиться артифулфция. Я нарочно исказила сложное слово «лучше была». Мурс на это покачал головой и вынес вердикт. Может, в целом артикуляции они и помогают, но конкретно сейчас будут сильно мешать. Не хотите их убрать? Это был не вопроса, настойчивое предложение, от которого я не смогла в моем положении отказаться. Потому пришлось поднести ладонь ко рту. Когда в руке оказались мои маскирующие орешки, я поспешила спрятать их в рукаве. Еще пригодятся. Похожий вид при этом у меня был весьма огорченный, потому что магистр решил подбодрить фразой. К слову, без них вы намного симпатичнее, заверил он, чем удручил только больше. Ведь чем я страшнее, тем меньше вероятность узнать во мне Рину Файрвиндт. Мурс же удовлетворенно кивнул и, больше не говоря ни слова, взял меня за руку, а затем осторожно приоткрыл дверь, выглянул из-за створки и, убедившись, что путь чист, устремился в коридор. А я следом за магистром. Мы миновали второй этаж, спустились по лестнице, пересекли холл и вышли в осенний день, что бушевал пестротой красок на улице. Рябины, одетые валы и бусы поспевших ягод, золотые кроны клеонов, шелестевшие на ветру, багрянец, остороннеющие полуобнаженные стволы, над нами разлилась кристально-безмятежная лазурь неба, а вокруг, на земле, царили суета и нервическое напряжение готовившихся к экзамену чародеев. И магия, пропитавшая воздух, много магии. Я бежала следом за Мурсом, практически не обращая на это все внимания. Мы с профессором пересекли двор академии, а затем маг прямой наводкой устремился к центральному корпусу, туда, где было особенно много народа. Мне оставалось лишь держаться за провожатого и не отставать. Но вот у одной двери, которая ничем не отличалась от остальных, такая же толпа у порога, такие же створки, и даже лак рядом с ручкой облупился, точно так же, как у соседних. Ёнок вдруг остановился, одернул камзол, поправил съехавшие на кончик носа очки и постучал. И тут же, не дожидаясь приглашения, заглянул, бросив мне напоследок. «Жди здесь, я доложу лорду Эрогвилю, чтобы тебя в список поступающих включили, сможешь сдать экзамен вместе со всеми». Вот только едва я осталась у закрывшейся створки, как почти тут же услышала ехидная. «Интересно, она любовница или внебрачная?» «Этот в очках слишком молодой, чтобы иметь такую в качестве дочери», бесцеремонно отозвался второй голос. «Скорее, он ее просто имеет». Я медленно повернулась в сторону говоривших и увидела подпиравшего стену высокого лысого парня. Он нагло ухмылялся от уха до уха. Ткань рубашки обтягивала его широкие плечи, едва не треща по швам. Рядом с ним, оценивающий глядя на меня, стоял голубоглазый блондин с льняными волосами, которые у висков были заплетены в тонкие косички. Он подкидывал перед собой яблоко и ловил, не глядя. И, да, тоже похабно усмехался. «А ну-ка, повторили!» холодно процедила я. «У меня вчера выдался просто убийственно трудный день. Ночка не лучше. И сейчас, когда нервы были на пределе, еще и эти двое, блондинчик на это лишь шире растянул губы в улыбке, явно издеваясь, спросил. «Ты не только наглая, но еще и глухая?» Тут он кивнул на вереницу парней и девушек, стоявших вдоль стен. Все испытания прошли. А тебя я чего-то не видел, ни на полигоне, ни на замерах. Так что вывод напрашивается один. Решила пролезть вне очереди. Яблоко в руке пепельного меж тем продолжало ритмично летать. Вверх, вниз, вверх, вниз. И это отчего-то особенно бесило. Я сделала шаг, и ладонь сама схватила его в полете. А потом, я, недолго думая, надкусила сочную мякоть. Та оказалась с привкусом шафрана, а желудок, в котором было пусто со вчерашнего утра, сжался от предвкушения. Оно проклято, как бы, между прочим, отозвался обладатель косичек, к которому, само собой, так и липло прозвище «пепел». Видимо, он рассчитывал, что я тут же начну плеваться, в ужасе отброшу свою добычу, в общем, поведу себя адекватно. А я, вместо этого, лишь с довольным видом откусила еще. И, проживав, добавила, «Надеюсь, смертельно?» уточнила я, с вожделением глянула на пепло и уточнила. «А еще нет проклятых, зачарованных». «Ты вообще нормальная?» не выдержал лысый здоровяк, вмешавшись в наш яблочный разговор. «Абсолютно», заверила я его и предупредила. «Но для общения со мной лучше запастись валерьянкой, оптимизмом, второй нервной системой и...» договорить не успела. Дверь кабинета распахнулась, явив на пороге енока в компании высокого статного седовласого мужчины в форме. Выправка выдавала в нем бывшего военного, а пристальный, казалось, проникавший сразу под черепную коробку взгляд, внушал трепет и уважение. «Это она?» прозвучавший вопрос хлестнул плетью. «Да, лорд-ректор». «Что ж, надеюсь, вы, господин профессор, не зря оторвали меня от экзамена. И, господа магистры, пока я отсутствую, сумеют справиться с проверяющим, поэтому не будем задерживаться, прошу ко мне в кабинет». И, не дожидаясь нашего ответа, лорд-ректор, рассекая толпу, направился по коридору, а мы с Мурсом за ним. Уходя, за спиной я услышала задумчивое, если она пассия этого профессора, то ему стоит посочувствовать. Не девка, холера. Ее даже проклятие не берут. А я думал, ты про яблоко соврал, донеслось растерянное. Оборачиваться мне было некогда. Шаг у лорда-ректора был широким и быстрым. Зазеваешься и тут же отстанешь. Благо идти оказалось недалеко. А вот только едва я переступила порог, миновав бдительного секретаря в приемной и притворила дверь, как увидела мчавшийся на меня сгусток пламени и как приличная девушка сразу же его обвизжала, а как неприличная сиганула в бок. Меня даже не смутило, что там был книжный шкаф. Я резвой белкой взлетела по его полкам на самый верх, устроившись под потолком. А ректор, который и запустил пульсар, хмыкнув, прокомментировал. Реакция, конечно, отличная, но я хотел убедиться в другом и, обращаясь уже исключительно ко мне, добавил, профессор Мурс заверил, что вы, фисогромвенд, антимаг исключительной силы. Пока же я убедился лишь в том, что вы исключительно умеете кричать, я бы даже сказал, деморализующий противника. И он демонстративно поморщился. А зачем швыряться в меня вашим колдунством без предупреждения? Я ведь могу оказаться девушкой с тонкой душевной организацией и в ответ засветить чем-нибудь. Забыв о роли простушки, отозвалась я, но когда спохватилась, было уже поздно. Впрочем, лорд-ректор, кажется, этого не заметил. Судя по всему, вашей тонкой душевной организацией вместо дубины можно полки нечисти косить. Ничуть не смутился ректор и приказал, слезайте немедленно. А вы швыряться ничем не будете, уточнила я, прикидывая, как бы половчее спуститься. Только если вы вздумаете там задержаться, с намеком протянул лорд-ректор. Делать было нечего, пришлось спускаться. И вот когда я начала слезать, оказавшись спиной господам магам, то почувствовала, как меж лопаток словно загнали раскаленный штырь. И пусть боль продлилась не больше секунды, но я потеряла равновесие. Оттолкнулась ногой от ускользавшей опоры и, извернувшись в полете кошкой, упала на что-то, точнее, на кого-то, как выяснилось мгновением позже, на несчастного ошарашенного Мурса. А ректор невозмутимо заметил. «Когда вы, Фиса, предупреждали, что можете чем-нибудь кинуть, я не подозревал, что вы имели в виду себя. А вы обещали не применять магию, если я не буду затягивать со спуском», припомнила, вставая с придавленного Мурса. «Вы задержались», отчеканил лорд. «Впрочем, должен признать, что сопротивляемость магии у вас и правда выдающаяся». Задумчиво протянул ректор и побарабанил по поверхности стола, рядом с которым стоял. «Что же мне с вами делать?» «Проверяющий не допустит приема простолюдинки в обход одного из испытаний. Он и так считает, что в академии слишком много адептов низкого сословия». Я сглотнула и нервно вытерла ладонь о юбку. Злость на ректора в раз куда-то улетучилась. Да, его проверка была самой жесткой из всех, но похоже не безосновательной. Он хотел быть уверен, что если решит ради меня нарушить правила, то этот риск должен быть оправдан. Вот только если бы Мурс ошибся, если бы я не смогла вобрать магию атакующего заклинания, что тогда? Ректор выплатил бы компенсацию, сдается разве что посмертно. Она сможет сдать теорию? Лорд обратился уже к Мурсу. Вопрос прозвучал требовательно и жестко, а еще так, словно меня здесь и вовсе не было. Профессор растерялся. Зато я, почувствовав, что решается моя судьба, произнесла теорию чего? Ясно, не сдашь. По моему вопросу Лорд все понял. А значит, сколь бы выдающимся ни был ваш дар, Фисса Громвиндт, проверяющий из департамента не допустит зачисления, хотя защитник из вас вышел бы отменный. Мужские пальцы выбили по столешнице дробь. И тут отмерший Мурс тихо пояснил мне, на экзамене вытягивают билет. В нем три теоретических вопроса по истории магии расчетам естествоведению. Настаивай, чтобы тебя допустили до экзамена, услышала я в голове голос призрака, который до этого вел себя подозрительно тихо. Я тебе помогу. А если я сдам? спросила ректора и упрямо посмотрела в аристократическое лицо лорда, отмеченное морщинами и тонкими розчерками старых шрамов. Один из них шел наискось от олба до мучки уха и рассекал левую бровь ректора, без слов говоря. Стоявший передо мной маг провел свою жизнь не перебирая за столом бумаги. И тот, кто привык к сражениям, вызов оценил и принял. Так в себе уверенно он изогнул располовиненную надвое бровь. А думаете, я сюда добралась, преодолев столько всего, чтобы развернуться у порога и уйти? Выставите в дверь, я в окно полезу, из окна выпихните, в коридоре под караулю. Мой голос звучал столь решительно, что ректор поверил. И усмехнувшись, припечатал ладонью по столешнице, словно что-то для себя решив. Ценю настойчивость. Я отдам распоряжение, чтобы списки поступивших не вывешивали до завтрашнего вечера. А сейчас ты вместе со всеми сдашь экзамен. Выдержишь его, и завтра тебя ждут испытания на полигоне. Замер магии ты, считай, прошла. А теперь мне нужно возвращаться на экзамен. Это был самый простой из возможных намеков на то, что нам пора покинуть ректорский кабинет. Ни я, ни Мурс не стали задерживаться и выскользнули в приемную, где удостоились бдительного взгляда секретаря, под прицелом Онова и поспешили в коридор. Следом за мной и профессором вышел ректор. И перед тем, как отправиться обратно на экзамен, он пристально посмотрел на меня и городко произнес «Я поверю в вас, Фисса Громвинт, не разочаруйте». Я смотрела в удалявшуюся широкую спину, и в голове роились сотни мыслей, душу терзали тысячи сомнений, но мне некогда было рефлексировать, и я приказала себе «Подумаю обо всем обязательно». И попереживаю, и пострадаю, даже поплачу, но после экзаменов. А пока нужно было их сдать. И для начала хорошо бы узнать, что меня на он их ждет. С этим вопросом и обратилась к профессору. Мурс просветил меня подробнее и о том, что он имел в виду под предметами расчета и естествоведения, оказалась первая совокупность алгебры с геометрией с добавлением физики. Естествоведение же включало в себя бестиологию, науку о человеческом теле, алхимию и травознание. Также рассказывая о том, что меня может ждать на экзамене, профессор особняком упомянул и проверяющего. Как оказалось, местное министерство магии уделяло особое внимание тому, как идет отбор адептов в лучшую имперскую академию магии, а точнее, безукоризненно ли соблюдается ректором правила отбора, когда приоритет отдается аристократии, которая являлась опорой трона владыки. Вот только знатное имя и древний род не всегда гарантировали высокий уровень дара, острый ум, силу и выносливость, что требовались от выпускников академии в бою с демонами порубежья или при решении сложных магических задач в мирной жизни. Вот лорд Эрогвиль и вел каждый год незримый бой с проверяющими, которых Министерство магии присылало на экзамены простолюдинов, поэтому и лично присутствовал на теоретическом испытании, не давая завалить министерскому инспектору самых перспективных и талантливых учеников из низкого сословия. К слову, последних еще на замере уровня и направления дара распределяли в разные группы. Стихийники с выдающимися показателями традиционно шли на боевой факультет, хотя у них были и альтернативы. Например, если сильный маг ни в какую не желал становиться атакующим или защитником, то мог податься на бытовой факультет, в алхимики или артефакторы. А вот у меня со столь специфическим даром выбора не было. Только боевой факультет и только защитником, точнее, щитом, который прикрывал бы атакующего мага-боевика, а то и целый отряд, принимая на себя магический удар. Под такие разговоры мы дошли обратно до тех самых дверей, где все так же томились в ожидании пепел и его лысый гранила приятель. «Ну, удачи, Бри, я верю, что у тебя все получится», произнес Мурс, но как-то не сильно уверенно, и попрощавшись, магистр удалился. «Что, не удалось проскочить, совсем без очереди?» усмехнулся блондин. «И не собиралась», фыркнула я и поинтересовалась. «Ладно, я поняла, что яблок у вас больше нет. А конспектом поделитесь?» «То, что от прошлой хозяйки тела мне достался навык чтения, я поняла уже давно». А вот насчет памяти вышла засада. И хотя привиденистый предок рода Файрвинд обещал побыть моей шпурой на экзаменах, на него одного я надеяться не стала. Глава третья «Не могу понять, ты настолько бесстрашная или просто тебя в детстве часто роняли?» Вскинув бровь, уточнил Бритоголовый. По этой фразе стало ясно «Не поделятся». «Хотя я не сильно-то и надеялась, но попробовать-то стоило. Значит, буду просто ждать». И тут неожиданно, похоже, даже для самого себя отозвался пепел. «Расскажешь, как обошла проклятие стазиса, которое было на яблоке?» «Может, и дам. На время». «Покажи записи», оживилась я. Мак тут же достал из-за пазухи скрепленную пачку желтых, исписанных мелким убористым почерком листов. Я взяла их за один край и призналась. Да и не обходило ничего, просто впитала, едва сказала, и тут же почувствовала себя репкой, которую вытаскивают из обжитой грядки, чтобы втянуть в какой-то произвол. А все от того, что пепел решил, его не иначе как разыгрывают, и поспешил выхватить из-за гребущих девичьих рук свои записи. Но я инстинктивно сжала пальцами добычу и, не желая с ней расставаться, поспешно добавила, «Ты об антимагах слышал?» «Я-то да, а ты, похоже, нет, иначе такой чуши бы не несла. Да у меня с собой вообще ничего нет, никаких вещей, чтобы нести», возмутилась я, перетягивая стопку листов. «Не хочешь говорить и не говори», вспылил пепел, явно намереваясь выдрать у меня из рук бумаги. Я не отпускала и тянула на себя. Мы сейчас наверняка со стороны были похожи на двух лесорубов, что орудуют двуручной пилой, только в роли оной выступали конспекты. «Да я тебе правду говорю», пепел на это ничего не сказал, лишь дернул посильнее и вырвал победу у меня из рук. Во всех смыслах вырвал, и это стало последней каплей. «Как же вы меня достали все с этими проверками дара! То боевыми заклинаниями в спину швыряют, то пламя погасить, в шкатулку со смертельным проклятием руку требуют сунуть!» Я говорила, а воздух так и густел от матерных интонаций. Я развернулась и чеканным шагом пошла в сторону высокого стрельчатого окна. На подоконнике того уже сидели девушка и парень, но я их потеснила, прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Полтергейст, засевший в шале, оживился. Они бы не поделились, не переживай. Но я сам несколько столетий назад оканчивал эту академию, вместе мы сдадим экзамен. Я только хотела мысленно ответить духу, как почувствовала, что кто-то тронул меня за локоть. Пришлось открыть глаза. Передо мной стоял пепел собственной белобрысой персоной. «Ты правда антимаг?» уточнил он. Я мрачно посмотрела на него. Взгляд явно парню не понравился, и он хмуро продолжил. «Мы с горой, в смысле с горвудом. Сначала пепел оборвал сам себя, не договорив, а потом вздохнул, словно человек с трудом, но признавший свою ошибку, и продолжил. Но я подумал, что тот, кто полагается на связи, не стал бы так цепляться за знание. Опять же это проклятое яблоко. Вот, держи». Он говорил, но что-то в антонации мага меня настораживало. Я не стала мучить себя догадками, а спросила в лоб. «Ты ведь и сам не сильно веришь в то, так зачем?» Я кивнула на записи в его руке. «И в кого ты такая догадливая злюка?» Хмыкнул пепел и усмехнулся. «Я просто подумал, что и так все, что тут написано, уже выучил и уверен в своих знаниях. А когда поступлю на боевой факультет, может статься, что ты и правда антимаг. И если ректор решит допустить тебя до сдачи экзамена в обход списка прошедших испытания на полигоне, значит, наверняка дар у тебя сильный, а мне бы пригодился такой щит. Так это подкуп?» Я оценила и дальновидность пепла, и его прямоту. «О том, что взятки гнутыми золотыми давали, я слышал, но надорванными конспектами за кого ты меня принимаешь?» Иронично выпросил Макс с интонацией, «Если я даю мзду, то она безукоризненно чиста и гладка, так что не нужно на меня наговаривать». «За расчетливого как минимум, и я поспешила взять исписанные листы». «Угу, вот только рассчитывать я могу исключительно на себя», проворчал пепел. «Мне хотелось ответить, что он тут не один такой, и я рвусь поступить в академию не от хорошей жизни, но посмотрела на конспект в своих руках и произнесла лишь «Спасибо». «Сочтемся», ухмыльнулся пепел. В этот момент дверь открылась, выпуская в коридор бледную девушку, в глазах которой застыли готовые вот-вот сорваться слезы. Губы были искусаны едва ли не до крови. Кто-то кинулся к ней с вопросом «Сдала?», а блондинчик же наоборот резко развернулся на пятках, сиганул к двери, подрезав кого-то не столь расторопного, и ужом просочился в аудиторию. Я же осталась наедине с записями. Я читала, не поднимая головы, не реагируя на происходившее вокруг, на нервные срывы и радостные вопли. Даже как пепел, а за ним и его лысый приятель громила, которому удивительно шло прозвище гора, сдав экзамены подошли ко мне сияя улыбками, плохо помню. «Ну что, злюка, ты, похоже, приносишь удачу». «От души веселясь», произнес блондин, хлопнув меня по плечу. «Я не злюка, я зло», мрачно ответила я, поправляя сползшую на плечи шали, не отрывая взгляда от чтения. Они что-то еще говорили, пытались меня тормошить, а потом махнули рукой, отправившись праздновать успешное поступление. Лишь когда солнце начало клониться к закату, шея окончательно затекла, а литеры на листах стали сливаться в сплошную мешанину, я оторвалась от записей. В коридоре народу почти не осталось, вместе со мной лишь пара человек. Я посмотрела во двор академии, стекла были узкими, высокими и на удивление чистыми, и в ромбическую решетку шпросов легко можно было увидеть, что происходит на улице. Плывшие по небу, чуть подсвеченные розовым облака, золото осенней листвы, чью-то рыжую макушку, смутно знакомую, от одного взгляда на которую что-то внутри ёкнуло. Обладатель бронзовой шевелюры смотрел поверх голов адептов, словно что-то выискивая, или кого-то. Широкий разворот сильных плеч, прямая осанка, уверенность, сквозившая в каждом жесте. Не может быть, чтобы это был тот медноволосый, словно лис, тип из трактира. И все же это был он. Пересекая широким шагом двор, рыжий напоминал хищника, взявшего след, матерого, решительного, идущего к своей цели, несмотря ни на что. Только если для всех он был просто осенним лисом, то для меня снежным, тем, которого именуют еще писец. И, надеюсь, этот писец пришел сюда не по мою душу, мало ли у него может быть дел в академии. Я пыталась убедить себя, что это всего лишь совпадение, и наша недавняя встреча тут ни при чем, но сердце продолжало бешено биться в груди. Пульс набатом стучал в ушах, кончики пальцев онемели, и именно в этот миг рыжий, словно почувствовав на себе взгляд, резко повернулся и безошибочно нашел мое окно. Но меня за миг до того, как лис уставился туда, где я сидела, как пульсаром с подоконника с милом. Исписанные листы разметала по каменному полу, но я не обращала на них внимания, занятая другим. Выглядывала из-за тяжелой портьеры в окно. Вцепилась в ткань онемевшими пальцами и, кажется, забыла, как дышать. Воздух вокруг словно загустел, наполнившись звенящей от напряжения тревогой и... «Вы идете?» требовательный голос, раздавшийся из-за спины, заставил меня вздрогнуть. Я отскочила от подоконника и резко крутанулась на пятках, оказавшись спиной к окну. При этом не успела разжать пальцы, державшие штору. Раздался треск и на меня разом снизошли радость и гордина. Первая появилась, когда я, поворачиваясь, увидела говорившую и смогла мысленно облегченно выдохнуть. Это не стража. И меня вовсе не собираются арестовывать. Совсем наоборот, чопорная дама, стоявшая в дверях аудитории, приглашала последнюю оставшуюся в коридоре кандидатку в адептке на экзамен. Но если радость подчинялась законам логики, то гордина исключительно закону притяжения. Она, падая, прибольно треснула меня по плечу. Благо, удар смягчила тяжелая портьера, в которую я оказалась завернута, как в тогу. Дама смирила одним из тех взглядов, которые без слов говорят. Накройся простыночкой и ползи на кладбище, пока я добрая. Простите, пожалуйста, я немного нервничаю. Я постаралась выглядеть максимально раскаившейся. Боюсь представить, что будет, когда вы запаникуете, сухо отчеканила дама. Но тут ее губы тронуло подобие улыбки, и она тихо, чуть насмешливо добавила. Если что, лучше вам пугаться рядом с восточной башней. Кому там нужно отомстить, уточнила я, чуть прищурившись. Но леди не назвала имени своего недруга. Лишь в ее глазах на миг промелькнул плутовской огонек, никак не вязавшийся с образом строгой и исключительно правильной дамы. А я сама не заметила, как улыбнулась ей. Мы друг друга прекрасно поняли, без слов. Я же поспешила выбраться из шторного кокона и заверить. Я все поправлю. В этом нет необходимости Фиса. И дама щелкнула пальцами, высекая с ног искр. И тут же гордина и портьера взмыли вверх. Миг, и все стало как прежде. Как будто и не было неуклюжей девицы, на ровном месте сумевшей устроить погром. Я же поспешила в аудиторию. И когда проходила мимо чародейки, она, стоя в дверях, шепнула мне. Удачи. Отвечая на вопросы, будьте так же сообразительны, как сейчас в коридоре. Это странное напутствие, как неудивительно, придало сил. И к экзаминаторскому столу я шла уже отбросив страх и сомнение. О рыжем лисе я подумаю позже. А пока нужно сосредоточиться на проверке знаний. То бишь того, чего в моей голове почти нет. Я с тобой услышала в голове голос предка и, повинуясь жесту ректора, указывавшего на билеты, потянула руку к вееру карточек, лежавших на столе. Дрожащими пальцами вытянула одну из них, и провалы бывают разные. В грунте, в памяти, в планах. Но чтобы все сразу, это нужно быть мной. А все потому, что я, читая билет, в раз ощутила, как земля уходит из-под ног. В голове резко образуется вакуум, а цель поступить в академию становится недостижимой. Три вопроса, написанные на листке уверенным твердым почерком, казались для меня сущей абракодаброй. Вклад Фреймира Дронгвильда в историю магии и принципы трансматериального переноса материи, принципы управления драконом в полете и расчет магических единиц, затрачиваемых им при взлете с расчетной массой тела, ящера и груза. Дальше шли цифры, от которых в глазах рябило, особенности строения, обитания, магии, кельпи в их естественной среде обитания, а также способы ловли этих водных течений. «Ты чего-нибудь из этого знаешь?» мысленно спросил меня дух. Ну, я и ответила, что из всех слов на карточке самое знакомое принципы управления и в полете. Пилотирование это я сдавала в университете и не только теорию. «Вот ее и пиши», заявил дух рода и смущенно добавил, что в его время такого вопроса не было, а на факультет драконьих наездников и вовсе отдельные экзамены устраивали. По поводу первого же вопроса, полтергейст заявил, что он сейчас отлучится на посмертную консультацию, а про Кельпи помнит сам. Он этих паршивцев из полыньи ловил. С таким напутствием дух рода меня и покинул, а я уставилась на клепсидру на преподавательском столе, из верхней чаши которой песок тонкой струйкой сочился в нижнюю. Горка, прираставшая в ней, казалась могильным курганом в миниатюре, под которым похоронены мечты мои. Заметив мой взгляд, один из членов комиссии, рыхлый господин с одутловатым лицом, обмахнулся платком и елейным голосом, заделанной ласковостью которого сквозила неприкрытая неприязнь, поинтересовался. Юное дарование уже готово отвечать. Юное дарование в моем лице решительно окунуло перо и застрочило на желтой бумаге формулы расчета подъемной силы крыла, взлетной тяги и перегрузок при наборе высоты. В конце концов, если закрыть глаза на лапы, хвост и огонь и спасти, то дракон это почти ближний магистральный узкофюзеляжный одномоторный реактивный самолет, а я на таких налетала больше двухсот часов. В итоге я так разошлась, что под изумленным взглядом тучного господина попросила сначала еще один лист, потом второй, и на его вопрос, на сколько вопросов я ответила, смущенно пояснила, это только на один. Ректор без слов вручил мне сразу небольшую пачку. Меж тем, с загробного совещания вернулся дух рода, и не просто вернулся, он умудрился убедить почившего фреймира Дронгвильда лично рассказать и о вкладе последнего в историю, и о своих принципах, и о примечаниях к его трактату. В общем, это был увлекательный опыт списывания на экзамене, прямо из головы. С последним вопросом, правда, вышла заминка, потому что два духа яростно заспорили, на что лучше ловить водяного коника, на мормышку или червя. Тьфу, в смысле, на ловчий магический контур или дурака, который решил утопиться в проруби. К согласию они так и не пришли, так что я записала оба варианта. Как раз успела перед тем, как упала последняя песчинка, и меня вызвали к столу экзаменаторов. Я маршевым шагом дошла до комиссии и, стараясь подсматривать в листы по минимуму, начала рассказывать о том, как умудрился вляпаться в историю магии досточтимый фреймир Дронгвильд. Но не успела я озвучить и третий, как тучный господин в жабо возмутился, перебивая меня. Какая неслыханная чушь, откуда вы это вообще взяли? Мне хотелось ляпнуть, что из первоисточника, который ныне на моих плечах делил шаль с духом рода файрвинд. Но боюсь, что к такому ответу морально не были готовы ни напыщенный толстяк, ни вся приемная комиссия. Разве что некроманты. Лорд проверяющий. Но почему же чушь? О том, что все значение матрицы трансматериального переноса оценили лишь после смерти мэтра, говорится в письмах его супруги, возразил сухощавый магистр, сидевший с левого краю стола, рядом с чародейкой, что пригласила меня на экзамен. А я внимательнее присмотрелась к рыхлому дебилому господину, который отбросил свой благочестивый тон и сейчас раздраженно смахивал выступившую на висках испарину. Так значит, это и есть тот самый проверяющий, учтем-с. Этот тип еще несколько раз порывался заявить, что мои знания не соответствуют тому, что записано в анналах истории. Дескать, в своих трактатах досточтимый Дронгвильд имел в виду совсем другое, на что призрак магистра порывался ответить развернуто и исключительно нецензурно, что именно он, как автор, хотел сказать. При этих всплесках возмущения, сухой, как щепка маг, что сидел с краю экзаменационного стола, все внимательнее смотрел на меня, словно пытаясь найти спрятанную шпору. И судя по тому, что к концу ответа на первый вопрос, магистр гипнотизировал взглядом шаль, обнаружил, но не сказал ни слова. А когда я перешла ко второму ответу, случился звездный час для меня и сердечный приступ у проверяющего. Я, отринув исписанные листы, подошла к доске и начала бойко выводить формулы, которые знала на отлично, причем так шустро, что не давала никому и слова вставить. А на моменте, когда я упомянула реактивную тягу, у тучного лорда случилась тяга седалищная. И, судя по всему, он на ней мог без всяких драконов облететь весь мир и вернуться обратно. В итоге, в дебрях моих формул и людской злости потонула и суть вопроса о принципах управления драконами, и мы стремительно перешли к Кельпи. На удивление, ответ на третий вопрос был без эксцессов. И, наконец, я услышала от ректора долгожданное «Фиса Винт, вы сдали теоретический экзамен. Ожидаю вас завтра к девятому удару колокола на полигоне для прохождения физических испытаний». Окрыленная я вылетела из аудитории и устремилась к лестнице. Полтергейст сообщил, что он проводит почтенного духа магистра Дронгвельда до грани, поэтому на время вынужден меня покинуть. Я осталась одна. Хотелось выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Голова просто гудела. Вот только едва я поравнялась с углом бокового коридора, как сильная мужская рука схватила меня за запястье и дернула в сторону, увлекая в густые вечерние сумерки, в которых утопал переход. Я и пикнуть не успела, как оказалось прижато спиной к стене, а надо мной навис злой рыжий тип. «Отдай ключ», приказал лис, отринув приветствие, которое положено этикетом преследователей. Нет, чтобы начать разговор в духе «Попалась, злодейка» или «Не дергайся» и тем дать бедной девушке выгадать время. Нет, сразу от припечатанного кладки девичьего тела к его срочному делу. Ключ к какой? Я постаралась изобразить растерянность, меж тем лихорадочно соображая, что делать дальше. Не думаю, что ответ «у меня его нет» устроит этого рыжего смерча, и он тихо извинится и отпустит меня. Скорее наоборот. Поэтому нужно было постараться выбраться из-за подни. С учетом того, что лис схватил мои запястья и прижал их на уровне лица к стене, сделать это было весьма проблематично. Так что относительно свободными остались ноги, ну и голова, которой-то я и вознамерилась как следует до разбитого носа боднуть противника. Вот только этот гад разгадал мой маневр и увернулся в самый последний момент, как и от согнутого колена, которым я метила в то место, что мешает всякому мужчине в бою. Вот только при этом рыжий качнулся чуть вперед, так что наши губы практически коснулись друг друга. Едва лис это понял, как тут же отпрянул. Я заметила его реакцию и поспешила этим воспользоваться. Пытаясь отвлечь противника, решила резко сменить модель поведения и произнесла мягким грудным голосом, словно собиралась соблазнить лиса. Тебе не кажется, что наша встреча это судьба, а поцелуи не просто поцелуи. Рыжий и вправду посмотрел на меня, как монашка на демона блуда, с интересом. И в этот момент я врезала носком по его колену. Вот только эффекта, на который я рассчитывала, не случилось. Он не ослабил хватку, не отскочил от меня. Я только пальцы на ноге себе отбила, а этому гаду хоть быхны. Он лишь тряхнул меня со словами. Ты права, малышка, наши поцелуи больше, чем просто поцелуи. Это еще или обыск, или кража, или попытка побега. Последний раз спрашиваю по-хорошему, где ключ? Я сглотнула, понимая, попала. И выхода нет, кроме как признаться. Я на миг прикрыла глаза и произнесла. Я не могу отдать тебе твой ключ. Я его впитала в себя. После моих слов воцарилась такая тишина, что я могла услышать стук наших с рыжим сердец, бешеный, рваный ритм, звучавший в унисон. Я решила посмотреть, что происходит, и встретилась с яростной синевой глаз рыжего. Повтори, прорычал он. Я антимаг. Твой ключ, я его нечаянно указала взглядом на левое запястье, то самое, которое держал своими пальцами этот невыносимый тип. Рукав сполз до локтя, обнажая кожу, а на ней виднелся полувыпуклый рельеф того самого чертова ключа. Сказала и замерла, забыв, что мне нужен воздух, потому что легкие уже были полны страхом. Я ждала бури. Тело инстинктивно напряглось, готовая принять удар. А что именно это будет, оплеуха или хук? Но этого не было ничего. И это настораживало. То ли у Рыжего были стальные нервы, то ли он просто имел привычку не психовать по пустякам, копя силы на полноценный трындец. Хотя куда уж полнее-то. Лис ничего не сказал, лишь неотрывно смотрел на то, что еще недавно было самостоятельным артефактом, а затем в мгновение ока меня схватили за плечи и как следует тряхнули. Так что я затылком ударилась о стену. Кто тебе приказал его украсть? Скронг, отвечай. Никто, я же говорю, случайно вышло. Не знаю, чего в моем голосе было больше, злости или отчаяния. Я в твоей комнате нечаянно оказалась, и дух рода, он вселился в этот ключ и не мог выйти, а мне наоборот, нужно было уйти. Ну, я и прихватила. Не твой ключ, а всего лишь привидение, которое засело в нем. Ни один мускул не дрогнул на лице противника, и я поняла. Только моя жизнь, да и смерть тоже, может навернуться еще пару раз после того, как навернулась окончательно. Рыжий не поверил мне, от слова совсем. Я оценил твою ложь, и что здесь происходит? Голос пророкотал подобно грому в узком коридоре, отразившись эхом от его стен. Я резко повернула голову и увидела в прямоугольнике света того самого преподавателя, что сидел на экзамене и так пристально косился на мою шаль. «Надругательство!» крикнула я, обрадовавшись нечаянному шансу на спасение. Интонация, правда, подкачала. Я так радостно сообщила об изнасиловании, словно это было не лишение чести против воли, а долгожданный отпуск. И тут же удостоилась сразу двух недоуменных взглядов. Одного от магистра, он, видимо, никак не мог предположить, что девица может так радоваться совершаемому над ней бесчинству. Второго от рыжего, который не ожидал, что я обвинил его в том, о чем он даже и не думал. Но мне хватило доли секунды, чтобы взять под контроль голос. Я дернулась в руках замерзшего лиса, уже с соответствующим надрывом добавив «Спасите!» И при этом наконец-таки легнула противника, который оказался непрошибаем для атак физических, но не сумел удержаться на виражах женской логики, о которой часто разбивается в дребезги даже стальная мужская психика. Пальцы рыжего разжались всего на миг, но я смогла вывернуться и броситься к преподавателю, в руке которого вспыхнул огненный шар. А дальше все произошло столь стремительно, что я успела разглядеть лишь розчерк пламени, опаливший мне плечо. Фаербол, врезавшийся в меня на полной скорости, впитался, но удар был такой силы, что заставил тело повернуться. Я при этом не удержала равновесия и начала падать. В миг полета я успела мазнуть взглядом по лицу рыжего, который как-то странно и неотрывно смотрел на меня. Но это длилось всего долю секунды, а потом я близко познакомилась с полом, распластавшись на нем и едва не расквасив нос от доски. И тут же почувствовала, как надо мной от магистра в сторону лиса просвистел еще один сгусток огня. И, судя по всему, на этот раз он был гораздо больших размеров. А затем сзади раздался треск и узкий коридор затопило светом. Когда я приподнялась на руках и посмотрела в то место, где еще недавно стояло, прижатое к стене рыжим, то увидела сплошную стену огня. Он потрясенно прошептала я, думая, что лис вот так просто поджарился заживо. Ушел стервец, но щит выставил отличный и как быстро я бил почти в упор, произнес магистр, делая шаг вперед. И в голосе его было не только негодование, но и восхищение мастерством противника. Профессор протянул мне руку, помогая подняться, а затем обратился с вопросом. Вы знаете, Фиса, кто это был? Я лишь замотала головой, не в силах вымолвить и слова. Жаль, сухо сообщил магистр. Я не успел в потемках разглядеть негодяя. Стена огня при моих последних словах спала, обнаружив за собой абсолютно пустой коридор. Главное, что вы спасли меня, выдохнула, испытывая к магу искреннюю благодарность. Хотя у меня в планах сегодня подвигов и не было, усмехнулся профессор, видимо, шуткой пытаясь приободрить перепуганную девицу. Кстати, вы превосходно отвечали на экзамене, заметил он и добавил. И у вас удивительная шаль. И тут я поняла. Преподаватель не так прост, как хотел бы казаться. И похоже, он не просто шел мимо, а искал меня. Точнее, этот уворованный утром платок. Надеюсь, он не принадлежал любимой бабушке профессора. Как оказалось, интересовала мага не расцветка ткани, а эманации. Что? Переспросила удивленно. Я уже окончательно плюнула на попытки казаться девушкой из глубинки и вопрос задала исключительно из любопытства иномирной переселенки. Особый магический фон, который легко улавливают некроманты. Правда, почему-то его сейчас нет. «А вы некромант?» деловито уточнила я. «А как вы думаете?» отзеркалил мой вопрос преподаватель. В его голосе прозвучала неприкрытая ирония. «Не похоже», категорично отозвалась я. «И чем же?» заинтересовался он. «Ну, некроманты, они бледные, потому что ночью в основном работают, сутулые, опять же, потому что копают много, и выражение лица у них такое, словно в детстве они уже отбирали у демонов, живущих под кроватью, их игрушки». Послышался сдержанный смешок. «Последнее скорее к экзорцистам, да и первые два мимо». Магистр посмотрел на меня внимательно. «А вы забавная Фиса. Жаль, что проверяющий на вас так взъелся. Я думала, он просто против того, чтобы в академии учились простолюдины, такие, как я, и бесхитростно пожала плечами». Профессор задумчиво потер «Как только вы вошли, так и было. Но когда начали отвечать, даже я, признаться, был поражен. А вот лорд проверяющий и вовсе заявил, что вы с такими-то познаниями наверняка засланная шпионка». Я хохотнула. «Правда, сколько в том смешке было веселья, а сколько истерики, большой вопрос». «Ну вот и славно, вы повеселели, а теперь ступайте к себе отдыхать. Завтра у вас испытание». И тут я помрачнела, потому что к себе это было на кладбище, причем добраться до него было проблемой. Вот так. У всех нормальных людей проблема избежать погоста, а у меня наоборот, как до него добежать и не наткнуться на стражу. Видимо, мое лицо было очень выразительным, потому как профессор задал очень точный вопрос. «Или вам негде остановиться?» Это был шанс. Нет, не так. Шансище. И я не могла позволить ему уплыти, превратиться просто мечту о ночлеге. Я прибыла издалека и не успела, начала я растеряно и замолчала, словно оборвав сама себя. Выразительно глянула в окно, где на сквозистые кроны деревьев опускалась ночь, и острые тени от их иглисто-тонких ветвей тонули в сумраке. И продолжила с затаенной надеждой. «Может, тут в академии найдется уголок?» «Уголок?» усмехнулся магистр. «Да тут целый корпус свободный, для нового набора подготовили. Его обычно заселяют в тот же вечер, как вывешиваются списки поступивших», произнес преподаватель. А я начала осознавать, что если бы не одна суматошная девица с даром антимага, то имена сдавших экзамены были бы уже известны. А это значит, что из-за меня задержали не только официальное оглашение итогов экзаменов, но и заселение. О, ее! Только бы никто из первокурсников не узнал, кто стал спонсором и в дополнительной ночи ожидания. А то ведь так отблагодарят вскладщину, что благодарность такого размаха я могу и не вынести. Но помимо того, что я осознала глубину своей невольной вины перед целым набором, речь преподавателя наталкивала на еще один неутешительный вывод. Раз уж тем, кто прошел испытание на полигоне и теорию путь в общежитие сегодня заказан, то мне и подавно... Вижу, вы прониклись, произнес преподаватель тоном человека, который с готовностью берет самое тяжкое бремя, а затем безропотно взваливает оное на хрупкие девичьи плечи. Угу, со вздохом согласилась я, уже прикидывая, как буду нестись на перегонки с пульсарами на кладбище, а теперь к когорте стражников присоединится еще и один рыжий мак. Потому произнесла, готовясь попрощаться с моим нечаянным спасителем. Тогда я, наверное, пойду, пока окончательно не стемнело. Вы так просто уйдете? заинтересованно спросил он. И не испугайтесь, что на вас могут снова напасть? Пугаться, конечно, буду. И еще как. Искренне заверила я и философски добавила. Но куда деваться из желудка дракона, рыцарю, которого съели? А вы, как я посмотрю, смелая девушка. Может, из вас и выйдет защитник. И раз уж я начал вас спасать, не бросать же подвиг на полпути, а девушку в беде. Поэтому, Фиса, если вы не сочтете дерзостью, я могу предложить вам ночлег в гостиной в своем домике. Он находится на территории академии за парком. Спасибо, господин. Тут я спохватилась, что не знаю имени мага. Норвис Орм, подсказал преподаватель. Я буду читать у вас основы некромантии и темной материи, если вы, конечно, поступите. Я сделаю все возможное, чтобы вы во мне не разочаровались, отозвалась я, испытывая благодарность к магистру. Он скупо улыбнулся и, указав жестом на коридор, произнес «Тогда прошу Фиса». Тут уже настал мой черед называться «Громвинд». Переплетя свою настоящую фамилию Громова и окончание родового имени Файрвиндов, произнесла я и добавила «Бри». И мы пошли к выходу. По пути к дому Норвиса я узнала, что у того есть дочка. Как раз моего возраста. И она сейчас учится на втором курсе факультета алхимии. «Думаю, вы подружитесь», заключил маг, когда мы уже подходили к двухэтажному зданию, стоявшему рядом с озером. В этот момент в окне показалась девушка. Она радостно замахала нам рукой, а затем исчезла. Как выяснилось, несколькими мгновениями позже, чтобы встретить нас на крыльце. И Ларин оказалась квинтэссенцией энергии. Такая же худая, как отец, смуглая и чуть угловатая, скопной торчавших во все стороны кудряшек, она ни мига не могла побыть без движения. За минуту она успела обнять отца, познакомиться со мной, сообщить об ужине и утащить нас на оной. Последний был хоть и скромным, но, как по мне, вкуснее еды. Я никогда не пробовала. Все же правы те, кто утверждают, что лучший соус к любому блюду — это голод. Я, поев, так осоловела, что была неспособна отвечать на вопросы. И была безмерно благодарна, когда Илларин выдала мне плеты, предложила располагаться в гостиной. Я устроилась на диване и едва снижила веки, вот приличные люди через чужую кровать попадают в хорошие места, но то другие, а я через постель могла попасть разве что в новый день. Причем тот начался с вопля призрака над духом. «Вставай, засоня! Уже почти девять!» «Девять?» А по ощущениям три двадцать. Я зевнула и пока продирала веки, дух нарезал вокруг дивана круги, выговаривая, «Как тебя угораздило рядом с некромантом то очутиться!» Он и так на экзамене как-то подозрительно на нас косился, пока я в шале вселенцем был. «А уж без прикрытия этот тип бы меня на раз почуял!» «Ты поэтому не возвращался?» Я пыталась осознать реальность. Задача была почти невыполнимой. «Уго!» Буркнул полтергейст и проворчал. «Стоило мне отойти в мир иной ненадолго, и ты уже умудрилась вляпаться в мага смерти. Благо сейчас этот некромант спит, а тебе стоит поторопиться, если не хочешь опоздать на практическую часть экзамена». После этих слов я не только мигом соскочила с постели, но даже и зарядку сделала. Называлась она «Я опаздываю» и дарила непередаваемую бодрость тела и нервность духа. Под бравым командованием призрака я выбежала из дома профессора, так и не успев поблагодарить его за ночлег. Лишь скороговоркой протараторила «Спасибо за все, я на экзамен». Сонной Иллари, которая в момент моего низкого старта вышла на лестницу явно только-только проснувшаяся. «Ага», напутственно зевнула она мне вслед. И я была такова. Пока я неслась через парк, подумала, почему каждое утро в этом мире начинается у меня до безобразия одинаково. Я куда-то мчусь, спасая свою жизнь. Нет, с этим нужно что-то делать, иначе это войдет в привычку. Полтергейст реял среди золотых крон над моей головой, указывая путь. Хорошо хоть, что полигон было найти гораздо проще, чем экзаменационную аудиторию. Духу взмывшему ввысь была видна диспозиция всей академии, и он с легкостью разглядел тренировочное поле. Туда ткнул полупрозрачным перстом призрак, в связанном направлении. В свежем осеннем воздухе в ранний час шум голосов разносился далеко, поэтому через пару минут я сначала услышала, а затем и увидела своих экзаменаторов. Правда, состав комиссии со вчерашнего вечера слегка изменился, но гнойный прыщ проверяющий, увы, был здесь, и как ректор не давил на него своим авторитетом, этот фурункул из Министерства магии и не думал нарывать. А только нарывался и бесил, причем всех, даже невозмутимого, как скала, гранилу, что был выше всех собравшихся на две головы, а меня и вовсе на три. Как выяснилось чуть позже, этот господин внушительных габаритов, тренер Харп Бронз, статный, накачанный настолько, что аж видно, как бугры мышц под тонкой тканью батистовой рубашки перекатываются, расцелованные солнцем до бронзы, с выгоревшими от льняного цвета волосами, собранными в хвост. Таким предстал передо мной тот, кто отвечал в Академии за физическую и, судя по всему, еще и моральную подготовку адептов. В общем, классический воин-варвар, перед которым трепетали вызванные им на поединок противники и девичьи сердца. И девичьи сердца. Мое тоже затрепетало до тахикардии, но не при взгляде на этого колосса, а когда Харп рявкнул во всю мощь своих легких. К стартовой черте полосы препятствий бегом марш. И вот почему он рявкнул марш, а у меня было стойкое ощущение, что фарш. Причем из меня. У ворон, попадавших с веток от столь грозного рыка, походу, тоже случилась такая же звуковая галлюцинация. Мне, в отличие от птичек, отлеживаться было нельзя. От будущей адептки ждали высоких физических показателей. Пока из оных у меня были лишь высокий пульс, уровень адреналина и выдающиеся способности к мату. Правда, бронилась я пока что исключительно про себя, но кто знает, какие испытания для нежной женской психики уготовили господа из приемной комиссии. До места, на которое указал грозный тренерский перст, я домчала в мгновение ока. Сама не заметила, как сорвавшиеся с места ноги донесли меня до адептов в форме, что стоял на противоположном конце поля. Парень смерил меня заинтересованным взглядом, а затем, кивком указав на полыхавшую огнем линию рядом с ним, произнес, «Вставай вот сюда, твоя задача доползти до магистра Харба». Я не успела уточнить, почему именно доползти, как тренер зычно через весь полигон горкнул, «Пошла! Вот тебе и все приготовления, ни вопроса, готова ли я, ни какой-то отмашки». «Выложись до упора!» пронесся рокот через все поле. Судя по смыслу сказанного, это был совет, но по интонации больше походило на угрозу. Поскольку в воздухе так и повисло неозвученное «а не то», в общем, я прониклась и рванула в сторону преподавателей, перепрыгнув через огненную черту. Правда, не успела я взять разгон, как на моем пути, из-под чавкавшей под ногами грязи начали вырастать фигуры, явно недружелюбно настроенные. Полтергейст вновь затаился в моей шале, которую я на этот раз повязала на груди крест-накрест, так что ее концы оказались затянуты в тугой узел за спиной и был предельно собран и деловит. А еще и носа не высовывал из своего укрытия, опасаясь проницательных взглядов магистров. «Бунь болотные твари, которыми управляют, ты не сможешь их впитать». И тут же, вторя его словом, в небо взмыли тысячи склизких фонтанов, которые в следующий миг превратились в извивающиеся змееподобные отростки. Один из них плетью ударил рядом со мной, я чудом успела отскочить. А дальше начались салочки на выживание. И все это под комментарии духа, который не стеснялся в выражениях. Судя по ним, на призрака снизошло озверение битвы. Вдохновение, возможно, тоже, но озверение было больше. И он от души крыл мотюгами тех, кто придумал притащить на практическую часть экзамена настоящую нежить. Несмотря на обилие цветастых эпитетов в речи Полтергейста, главную суть этого испытания я уловила быстро. Поступавшим при прохождении этого испытания нужно было показать умение управлять силой и атаковать, используя свою магию, фаерболами, ледяными смерчами, но у меня-то этого и в помине не было. Поэтому я прыгала с кочки на кочку, уворачиваясь от свистевших рядом грязевых жгутов. Но самое удивительное, что, несмотря на столь подвижные занятия, мой невыспавшийся организм дал знать о ранней побудке отчаянными зевканья. Я прыгала и при этом пыталась не слишком широко открывать рот. И в какой-то миг умудрилась увидеть выражение лица ректора. Если коротко, то оно без слов говорило «Не смей зевать, когда тебя атакуют». Да, именно так, только матом. Причем бранным был не только взгляд. Я никогда не видела, чтобы ругались бровями. Зато проверяющий уже удовлетворенно потирал ладони, потому как время шло, а я топталась на месте, не сумев преодолеть третьей дистанции. И тут мой взгляд сместился в сторону, и я увидела мага, который виртуозно совершал в воздухе какие-то пассы. Эта секундная заминка едва не стоила мне удара щупальца. Зато я поняла, кто, а главное, как управляет монстрами. Он видит меня и атакует. И единственное, что я могла сделать в этой ситуации, стать невидимкой. И куда? услышала я вопль призрака, ныряя в грязь с головой. Ответить я уже не могла, только булькнула возмущенно в духе, а ты сам не видишь, и скрылась с глаз кукловода. И, не дожидаясь, пока он сменит тактику, погребла во все лопатки. Вязкая, густая, как кисель жижа вокруг, этому мало способствовала. Перед моими глазами уже начался кровавый закат, своей пеленой застилавший полтергейста. Выныривай и беги. Я подняла голову над поверхностью, жадно глотая воздух, и поняла, что имел в виду адепт, когда говорил о том, что мне нужно доползти до магистра. Как раз посмотрела в его сторону и увидела, как между мной и преподавателями из воздуха материализуется каменная стена. По идее, ее нужно было перемахнуть, но я, грязная и злая, наплевала на какие-то там условности, и вместо того, чтобы как приличный маг штурмовать эту верхотуру рассудила. Если она заклинание, а не настоящая преграда, то мне антимагу проще не пытаться ее преодолеть, а прорубить окошко. И я прислонила руку к кладке. Та тут же начала блекнуть, и в появившемся отверстии я увидела ошарашенное лицо проверяющего, который тут же возмущенно завопил, отринув уважительное вы. Что ты творишь? Я, радостно просунувшая голову в дыру, вспомнила напутственная тренера «Выкладывайся до упора» и отрапортовала. Выполняю задание магистра харба, упарываюсь по полной и, поправ все правила перелизания стен, протиснулась бочком в дыру, которую смогла проделать в магическом барьере. Также я, проигнорировав правила хорошего тона для поступавших, не стала ползти на животе под шквальным обстрелом пульсаров, а эпичненько так прошла под огнем из сгустков плазмы и скрип зубов проверяющего. Было бы еще эффектнее, если бы при этом с меня не стекала грязь. Но на последнем препятствии стали бесполезны как мои способности, так и, в принципе, любые магические, потому что крутившимся под ногами бревнам было все равно маг ты не маг. Силе земного тяготения и качающимся на подвесах мешкам было все равно кого ронять. И уже когда до финишной черты оставалось совсем ничего и я, балансируя, преодолела почти весь путь, по так и норовившей уйти из-под ног колоды, случилось это. Слабый толчок ветра в спину. И все бы ничего, если бы его не сопровождала глумливая улыбка проверяющего. Я потеряла равновесие и... Что вы себе позволяете? В вопросе, обращенном к присланному Министерству магии инспектору, который задал ректор, послышался свист стали. Но мне было слегка не до разговора экзаменаторов. Я пыталась не уронить свою честь, ну и себя заодно. Я умудрилась ухватиться за бревно сначала руками, обняв его почище пылкой любовницы, а потом и ногами. И тут вертка и опора перевернулась, и я оказалась висящей головой вниз. Меж тем лорд проверяющий, усмехнувшись, ответил ректору, «Я ничего». «А может, все?» Холодно ответил Эрогвиль, пристально, словно мерку на домовину снимал, глядя на проверяющего. «Вам показалось». «С интонацией догадки к делу не пришьешь?» ответил этот раскормленный гад. «К тому же с этой девчонкой все ясно. Может, у нее и сильный дар, но слишком слабое тело. Можно считать, что она не прошла полосу. А значит, нечего ей делать в элитной академии среди сынов и дочерей древних родов. Могу поспорить, ее руки сейчас ослабнут, и она упадет». Как бы мне не хотелось возразить, но этот министерский засланец был прав. Скользкое бревно не давало шанса на нем удержаться, и я висела сейчас на одном лишь упрямстве. «Не дождетесь!» выкрикнула я, и в стиле гусеница на выгуле поползла по бревну. Снизу. Зато ни один раскачивавшийся маятником мешок не был мне помехой. Снизу полыхала огненная топь, отчего моя пятая точка пылала во всех смыслах этого слова. Падение министерский гад так и не дождался. Я добралась до финиша в том числе из вредности, изрядно подкоптив липшую к ногам напрочь изгвозданную болотной жижей юбку. Слой грязи пополам с сажей. А сама я скорее напоминала восставшего зомби, чем девушку. И именно такому чудов чуду ректор провозгласил. Фиса, вы прошли испытание и с этого мига становитесь адепткой имперской академии магии. Поздравляю! Сегодня к обеду будут вывешены списки, и вам останется лишь принести клятву на камни истины. При упоминании артефакта, способного чувствовать ложь, я невольно сглотнула. Вдруг мне не удастся провести этот камушек. Тогда вот только бояться грязной, мокрой и голодной это не то же самое, что страшится сытой и в тепле. В первом случае страх очень быстро переходит в смелость и даже атаку. Во втором тоже атаку, но паническую. Потому-то я хоть и испугалась грядущего, но не настолько, чтобы забыть о насущном. И по принципу «терять кроме совести уже нечего» начала в сторонке ждать, когда проверяющий отойдет подальше от экзаменаторов. К слову, после того, как я все-таки прошла полосу препятствий, инспектор был в таком отвратном настроении, что, кажется, с легкостью мог бы не просто заменить одного из всадников апокалипсиса, но и всю четверку разом. И это душевное состояние толстяка особенно радовало ректора, который не скрывал своей улыбки. Наконец, улучив момент, когда министерский прыщ, процедив сквозь зубы слова прощания, удалился, а лорд Эрогвиль закончил отдавать приказания кому-то из министров, я подошла к главе академии и тихонько поинтересовалась. А раз я уже почти адептка, то можно мне того, довольствия? Спонсором вопроса был мой пустой желудок, который уже отчаялся рассчитывать на что-то съестное, ведь у его непутевой хозяйки с собой ничего не имелось, даже лапши на ушах или фиг с маслом, да и обещаниями никто не кормил. Произнесла и печально подумала, вот почему в школе и универе меня учили в свое время кучи всего архиважного, кроме главного, как выжить без денег. А они мне сейчас были нужны позарез. Рассеченная бровь главы академии чуть приподнялась? Нет, спросить о стипендии это священный долг каждого студента и зачастую его единственная возможность законно разжиться деньгами. Но чтобы так быстро после зачисления, если вы прожалование адептам, то его выдадут через декаду после начала занятий. А форму и учебники сегодня при заселении, как и пропуск, позволяющий вам постоянно находиться на территории академии, посещать ее корпуса и в том числе столовую. Все бытовые и учебные вопросы вы можете решить с вашим куратором. Его имя будет указано перед группой, которую вас распределят. Смотрите список на стенде. У вас еще есть вопросы? Спросил ректор с интонацией. «Ты уходишь, слава вышним!» или «Остаешься, не приведи демоны!» Я заверила, что все поняла и направилась было к выходу полигона. Плечи подрагивали от холода, и я попыталась закутаться в шаль. Та, пропитавшаяся жижей, не грела, а лишь холодила. И тут глава академии неожиданно окликнул меня, а затем попросил вернуться. И едва я подошла к нему, ректор вручил пару монеты, свернутую вдвое бумажку, со словами «Это вам. Продержаться до стипендии, а записку передайте вахтеру женского общежития. Хоть заселения еще и не было, но она пропустит вас в душевую, чтобы смыть грязь, раз уж очищающие заклинания на вас не действуют». Я от души поблагодарила лорда и заверила, что деньги непременно верну, а затем поспешила к общежитию. Как ни странно, его я нашла быстро, и вахтерша, седая гоблинша, с необычным говорком, прочитав послание, меня не только пропустила, но и объяснила, где душевые, и как можно быстро постирать и просушить одежду. В отличие от меня самой, на грязные вещи, засунутые в прачечную корзину, магия вполне действовала, потому я сначала промыла и высушила воной шаль, с ней-то и отправилась в душ вместо полотенца, а потом, закутавшись в широкую пеструю ткань с кистями, ждала, пока отмоются остальные мои вещи. Дух же, пока я приводила себя в порядок, полетел на разведку. Когда он вернулся, я уже успела помыться и обсохнуть. Призрак радостно сообщил, что список уже вывесили, и, согласно ему, я распределена в группу защитников боевого факультета. «Значит, теперь клятва на камне истины?» спросила я своего полупрозрачного напарника. Тот заверил, что «да, и нам надо поспешить, чтобы занять очередь, а то там скоро давка начнется». «Очередь?» изумилась я. Почему-то представлялось, что это самое клятва будет торжественной с построением. «Какое построение?» фыркнул дух. Имя назвала, артефакт это подтвердил и нанес татуировку на правое запястье, а дальше «Вперед, заселяться!» «Так что нечего тут рассиживаться, пошли быстрее!» И полтергейст, вселившись в шаль, повел меня навигатором по академии. До нужного здания мы добрались быстро, и едва я вошла, как уперлась во внушительную очередь, стоявшую в коридоре. Правда, последней я оказалась недолго, не прошло и пары секунд, как за мной уже заняли. И спустя пять минут хвост вереницы из первокурсников был уже на улице. Я прислонилась было к стене, готовясь ждать, как услышала громкий окрик. «Смотри, это она!» «Точно!» «Она!» Глава четвёртая Вздрогнула, в голове пронеслась стража, и я резко обернулась, готовая как дать дёру от кирасиров, так и врезать им, а может, то и другое сразу. А оказалось, что нужно не удирать, а убивать. Двоих особо одарённых типов, которые решили парой выкриков угробить мою и так ели живую нервную систему. Первым кандидатом в смертники, которого я жаждала отвиндетить по полной, был вчерашний лысый Громила. Он с невозмутимым видом ледокола рассекал торосы из юных адептов, держа курс прямо на меня. Вторым соискателем на домовину оказался Пепел, что держался позади своего рослого плечистого приятеля. «Аномальная!» радостно замахал мне лысый, поняв, что я смотрю на него. Вот так встреча! И распахнул свои ручищи, словно для объятий, хотя до он их еще была как минимум пара метров. При этом он врезал кому-то по затылку, и этот кто-то даже не стал возмущаться. «А уж я-то как удивлена!» произнесла я, обглядывая здоровяка. Кажется, светловолосый дружок называл его гора. Всплыло в памяти прозвище громилы. «А я смотрю, ты не только поступила, но и очередь заметкой занять успела. Не пустишь к себе?» Вынырнувший из-за широкой спины приятеля пепел сразу перешел к сути. «Я наконец поняла, почему гора орал во всю свою луженую глотку, завидев меня в веренице поступивших. После этого озарения я не могла держать на эту парочку зла, разве что натянутый поводок, на другом конце которого зверилась бы овчарка, да взведенный револьвер. Но зато я бы держала их безо всякой враждебности. Я без слов кивнула. Вчера пепел выручил меня с конспектом, сегодня я его. Но не успели приятели просочиться вне очереди, как гора завертел своей лысой башкой, потом радостно оскалился и с фразой «Какая цыпа!» ринулся в любовную, хотя та больше походила на лобовую атаку. Вот только лучше бы он выбрал для оной девицу похилее и посубтильнее. Так нет же, выбор горы пал на высокую плечистую деву, в предках которой явно отметились воители. И на игривое приподнимание ее за талию она ответила игривым же захватом, после которого обычному человеку пришлось бы по меньшей мере вправлять плечом. Но лысый здоровяк даже не поморщился. Ну началось. Обреченно протянул пепел, глядя на заигрывание в стиле «Уложи на лопатки красотку, пока та не уложила тебя в могилу». Как оказалось, гора был натурой влюбчивый и влюблялся в девицу едва ли не в каждом городке, коих на его пути из южных степей в столицу было немало. Особенно ценил здоровяк светлый оттенок и большие пышные формы. Касалось это как кружек с пенившимся пивом, так и дам. Последнюю-то с толстой пшеничной косой и заприметил наш горе-любовник. Предмет его страсти оказался тяжелым на руку и скорым на расправу, потому гора уже спустя пару минут обзавелся фингалом и окончательно влюбился. Какая женщина! Восхищенно протянул он, возвращаясь к нам, когда его зазноба скрылась за дверью, где и происходила дача показан клятвы на камне истины. Не дева, мечта. Нет, я подозревал, что мечта степного варвара находится где-то на границе с кошмаром равнинника, но я не думал, что настолько к нему близко, хмыкнул пепел. Да чтоб ты понимал, махнул на него рукой гора. И все же, я советовал бы тебе, приятель, обратить внимание на кого другого, заметил блондин. Это еще почему набычился здоровяк? Потому что твоя полукровка явно из нашего теста, тоже защитница. А представь теперь, что у нас практика боевая, а у вас с ней любовь прошла, осталась лишь взаимная ненависть. А тебе ей спину доверять, чтоб обиженная женщина не воспользуется таким шансом отомстить. И в кого ты такой умный выискался? Фыркнул, признавая правоту приятеля гора. Тебе не на боевой факультет нужно было поступать, а на дипломатический. Ха! усмехнулся пепел. Убеждение словом выходит гораздо лучше, если при этом ты держишь в руке пульсар. К тому же тут стипендия больше, и берут всех, а не только аристократов, а по выпуске еще и подъемные дают. Но до него дожить говорят надо. Такая большая смертность, решила уточнить я, хуже вылетаемость, просветил пепел, на первом курсе отсев идет большой. Я же, слушая блондина, невольно подумала, странные у него все же в жизни приоритеты, а он, не подозревая о моих мыслях, добавил, в основном, правда, отчисляют простолюдинов, а Аристота, ясное дело, трогают в последнюю очередь, а в этом году и так сверх нормы набрали. Я при этих словах пепла и вовсе приуныла, впрочем, захандрить мне было не досуг, потому как подошла наша очередь, и приятели, не сговариваясь, вытолк, пропустили даму вперед. Я вошла в небольшую залу, посреди которой стояла тренога, на ней лежал небольшой округлый камень, испещренный по краю рунами. От последних исходило ровное неяркое свечение. «Положи руку на центр артефакта и произнеси свое имя». Прозвучал справа от меня четкий командный голос. Я подняла глаза и увидела, женщину в ней выдавал разве что тембр. Магесса, что отдала приказ, была настолько стройной, что еще немного и ее можно было бы назвать болезненно тощей, с острыми скулами, одну из которых пересекала черная повязка, она же закрывала глаз. Короткий ежик рыжих волос, веснушки, плоская грудь, обтянутая калетом, короткий клинок в ножнах у бедра, высокие ботфорты, одним словом, женщина-кнут. И что-то мне подсказывало ударить противника она может так же резко, хлестко и больно. Рядом с ней с пищем пером на изготовку стоял уже знакомый мне магистр Мурс, перед которым в воздухе парил свиток, чуть в стороне, еще несколько чародеев в мантиях, сейчас все и решится. Я, арабея, подошла к камню истины и чуть дрогнувшей рукой дотронулась до его поверхности. Он оказался теплым и шершавым на ощупь. Я прикрыла глаза и назвала имя Бри Громвинт и тут ощутила, как твердь под камнями начала накаляться, словно сомневаясь в озвученном, но пока не обжигала настолько, что я отдернула бы ладонь, закусила щеку изнутри, чтобы, если жар станет нестерпимым, не закричать, а сама мысленно обращаясь к камню, начала его убеждать, что я Громова, но не совсем, лишь душой, поэтому в моей нынешней фамилии остался лишь Гром, а телом я из Файрвиндов, но только телом, поэтому и не могу взять полностью это родовое имя, как и Эвенбри от прежней владелицы, и камень, словно выслушав меня, остыл, перестал гневаться, а потом я почувствовала, как по запястью поднимается, ползет змейка, вот она свернулась кольцом, поворочилась и застыла, я нерешительно открыла один глаз, затем второй, и на моем запястье была живая татуировка в виде дракончика, который кусал собственный хвост. поздравляю с зачислением на боевой факультет, отчеканила рыжая чародейка, лишь позже я узнала, что каждый факультет имел свой собственный символ, запястье целителей обвивало изображение ростка амелы, алхимиков, змея, у стихийников, кольцо из огня, воды, воздуха или камней, пифии и прорицатели гордо носили на руке вязь рун, которые порой менялись местами, а пока же Мурс вручил мне формуляр и отправил получать форму учебники и в общежитие заселяться, в общем, послал, а я радостная и пошла, правда решила первонаперво заглянуть не к кладовщику за одеждой, рассудив, что там наверняка очередь, а начать с конца, с заселения, но даже с подсказками оживившегося духа пришлось постараться, чтобы отыскать коменданта, им оказался коренастый крепыш, чей рост едва доходил мне до груди, а кладистая борода недорослика была заплетена в две длинные пышные косицы медного оттенка, чтобы эти не волочились по полу, Карло заправил их за пояс. Гном, услышала я протяжно обреченный голос духа в голове, теперь, пока от него положенную порцию ворчания не получишь, даже не надейся уйти, догонит и довручит. Полтергейст, как в воду глядел, коменданту жутко не понравилось, что в боевике опять набрали баб, и дело было не в мужском шовинизме, все оказалось куда прозаичнее, расселение проходило согласно факультетам, и на защитников в этом году женских комнат не выделили, а девок набрали. И куда мне тебя запихивать, спрашивается. Вот мне все эти головоломки с расселением, где? Бородач выразительно показал ребром ладони на шею. То степного варвара с горцем не сели в одной комнате, то Аристо, видите ли, апартаментами недоволен, то вот ты в меня ткнули пальцем. Вот брошу все к демоновой матери и рвану в дом сумасшествия. Отдохну хоть там с буйными психами от вас всех. Гном еще долго возмущался, отводя душу. При этом он периодически слюнявил палец, чтобы перевернуть очередной желтый исписанный лист конторской книги. Затем пробегал взглядом по строкам, поднимал он и на меня и негодовал. Увы, помочь гному решить проблему моего заселения я не могла. Лишь изобразить на лице максимально печальное выражение, чтобы меня точно пожалели и приютили. Потому сложила бровки домиком, в глазах зияла вся скорбь еврейского народа, закусила губу, изображая нерешительность и... Эээ, что с тобой? Лекаря позвать, аль? Сразу некроманта? Последнее гном произнес с нескрываемой надеждой на мою скорую кончину от сердечного приступа или судорог, чтобы я того отошла в мир иной и не портила собой план заселения. Увы, я отчаяния коменданта на свою скорую кончину не оправдала, заявив, под лежачий камень я еще не гожусь. Комендант опечалился и уточнил, раз не помираешь, это что такое было? Хотела вызвать сочувствие. Я решила, что честность в моем случае может оглушить не хуже дубины. Отреснуть этому практичному гному по темечку, чтоб достучаться таки до его сострадания, очень уж хотелось. Угу, буркнул гном, потянувшись за курительной трубкой, что лежала рядом с книгой. Только в следующий раз лучше так не делай, а то я такой жалостью к тебе сейчас проникся, что аж добить захотелось, чтоб не мучилась. Вот ведь тролль, хоть и гном. Дух, затихший в шале, был со мной полностью солидарен. Я уже хотела было ответить коменданту, как тот радостно уставился в строке на одном из листов и произнес, вот сюда я тебя и заселю. Мне девица не рабелин, кошельком своим так в сердце запало, что характером аж в печенках сидит. Настолько, что денег ейных не надо за отдельные апартаменты. Войдя в раж, произнес гном и тут же спохватился. Не всех, конечно, половины вернуть хватит. Или четверти, но дуля ей, а не личная комната. Ректорский приказ ведь выполнять надо, тебя куда-то селить, не к парням же. Так что не обрадованный собственным решением гном хлопнул в ладоши и растер их, а затем приказал мне, будешь жить с ентой нерабелин на втором этаже. Комната с литерой эон гри, авось с соседкой сладите, у нее характер огонь, но это я гляжу не промах. Я клыкасту улыбнулась, заверив коменданту, что обязательно уживусь. Я на все ради этого пойду, даже могу прибить кого-то ради такого дела, но если что, сделаю это ладно, тихо и мирно. После такого заявления я впервые увидела, как могут волноваться и возмущаться усами. Кажется, гном уже не считал такой хорошей идеей свести меня с неизвестной нерабелин, но поздно. В формуляр уже был вписан номер комнаты. Оставалось только заселиться, что я и сделала. Подхватив выданную стопку постельного белья, отправилась на второй этаж. Пока взбиралась наверх, дух пояснил, что в его бытность все адепты обязаны были жить первый год только на территории академии и покидать оную лишь раз в месяц. Формально, дабы стерлись сословные различия. Практически, чтобы была хоть какая-то возможность сбить спесь с порой зарывавшихся арестов. Ну и заодно контролировать всплески дара у юных учеников, ведь взбесившиеся магии без разницы, простолюдин ее пытается обуздать или высокородный, в неумелых руках и того, и другого, сила размозжить все окрест способна одинаково. И дабы этого не допустить на улицах столицы, первокурсников и не выпускали особо из стен академии, вот и запирали всех на территории сего учебного заведения. Правда, несмотря на это, сиятельным общежитские тяготы не сильно-то и грозили. За отдельную плату отпрыски знатных семей могли выкупить для себя отдельные апартаменты. К слову, именно поэтому же для обеспечения их комфортного проживания, помимо учебных корпусов, тут были и маленький магазинчик, и кофейня, а в общем все, чтобы наследники великих родов не заскучали. После же первого курса адепты вольны были остаться в стенах общежития или посещать лишь занятия, возвращаясь каждый вечер в родовые столичные особняки. Я слушала духа и думала, что похоже, в отличие от всего остального, это правило не сильно-то и изменилось, а если все же да, то сейчас это и узнаю. С такими мыслями я и толкнула створку, на которой была выведена нужная мне литера. Дверь скрипнула и я услышала. Я не вызывала прислугу «Уходи!» голосок звенел от раздражения, а я увидела ту, с кем мне предстояло делить комнату. Это была не девица, мелкая пигалица, которой по возрасту еще в школу ходить и ходить, учителям нервы мотать и мотать, чего она в академии-то забыла, а соседок и не вызывают, они сами приходят. Фраза прозвучала равнодушно и как-то устала. У меня не было ни сил, ни желания припираться с этой нерабелин. Я потеряла столько энергии, чтобы уйти от погони, потом сдать экзамены, что тратить ценный ресурс, еще и напылавшую, кстати, с чего бы, возмущением девчонку, да будь она даже демоном, вырвавшимся из пентаграммы и восседавшем на моей постели. Мне было настолько устало, что я бы просто сдвинула это из чадия ада в стороночку и растянулась на кровати, моей законной кровати. Какая к мракобесам соседка, взвелась мелкая, самая обыкновенная, какие у всех в общежитии есть, пожала плечами, да, эта Нири явно мне обрадовалась, но зачем это нужно показывать столь явно, подумала я, с трудом подавив зевок и оглядела свое новое жилище. Оно было небольшим, всего две кровати, одну из которых и занимала девчонка. Я прошла и присела на край второй. Не у всех, а только у бедняков, которые каким-то чудом сюда сумели попасть. А мой отец, лорд, заплатил за то, чтобы я жила здесь одна, а не с каким-то вонючим отребьем, меж тем выпалила пигалица, хотя по ощущениям прокляла. Судя по взгляду милкой, она сейчас яро жаждала завязать со мной крепкие дружеские отношения с помощью прочной пеньковой веревки, а еще сука и мыла. Я же с наслаждением потянулась. Как же здорово иметь собственную постель, лишь сделав мысленную пометку, так вот какие в этом мире аристократы. Спесивые, считающие, что они выше остальных, лишь по праву рождения и толщине кошелька. Учтем-с. Спорить с мелкой поганкой не хотелось, но если не поставлю ее на место сейчас, то она будет считать это нормой и дальше. А мне выслушивать в свой адрес оскорбление было лень. Серьезно? Отребье? «Да ладно!» Я усмехнулась углом рта, чуть изогнула бровь и добавила. Оскорбление позабористее для первой встречи с соседкой приготовить не смогла. Ай-яй! Хоть словарик бы какой почитала. Я верю, ты можешь лучше. «Готовиться?» набучилась пиглица. Словно это не она, я ее унизила. «У меня не может быть соседок никаких!» При этих словах малявка вспыхнула. Причем буквально. Ее черные волосы загорелись, а я, кажется, начала понимать, что имел в виду комендант, говоря, что моя соседка с огоньком. «Сильно!» услышала я в мыслях восхищенный голос призрака. «Об этом лучше уточнить у коменданта», невозмутимо отозвалась я. «А что? Это не мне, а Нире не нравится положение вещей. Вот пусть она и решает то, что считает проблемой». «Меня же все устраивало и истребовать деньги обратно. Истребую еще как, а потом изничтожу этого гнома», прорычала мелкая, а затем вскочила с кровати разъяренной кошкой и запальчиво пообещала. «А потом высвистну и тебя, чтобы она не договорила, осекшись, потому как в этот истерич, пардон, эпичный момент, я широко и от души зевнула. Мелкая, раздувая ноздри, уставилась на меня. «Продолжай, я трепещу», заверила я, прикрывая рот ладонью повторно. «Ты нормальная вообще?» возмутилась соседка. «Я ей тут смертью угрожаю, а она зевает». «Ну, не убиваешь держи пока». Философски заключила я. «Потом убью», пообещала мелкая. «Если что, учти, закапывать труп нужно по правилам этикета. Черен лопаты держи за середину правой рукой, за конец левой, не перепутай». «И еще какая-то...» Тут она осеклась, видимо, припомнив мое ехидное замечание про словарик, искомканно добавила. «Меня учить будет». «Учить это к господам преподавателям, а я намерена тут просто жить». «Это мы еще посмотрим», выразительно фыркнула мелкая и, пылая, просто и гневом, направилась к коменданту на невыполнимую миссию попробовать отнять у гнома деньги. А я же, откинувшись на спинку кровати, невольно задумалась. «Интересно, кто или что так разозлила новую соседку до моего появления? Ведь когда я только зашла, она была уже явно не в духе. К слову, о духах. Призрак что-то не подавал признаков жизни. Или про полтергейстов правильнее говорить признаков смерти. Так или иначе он был подозрительно тих. Как выяснилось, мой потусторонний напарник был занят. Пытался разгадать головоломку. К какому знатному роду могла относиться моя соседка? Я на это лишь пожала плечами. Меня устраивало то, что в силу разницы в возрасте навряд ли прежние брии в мире могли встречаться. Впрочем, разлеживаться и предаваться размышлениям было слегка некогда, потому как форма и учебники сами себя не получат. И я, подхватив с постели формуляр, поспешила сначала за одеждой, а потом и за книгами. За первую пришлось побороться, потому как простолюдинам первокурсникам новую выдавать не хотели, а старая была настолько линялой и ношеной, что ей бы весьма польстила характеристика ветошь. Аристократам понятное дело вещи шились на заказ. Как я узнала от полтергейста чуть позже, те были из специальной ткани, в которую еще на этапе плетения нитей добавлялись очищающие заклинания, а также чары, отвечавшие за несминаемость материи и усиленную прочность. Тем, кто себе такого позволить не мог, академия выдавала форму из обычного сукна, только огнестойкого. Примеряли его там же, где получали. Не было никаких отдельных кабинок, только небольшой зал с парой скамеек, в котором царила сутолока. В ней-то я и встретила мрака, того самого худощавого паренька, который и помог мне, когда я только оказалась в академии и дал совет, где искать преподавателя, отвечавшего за списки. Поступил, радостно воскликнула я, а то с гордостью отозвался тот, которого я, несмотря на темное сокращение имени, про себя называла солнышком. И ты смотрю тоже, на кого? На защитника, отозвалась я. Значит, вместе будем учиться. Воодушевился мрак и тут же огорошил вопросом. А у тебя пара есть? Э-э-э, высокоинтеллектуально отозвалась я и постаралась дальнейший ответ сформулировать более обтекаемо и развернуто. Знаешь, у меня сейчас такой период, что серьезные чувства могут возникнуть только к идее подушки, так что извини, но мне недоотношение из парня. Тьфу, да я не об этом, фыркнул солнышко, перебив. Ты же ведь с твоим даром, наверняка щитом будешь, и тебя в пару поставят с атакующим, так вот, имей меня в виду, я то, что надо. И тут кто-то из новоиспеченных адептов, стоявших рядом, услышал последние слова солнышка, и, повернувшись к нам, покровительственно хлопнул того по плечу со словами. Да что ты так с ней цацкаешься, квартальник, это же всего лишь девка, к тому же босячка, смотри и учись как надо. И рослый крепыш самоуверенно отпихнул щуплого мрака в сторону, так что тот пошатнулся и упал, а затем этот качок, поигрывая мускулами, нагло заявил, эй, чернявая, хочешь со мной вечерком прогуляться до кустов, на звезды посмотреть? Он похабно усмехнулся и добавил так, словно это все решало. За деньги! Мне хотелось вмазать этому гаду, но, во-первых, силы были неравны, а, во-вторых, начинать учебу с потасовки мувитон, но поставить этого наглеца на место хотелось. Потом я окинула взглядом внушительную фигуру наглеца и хмыкнула. Извини, приятель, у меня нет денег, чтобы тебе заплатить. За спиной крепыша заржали его дружки, а он сам побагровел. «Ты не поняла, девка, я плачу, я прекрасно понимая, что этот тип хочет заявить, дескать, плачу я», опередила адепта, перебив его. «Зачем плакать?» похлопала невинно ресничками. «Сильные мальчики не плачут». Наглец взревел, как бык, которому вожжа под хвост попала, схватил меня за ткань рубахи так, что та затрещала и приподнял над полом. «Ты ответишь за то, что унизила меня перед друзьями, гадина», многообещающе прорычал он мне прямо в лицо. И в его голосе я услышала интонации своей соседки. «Так, похоже, я умудрилась нарваться на аристократа, правда, обедневшего, иначе он бы не тут форму примерял, а у личного портного, потому у этого типа замашки и спесь в отличие от богатства остались. И сейчас он решил показать мне мое место, а я ему его». И прикинув, что обе руки у адепта заняты, Мила улыбнулась и вкратчиво пообещала. «Не отпустишь, я тебе сейчас нос откушу. Вообще-то у меня было обычно два состояния. Думаешь, я здесь сейчас шучу и, собственно, шучу? Так вот, сейчас я точно не могла сказать, в каком именно нахожусь, потому как и вправду была почти полностью готова цапнуть типа за его флюгер. И только немножечко нет. Но, видимо, решимости в моем взгляде было все же достаточно, чтобы тип поверил, что может лишиться своего флюгера, потому как меня поставили на пол и даже рубашку опустили. «Ненормальное», процедил крепыши, сплюнул мне под ноги. И в этот момент встал на ноги отпихнутый ранее мрак. Навряд ли он решил вступиться за меня. Скорее взыграла уязвленная мужская гордость. «А теперь я с тобой поговорю». С этими словами мелкий и худосочный приятель подскочил к качку и, в общем, я поняла, не нужно злить мрака, ибо солнышко так засветит, что мало не покажется. Наглец, несмотря на весь свой внушительный рост, не смог выдержать удар, покачнулся и начал заваливаться. И тут откуда-то сбоку раздалось зычное «Наших бьют, навали!» договорить крику ну не дали, заткнув глотку хуком. Ответ глашатая не заставил себя ждать. Кто, собственно, эти наши, я понятия не имела, потому дернула за руку распалившегося было мрака в сторону. «Ты чего?» не понял приятель. А я, исповедуя первое правило драки, главное вовремя смыться, пояснила солнышку. «Того, давай форму хватай и уходим, пока нас не замели, наверняка сейчас кто-то из преподавателей появится». Правда про «хватай» я погорячилась. Я и мрак настолько обнаглели, что пока все адепты были заняты, кто дракой, кто лицезрением он и самые ушлые даже, ставки делали, а кладовщик вызовом подмоги, чтобы разнять свару, выбрали себе с полок самые новенькие формы, расписались в журнале получения и были таковы. Жаль, не примерили, но было слегка некогда этим заниматься. В общем, приложили на себя и понадеялись, что вещи придутся в пору. Успели улизнуть мы вовремя. Как раз, когда уходили, в зале показались несколько магистров, и уже очутившись на улице, солнышко поинтересовался. «Слушай, это был твой злодейский план организовать свару, чтобы выбрать лучшие комплекты?» восхищенно спросил мрак. Хотелось ответить, что вообще-то импровизация, но не ронять жиреномэ таким признанием, потому я лишь кивнула, а затем и вовсе поспешила сменить тему разговора. «А кто такой квартальник?» спросила я, и, увидев, как нахмурился приятель, уточнила. «Ну, этот детина тебя так назвал». «Так называют горожан из ремесленных кварталов». «Уже не беднота, но и не аристо». Как-то нехотя отозвался мрак. «И всего-то». «Не всего», нехотя буркнул он. «Это обидное обращение. Все равно, что тебя деревенщиной назвать». «А-а-а-а», глубокомысленно протянула я, вспомнив, что опять забылась и роль девушки из глубинки отыгрываю из рук вон плохо. Заметил это и адепт, спросив. «Кстати, мне вчера показалось, что у тебя говор был другой». «Это у меня от смущения было и от орехов. Я решила, что частичная честность будет самым лучшим вариантом лжи». «Орехов не поверил мрак». «Ну да», заверила я и пояснила. «Я их проживать не успела». «А их у тебя не осталось?» с какой-то надеждой спросил приятель. Я лишь разочарованно вздохнула. «Жаль», выразил нашу общую печаль мрак. «До ужина еще далеко, а жрать уже хочется». Правда, несмотря на чувство голода, время доонова пролетело на удивление быстро. Я вернулась в общежитие и переоделась в новенькую форму. Так, как выяснилось, оказалась мужской. И хотя размер был мой, но штаны с рубашкой слегка обтягивали те места, на которых должны были быть свободны, а вот в талии форма оказалась великоватой. Благо, в комплекте еще шли ремень, колет, плащи, две пары панталон. Первый позволил не осрамиться с падающими портками, второй, хоть и весьма плотно прилегал к груди, позволил сохранить приличие. А третьему, с шерстяной подбивкой, я была просто рада, не околею. Сапоги, правда, хлябали изрядно, но я решила не привередничать, есть и то хлеб. Переодевшись, направилась за учебниками, и тут для разнообразия не случилось ничего особенного. Ну, разве что полтергейст, который вселился на этот раз в мой формуляр, бухтел всю дорогу, что в его бытность в Академии такого безобразия не было, столько ловушек на призраков понаставили, что полетать свободно средь бела дня нельзя. Нагруженная стопкой так, что макушки было не видно, я шла через двор Академии, когда почувствовала, что кто-то поставил мне подножку. Совершив акробатический этюд, я не упала лишь чудом. У чуда было родовое имя Фаервинт. Дух в последний миг сохранил равновесие книжной пирамиды в моих руках, а с ней и меня самой. «Смотри-ка, а голытьба-то ловкая!» услышала я ехидный комментарий, голос явно был женским. «Митиш, ты проиграл пари, с тебя два золотых». «Это Матильда плохо камень положила», отозвался возмущенный баритон. Натянула баркан, эта девица как миленькая бы носом в грязь упала. Уговор был без магии. Жаль из-за книг я не увидела говоривших. Хотела было поставить свою ношу на землю, да поговорить по-приятельски с этими зарвавшимися богатеями, а кто еще два золотых наспор мог поставить за просто так. Даже уже замерла на месте, готовая повернуться, но призрак меня остановил. «Не время, Бри, ты еще вызовешь их на дуэль, но не сейчас. Ты пока не готова, проиграешь», увещевал он, хотя сам, судя по голосу, кипел от негодования. «Какая дуэль?» возмутилась я. «Монтировка и привет темной ночью из-за угла». «Монтировка?» не понял дух. «Кочерга», пояснила я, чтобы призраку стало понятнее. «Интересный в твоем мире дуэльный кодекс». «Какие противники, такой и кодекс», пропыхтела под тяжестью своей ношей я и попросила. «Ты, главное, запомни этих страдальцев получше». «Почему страдальцев?» не понял дух. «Да потому что они страдают то от недостатка воспитания, то от избытка денег, но чаще всего ерундой». «Не переживай, обязательно запомню», так проникновенно пообещал полтергейст, что я даже не усомнилась. «На этих любителей пари в ближайшее время снизойдет дождь из цветочных горшков, плохо закрепленных на стенах картины учебников, которые стоят неустойчиво на самых высоких полках. Хм, а похоже, предок Фаервендов решил взять на вооружение мой вариант дуэльного кодекса. До комнаты я добралась пыхтя от натуги. На удивление, та была пустой. То ли соседка все еще выбивала из гнома свои деньги, то ли жадный доманец кряга, не желая расставаться с ними, нашел малявки другую комнату, рассудив, что вскоре я и так это узнаю, сгрузила свою ношу на стол и решила пока есть время до ужина разменять одну из серебряных монет, которые мне дал ректор. Кажется, Полтергейст упоминал, что на территории академии есть несколько небольших магазинчиков, в том числе готового белья. Правда, как оказалось, оно было в основном для небедных адептов. Но я все же смогла разжиться парой из поднего, чулками на смену и вязанными носками, а еще лентой для волос. На сдачу купила пару пищих перьев, бутылек чернилы, жиденькую стопку листов, скрепленных с одного края, местный аналог тетради. Абсолютно счастливая, я вернулась в комнату, чтобы застать эпичный скандал. «Поставь меня на место, варварка неотесанная», зло выплюнула, болтая ногами в воздухе мелкая. «И не подумаю, пока не извинишься», потребовала та самая рослая девица, которая в обед ответила в очереди на пламенные ухаживания горы не менее чувственным хуком. «Я? Перед тобой? Да что ты о себе возомнила?» Последние слова мелкой потонули в реве ее пламени. Оном она попыталась швырнуть в воительницу, но та ловко уклонилась. Впрочем, разжав-таки пальцы, отчего аристократическая шмакодявка полетела на пол, а сгусток огня примехонько устремился на меня. Я лишь успела рефлекторно выронить свертки с покупками и выставить перед собой руку, закрывая лицо. Все произошло одновременно, и звук удара копчика нири о доске совпал с шипением впитанного в мою ладонь сгустка огня. Я стряхнула пальцы, которые слегка покалывала и прокомментировала. Я, конечно, рада, что у вас тут такой жаркий диспут, что можно даже не платить за обогрев в зимнее время, но на будущее, если бы вы сожгли мои новые вещи, то мне было бы плевать, кто тут аристократка, а кто бесстрашная воительница. Холодно прокомментировала я, подбирая с пола выроненные свертки. Мелкая, к моему удивлению, промолчала, то ли прониклась предупреждением, то ли успела сообразить, что за аутодав соседки ее бы ректор по головке не погладил. Иголица недовольно зыркнула на рослую девицу и, встав с пола, отряхнула свое платье. Я так понимаю, деньги тебе не вернули. Вкратчиво поинтересовалась я у Нири. Вернули. Нехотя буркнула она и, задрав свой нос кнопку, с неприязнью взглянула на рослую блондинку, еще одну соседку выдали. Я, глянув на кровати, коих в комнате было лишь две, уточнила. А как насчет спальных мест? На этот вопрос ответила варварка, которую, к слову, звали Дотрин. Она заявила, что кровать ей выдали, и она ее сейчас принесет. И принесла, даже не запыхалась. Втиснула ее вдоль стены впритык к постели мелкой. С моей же стороны, это оказалось сделать нельзя. Мешали платяной шкафы, стол. После мебельной перестановки единственным свободным пространством в комнате остался неширокий проход от дверей до окна. Да уж, видимо, сильно допекла Нири, коменданта, раз он решил, отдам деньги, но отомшу. Потому как это была явно месть, и к гадалке ходить не надо. За этими размышлениями меня и застал звук колокола. Как оказалось, именно так здесь звучит сигнал на перерыв между занятиями. Он же знаменует и начало завтрака, обеда и ужина. На последний мы втроем и поспешили. Вроде бы вместе, но Нири старательно делала вид, что она нас не знает. Да и Дота, вспомнив, что видела меня рядом с горой, тоже отмалчивалась. Впрочем, мне это было только на руку. Не пришлось сочинять, кто я, откуда, да и вообще симулировать адекватность. И я полностью посвятила себя тарелке с кашей. Та была сытной, горячей, со шкварками, жареным лучком. В дополнение к ней шли ломоть хлеба и травяной чай. Все это богатство возникло на столе, как только я за тот села. Видимо, это была какая-то здешняя магия, избавлявшая адептов от необходимости стоять в длинной очереди к раздаче за своим черпаком супа. Воительница расположилась чуть поудалит меня, а мелкая гордо прошла мимо нас, устремившись в противоположный конец столовой. Судя потому, что столы там были застелены накрахмаленными скатертями, а вместо лавок стояли стулья с мягкими сиденьями, простолюдинам туда ход был заказан. Дух, хмыкнувший у меня над духом, только подтвердил догадку. Интересно, сколько сейчас стоит обед в голубой части зала. В мое время еда там обходилась в среднем в 30 золотых в месяц. Меня, правда, заинтересовала не финансовая часть вопроса, а цветовая. А почему голубая? Так, для аристократов, а это черная. Для черни, догадалась я, и угрюмо подналегла на кашу, поймав себя на мысли, что у меня сейчас цвет настроения сдохнуть, ну или убивать. Это уж как получится, потому как первый адреналиновый запал, на котором я все это время держалась, начал уходить. А я осознавать себя в новой реальности, а в ней я была никем и звать меня никак. А вокруг деление на аристо и простолюдинов, и не только. Судя по тому, как мало на моей половине девушек, пробивать лбом придется не только сословные, но и гендерные стереотипы. Впрочем, мне тоже в свое время куратор заявлял, что за штурвал я сяду только через его труп, на что я без столики сомнения тут же заявила, сейчас и организую он и в лучшем виде. Такой наглости он от первокурсницы не ожидал и не сразу нашелся, а когда приготовил достойный ответ, я уже успела и сессию сдать на отлично и зарекомендовать себя затычкой в каждой бочке. В смысле ответственной, активной и серьезной студенткой. Впрочем, среди сиятельных парней тоже было больше, хотя и не настолько. Видимо, все же, даже среди благородных комиссия отдавала предпочтение при заселении юношам. Ничего, прорвемся. К тому же последний жирный минус был наполовину плюсом. Это значило, что, скорее всего, настоящая Эвенбри здесь не училась, и вероятность, что меня узнают, уменьшалась в несколько раз. А в остальном в учебе на мага было много положительных моментов. К ним нужно было только привыкнуть и постараться при этом не посидеть. Придя к таким выводам, я вздохнула, допила чай, второй, за дотой, разделавшейся с ужином в один миг, было не угнаться. Покинула столовую и направилась к себе. Пока мы шли через двор Академии, Полтергейст заявил, что, дескать, наступило его ночное время, и пока я буду спать, спать и только спать, а не вляпываться в очередные авантюры, он полетает за стенами Академии и попытается что-то разузнать о том, что же случилось с Эвенбри. Я лишь согласно кивнула и, зевая, двинулась к общежитию. В комнате уже была Дота, воительница вовсю геройски сражалась со сном. Она широко зевала, сидя на своей постели в ночной рубашке и переплетая толстую косу. Уже спать? удивилась я. За окном только-только догорел закат. Завтра первый учебный день, нужно быть к нему готовой. С интонацией полководца, рвавшегося в бой, отчеканила воительница. С ее утверждением было тяжело спорить, поэтому я решила последовать примеру соседки. Удивительно, но пока я умывалась и раздевалась, малявка так и не пришла. Зато мы с Дотой слово за слово разговорились. Правда, она сразу предупредила, чтобы я и не думала пытаться ее свести со своим приятелем. Это тем, кому ты теней на глаз наложила, уточнила я. С ним самым. Не переживай, не буду. А если хочешь, можешь ему для симметрии и второй фингал поставить, но учти, тогда гора влюбится в тебя окончательно и будет еще сильнее добиваться взаимности. Пусть добивается, фыркнула Дота и добавила. Ему все равно ничего не светит. И так она это произнесла, что стало понятно. Кому-то другому явно не просто светит, а прямо сияет. И я не удержалась от вопроса. Как оказалось, воительница положила глаз на тренера, того самого колосса Харба Бронса, который умел так орать, что через весь полигон было отлично слышно. Вот бы завтра с утра у нашей группы с ним была боевая подготовка на полигоне, мечтательно протянула Дота. Я же до сих пор была под впечатлением от полосы препятствий. И чтобы добровольно хотеть туда вернуться, да не в жизнь, сдержаться, чтобы не сплюнуть и не постучать по дереву, мне помогло только появление Нири. Мелочь, надутая как бурундук, пыхтя от недовольства прошла к своей кровати и упала носом в подушку. Диалог с воительницей оборвался сам собой. Но если разговор закончился, то мысли-то и эмоции после него остались. И главное из них встречаться мне с Харбом на тренировке категорически не хотелось. Чуяла я, что добром для моего организма он и не кончится. Минимум травмами. Физическими для меня и психическими для наставника. А доте о занятиях на полигоне с этим варваром еще как мечталось. С учетом того, что, как выяснилось, мы с соседкой попали в одну группу, кому-то из нас обязательно должно было повезти. Но утро следующего дня сумело разочаровать нас обеих. Глава пятая Началось оно со звука побудного рога. И хотя в него дули где-то там вдалеке, рев раздавался почему-то по ощущениям у самого уха. Как итог, я восстала из постели злая Аки, поднятая некромантом у мертвия. Причем сходство с последним было столь явным, что случись нашествие зомби, подозреваю, нежить бы меня не тронуло, посчитав за свою. Мире выглядело не лучше, помятая, непрестанно зевавшая, с опухшими глазами, и только дота была столь жизнерадостной и лучившейся энергией, что ее хотелось прикопать. Я посмотрела на воительницу с мыслью, но нельзя же вот так просто взять и встать и встать с постели, разом проснувшись. А как же долгий философский процесс осознания себя в этом мире и принятие неизбежности бытия. Судя по тому, как спора одевалась дота, сие было ей неведомо. Вы чего сидите? Оглянулась на меня эта валькирия. Построение же. И откуда ты такая знающая? Фыркнула я, спешно выпрыгивая из кровати и приземляясь прямиком в штаны. Глядя на мои стремительные сборы и пояснила, он в том году академию окончил, сейчас на северном рубеже служит. Все это я слушала в полуха, натягивая рубашку и сапоги. Новость о том, что я могу куда-то опоздать и, как вариант, вылететь из академии, едва в нее поступив, подействовала на меня не хуже, чем разряд тока на коматозника. Пульс участился, кровь застучала в ушах, а я в мгновение Ласси, только поправляя ремень, ощутила, чего-то не хватает, точнее, кого-то, полтергейста. Интересно, куда он запропастился? Нири, на удивление, тоже развела бурную деятельность, хотя сначала мне показалось, что она махнет рукой и завалится обратно спать, но нет, малявка впервые при мне надела форму, вчера, предпочитая ходить в плотице, и я наглядно убедилась, чем покупная одежда отличается от выданной кладовщиком. На мелкой штанной рубашка с калетом сидели идеально. Подозреваю, что и сапожки не хлябали. Мы с Дотой делали вид, что во время сборов кнопки вроде как ее и не ждем, но при этом, не сговариваясь, ждали. А затем поспешили во внутренний двор академии. Там уже вовсю выстраивались в колонны адепты. Старшие курсы, ближе к восточной башне, средние, и мы, новички, у западной. Благо, свою группу я легко нашла по горе. Его лысая макушка была отличным ориентиром. Парень, завидев рядом со мной свою зазнобу, улыбнулся ей, а когда воительница недвусмысленно показала ему кулак, аж просиял. Только вот переброситься со своей валькирией хотя бы парой слов у Громила не получилось. Чеканным шагом во двор вошел ректор. Вместе с его появлением над нами начал накрапывать дождик. Его капли прибивали пыли последние звуки шепотков, которые начали моментально стихать по мере приближения главы академии. Уильям Эрогвиль сегодня был в парадном белом мундире, который, кажется, даже небесная влага боялась намочить, стекая водяным плащом сразу на землю и оставляя кипенную ткань абсолютно сухой. Ректор поприветствовал всех адептов, поздравил первокурсников с зачислением, объявил, что занятия начнутся через часы, расписание он их уже вывешено в холле главного корпуса. Пожелал нам хорошего учебного года и живучести в оном, и за сим удалился. А я посмотрела вслед Эрогвилю, потом на изморось и поняла. Несмотря на краткую речь главы академии, ни один адепт не сможет утверждать, что здесь нас сухо приняли. Впрочем, сильный, но быстро вымыл нас со двора академии и загнал аккурат к расписанию. Как оказалось, занятий сегодня было не так уж и много. Первой парой стояла физическая подготовка, затем большой перерыв, а за ним история магии, далее лекция по защитным чарам и практикум по зелье варенью. Здраво рассудив, что навряд ли нам на тренировке понадобятся пищи и принадлежности, мы с Додой поспешили в столовую, а затем и на полигон. К этому времени дождь как раз прекратился и даже засияло солнце. Поспорить с его светом могла разве что улыбка Доты. Всю дорогу воительница мечтала и предвкушала встречу с Харбом. Вот только вместо он и случился рыжий. Едва мы добежали до нашей группы, как раздалась команда «Становись!» и когда мы вытянулись во фрунт, над полем пронесся знакомый голос. «С этого дня я, Виргард Нью-Йор-двар, буду вашим тренером по физической подготовке, наставником, матерью, отцом и самым страшным ночным кошмаром. Все ясно». Группа в едином порыве рявкнула так точно. И мне вдруг захотелось попросить мироздание вернуть Харба. Этот подопригора вдруг стал для меня самым милым, добрым и вообще лапочкой преподавателем. «Вопросы?» холодно произнес Виргард Нью-Йор-двар. «Ну и имечко у этого рыжего. Пока выговоришь, все пломбы из зубов повылезают». Я на такие извращения не подписывалась и решила сократить до Вира. Хотя бы в мыслях. Как оказалось, вопросы были. Точнее, был единственный у Доты. «А где господин харп-бронз?» смело выкрикнула воительница. Прежний тренер взял отпуск по восстановлению здоровья, лаконично отозвался рыжий. А я чего-то украткой глянула в этот момент на его руки. Костяшки на тех были сбиты и закралось подозрение. Ани Вирли организовал своему предшественнику опасный переломный момент со смещением планов касательно трудовой деятельности. Подумала и едва головой не замотала. Что за бред? Рыжий явно уступал харпу в габаритах. Я вспомнила фигуру последнего. Не человек. Матерый медведь-шатун, которому заломить даже опытного воина расплюнуть. И все же сейчас на полигоне стоял не вчерашний варвар, а рыжий. Как-то очень вовремя стоял, а еще смотрел на меня таким тяжелым взглядом, что отпали последние сомнения в том, кто выписал харпу больничный. Я невольно сглотнула, а когда раздалась команда «разминка вокруг поля, бегом, марш», рванула едва ли не первой. И плевать, что сапоги хрябали. Одним словом, энтузиазма у меня было, хоть отбавляй. Жаль, что это не касалось сил физических, потому к пятому кругу я уже пыхтела, как паровоз. А из ушей едва пар не валил. К девятому и вовсе было плевать, что Вир зыркал на меня своими глазищами. Да и его подбадривание в духе, тяжко на тренировочном помосте, легко у мертвей гонять на погосте. На меня, в отличие от остальных адептов, не действовали. Хотелось уже быть той самой нежитью и мирно лежать в гробу, лишь бы не заставляли бежать еще один круг. Потому как у меня закончились и нервы, и силы, и терпение выносить сапоги, сбившие ноги так, что в них уже что-то хлюпало. Но я, стиснув зубы, упорно переставляла ноги. И вот, когда показалось, что я вместо очередного шага устремилась в свободный полет носом к земле, и для меня наступит личный конец света, выяснилось, что это была только репетиция. Упасть не дали гора и пепел. Парни подхватили меня под руки с обеих сторон и буквально поволокли на себе. Практичный блондин еще и не приминул напомнить, должна будешь. Кому должна, прощаю. Тут же просипела я, находясь в том состоянии, когда человек может отказаться от жизни, но не от сарказма. Ёрничаешь, значит, силы еще есть. Давай, перебирай в воздухе ногами хотя бы для вида. Пробосил гора, ворчливо присовокупив. Ты хоть и тощая, но не пушинка. Судя по тому, как они дышали, парни тоже запыхались. Хоть и не так, как я, до кровавых кругов перед глазами. Но во мнении, что разминку пора бы заканчивать, пока не кончились мы сами, были со мной солидарны. И то, что наставник не дает отмашки об окончании, тревожило не только наши умы, но и листву на деревьях. Однако, самого наставника не колыхало. Он наблюдал за вверенными ему адептами, которые сипели, хрипели, слегка полыхали от усталости, с невозмутимым видом. — Предлагаю все же упасть и сделать вид, что мы умерли. Внесла я конструктивное предложение. Может, тренер нас примет за трупы и отстанет? — Вергард Нью-Йор-двар и отстанет, фыркнул пепел, да ему целая армия демонов во главе с темным владыкой готова была приплатить, лишь бы он от них отстал и не нападал, хмыкнул блондин. Не вдаваясь в подробности, им это не помогло. — А ты его знаешь? — удивилась я, мотнув головой в сторону моего личного рыжего Армагеддона. — Героя Северной войны? — фыркнул пепел. — Да кто не знает в лицо первого паладина императора, знаменитого ястреба? — Я. В один голос выдохнули мы с горой. И если мой вопль был удивленный, то громилы восхищенный. — Так это он и есть! — пробосил лысый и засомневался. Я думал просто имя совпало. — Угу. — А еще и внешность и характер точь-в-точь, как у ястреба. Протянул пепел. — Ну-ну. — К тому же, думаешь, абы кого ректор преподавателя взял бы? Гора задумался. Да так что, когда рыжий скомандовал наконец закончить разминку, лысый по инерции протащил меня на себе, а заодно и пепло, и еще метров двадцать, прежде чем остановился. Лишь после этого я смогла опуститься на траву и посмотреть на сокурсников. Девушек в группе оказалось три. Кроме меня и Доты еще одна, судя по новенькой, идеально сидевшей форме, аристократка. Она, как и я, хватала ртом воздух, а вот парни были как огурчики. Одни бодренькие, другие зелененькие. Но, судя по выражениям лиц некоторых, ни один пепел узнал в нашем тренере кого-то там прославленного и героичного. Потому что нельзя просто так взять и посмотреть с восхищением на того, кто только что над тобой так измывался. Вир в ответ одаривал адептов не менее красноречивым взором и кривился словно хирург-виртуоз, которому подсунули банду интернов, способных зарезать пациента клизмой. Ну что, разогрелись? спросил Вир. И вроде не громко так сказал, но его голос разом услышали все. А у меня от предчувствия еще и все сжалось. Не зря. Потому как дальше начался ад под кодовым названием полоса препятствий. И самая пакость была в том, что оная была исключительно немагической. Вот ни одного заклинания. Зато в избытке имелись качавшиеся маятники, разъезжавшиеся под ногами бревна сомнительного навесного моста, по которому предстояло пройти, балансируя наклонные шесты-сходни. По последним предлагалось взбегать на самый верх вкопанного в землю столба. Все бы ничего, но он и возвышался над твердью на высоте в два моих роста. И с этого пинька нужно было перепрыгнуть на второй, третий, как по болотным кочкам. В случае падения внизу ждала соломой вдребезги разбитое чувство собственного достоинства. На последнем тупеньке удача окончательно помахала мне ручкой. Я должна была оттолкнуться от своей опоры, ухватиться за висевшую веревку, раскачаться маятником, чтобы достать до второго каната, болтавшегося чуть дальше, с него до третьего и так преодолеть оставшиеся десяток метров, добраться наконец до финишной черты и съехать по тросу на землю. Но именно тут все пошло по параболе. Боль в натертой ноге дала о себе знать. Я оступилась, зашаталась в позе цапли с разведенными в стороны руками, застыла почти перед самым финишем, покачнулась и начала падать. И на подлете к земле, совершив кульбит, противоречивший всем законам разом анатомии, магии, тяготения, умудрилась обхватить канат, вцепилась в него руками, а потом и обвела ногами. При этом мое лицо до которой оставалось метра два. А пятая точка была с вызовом вздернута к небесам. Секунда, вторая, и я начала медленно съезжать. «Адептка!» услышала я голос лиса, который с каким-то странным выражением лица смотрел на меня. «Слезай!» Я замотала головой, ясно давая понять, что и не подумаю, мне и тут хорошо, вполне себе комфортно, уютно и приятно. И я как-нибудь доберусь до финиша, не упав, потому что начинать все сначала не было никаких сил. Я уже приготовилась отстаивать эту свою жизненную позицию, пусть та и была плохо совместима со здравым смыслом, когда случилось неожиданное. Я столкнулась нос к носу, причем не фигурально, со своей главной проблемой лисом. А все потому, что маг решил. Беседа на расстоянии дурной тон. Рыжий широким уверенным шагом подошел к тому месту, над которым я зависла. Наши лица оказались почти на одном уровне, только мое перевернутым. Еще лента на волосах как назло развязалась, и они свесились густой темной волной. И как тебя зовут, адептка? Иронично произнес Вир. Я посмотрела на Рыжего, тот в упор на меня, с намеком так, ожидая, что я представлюсь. Затягивать со знакомством дальше было уже нельзя, и я вынуждена назвалась Бри Громбинт. Значит, Бри, вкратчиво произнес Рыжий, и вроде всего два слова, но от них у меня резко появились силы, и я даже каким-то чудом умудрилась дать задний, хотя в моем случае скорее верхний ход. Все, кроме адептки Громбинт, свободны, разнеслось над полигоном. Как оказалось парой мгновений позже, мои сокурсники все как один были расторопными и сообразительными, их как ураганом снесло. За каких-то полминуты на поле остались мы трое, я, лисы, канат, который был моим единственным спасением. Спускайся, нам надо поговорить, проникновенно сказал Вир. С учетом того, что я умудрилась подтянуться на веревке метра на полтора, нас с Рыжим теперь разделяло некоторое расстояние. Не сказать, что безопасное, но я чувствовала себя так гораздо комфортнее. А чем тебя такой вариант не устраивает? Расставаться с полюбившимся канатом не хотелось. Хотя бы тем, что ты в любой момент можешь упасть. А мне не хочется изображать ловца груш под деревом. Только поговорить, сомнением уточнила я. В последний раз, когда ты хотел поговорить, это закончилось боевыми заклинаниями. Я припомнила огненную стену в исполнении магистра некромантии. Заметь, их использовал не я. При этих словах меня обдало холодом взгляда синих глаз. Ну да, в твоем арсенале были только физическое превосходство, угрозы, шантаж. В общем, все, что сулит бедные несчастные девушки, кучу плохо совместимых с жизнью проблем. Да любые проблемы ничто по сравнению с тобой, выдохнул рыжий столь эмоционально, что я поняла. Мне удалось таки прошибить стену ледяной невозмутимости Вира. Вот только пробила я дыру, и что теперь прикажете с ней делать и с самим лисом? Спасибо, конечно, за комплимент, но ты явно меня переоцениваешь. Я тебя однажды уже недооценил, парировал рыжий. И да, это был упрек, если что. А, тоном теперь-то все понятно, хотя ни черта не ясно, протянула я. В этот миг силы окончательно покинули меня, и я бы грохнулась на землю, если бы меня не поймали. Правда, поза получилась слегка неромантичной и далекой от классических аналогов, когда трепетную деву подхватывают под колени и приобнимают со спины. Начать с того, что я полетела головой вниз, строго вертикально, помахав небо пятками. Примерно так меня и перехватили в талии, когда до стыковки моей макушки с твердью оставалось всего ничего. Настолько ничего, что мой нос был на уровне мужских сапог. Правда, недолго. Стремительное вращение, мои волосы описали в воздухе полудугу, и я уже оказалась в нормальной вертикальном положении, когда ноги, как им и положено, снизу, только прижатые к рыжему, всем телом, так что отчетливо могла ощутить его горячее дыхание, что щекотало мне кожу. Это тепло рождало странное, опасное желание. Я вдруг на сотую долю секунды потерялась. Захотелось спрятаться на этой широкой мужской груди, прислониться щекой туда, к сердцу, чтобы узнать, бьется ли оно так же, как мое сейчас, бешено, рвано, заполошно. Усилием воли прогнала ненужные, так не кстати возникшие чувства, изглотнув, произнесла «Спасибо». Собственный голос показался каким-то сухим, и от его звуков мужская рука, что лежала на моей талии, пришла в движение, а сам рыжий вдруг рвано выдохнул, прикрыв на миг глаза. Его кадык дернулся, а тело напряглось. В следующий миг лис открыл глаза, и в них синева сменилась сталью. Мозолистая ладонь скользнула по моему бедру отпуская, и сам Вир сделал шаг назад, увеличивая между нами расстояние. Не стоит. Я не позволил бы столь выдающемуся антимагу свернуть шею на простой тренировке. Вир говорил как-то хрипло, будто слова давались ему с трудом, а я невольно подумала. Он в этот миг больше заботился о сохранности своего артефакта, которым я стала, или о репутации, ведь реноме героя могло пострадать, случись у него труп, на первом же занятии. В бескорыстное благородство же верилось слабо, но хотя меня так и подмывало задать вопрос о мотивах поступка, спросила я о другом. Ты все же поверил мне? Поверить? Холодно усмехнулся лис. Я ничего не принимаю на веру, но когда видишь, как на твоих глазах маг походя впитывает боевое заклинание, это заставляет задуматься. Ты поэтому здесь? Чтобы поразмышлять? Я скрестила руки на груди, пытаясь этим вернуть себе, если не душевное равновесие, то хотя бы немного уверенности. Вообще-то, чтобы вернуть ключ, потирая подбородок, на котором проступила рыжая щетина, отозвался лис и окинул меня оценивающим взглядом в духе, как бы его из тебя вытрясти. Да я бы тебе его с радостью отдала хоть сейчас, если бы знала как. Не покривив душой, призналась я. Так что, если ты в курсе, как мне его тебе... Тут я замялась, пытаясь подобрать подходящее слово. Выплюнуть, выцедить, выколупать. Наконец нашлась. Вернуть. Только скажи, что нужно сделать. Пока не знаю. Огорошил меня рыжий и добавил, но обязательно найду способ. А пока не советую никуда убегать. Найду. И так это произнес, что у меня даже сомнений не осталось. Еще как найдет. А Вир, посчитав, что разговор на этом закончен, развернулся и пошел прочь. Я же нерешительно переступила с ноги на ногу и зло прошипела от боли. Да я, похоже, добегалась уже. И проворчала-то это тихо-тихо себе под нос, но успевший отойти рыжий, все же услышал. Резко обернулся и увидел хромавшую на обе ноги меня. На миг замер, а затем и вовсе вернулся. Кивком указал на чурбак, стоявший неподалеку, и приказал «Садись, показывай, что там у тебя с ногами». И вроде бы расстояние до колоды было всего ничего, но мне показалось, что я иду по раскаленным углям. Видимо, пока шла тренировка, страх и адреналин притупляли боль. А сейчас, когда первый исчез, а второй схлынул, я ощутила все в полной мере. Снимать сапог было адски больно. Настолько, что я, начав его стаскивать, замерла, чтобы отдышаться и дождаться, когда перед глазами исчезнет пелена кровавого рассвета. Лис же, глядя на это дело, опустился передо мной на одно колено, решительно взялся за голенище и пятку и рывком стянул обувь с ноги. Хотя, по ощущениям, снял не сапога, сразу кожу. Зрелище сбитой ноги впечатлило не только меня. Чулок, еще недавно белый, был по колено алым, с него на землю стекали густые рубиновые капли. Лис без сантиментов стянул и его. Но на этот раз куда бережнее, а затем отрывисто бросил. Не шевелись. И почти тут же между его пальцами заструилась магия. Бесполезно, напомнила я, но, кажется, рыжий и так уже это понял. Знаю, но решил попробовать. Бросил Вир. Сейчас отнесу тебя в лечебницу, чтобы там целители ноги хотя бы перебинтовали. Сапог держи. И, не спрашивая меня ни о чем, только ставив известность, подхватил на руки. На этот раз, как положено. Я и сказать ничего не успела, только схватить обувку, которая стерла мне ноги до мяса. И всю дорогу, что Вир нес меня на руках, так и держала ее за голенище. К слову, наш путь прошел в молчании, настолько плотном, что еще немного, и я почувствовала бы, как в нем пробегают электрические разряды. лису явно не доставляла восторга тащить на себе сомнительную девицу, которая еще и артефакт у него прихватила, видимо, очень ценный. Но почему-то рыжий не оставил меня одну на полигоне, хотя мог бы сделать вид, что не заметил моей хромоты, и я ковыляла бы до общежития, или ползла к нему, или просто лежала бы в его сторону, но не сделал. Вместо этого подхватил на руки, и это его явно бесило, словно он сам не ожидал от себя подобного. А меня раздражала собственная беспомощность, а еще то, что полтергейст куда-то исчез, и то, что за мной охотятся стражи, и боль в ногах, да все, абсолютно, и косые заинтересованные удивленные взгляды адептов, бросаемые на нас с лисом, когда рыжий нес меня через внутренний двор академии, и то, как я реагирую последнее особенно сильно злило. Мы с магом оба кипели внутри, готовые вот-вот взорваться. Одно неосторожное слово, взгляд, вздох. Я буквально слышала этот треск. Так трещат нервы, натянутые до предела. И от любой эмоции ничтожного разряда они готовы порваться, разлететься на атомы. Мы с Вером были на краю сумасшествия, в полном молчании. Я ощущала его закаменевшие мышцы, рваные вдохи и выдохи, видела, как бешено бьется жилка на виске, под бронзовой кожей, рядом с выбившейся рыжей прядью. И хотела, чтобы это все побыстрее закончилось. Да, точно, именно этого я и хотела. И ничего больше. Кажется, Лис тоже только об этом и мечтал. И наше общее желание исполнилось. Даже особо ждать не пришлось. И когда Вирус садил меня на кушетку напротив целителя, то я услышала облегченный мужской выдох. Мак, в двух словах обрисовав ситуацию лекарю, вышел из приемного покоя, не прощаясь. Что же вы себя так не бережете, Фиса, с вашим тадаром? Вы же знаете, что лечить поглощающих чары крайне затруднительно, гораздо хуже, чем обычных людей. Седой старичок в зеленой хламиде подсокол языком, разглядывая мои ноги. А затем, весьма шустро для своего возраста, подошел к двери и, открыв ее, крикнул в коридор кому-то. «Пригласите сюда всех старшекурсников, которые сейчас проходят в лечебнице практику, будет у них внеочередное занятие по особенностям лечения антимагов». Вот так я неожиданно стала наглядным пособием, которое с интересом разглядывала толпа студиозусов. И пока мои сбитые ноги обрабатывали, я узнала о себе много нового и интересного, как, например, то, что на поле боя антимаги чаще всего умирали от обычной стрелы или меча, а не от перенасыщения чарами, а также, что при опасных повреждениях тела таких пациентов, как я, целителю рекомендовалось даже не пытаться использовать дар. Наоборот, применять он и было крайне опасно для жизни лекаря. Антимаг, находясь на пороге смерти, мог забрать силу не только из уже оформившегося заглянания, но и выпить дар целителя. Хотя в обычных условиях такого никогда не происходило. Свои слова лектор подтверждал наглядными примерами, стреляя в мои ноги небольшими искорками заживляющих чар. Те потрескивали, впитывались в кровавые мозоли и на этом все. Ссадины даже не думали заживать, хотя, судя по словам целителя, у нормального человека на этом месте уже давно была бы ровная гладкая кожа. А как же их тогда? растерянно спросил кто-то из местных интернов. Мази, полумагические эликсиры, при серьезных повреждениях, операции без применения магии. И как же инструменты, ланцеты, зажимы, пинцеты без телекинеза держать? спросила какая-то девушка из заднего ряда. Руками, своими ассистентов. Отрезал целитель. Не размениваясь больше на слова, он достал из шкафчика несколько баночек и поочередно нанес мазь из них мне на ноги. Боль сразу ушла, кровь мигом свернулась. Все же, как оказалось, и без применения чар можно лечить антимага. Правда, меня предупредили, что выздоровление не будет быстрым. Несколько дней минимум я буду хромать. И да, посоветовали сменить пока сапоги. Мне осталось лишь поблагодарить лекаря и поковылять в общежитие. Там я успела умыться и переобуться в башмаки. Пусть те и шли в разрез с формой, зато удобно. Затем сменила рубашку, вообще привела себя в порядок после тренировки. И опираясь на руку доты, воительница тоже использовала большой перерыв, чтобы освежиться. Добралась до лекционной. В ней у нас и должно было пройти первое занятие по истории магии. Мы даже не опоздали, почти. Занятие еще не началось, но приличные места оказались все заняты. Пустовали только одна первая парта скамья на галерке. Решив не привлекать внимания, мы с воительницей хотели было сесть подальше. Как услышали сначала щелчок пальцами, а потом и самоуверенное заявление. «О, красотки, вы отлично смотрелись на тренировки, особенно ты». Какой-то развязный тип, шею которого украшала толстая золотая цепь, усмехнулся, глядя прямо на меня, а затем перевел взгляд на доту. «Ты тоже ничего, особенно снизу, но не люблю слишком мускулистых». «Но так уж и быть, идите сюда обе, дорга нагроема, хватит сразу на двух, я сумею вас порадовать». И призывно похлопал рядом с собой по скамье, которая была пуста. Воительница дернулась было, чтобы, видимо, порадовать себя, почесав кулак о выдающуюся челюсть одного зарвавшегося блондина, но я ее остановила. Что-то мне подсказывало, не стоит выбивать зубы сынку богатых родителей, дорого может обойтись. «Слушай, будешь на каждого дурака реагировать, никаких реагентов не хватит», прошипела я доте, и уже громче добавила, обращаясь к типу, рожа которого просила лопаты. «Правда порадуешь?» Я мило улыбнулась и уточнила. «То есть прямо сейчас быстренько сдохнешь?» «Да ты!» Гроем явно не нашелся сразу, что ответить и стал наливаться краской. Зато парни вокруг заухмылялись, и мне стало понятно. Это проверка. Может, не совсем осознанная, но проверка. Нас было всего три девушки на два десятка парней. Нет, не так. Нас трех угораздило попасть туда, где царил культ силы и зашкаливал тестостерон. И нужно было либо тебя уложат на лопатки, доказывая, что девушка хороша только для одного – постели. Я же решила добить Гроема. И пусть хук у меня не был поставлен так, как у воительницы, но и предпочитала я бои в интеллектуальной плоскости. За них, во всяком случае, штрафные баллы не прилетают. А вот за выбитую челюсть сокурсника могут еще как. К тому же золотоносный тип сам нарвался. Слов не хватает для достойного ответа. Я участливо посмотрела на Гроема. Так займи, или ты нищий? Повтори, плебейка, угрожающе прорычал Гроем, начав подниматься с места и призывая в ладонь магию. Видимо, нищий для него было смертельным оскорблением. Я, глядя на этого типа, подумала, что для него быть парнем это вопрос пола, аристократам вопрос происхождения, а быть придурком вообще не вопрос. Приготовилась принять удар магии. Уж слишком набычившимся выглядел этот любитель золотых цепей, но вместо магической атаки раздался смешок и комментарий чуть тише. Проспорил, а я говорил, что чернявая не идиотка, чтобы в драку лезть. Это та еще язва, сама кого хочешь доведет, а ты врежет, врежет. Я не смогла удержаться. Кинула взгляд в сторону и увидела пепло с горой. Последнего пихал в спину мрак со словами «И мне теперь золотой должен». Я тоже ставил, что Бри на раз безо всякой магии доведет этого сынка главы торговой гильдии до магического срыва и отчисления, а заодно покажет, кто тут антимаг, а кто «Эй ты, удотрусый, а ну-ка ушел с дороги». Я с возмущением возрилась на этих коммерсантов несчастных. Вместо того, чтобы биться за девичью честь, они решили побиться об заклад. А еще я поняла одну вещь. Нас с Дотой будут задирать. Не ради проверки на прочность нервов и характера, так ради обогащения. Вот в таких вот спорах друзья, чтобы их. Дать бы по шее этим букмекерам. Впрочем, не я одна кое-что поняла. Любитель золотых цепей, услышав об отчислении, мигом погасил огонь. Вовремя. Спустя секунду в аудиторию уверенной пружинищей походкой вошел преподаватель. Его волосы оказались собраны в снежно-белую длинную косу, брови были столь же светлыми, а кожа мраморно-бледной. Контрастировали с этой снежной внешностью алые глаза, высокий, жилистый, хищный. Он чем-то напоминал обнаженную рапиру. И, как чуть позже выяснилось, был столь же колок в высказываниях и безжалостен к нерадивым адептам. При его появлении все адепты резко поднялись со своих мест, а мы с Дотой, так и не прошедшие до вожделенной галерки, быстренько передислоцировались на первую парту. «Присаживайтесь», произнес, а по ощущениям кнутом ударил преподаватель, и пока мы грохотали лавками и откидывали пепитры на наклонных партах, усаживаясь, чародей оглядывал нас и едва шум стих продолжил. «Мое имя Нордин Трос, и я в этом семестре буду читать у вас защитные чары. Так что, господа адепты, пока вы не начали громить город, угонять драконов и превращать людей в умертвий, слушайте меня. Тема сегодняшней лекции плетения урроса и основы линейной защиты». Преподаватель говорил четко, словно отдавал команды. Рука сама собой потянулась к листам и перу, и начала споро выводить литеры. Записывая лекцию, я поймала себя на мысли, что простые навыки, как то письмо или чтение, достались мне от Эвенбри. Жаль, что ее знание об этом мире мне совершенно не перепало. Ни воспоминаний, ни общего кругозора. Ведь то, что я так усердно строчила, многим было известно. Вот той адептке, что была еще одной девушкой в нашей группе, так точно, она записывала не все, лишь некоторые моменты, в основном сосредоточенные, внимательно слушая. Да и многие в новеньких с иголочки, явно покупных, а не выданных кладовщиком формах, тоже не спешили строчить записи. Зато дота рядом со мной пыхтела вовсю. Я украдкой глянула в ее лист, строчки там плясали кан-кан, а чернильных клякс было больше, чем литер, и, кажется, половину воительница пропустила, и теперь в отчаянии кусала губу. Я развернула к ней листы так, чтобы она могла списать, и услышала облегченное, едва различимое «Спасибо». Раздавшийся с задней парты смешок перебил ее и преподавателя. Господин Трос вскинул голову. Легкий пас тонких музыкальных пальцев и почти тут же скрип по полу. А через секунду я увидела, как мимо нашей парты по воздуху, лишь касаясь носками сапог пола, плывет тело. Знакомое такое тело с коротко стриженной светло-русой макушкой, с толстой шеей, на которой болталась внушительная золотая цепь. Движения парня были рваными, резкими, дерганными, словно он был живой марионеткой. А адепт многозначительно, с вопросом в голосе, намекавшим, что нужно представиться, произнес мак. «Доргона Гроэм», сглотнув, отозвался побелевший студиозус. «Гроэм, я вижу, что у вас появилось свободное время на моей лекции. Предлагаю его заполнить. Возьмите в руки мел». Даже если бы адепт не хотел его брать, ему бы все равно пришлось. А затем чародей, как ни в чем не бывало, продолжил лекцию, а Гроэм записывал каждое его слово на доске. Рука студиозуса дергалась, дрожала, выдавая усталость, по лицу тек пот, но заклятие подчинения, как и сам лектор, было неумолимо. Зато в аудитории воцарилась образцовая тишина. А я сделала мысленную пометку, нужно быть настороже. У здешних преподавателей не иначе, как глаза на затылке, а слух, как у летучих мышей. Ведь когда я подсовывала Доте свой конспект, преподаватель стоял к нам спиной и у доски. В том, что наказание Гроэма лишь удачно совпало с помощью отстающим, я не поверила. Звук колокола оповестил об окончании занятия. Трос щелкнул пальцами, отпуская бледного, как полотно Гроэма. Тот, оказавшись на свободе, едва не свалился на пол, а преподаватель, перешагнув его, продолжил. «К следующему занятию каждому из вас подготовить доклад. Список тем я оставляю на столе. На сегодня все». Засим магистр Трос покинул аудиторию, а я, глядя ему вслед, поразилась, как в одном человеке могут сочетаться сразу холодность, безжалостность, умение лично преподавать. Потому как по итогам занятия даже я, понятие не имевшее о линейных защитных барьерах и плетении уроса, начала немного ориентироваться в этой теме. Но моя уверенность, что я смогу разобраться в теории магии и все не так уж плохо, зиждилась ровно до того момента, как я увидела список тем, большинство из которых, к слову, успели разобрать, пока я пыталась протиснуться к преподавательскому столу. И пока я читала их названия, зависая на каждой строчке, осталась и вовсе одна. Период магической смуты при Эрлинде седьмом и возведение первых приграничных защитных препон. Я машинально записала свою фамилию напротив единственной свободной темы доклада и услышала рядом с собой. Эрлинда темного взяла. А ты отчаянная. Я повернулась и увидела мрака, в пальцах которого перекатывался золотой. С тебя процент с выигрыша. Тут же нашлась я и ловко цапнула монету за миг до того, как она исчезла в руке приятеля. Э, за что? возмутился тот. За то, что на друзьях решил нажиться. Фыркнула я. Это, говорит мне, та, что выбивает у друга долю в честном выигрыше. Не было бы меня, не было бы и выигрыша, парировала я. Приятель помрачнел, нехотя признавая правоту, и протянул мне серебряную монету. Я вернула ему золотой. Вымогательница! Фыркнул приятель, понадежнее пряча золотой. Я тоже положила свою серебрушку в карман штанов, в шутку спросив. Если я не буду тебя грабить, то кто же? Ты говоришь прямо как верховный архимаг Ковина, проворчал мрак. Что, он прямо так? Удивилась я. Ну, примерно, если дословно. Если не я буду о вас заботиться, то кто тогда? И под это дело повышает на пару процентов обязательные взносы для практикующих чародеев. Просветил меня приятель, поправляя колет. Вот так, беседуя об особенностях местной системы налогообложения, мы с мраком, дотой, пеплом и горой, последний не сводил взгляды своительницы, добрались до столовой, а пообедав направились на зелье варенье. И практикум заставил меня задуматься. То ли мне достались не все навыки Эвенбри, то ли в чем-то мы с ней все же похожи. Но, так или иначе, талант превращать еду в яд был у нас один на двоих. Как по-другому можно объяснить, что при приготовлении обычного зелья от простуды у меня получилось оружие массового поражения. А ведь эликсир был не магическим ни разу. Нужно было лишь смешать растолченные компоненты шафран, сушеный анис, подорожник и мяту. У остальных в котелках булькало что-то приятно пахнущее, зеленоватое и явно лечебное. В моем же случае зелье тоже вышло полезным. Им наверняка можно было отлично потравить грызунов. Во всяком случае леди Гронвель, невысокая округлая дама с веснушками на добродушном лице и копной рыжих кудряшек, задумчиво заглянула в мой котелок и изрекла. А это я, пожалуй, отнесу не в лекарский корпус, а в подвалы. Там крысы расплодились, и заклинания дератизации их не берут. Как итог, по ядоваренью я неожиданно получила превосходно, а вот приготовление простейших снадобий мне придется пересдать. Я ответила, что готова это сделать хоть сейчас, и преподаватель была столь снисходительна, что разрешила мне остаться в лаборатории. Как результат, я провела еще два часа над котелком, когда все сокурсники уже разошлись. Со второй попытки у меня получилось, если не слишком лечебное, то хотя бы неубийственное снадобье, за которое я получила приемлемо. И поняла, что зря в свое время не тренировалась на борщах. Увы, вкусно я умела готовить разве что печенье. Открывала купленную в магазине пачку и выкладывала ее содержимое в вазочку. И считала, что в наш век полуфабрикатов этого навыка достаточно. Одним словом, жизнь меня к приготовлению зелий не готовила. Смерть, впрочем, тоже. Опечаленная этим фактом, я и отправилась в библиотеку, решив не откладывать в долгий ящик доклад по смутному типу Эрлинду и первым барьерам, что были воздвигнуты в эпоху его правления. Правда, пока сидела в читальном зале, обложившись фолиантами, десять раз недобрым словом помянула Мора, так прозорливо назвавшего меня отчаянной. Про барьеры еще удалось кое-что найти, но про смутное время правления монарха под кодовым номером седьмой почти ничего. Одним словом, приятелю наверняка жутко и калость сейчас, но еще больше полтергейсту, который запропал незнамо где. Я уже не на шутку начала за него волноваться. Вдруг с призраком что-то случилось, хотя тяжело представить, что может быть трагичнее собственной кончины, которую основатель рода уже пережил, но все же. Пытаясь отогнать мрачные мысли, я постаралась вчитаться в полувыцветшие строки на пожелтевшей книжной странице. Мне отчасти повезло. Упоминалось, что Эрлинд оставил после себя полно внебрачных наследников мужского пола, причем от разных особ, но ни одного законного. Потому после его смерти и возникла смута, закончившаяся восшествием на престол его бастарда, который отвоевал себе корону, мечом и магией, скорее, не благодаря наследию древней крови, а вопреки ей. После чего Дуэй первый взял себе в жены деву древнего рода и дальше шло подробное описание правления нового монарха, сделавшего для страны много хорошего и продолжавшего возводить те самые барьеры. Я почесала затылок, прикидывая, если было много внебрачных детей, значит, Эрлинд был недурак гульнуть и казну вполне мог спускать на развлечения. А того, кто с легкостью тратит деньги на оные, легко обмануть. А если сравнить, какими темпами шло строительство магической стены при нем и его сыне, я могла с уверенностью предположить, что при папочке большинство средств, выделяемых из казны на возведение препоны, оседало в карманах чиновников. Дуэй закончил обносить империю магической преградой за каких-то десять лет. А отец весь период своего правления не мог оградить даже северные земли. Я решительно обмакнула перо в чернильницу со словами «Так и запишем. При создании магической препоны от набегов соседей в эпоху Эрлинда остро стояла проблема финансирования столь масштабного и значимого для страны проекта». На миг задумалась, припомнив, что казнокрады во все эпохи одинаковы и вдохновенно начала сочинять, приправляя свое творчество выдержками из фолиантов. Цитат было немного, а правители упоминали скупо, но даже этого хватило на вполне сносный доклад, в котором были и экономика с дырами в бюджете, ибо наверняка воровали, и психологический портрет импульсивного больше ста бастардов мужик заделал, какая уж тут сдержанность и рациональность правителя. И здоровье монарха сотня, это же сколько сил и энергии, и нравы двора, навряд ли строгие, все же сотня сыновей. И внешняя политика, наверняка паршивая, раз монарха так, видимо, припекли сопредельники, что транжира решил возвести столь недешевую стеночку, и ядрит этого Эрлинда за ногу. Он вообще страной правил, спал целая сотня бастардов. Но даже несмотря на мое впечатление влюбчивостью древнего правителя, получился вполне неплохой доклад. И главное, не на пару строк, а на десяток страниц. Глава шестая Я с чистой совестью начала расставлять книги по местам. И когда уже закончила, вдруг услышала. «А вы видели нового тренера?» с придыханием произнес девичий голос. Его обладательница стояла с другой стороны стеллажа. Нас отделяли два ряда книг, корешки которых занимали почти все пространство между полками, оставляя над собой столь маленькие просветы, что ничего толком и не разглядеть. «Это ты про Вергарда Ньордвара?» уточнила вторая, чуть грассируя. «Да, про лорда», отозвалась третья с медовыми интонациями в голосе. Они были настолько сладкими, что у неподготовленного слушателя могли спровоцировать диабет. Но ее подруги, видимо, привыкли, и у них ничего не слепалось от патоки подобных речей. «Какой он лорд, бастард, ставший аристократом лишь благодаря опрометчивой удаче», фыркнула вторая, чуть картавя. «Награду от императора за победу в Северной войне ты называешь волей случая», тут же уточнила сахарно-голосая и, добавив патоки, хотя куда уж больше, почти пропела. «Недальновидно называть решения правителя опрометчивыми. Самина, я ничего подобного не утверждала», тут же запальчиво возразила адептка, от волнения агрессируя больше обычного, видимо, испугалась обвинений. «Тогда почему мы услышали?» невинно спросила с придыханием первая, поддержав сахарную санину. «Потому что, смотрю, вам очень нравится, ньорвах!» фыркнула картавая. «А тебе разве нет?» уточнила санина. Последовала пауза. И хотя я не видела девиц, но могла представить, как любительница мягкой эр, если не покраснела, то явно засмущалась. И дальнейшие ее слова это подтвердили. «Он ничего!» произнесла она, словно нехотя признавая правду. «Ничего?» фыркнула санина. «Богат, привлекателен, холост, обласкан вниманием владыки, лорд, хоть и не наследный, по мне лучше ньорвар, чем герцог Боргроу. Ты по своего жабу жениха?» вроде бы невинно уточнила картавенькая, но за нарочитой наивностью услышалось злорадство. «Тебе легко говорить, Кики!» произнесла санина так, что я, пусть и не видела девушку, отчетливо представила, как сахарная скривилась. «Тебя твой отец пока ни с кем не обручил, а вот выберет того, кто вдвое, а то и втрое старше. Я на тебя посмотрю. Судя по твоему тону, ты решила всерьез рассмотреть вариант с ньорваром?» уточнила картавенькая. «Даже если и так», с вызовом произнесла сахарная. «Боюсь, ты опоздала. Весь двор на последнем балу только и говорил о грядущей помолвке ньорвара с графиней Тодо». «Говорить не значит обручиться», запальчиво возразила санина. «К тому же, если бы он вручил Тодо свой родовой артефакт, об этом бы все имперские вестники написали, а они пока лишь статьи строчат о смерти герцогини Эвенбри Файрвинд». Я при этих «Что? Как это я умерла? Опять? Когда?» «Это ты о той чокнутой, которую обвинили в государственной измене?» Меж тем уточнила картавенькая. «Да, пишут, что она два дня назад погибла во время ареста при попытке побега». Бархатным голосом сообщила «Такая оставшаяся безымянной для меня девица и присовокупила». «Не пойму, как такой затворница?» «Ни разу на балу или в светском рауте ее не видела. Удалось состоянием, которое она унаследовала, не так уж и сложно», грассируя, возразила аристократка, не сильно-то и скрывая зависть. «Ну да, за ее приданным поговаривают, охотились многие». «А поймала стража», подхватила медовоголосая. «Но мы-то не как это фаервинд, за нами не будут гоняться кирасиры, а тебе, Самина, придется побегать за новым тренером, если ты решила заполучить в мужья Нью-Йор-двора». «Мне за кем-то волочиться?» возмутилась аристократка и загадочно добавила. «Я знаю средства понадежнее». Какое именно, она не сказала. Да и мне было не слишком-то интересно. Гораздо больше занимал вопрос, кто меня убил и похоронил. Во всяком случае, для местной прессы. И куда, черт подери, запропастился Полтергейст. За него я начала волноваться не на шутку. Меж тем, девице, кажется, решили покинуть библиотеку и двинулись в мою сторону. Если они сейчас повернут из-за угла стеллажа, не то чтобы я до дрожи в коленках боялась, что меня обнаружат, но зачем нарываться на лишние неприятности. Я и так притягиваю их тут, как магнитом. Поэтому мозг начал усиленно соображать, куда бы спрятать собственное тело. С учетом, что я находилась в пусть не ярко, но освещенном тупике. Руки и ноги действовали быстро. Похоже, тренировка с рыжим не прошла даром. Я белкой взлетела по полкам под самый потолок. Стеллаж чуть покачнулся, но устоял. Одна из девиц обернулась на едва различимый звук, но, не найдя его источник, пожала плечами. Видимо, решила, что это мышь. Я же, распластавшись наверху, смогла лицезреть сверху макушки трех аристократок. Длинные волосы, точеные фигуры, флер стервозности на десяток метров вокруг. Я смотрела на эту троицу со своей диспозиции и думала о многом. О том, была ли прежняя Эвенбри действительно злодейкой, почему ее посчитали мертвой, и сколько еще девиц сегодня в Академии решили, что рыжий отличная партия для них. Последний вопрос к выживанию в этом мире никак не относился, как и к мести за род Фаервенд, но отчего-то волновал. А еще хотелось, чтобы некая графиня Тодо имела склочный характер, была страшна, как смертный грех и стара. Едва я осознала, что думаю о совершенно посторонних вещах, как тихо вслух упомянула в одном предложении нечисть высокородных стерв и одного рыжего мага, загнавшего меня на эту верхотуру. Да-да, не начни подслушивать о Вире, спокойненько ушла бы отсюда вовремя, и не пришлось бы прятаться от сиятельных интриганок. С другой стороны, я бы и не узнала, что уже дважды мертва. Зато меня, точнее Эви, перестали искать. И это был плюс. Или крест, которым перечеркивают уже неактуальную информацию. Вот так, оценивая новости о своем новом положении, а заодно и прочность полок, я аккуратно начала спускаться вниз, и тут мой взгляд задержался на названии одной из книг. Особенности поглощения артефактов чародеями с отрицательным уровнем дара. Гласила ветьеватая надпись на корешке. Если бы обстоятельства не загнали меня столь высоко, я бы ни в жизни наткнулась на эту книгу. Попыталась взять ее, но, как оказалось, фолиант был пристегнут тонкой металлической цепочкой к полке. Вот ведь зараза. Пришлось с сожалением поставить книгу на полку и сделать мысленную пометку в следующий раз прийти сюда специально за ней. А пока протрубивший рог возвестило начале ужина и, соответственно, закрытие читального зала. Выйдя из библиотеки, я направилась в столовую. Там присела рядом с Дотой, уже вовсю предававшейся чревоугодию. Мимо нас гордо прошествовала Ники. Кнопка направилась на голубую половину, подчеркнуто не замечая своих соседок, то бишь нас, своей тельницей. И плевать. Наваристая похлебка, что из воздуха материализовалась передо мной, заслуживала гораздо больше внимания, чем мелкая соседка по комнате. Я с любовью посмотрела на полную исходившую паром глиняную миску, сметана, петрушка, наваристый бульон, в котором кроме овощей были и кусочки мяса. Все же жизнь, несмотря на то, что она порой приносила много отчаяния и боли, была единственным местом, в котором можно было получить удовольствие от еды. Оной я и наслаждалась. Оказалось, я сама не подозревала, насколько проголодалась, и с ужином разделалась в два счета. Уже было потянулось за компотом и с добной булочкой, как заметила, что на голубой половине, за тем самым столом, где сидела мелкая, что-то происходило. Если точнее, Нири, судя по тому, как она вспыхнула, опять задели. Странно. Сейчас-то она была среди своих. Вот только две девицы и парень, что стояли в нескольких шагах от стола козявки, никак не походили на этих самых своих. Издевались они над ней, явно как над чужой. Медленно встала и двинулась к пигалице. Выражение ее лица было таким, что мелкая была готова то ли разреветься, то ли устроить армагеддон. Ты уверена, малютка, что твое место здесь? Вопрос звучал бы участливо, если бы не смысл сказанного. Думаю, тебе стоит обедать в черной половине, там тебе будет привычнее. Мелкую унижали, намекая на ее происхождение. Изощренные вежливо раскатывали пополу в тонкий, толщиной в микрон пласт. Один намек на то, что ей не место среди аристократии, это унижение. И малявка, в силу своего возраста и порывистости, не знала, как достойно ответить, подходящих слов у нее явно в запасе не имелось, а занять было не у кого. И Нири вспыхнула факелом. А в следующий миг она запустила в сторону своих обидчиков сгусток пламени. Не знаю, успела бы троица блокировать огненные чары мелкой или нет, но за подобную выходку малявку вряд ли бы погладили по голове. И я сделала единственное, что могла. Рывком перехватила ее магию, последний миг вклинившись между Нири и обидчиками, не дав чарам врезаться в адептов. Сила мелкой впиталась в меня легко, даже не обожгла спину. А я смогла лицезреть незабываемое зрелище, вытянувшиеся лица сиятельных. Подрагивавшая нижняя губа одного из адептов явственно свидетельствовала, не выставили бы благородные никакого магического щита. Только гораздо были унижать мелкую, не предполагая даже, что она может и ответить. А еще, аристократы называется. Оставалось только поражаться, как может так сочетаться высокое происхождение с низостью поступков. Когда вам спасают жизнь, по правилам хорошего тона принято говорить спасибо, сказала я и тонко улыбнулась Аристо. Спасибо, возмутился белобрысый и строицы. Да, я буду жаловаться ректору, эта чокнутая полукровка нас чуть не убила. Меж тем вокруг нас начали собираться адепты, обступая кругом. Чуть не считается, заметила я, одним взглядом давая понять, что не стоит ему сейчас устраивать чемпионат постервозности. у троицы магов не было ни единого шанса воном у меня выиграть, но белобрысый предупреждению не внял. Да, как ты, кузен, понимаю, тебе порой тяжело держать великий и могучий хольский язык за зубами. Перебивая адепта, вмешался в наш разговор еще один тип, который, как две капли воды, был похож на блондина, только выше и явно старше, опытнее. Поэтому позволь мне от имени рода Вайердин поблагодарить вас, Фиса, за своевременное вмешательство. Последние слова он произнес, уже обращаясь исключительно ко мне. Испугались за здоровье кузена? Не удержалась я от иронии. Скорее, за его успеваемость. Тяжело учиться в стенах академии, когда изон их исключают. Ведь поединок чести не свальная драка за новенькую форму на складе. По приказу императора с прошлого года адептов отчисляют за публичную дуэль. Причем сиятельный так выцедил предпоследнее слово, что стало понятно. На тайные поединки это правило не распространяется. А если бы Ноэль получил плевок огнем в лицо, ему бы пришлось защищать свою честь. Выразительный взгляд за мою спину, туда, где тише мыши стояла Нири, дал понять, кому пришлось бы отвечать за нападение. Я намек оценила девица со вторым Аристо. Когда они отошли, я все же позволила себе оглянуться. И увидела, что за моими плечами все это время стояли дота, пепел, гора, мрак, и еще с десяток абсолютно незнакомых мне адептов из простых квартальников неблагородных кровей. Я лишь пожала плечами и улыбнулась, словно это была милая беседа. А Нири нерешительно сделала шаг ко мне и, боднув меня в живот головой, порывисто обняла, прошептав «Спасибо». Лишь когда мы оказались в комнате, я узнала, с чего вообще началась ее травля. Оказалось, Нири плод мезальянса, ее мать аристократка, против воли своих родителей, вышла замуж за простолюдина, тогда еще бедного торговца, и отец сумасбродной дочери исключил ее из рода. Но спустя десять лет дед одумался, изменил решение, правда, к тому времени отец Нири сумел изрядно разбогатеть, а непризнанный тесть поистратить состояние. Таким образом, малявка стала леди лишь в десять лет и для остальных благородных считалась полукровкой. Если бы не ты, меня бы точно эта светлая башка на дуэль вызвала, я бы вылетела из академии, зато вы бы остались вдвоем в комнате, подытожила малявка, поочередно глянув на доту, потом на меня и, в свете таких фактов, как упущенная возможность расширения жилплощади, уточнила. Не жалеешь, что вступилась? Конечно, жалею, выдохнула я и добавила. Не успела булочку с компотом из-за всего этого доесть, а она, сдается, вкусная была, с маком. Насупившееся было мелкое, под конец фразы сначала широко открыла глаза, поняв, что над ней подшучивают, а потом, кажется, неожиданно даже для самой себя зевнула. Засыпали мы трое сегодня долго. Я едва ли не до полуночи ворочалась сбоку-набок, переживала о многом, но больше всего о том, куда запропастился полтергейст. Конечно, духа не брали ни яд, ни острый нож, ни угрызения совести по поводу того, что напарница за него волнуется, но все же. Мы же партнеры, напарники, соучастники, у нас с призраком сделка. Наконец, я накрутила себя настолько, что решила пойти поискать этого пропаданца. А если не найду, придется просить помощи у того единственного, кто был в курсе, что у меня есть дух в напарниках, у Вира. Не теряя больше времени на раздумья, я шустро собралась и покинула комнату. Спустилась в местную прачечную на первом этаже и через узкое окно, что было едва ли не под самым потолком, вылезла на улицу. В ночную осеннюю прохладу ухнула, как в полынью. В истине-черном бархате неба мерцали звезды, в зените стояла полная желтая, как вызревшая головка сливочного сыра, луна, а рядом с ней чуть помельче красноватая. Трава, покрытая инеем, мерцала под их светом. Изо рта вырвалась облачко пара, и я, не растрачивая тепло попусту, потрусила вдоль стены общежития, а потом направилась к зданию академии, оглядываясь и нет-нет, да и тихонько окликая полтергейста. Впрочем, когда на мой зов ответили выразительным шуршанием кусты, а затем из зарослей, послышалось девичье, ой, я решила, что лучше буду просто смотреть. Незачем мне своими дух мешать людям культурно проводить досуг и повышать демографию. Поэтому я продолжила свой путь молча, и спустя какое-то время начала осознавать, что поиски призрака ночью не самая лучшая моя идея. Особенно, когда увидела вдалеке, на границе парка и лужайки, двоих адептов. Они тащили на магическом аркане в сторону общежитий кого-то не сильно большого, пушистого и отчаянно мяуковшего, со скорпионием хвостом и нетопыриными крыльями. Маги подхихикивали, явно предвкушая пакость. Чтобы разменуться с юными бестолочь, бестеологами отошла в тень, аккурат под окна библиотеки, про себя выругавшись. Какая тут оказывается насыщенная жизнь после отбоя? Управа на этих полуношников нет. Как выяснилось, спустя несколько мгновений управа таки была. Рычащая, внушительная, со вздыбленной, фосфорицировавшей холкой, которая доходила мне до макушки. Стая волков-переростков, смерцавшей и переливавшейся во тьме шерстью, появилась, выскочив со стороны восточной башни академии. Когда я увидела, как уверенно двигались твари, возникло четкое осознание. Это местная ночная стража. И от нее, в отличие от законников в керасах, мне не удрать. Я вжалась спиной в кирпичную кладку, надеясь, что зверюги меня не заметят. И стоило только об этом подумать, как услышала над собой тихий скрип. Вскинула голову и увидела, как в метре над моей макушкой открываются ставни. А затем из окна по пояс высунулась мужская фигура, помелькнувшему в скупом блеске трех лун короткому хвосту волос цвета миди, я узнала лиса. Смотрю, ты любишь ночные прогулки? Светским тоном поинтересовался Вир, с интересом разглядывая меня. Или у тебя свидание? А у тебя? Неожиданно даже для самой себя спросила я. И правда, что он забыл в библиотеке посреди ночи? Решил вот почитать перед сном. Усмехнулся Вир и очень удивился, когда ощутил, что мой родовой артефакт совсем близко. Хотя ему полагалось бы спать в своей комнате, рыжий не сказал, но так посмотрел на меня, что на миг я даже усовестилась. И тут в наш разговор вмешалось душераздирающее мяуканье. Я оглянулась и увидела, как расправив нетопыриные крылья, на дерево взмывает рысь. А двое парней, что ее тащили на веревке, бросив оную, улепетывают от четверки зверюк. Жаль, что за бестеологами пустились в погоню не все магические твари, особенно одна, что повернула морду в мою сторону, а затем и вовсе направилась легкой трусцой ко мне. Тебе помочь или сама разберешься с ночными гончами? Осведомился лис, словно речь шла о том, как посимпатичнее завязать шейный платок, а не о зверюгах, что в холке были выше меня. Помогай, решительно отозвалась я и вытянула руку, недвусмысленно давая понять, чтобы меня затащили в окно. Вир схватил мою ладонь и без каких-либо видимых усилий начал поднимать. Но призрачная псина оказалась быстрее, гигантскими прыжками она стремительно приближалась, я уже успела представить, как она зубами впивается мне в ногу, и судорожно заскользила носками ботинок покладки в поисках опоры, желая поскорее оказаться внутри библиотеки. Но тут послышался тихий звук, с каким большое сильное тело отталкивается от земли и... АРИН ЭРШ! Грозный окрик Вира рассек воздух, словно свист клинка. Послышался звук мягкого удара. Я посмотрела вниз и увидела внушительного собакина, который неуклюже плюхнулся на задницу почти прямо подо мной. Лохматая псина, окутанная голубоватым свечением, с задумчивым видом сейчас созерцала филей одной адептки. Почему ты сразу не сказал, что мог ее остановить? Пыхтя поинтересовалась я, переваливаясь через подоконник. Я предложил помощь, заметил рыжий, намекнув, что одна девица, любительница ночных прогулок, неправильно его поняла. А он, как благородный человек, просто не стал указывать даме на ее ошибку. После этих слов случилось немыслимое, я не нашлась с язвительным колким ответом. В голове было пусто, и лишь одиноким перекати полем там обреталась мысль, не везет мне в этом мире с окнами, определенно не везет. Как только в них влезаю, так сразу попадаю в дурацкую ситуацию. И, поспешив оказаться как можно дальше от злополучного источника неприятностей, я попыталась встать на подоконнике. Но подметки ботинок, вымокшие от пинистой травы, внезапно заскользили на отполированном дереве, и я полетела вниз. Благо, не на улицу, а внутрь читального зала. Всплеснула руками, пальцы мазнули по воздуху, схватив Вира за плечо. Мужские ладони скользнули по моей талии. Рыжий и удержал бы меня, но я неудачно взмахнула ногой, аккуратно попав мысом ботинка в колено мага. Тот сделал шаг назад, обо что-то запнулся и, как итог, земное тяготение победило нас с лисом. Мы оба упали на пол, удивительно, но при этом я оказалась сверху. Тьму разбавлял лишь скупой свет, что лился из стрельчатого окна, и пламя светляка, зависшее в паре метров от нас. Поэтому я могла разглядеть лишь очертания предметов вокруг. Нас окружали столы и стулья, стены подпирали шкафы, чуть дальше стояла конторка с книжными карточками, а совсем рядом был верх. Странно было смотреть на него вот так, сверху вниз, когда тени полумрака делали черты его лица рище, контрастнее. Рыжие волосы, выбившиеся из хвоста, разметались в беспорядке. Синие, как штормовое море, глаза полыхали, губы сжались в упрямую линию, скулы напряжены, и только на виске бешено билась жилка. Мак молчал. Я чувствовала, как подо мной ходит от рваных вдохов и выдохов его грудь, а еще явственно ощущала мужской взгляд, который остановился на моих в раз пересохших губах. Я сама от себя не ожидая провела по ним языком. Быстрая, почти мимолетное движение, от которого у лиса дернулся кадык, а тело закаменело. Вирс глотнул и спросил, «Слезешь?» Фраза прозвучала хрипло. Неужели рыжий голос сорвал? «Зачем?» Поинтересовалась я и, противореча собственным словам, попыталась привстать. Уперлась коленом во что-то и услышала сдавленное шипение. Похоже, я нечаянно попала туда, куда так старательно метила при позапрошлой нашей встрече, когда лис искал у меня в коридоре украденный ключ. Попыталась переместить вес на руки, положила ладони на мужскую грудь и почувствовала, как под пальцами гулко бьется сердце мага. «Затем!» рявкнул рыжий, явно начиная злиться, только непонятно, на кого больше, на меня или на себя. Зато стало ясно, голос он нигде не потерял и не обронил, а это значит, что и завтрашней тренировке, на которой рыжий вновь будет командовать, быть. А жаль. «Учти, если в порыве раздражения ты захочешь меня придушить, то знай, можешь угробить и свой бесценный артефакт», напомнила я. «Я не собираюсь тебя убивать», выдохнул лис и неожиданно добавил, «Хотя порой очень хочется, ты истинный демон воплоти». «Всего лишь демон», заметила иронично, я рассчитывала как минимум на мировое зло. «А ты амбициозна», неожиданно усмехнулся рыжий и, словно называя по имени, произнес «зло». И взглянул на меня так, будто хотел без слов выпытать все мои тайны, все потаенные секреты души. Я невольно сглотнула. Захотелось, чтобы Вир смотрел в этот миг в сумрак аудитории, вместо того, чтобы вот так пронзительно и остро на меня, будто проникая в самый центр моего существа. Не знаю, смогли бы ему что-то ответить густые сумерки, окружавшие нас, но я точно не собиралась ничего говорить. Стараясь уйти, сбежать из этой тонительно долгой секунды, которая одновременно заставляла пульс бешено стучать в ушах, а сердце замирать в груди, я выдохнула, «Если ты не собираешься меня убивать, тогда должен помочь», сказала и только потом поняла, как сипло прозвучал собственный голос. «Зло, ты страх или совесть потеряла?» Кратчево уточнил рыжий, которого, видимо, впервые ставили перед таким выбором, причем из положения лежа. «Нет», ответила честно, «у меня пропал только дух, и мне очень нужно его найти». И, не дожидаясь ответа, поспешила принять вертикальное положение, потому как из него, если что, удирать сподручнее. Вставать было, мягко говоря, не совсем удобно, но я все же справилась, а потом с завистью лицезрело, как Вир поднялся одним легким прыжком, только ноги чуть к груди подтянул, как раз, и единым слитным движением он уже на ногах. После этого Мак, вкратчиво, словно опасаясь за мое психическое здоровье, поинтересовался. «Боевой дух? Да нет, он вроде вполне мирный, хотя иногда на призрачного старика находит», призналась я, не понимая, почему рыжий вдруг спросил о характере полтергейста. Тут Вир кашлянул в кулак, будто поперхнувшись моими последними словами. «Простудился?» спросила нарочито участливо. «Меня разбирала зависть. Как ловко рыжий маг поднялся с пола, и я не удержалась, ехидно добавив. В твоем возрасте нужно беречь себя и не выделываться», добавила мысленно. И хотя сказала это не вслух, но то ли рыжий был менталистом, то ли просто слишком уж догадливым. «Я смотрю, язвительность у тебя сильнее чувство самосохранения», иронично заметил Лис и неожиданно обронил. «Мне тридцать два». Не столь уж большая разница, пришлось признать с досадой. Со мной прежней так уж точно не больше десяти лет. Да и с Эвенбри плюс еще к этой цифре от силы пару лет. Производя в уме эти нехитрые математические вычисления, я наконец заметила, что на столе, над которым завис светляк, лежит книга. Цепочка, что крепилась к корешку, блеснула в свете заклинания. Знакомая такая цепочка от книги, которую я как раз собиралась украсть. В смысле, почитать при следующем посещении библиотеки. Но Вир, видимо, решил подойти к проблеме возвращения артефакта основательно и вернуть себе его в кратчайшие сроки. Я невольно подумала, что самое привлекательное в мужчине это чувство юмора, интеллекты, отсутствие потом. Как только что выяснилось, Рыжий Мак обладал всеми тремя качествами, и это раздражало, потому что нравилось. Я упрямо сжала губы в линию и спросила лишь ради того, чтобы заполнить возникшую паузу. Ну и поддеть Лиса не без этого. Книга настолько пикантная, что днем ее читать, дурной тон, ты не представляешь насколько. Улыбнулся Рыжий, намекая, что в провокации можно играть вдвоем. Темные маги эпохи вторжения знали толк в извращениях. Как оказалось позже, Лис нисколько не лукавил. Только вот эти самые извращения касались в первую очередь охранных чар, наложенных на гримуар. Мало того, что страницы были защищены от магического копирования, так они еще и щедро плевались огнем, источали ядовитые пары и стреляли ледяными иглами, если фолиант пытались прочесть без соответствующей подготовки. Кстати, именно эти обстоятельства и вынудили посадить книгу на цепь. И чтобы достать ее с полки, был необходим официальный запрос проректору. Виржа, не жаждавший привлекать внимание, решил обойтись без подобных процедур и почитать на досуге гримуар безо всяких прошений у начальства. Рядом с раскрытой книгой лежал исписанный какими-то формулами лист. Что-то вычитал, поинтересовалась я, машинально почесав левую руку в том месте, где в кожу впитался ключ. Кое-что, уклончиво ответил рыжий, щелчком призывая магию и закрывая оконные створки. А затем Вир, приглашающим жестом указал на стол, на котором лежал гримуар. Едва мы подошли, страницы того покладисто зашелестели, словно книга то ли испытывала к рыжему магу уважение, впрочем, оба эти чувства были сторонами одной монеты, так что я не стала ломать голову над тем, что заставила старинный фолиант трепетать, а не плеваться охранными чарами. К слову, оное я не торопилась испытывать на себе, как и вообще трогать гримуар. Так, на всякий случай. Хватит и одного впитанного артефакта, если еще и книгу испорчу. Смотри, тут сказано, что резерв антимага, как и обычного чародея, конечен. Лис меж тем, не опасаясь обжечься или получить плевок ядовитой кислоты, провел пальцами по строкам. И после того, как произойдет полное насыщение силой, может пойти обратный процесс. Я хоть и смотрела на страницу, но прочесть ничего не могла. Замысловатые литеры, выведенные багровыми чернилами, образовывали вязь. И если каким-то чудом удавалось составить из них слово, то понять его смысл уже нет. Похоже, текст был написан на каком-то древнем диалекте. В общем, глядела я в гримуар, а видела божественный кукиш. Осталось лишь внимать Виру, что я и делала. Лис говорил о токах и противотоках силы, показывая расчетные формулы уровня антидара и того, сколько потребуется единиц магической энергии, чтобы заполнить мой резерв поглощения. Мне нужно произвести точный замер того, какой объем ты способна поглотить в единицу времени. Наконец, подытожил он. Что для этого нужно, уточнила я? Раздеться. Просветил меня Вир. Я открыла и закрыла рот. Так и не сказав ни слова, как рыба, выброшенная на берег. А рыжий маг, меж тем, насладившись моим замешательством, добавил. Или хотя бы расстегнуть верхние пуговицы калета и оттянуть горловину рубашки, чтобы оголить основание шеи. Нужен контакт кожа к коже. И тут я поняла. Это была месть. Определенно. Но рыжий. А чем тебя не устраивает рукопожатие? Я недовольно скрестила руки на груди и не думая расстегивать пуговицы. Далеко отсредоточуя силы, коротко обронил маг и, как для непонятливой, пояснил. Оно находится чуть выше сердца. Хорошо. Протянула я с интонацией зарежу и начала расстегивать верхние пуговицы калета. Затем оттянула горловину рубашки и поинтересовалась. Достаточно? Вполне. Сосредоточено кивну вверх, глядя на небольшой, я бы даже сказала, весьма целомудренный вырез, в котором поместилась мужская ладонь, так что кончики пальцев упирались как раз в выемку межключиц. Я ощущала кожей тепло руки лиса и, нервно сглотнув, выжидательно замерла. Ты мне доверяешь? Глядя глаза в глаза, поинтересовался маг. Конечно же нет. В сердцах выпалила я. Лис на это лишь как-то невесело усмехнулся. Боишься? Есть такое, но больше за призрака. Напомнила я о полтергейсте, с разговора о котором мы как-то незаметно свернули. Вера дарил меня недовольным взглядом, на миг о чем-то задумавшись, а затем сделал предложение. Давай договоримся, я помогу тебе найти духа, если ты расслабишься и постараешься не сопротивляться току моей магии. Идет. Я не стала торговаться. Зря. Могла бы выгадать, если не лучшие условия, то хотя бы еще пару безболезненных мгновений. А так в грудь буквально ударил поток магии. Я не отшатнулась лишь потому, что вторая рука мага легла мне на спину между лопаток, не позволяя отстраниться. Я стиснула зубы, чтобы не закричать от боли, зажмурила глаза, стараясь дышать. Вдох, выдох и снова вдох. Что там, Вир говорил, открыться? Это оказалось тяжело настолько, что практически невозможно. Но я сделала над собой усилие, и магия потекла в меня ровным мощным потоком, который все набирал и набирал силу, который все набирал и набирал силу. Она все росла, ширилась, пьяня, унося из реальности. Не веря своим ощущениям, я приоткрыла глаза, чтобы увидеть окутавшие наши тела мягкое свечение. Мне даже показалось, что мы оба, и я, и Вир, приподнялись над полом, и рыжий маг резко оторвал руку. И я поняла. Не показалось. Потому что в то же мгновение пятки ударили о паркет, мы приземлились, голова кружилась, и я, чтобы не упасть, вцепилась в Вира. Опора оказалась ненадежной. Лиса самого штормила. Вот только в отличие от меня. Причиной была не эйфория, а магическое истощение. Но рыжий сумел меня удержать, а потом сам отстранился и сделал пару шагов назад. Не глядя, он оперся о край стола, а затем и вовсе перевернулся так, что я могла видеть лишь его спину. Вир склонился над лежавшей перед ним книгой шумно дыша. Рукава мага были закатаны до локтей, и я видела, как вздулись мышцы его рук, как резко обозначились жилы и проступили вены, выдавая колоссальное напряжение. Ты как? Шумно выдохнув, поинтересовалась я. Если ты хотела повеселиться на моих похоронах, то еще рано. Вир глянул на меня через плечо. Обычно синие глаза застилала тьма. Даже не надейся умереть, пока ты не найдешь моего духа, фыркнула я и деловито поинтересовалась. Так что там насчет поисков? Извини, но не сегодня. Сейчас сила может меня подвести. Так и хотелось съехидничать, чтобы маг не переживал. Такое порой случается со всеми мужчинами. Сила их подводит в самый ответственный момент. Но я не стала. Все же, что бы там ни говорил Вир о моем чувстве самосохранения, жить хотелось пока больше, чем шутить. Тогда завтра уточнила я как можно более невинным тоном. Похоже, слишком невинным. Лис что-то явно заподозрил. Скорее послезавтра нужно восстановиться. За пару ударов сердца я слил в тебя весь резерв. Хмуро произнес Вир, выпрямляясь отходя от стола. Это плохо, что ты так быстро, смотря для кого? Для тебя замечательно. Это значит, что ты способна поглощать даже заклинания высшего порядка в мгновение ока без вреда для себя. А для тебя, уточнила я, а для меня проблема, признался Вир, потому что я пока не представляю, где в мирное время найти такую прорву сил, не меньше сорока тысяч единиц, чтобы у тебя образовался избыток магии в резерве и вытолкнул впитанный артефакт обратно. Так, оказывается, этот рыжий не просто так рефлексировал над книгой, собираясь силами, а производил расчеты. Ну, жук, хоть и лис. А где магии больше всего? задала я резонный вопрос. В императорском дворце. Не задумываясь, отозвался лис. И тут же, опережая ход моих мыслей, предупредил. Но сокровищницу грабить не дам. А если я ничего не возьму, только могил, боюсь, даже если ты ничего не возьмешь, то взять могут нас, стражники, с поличным, а я и так в немилости у владыки. Из-за чего? Вопрос вырвался сам, помимо воли. Мы с Йонергом разошлись во взглядах. И я впал в немилость, точнее в ссылку, из которой по приказу императора должен был на днях вернуться во дворец. Но немного не доехал, заметила я. Думаю, задержку в пути не будет долгой. В тон мне отозвался лис. Зато теперь стало понятно, почему я встретила Вира в том затрапезном трактире. Ключ как-то связан с этим твоим возвращением? Почти наугад спросила я. Да, сухо отозвался Мак, не пожелав вдаваться в подробности, а затем резко захлопнул книгу и сменил тему разговора. У тебя есть еще какие-то планы на эту ночь? Не попасться тем милым собачкам на выгуле и вернуться в комнату? Тоном у меня еще куча дел, да и сны сами себя не досмотрят, отозвалась я. И неожиданно для себя спросила «А у тебя проводить одну адептку до общежития, чтобы она не встретилась с ночными стражами?» Тут же ответил Вир, давая понять, что ходячее зло лучше держать под контролем, пока оно еще куда не вляпал, ничего не натворило. Мак и правда после того, как вернул опасный гримуар на место, вновь посадив его на цепи, поставив на полку, проводил меня до самого окна прачечной, из которого я и вылезла. И тут случилась загвоздка. Створка была узкой и находилась высоко, самой не добраться, а один рыжий и не думал предлагать помощь, совсем даже наоборот, с интересом смотрел на меня, словно ждал, что я буду делать. «Почему ты так смотришь?» буркнула я, начиная злиться. «Интересно, как ты забралась ко мне на второй этаж в комнату через окно?» ничуть не смутился Вир. «Мне помог дух, а теперь его нет», призналась нехотя и решительно добавила, «Значит, ты будешь за него, подсади меня». И, видя, как одна бровь мага приподнялась, с намеком так приподнялась, в духе, а не обнаглела ли ты в корень адептка? Я поспешила добавить самым просящим тоном, «Пожалуйста!» «Даже духи просто так не выполняют повеления некромантов», отозвал Севир. «Они требуют плату». «Ну вот, вроде и аристократ, а туда же плата». Я мысленно пересчитала свои сбережения, одна монета, которую дал взаймы ректор, и еще одна, выторгованная у мрака в качестве моральной компенсации за ставку на себя же. Не густо, хватит серебра, деловито поинтересовалась я, готовясь, если нужно, торговаться». А кто говорил о деньгах, усмехнулся маг, и в следующий миг притянул меня к себе. Поцелуй. Стремительный, напористый, похожий на укус. Он был обжигающий горячим настолько, что у меня окатила волна жара с головы до ног. Это было настолько ошеломляюще, что я забыла не только про то, что у меня свободны руки, и я могу ими отбиваться, но и про то, что вообще-то моим легким нужно дышать. В этом подавляющем волю поцелуи не было ни капли раскаяния за то, что губы Вира творили с моими. Не толики нежного трепета, только страсть, и ее хватило на нас обоих. Это длилось не больше пары секунд, и закончилось столь же резко, как и началось. Мак отстранился, а я едва не потеряла равновесие. Оказалось, что ноги меня почти не слушались. С первой нашей встречи хотел это сделать, произнес Лис, и, словно давая мне разрешение, сказал, а теперь ты, как оскорбленная девушка, можешь дать мне пощечину. Я была не только девушкой, но и пилотом, который несколько лет подряд учился в мужском коллективе, и ответила в духе одногруппников. Пальцы сжались в кулак, короткий, почти без замаха, полет к скуле Рыжего. Увы, я не учла, что передо мной был не вчерашний пацан, а опытный боец. От хука он уклонился до неприличия легко. Мой удар пришелся в раскрытую, выставленную на уровне лица ладонь мага. И в ту же секунду Вир взял мое запястье в захват, так что не пошевелиться. Интересное у тебя представление о пощечинах, иронично заметил он. Я всего лишь хотела дать сдачи, прошипела в ответ, имея в виду месть, сдачу, можно было оставить себя. Усмехнулся Рыжий, виртуозно переведя мой ответ плоскость купли-продажи. И в следующее мгновение отпустил мое запястье, чуть наклонился, обхватив меня под коленями и буквально подкинул в воздух. Я вцепилась в узкую оконную раму исключительно на инстинктах. И так же, мало что соображая, прыткой ящерицей ввинтилась в узкое окно прачечной. А когда оказалась внутри помещения, балансируя на какой-то узкой лавке и высунула голову на улицу, чтобы увидеть наглого мага, его и след простыл. Даже трава в том месте, где мы стояли, казалась непримятой. А я отпрянула от окна, прислонилась спиной к стене и медленно съехала по ней, оказавшись сидящей на корточках на лавке. В метре от меня была шайка полная белья, а я смотрела на нее невидящим взглядом и пыталась осознать, что же это только что произошло. Не с Виром, с ним-то все понятно, решил проучить взорвавшуюся девчонку, что произошло со мной, почему я так реагирую на этого рыжего, ведь вроде не неопытная девица, во всяком случае бывший жених Андрей, лишил меня не только невинности, но и наивности в том, что касается любви. Отменили вылет, я пришла домой раньше. Хотела сделать сюрприз и услышала, как Андрей хвастался друзьям, которых пригласил ко мне домой на вечеринку, что ему удалось окрутить дурочку. И пусть та не красавица, зато от отца бизнесмена досталось хорошее состояние. Собственно, на нем, а не на мне, он и собирался жениться. А потом, как приберет все к рукам, можно и жену будет поменять на какую-нибудь посимпатичнее. Я тогда так же тихо ушла, как и пришла. Не стала устраивать показательных скандалов. Мой отец в юности боксер, а потом и тренер по боевым искусствам, был одним из владельцев сети спортивных залов. После его смерти я продала доставшуюся мне по наследству долю в бизнесе его деловым партнерам. И хотя формально меня с ними ничего больше не связывало, его товарищи, которые вместе с отцом в свое время поднимали фирму с нуля, не оставили меня совсем. Помогали и советом, и делом. И когда я сообщила Андрею, что разрываю помолвку без объяснения причин, и выставила его вещи за порог, бывший начал мне сначала угрожать, затем преследовать, не давая проходу, даже пошел на шантаж, угрожая покончить с собой, если я к нему не вернусь. Но затем как-то в раз исчез с горизонта, и я подозреваю, что тут не обошлось без друзей отца, для которых я была как дочка. Так что прививка от романтизма у меня была, тогда почему сейчас не сработало? Или это все из-за того, что я в другом теле? Или вовсе в магии? Вон сколько я сегодня ее забрала у рыжего, вот она и тянется к хозяину, как магнитом хочет вернуться. Да, наверняка именно так и есть. Найдя для себя логическое обоснование произошедшему, я взбодрилась и, крадучись, направилась к себе в комнату, где и рухнула в постель, заснув едва ли не раньше, чем голова коснулась подушки. Глава седьмая А утро началось со звуков рога, которые, по идее, должны были пробудить это сна тела адептов, но почему-то пробуждали исключительно зло. Во всяком случае, у меня оно клокотало в душе и просило нет, буквально требовало найти местного гарниста и так треснуть ему по голове этой дуделкой, чтобы она превратилась в плоский гонг. Судя по мрачным лицам соседок, мысли у нас были схожие, а когда после построения и завтрака выяснилось, что первым занятием у нас будут магические щиты, дота и вовсе стала мрачнее заядлого пессимиста. «Ты чего?» не поняла я. «Морально готовлюсь к унижению», отозвалась воительница, а затем пояснила, что если с физической подготовкой у нее все хорошо, то с магическими атаками не очень. Зато удары арканов она выдерживала отлично, а это значило, что ее наверняка поставят в щиты. Доте же хотелось биться, а не быть для других только лишь прикрытием. Воительница как в воду глядела, мы с группой зашли в просторный тренировочный зал. Тут, судя по лавкам для зрителей, что стояли по его периметру и открытому балкону второго этажа, использовался еще и для показательных выступлений. И в центре этого пространства нас поджидала та самая преподавательница, которую я видела при посвящении в адепты, рыжая, с коротким ежиком волосы, черной шелковой повязкой на одном глазу. Те же ботфорты, короткий меч в поясных ножнах и на лице выражение заправского садиста. В смысле, горячее желание сделать из нас обултусов, истинных воинов. «Я называю фамилии, вы становитесь в пары. Пока временные. С постоянными определимся чуть позже, когда я посмотрю, на что вы способны, и насколько можете сработаться, не убив друг друга». С этими словами Клариса Онвей, а именно так звали преподавательницу, достала свиток и начала зачитывать. «Торнор Браз атакующий, Гроэм Доргон щит». Едва она назвала имена, как пепел с любителем золотых цепей, обменялись оценивающими взглядами и встали в пару. А магистр продолжила. «Мирит горвуд, атакующий, дотрин рухор щит». Воительница скривилась столь же выразительно, сколь широко улыбнулся обрадованный гора, который попал в пару со своей зазнобой. Магистр меж тем зачитывала и зачитывала фамилии, стройная шеренга одногруппников редела, зато число пар прибывало. Наконец остались я и мрак. Из вас может получиться неплохая сцепка, глядя на меня и Мора, прокомментировала преподаватель, сверкнув своим глазом. Сильный стихийный маг и единственный на всем потоке поглотитель. Она не успела договорить, как все почему-то заинтересованно посмотрели на щуплого мрака, который зачем-то ткнул в мою сторону пальцем, поясняя «Антимаг, это она». Ну, спасибо. Теперь я оказалась в центре внимания. Нет, не так. В центре пристального мужского внимания. Как-то не кстати вспомнились слова приятеля о том, что каждому атакующему нужен сильный щит. И меня, похоже, только что записали в самое надежное из возможных магических заграждений, которые неплохо бы заполучить в сцепку. Поэтому все занятия я ловила на себе пристальные взгляды. Самое удивительное, что психовала от них не только я, но и мрак. Под конец практикума, когда пара наших противников, отрабатывая новые заклинания, атакующие арканы, гасящий щит, в очередной раз попытались выбить из-за моей спины напарника, он проворчал. А я, между прочим, ни об одной из подружек так не переживал, как о тебе. Вот уж никогда бы не подумал, что мне придется защищать свой собственный щит. В смысле защищать? проворчала я, принимая на себя очередное атакующее заклинание. Чтобы не увели, в сердцах припечатал мрак, запуская в полет мощную огненную свечку. Преподаватель не покривила против истины. У приятеля оказался впечатляющий уровень дара. Его заклинание прошило магический аркан наших противников, напрочь разметав сцепку. Не поджарились те, лишь благодаря защитным амулетам, которые выдали всей группе перед тем, как поставить пары адептов друг напротив друга для учебного боя. Он и в нашем случае закончился весьма быстро. И после того, как одну пару мы с Мором разбили, нас тут же поставили напротив другой. И так до окончания пары. Как итог, во всех поединках мы с приятелем вышли победителями. Я ощутила легкое воодушевление от впитанной магии, а госпожа Клариса о чем-то сильно задумалась. Преподаватель отпустила нас с ударом колокола, и как только мы вышли из зала, наступил полный произвол, именуемый «Добейся, Бри, а соперников добей». При этом мнение самой Бри никого особо не волновало. Впрочем, сначала в людной, снующей по коридору толпе, особо ничего не происходило, разве что спина чесалась от взглядов, хотя от них успешно отвлек вопрос Доты. «Ты перчатки взяла?» «Какие?» спросила, смутно припоминая, что нам выдавали что-то похожее вместе с плащомы униформой Академии. «Никакие, а для чего? Для защиты, иначе можно дракониями уделами стереть руки в кровь?» Я благодарно кивнула, решив, что стоит наскоро перекусить и сбегать в комнату во время перерыва. Мне мозолей и на ногах хватало. К слову, последние почему-то даже не болели сегодня, что удивительно. С такими мыслями я села за обеденный стол, и почти тут же рядом со мной и Дотой нарисовался плечистый парень с выбритыми висками и светлой дулей волос на затылке. «Какие птички с нами, оказывается, учатся!» протянул он, но на его беду эту фразу услышал проходивший мимо гора. Лысый, не иначе как посчитав, что обращаются к его зазнобе, резко остановился, потом подошел к местному орнитологу-любителю, взял парня за грудки и проникновенно протянул. «А ну-ка повтори, золотовласка, что ты сейчас сказал о моей девушке?» и бросил взгляд на воительницу, что удивительно, та отчего-то возражать не стала. «Антимаг, разве уже твоя?» ничуть не испугался обладатель дули. «Извини, не знал, но готов оспорить право на поединке». «Причем здесь бри?» в свою очередь изумился гора. «Ты чего на мою доту пялился?» «На что?» не понял блондин. «Кого?» рявкнул гора и многообещающе добавил. «Я те сейчас!» Я же, слушая эти разборки, энергично поедала возникшую передо мной кашу со шкварками. Как оказалось, она ничуть не хуже попкорна, неизменного атрибута всех любителей понаблюдать со стороны. Даже лучше, сытнее так точно. А затем, разделавшись с едой, поспешила к себе в комнату за перчатками. И уже на обратном пути, который я решила срезать по тропинке, что ныряла в узкий простенок между двумя корпусами, мне попались они. Крупные неприятности. В числе двух штук. Оные стояли, прислонившись к каменной кладке, и самодовольно усмехались. «А ты, малышка, с сюрпризом, оказывается!» начал рыхловатый тип, почесывая свое пузо. Судя по холеным рукам, он был явно не из бедных. Но и до Аристо не дотягивал. Так, заносчивая серединка на наглую половинку. «Жизнь доверчивого человека часто полна сюрпризов», ответила холодно и попыталась обойти адептов, стоявших на моем пути. Но тут второй, высокий, как каланча, внезапно поднял ногу. «Просто так не пройдешь. Перепрыгивай или пинком выбивай. Но это уже крайний случай. Это ты нас дураками сейчас назвала?» С усмешкой протянул долговязый. «Ай-яй!» Как опрометчиво простолюдинке бросаться оскорблениями. «Чтобы мы не затаили на тебя обиду, придется оказать парочку услуг». Он выразительно глянул мне на грудь и таксально усмехнулся, словно девочку на ночь в борделе выбирал. Сглотнула, оценивая ситуацию. Сдается, меня целенаправленно загоняли в угол, запугивали, чтобы потом я под давлением страха согласилась на все, лишь бы от меня отстали. Внимательно посмотрела на противников. У толстяка красные глаза и некоторая заторможенность движений. Скорее всего, у него минувшая ночка прошла очень бурно. Второй явно чем-то раздражен. Вон как постоянно сжимает и разжимает пальцы, словно пытаясь сбросить нервное напряжение. Этим бы двоим не адепток по подворотням ловить, а одному как следует проспаться, а второму выпить валерьяновой настойки. Отошли с дороги, чеканя каждое слово произнесла я. Колончак, как ни странно, подчинился, но едва я сделала шаг вперед, как он схватил меня за плечи, прижав к себе. Я почувствовала животом затвердевший пах парня и поняла, что ошиблась. Он был не раздражен, возбужден, и хотя это чувство было у него скорее глухим, подспудным, навряд ли лично ко мне имеющим какое-то отношение, это все равно заставило нервничать. Тип выдохнул мне в лицо, отчего захотелось поморщиться. Да ты не переживай, я пошутил насчет услуг. Вот только его слова противоречили тому, что сейчас происходило. Шутка была явно за гранью и грозила перерасти в большие проблемы. Я не обижу, а будешь моей парой, тебя и вовсе никто не тронет, может даже и я. Какой еще парой с интонацией поистине аристократического офигевания произнесла я. А деревня умеет задавать правильные вопросы, гоготнул откуда-то сбоку толстяк. Каланча цыкнул на приятеля и произнес «В боевой сцепке». Расплылся в улыбке этот стаиросовый детина. Видимо, рассчитывал, что я уже как следует испугалась, дошла до нужной точки, успев вообразить, что меня тут разложат на двоих и сейчас буду согласна на все. Тут ты, приятель, рассчитался. Паниковать я не собиралась, а лихорадочно просчитывала возможные варианты. Первый затеять потасовку. Но я была физически слабее, да и противников двое, сопротивление однозначно отпадало. Второй сбежать. Но чтобы дать деру, нужно было сначала вырваться, а значит, возвращаемся к первому пункту. Третий ошеломить. Эффект внезапности, вроде заявления в духе «Я согласна быть твоей парой, но только через постель, был опасен тем, что маг и так возбужден, потому он мог и вправду решить, что девушка не против. Но был еще один вариант вымогательства, и он мне в этой ситуации нравился больше всего. Как говорила моя подруга Соня, иногда нужно быть прелесть какой гадостью, а иногда отмороженной стервой, такой, чтобы подойти ближе, чем на три метра, боялись. «Пятьсот!» с улыбкой кобры произнесла я. Вышло так эффектно, что типа меня даже своими сомнительными частями упираться перестал. «Что пятьсот?» не понял он. «Ну, не поцелуев, конечно, золотых, и мы партнеры в сцепке. Оплата за три месяца, деньги вперед». Издув выбившуюся из косы прядь, что так и лезло в глаза, я, старательно подражая интонациям маман из борделя, присовокупила. «Потом, если захочешь, продлишь». «Да ты...» начал было каланча. «Знаю себе цену». Перебила я его и приторно-сладким тоном добавила. «К слову, мракмур, мне предложил двести, так что из твоих денег придется вернуть ему оплату, я ведь девушка честная и обираю тоже исключительно честным путем», добавила мысленно. «И только хотела добить этих двоих эффектной фразой про очередь из желающих дать взяток, а в смысле предложить мне сотрудничество, как услышала Грозная. Что здесь происходит? В двадцати шагах от нас, сложив руки на груди, стоял рыжий маг, собственной недовольной персоной. Двое типов, любителей подкарауливать невинных девушек, не успели ничего сказать. Зато я не растерялась. Руки убрал, «Дай пройти», отчеканила так, чтобы даже тугоухие услышали. Меня под немигающим тяжелым взглядом Вира тут же отпустили. И я гордо двинулась вперед. И только сделав пару шагов, поняла, что это самое «вперед», одновременно еще и навстречу одному явно злому магу. Но отступать было поздно. А вот для толстяка и колончи, видимо, не было ничего позорного, чтобы шустро дать задний ход. Их торопливую возню за спиной тяжело было не услышать. А мне вот отчего-то гордость не позволила. Когда я приблизилась к Виру, он задал единственный вопрос. «Как понимать эти обжимания?» Я отбивалась как могла, сказала я в свою защиту. «Неужели?» едко заметил Лис. Скулы его при этом заострились, губы превратились в тонкую линию, цепкий взгляд прошелся по моей фигуре от кончиков башмаков до макушки и снова спустился чуть ниже. Краткий миг мы смотрели друг другу глаза в глаза. Я увидела, как в обычно спокойной глубокой синеве полыхнуло пламя. Это длилось какую-то долю секунды, а затем рыжий маг взял все свои эмоции под контроль, снова я с досады сжала кулаки. Разница в росте с Виром у нас была такая, что моя макушка аккурат доставала ему до подбородка. И чтобы быть на одном уровне с рыжим, и он не смотрел вот так снисходительно на меня сверху вниз, я сама не заметила, как привстала на цыпочке. Когда же чуть пошатнувшись поняла, что стою на одних мысках, опускаться было уже как-то не солидно. Впрочем, размахивать руками, пытаясь удержать равновесие, тоже было не комильфом. Поэтому я замерла, даже не дыша и опасаясь, что в любой момент могу грохнуться. Но пока этого не произошло, буду держаться из принципа. Мне не нужно представлять, я прекрасно все увидел и так, холодно заметил Вир. Говоришь, будто ты действительно наставник и поборник морали, и проработал в академии не меньше полувека, а не на днях выбил себе эту должность ку, тут я почувствовала, что меня заносит. Причем в обоих смыслах, и в высказываниях, и в попытке удержать баланс. Я, стоявшая на цыпочках, покачнулась от порыва ветра, и, чтобы не упасть, выставила указательный палец. Тот весьма выразительно и категорично ткнулся в грудь Вира. «Договаривай», глянув на мой перст, упершийся ему в дуплет, мрачно «Лаками», вынужденно отозвалась я, и, оттолкнувшись от своей рыжей опоры, все же опустилась на пятки, растеряв при этом всю решительность. Чувствовала я себя при этом исключительно по-дурацки. Еще и голову вновь пришлось задирать, чтобы смотреть в глаза этому рыжему. Зато выбившаяся из косы во время забега по общежитию прядь перестала лезть в лицо. Это был самый быстрый и эффективный способ попасть в академию. Не стал отрицать обвинений Вир. К тому же бронса никто на тот подпольный поединок в качестве бойца силком не тащил. Вот так всего из одной фразы я узнала много интересного не только о том, как проводил досуг бывший тренер, но и о нестандартном подходе рыжего к решению задач. Это ты можешь решить проблему одним махом, а я, представь себе, нет. И когда ко мне пристают в переулке, я что, должна драться в рукопашную с этими двумя лбами? Да они бы меня в один момент повалили, а со сбитыми ногами не очень-то побегаешь. Поэтому я сделала то, что умею, лучше всего. Шантажировала. У Веры дрогнули уголки четкой рельефной линии рта, а я едва не заскрипела зубами от досады. Неужели я столь предсказуема? Или один рыжий тип успел меня так хорошо изучить? Да, и буду дальше, и шантажировать, и... Тут я не нашлась, что добавить, из досады выпалила. Да все, что угодно, лишь бы от меня отстали. Раскаяние в моем голосе было не больше, чем в словах Вера, когда он говорил о поединке с бывшим тренером. Я что, виновата, что после практикума по счетам каждый атакующий в моей группе хочет, чтобы я стала его парой? Почему-то окончание фразы заставило Лиса вновь нахмуриться. В этот момент порыв ветра снова налетел на меня, опять хлестнув в лицо выбившейся прядью. А в следующую секунду рука Вера, словно жившая своей собственной жизнью, помимо воли хозяина, потянулась и поймала непослушный темный локон, чтобы заправить его мне за ухо. И от этого простого жеста, ставшего как-то в раз остро-интимным, гулкой часто забилось сердце. Внезапно пришло осознание, что мы с Лисом стоим одни, слишком близко, где-то невдалеке слышались голоса, шаги. В узкий проход меж стенами корпусов в любой момент мог заглянуть кто-то из опаздывающих на занятия адептов. Но мне почему-то этого до жути не хотелось, вот совершенно. Вера убрал руку от лица, его пальцы коснулись моей скулы, словно невзначай погладив, и рыжий маг произнес, «К тебе не будут больше приставать». Это прозвучало не как обещание, а как свершившийся факт. Откуда у меня появилось это ощущение, я не могла сказать. Как и объяснить, почему я точно знала, что делать, когда меня преследовали стражи, как поступать, чтобы меня не раскрыли, да даже как отделаться от этих приставучих адептов, а вот сейчас растерялась. Куда исчезла моя храбрость рядом с Виром? Особую иронию всему этому придавало то, что наше знакомство началось весьма смело, решительно и сразу близко, и только я нашла в себе силы сказать «спасибо», как меня перебил маг. Но и над тем, чтобы ты умела давать отпор, не только словом, но и кулаком, тоже стоит поработать. Благодарить сразу же расхотелось, потому что это поработать лично для меня означало тренировки. Много тренировок, норма нагрузки, в которых по методу Вира определялась как «умер», значит, на сегодня хватит. Ударивший колокол возвестил о начале занятия. Я вздрогнула, осознав, что на он и это я и опаздываю. Вот черт! Хотела было резво попрощаться и рвануть, но мысли все это время, маячившая на периферии сознание, вдруг наконец оформилась в четкий вопрос. И я не удержалась, задала его почти на обум, потому как не верила в совпадение. «То, что ты оказался рядом, ведь не случайность?» «Нет». В мягком раскатистом баритоне Вира проскользнула легкая хрипотца, такая знакомая, от которой у меня почему-то пересохла во рту, а легким стало мало кислорода. «Я тебя искал. Хотел сообщить, что сил в резерве достаточно для призыва твоего духа. Спасибо, что так вовремя искал», выдохнула я, признавая, что появление Лиса было весьма кстати. «Приходи ко мне во флигель, к девятому удару колокола, будем возвращать твою потеряшку», то ли пригласил, то ли приказал Лис и добавил «А сейчас, если не хочешь получить штраф за прогул занятия, советую поторопиться». Я решила, что дельными рекомендациями разбрасываться не стоит. И заверив Вира, что обязательно приду, поспешила на драконологию, еще не подозревая, что на ней мне понадобятся все знания, умения и навыки, а также богатый, нецензурный лингвистический запас, полученный в университете гражданской авиации. В основном, конечно, пригодился бранный лексикон. Это я поняла, как только оказалась на пороге конюш, скорее, драконюшни. Мои одногруппники, изображая дедок из народной сказки, вытягивали заповодья из стоил здоровенных ящеров, каждый из которых был выше меня раза в три, если не больше. Крылатые рептилии упирались, не особо-то и желая куда-то выходить, но пока никого не жрали. Это был уже плюс. Вы опоздали, раздался недовольный голос справа. Я обернулась и не сразу поняла, что рядом стоит преподаватель. А все потому, что он походил на кого угодно, только не на почтенного магистра. Хотя возраст у него был как раз между «отлично выглядите» и «вы еще неплохо держитесь». Бритые виски и куча длинных седых косиц на макушке, которые были собраны в хвост, металлический шарик в ушном хрящике и пара колец в брови. Добавить к этому густую вязь татуировок на шее, невысокий рост, насмешливый, несмотря на прожитые годы, плутовской взгляд. Одним словом, если бы не морщина, я приняла бы его максимум за адепта. Однако вскоре пришлось убедиться, что первое впечатление обманчиво. Сначала мне суровым тоном выговорили об опоздании, а затем, кивнув на ряд стоил, из которых доносились пыхтение, брань и рев, все от адептов приказали. «Идите к своему напарнику по сцепке и помогите ему. И в следующий раз за опоздание вас ждут штрафные баллы». Я прищурилась, ища взглядом мрака. Приятель оказался в самом дальнем углу. Он упирался пятками в дощатый пол, пытаясь вывести из стоила уже оседланную зверюгу. Но судя по тому, что поводья тянули его вглубь загона, пока в сражении с драконом со счетом 1-0 выигрывал ящер. «Спасибо. Поблагодарив преподавателя, я поспешила к напарнику. Посулами, шантажом и коварством нам спустя полчаса удалось вытурить, в смысле вывести драконицу из стоила». Увы, магия в этот список используемых средств не входила по той простой причине, что ящеры были к ней невосприимчивы. Правда, в отличие от антимагов, крылатые зверюги заклинания не поглощали. Скорее наоборот, эти создания сами были квинтэссенцией силы, и какие-то человеческие заклинания просто игнорировали. И чем внушительнее был размер дракона, тем больше магии в нем заключалось. Одним словом, мрак, каким бы талантливым и сильным чародеем он ни был, сейчас мог полагаться, как и я, на одну лишь свою физическую силу. А с учетом тщедушного телосложения напарника, в общем, это были тридцать минут моего позора, после которых в голове не осталось ни единой цензурной мысли. Наконец, я отчаялась настолько, что решила предложить приятелю нестандартную методику дрессировки, пофлиртовать с красно-чешуйчатой зверюгой. Но она же дракон, возмутился приятель. Она девочка, возразила я. К тому же настоящий адепт ради зачета готов на все. Даже выучить предмет. А тебе учить ничего не нужно, только пару ласковых слов сказать. Ну, только ради зачета. Неуверенно протянул мрак, признавая, что все остальное мы уже перепробовали. Остался только этот бред. И, уже обращаясь к драконице, просюсюкал. Красавица ты моя. Ящерица кокетливо склонила голову, дескать, продолжай. Я милостиво внемлю. Или она просто оценила потенциальный завтрак в лице мора. Приятель меж тем оживился и, словно представив себя на свидании, стал давать обещание. Расточать комплименты это сработало. Драконица явно польщенная, повиливая хвостом, вышла из загона. И в этот момент, чуть впереди, я услышала отчаянный вопль Доргана Гроэма. Да чтоб ты сдохла, зверюга проклятая, ты и у меня сейчас получишь. И после этих слов, я увидела, как этот любитель золотых цепей решительно подошел к вилам и схватил их. Видимо, Дорган за неимением кнута решил использовать рабочий инвентарь, чтобы укротить своенравную ящерицу. Вот только эффект вышел неожиданным. Зверюга, получив укол вилки в хвост, взбеленилась, встала на дыбы и рванула, куда глаза глядят. Вот только самого Гроэма при этом угораздила попасть ногой вволочившиеся по полу удела. И я впервые увидела, как на буксире угоняют адепта. Доргана протащила на спине по всему проходу между стойлами, а как только дракон выбрался на улицу, он расправил крылья, намереваясь взлететь. В последний момент зверя остановил грозный окрик преподавателя. Крылатый подчинился магистру, но с явной неохотой. А когда преподаватель подошел к щеревшейся клыками пыхавшей струйками огня морде и начал вычитывать чешуйчатой твари за безобразие, которое та устроила, точно как мне недавно за опоздание, ящерица попыталась плюнуть с высоты своего роста на эти увещевания огнем. «Только попробуй», вкратчиво сообщил магистр, показывая кулак наглой антоциановой морде. Морда на это недовольно фыркнула, но пасть захлопнула, после чего преподаватель подошел уже к лежавшему на земле Доргану и поинтересовался. «Жив, идиот, или тебя уже можно закапывать?» «Я в полном порядке», заикаясь, проблеял этот горе-укротитель после внутричерепной конференции в своей голове, на что дракон как-то ехидно оскалился, дескать, это ненадолго. Ухмылку ящера заметил и магистр. Сурово глянул на дракона и, наставив на него палец, пригрозил. «А ты, Дейрон в мор, что такой торжественный? Погребальный курган рыть еще рано, твой всадник, несмотря на все старания, еще не помер». Кивок навалявшегося на земле адепта. «Есть даже все шансы не сыграть в ящик, особенно если его напарник поможет ему сейчас добраться до лечебницы». Пепел дураком не был и намек понял. И хотя по лицу блондина было видно, в каком он восторге от миссии спасти дурака, но, как говорится, назначенному в сцепку щиту в балы айкил не смотрят. Дорган покинул поле несостоявшегося боя на закорках у блондина. Идти сам он не мог. То ли сломанная, то ли вывихнутая нога не давала. Но перед тем, как пострадавшего утащил напарник, Гроему пришлось просить прощения у дракона, которого он пришпорил вилами. Делал это адепт, стиснув зубы. Судя по тому, как ящер в ответ смотрел на коллегу, навряд ли он простил обидчика. Лично мне показалось, что чешуйчатый монстр оценивал и даже восхищался упитанной фигурой Доргана. Сколько же еще всего у адепта отбить, вывихнуть и переломать можно. В общем, у этих двоих не иначе, как случилось крепкое взаимное чувство. Они хотели друг друга как минимум прикончить. Дорган наконец ушел, а преподаватель драконологии, лично загнав удравшую крылатую тварь, обратно в стойло, менторским тоном произнес, «Никогда не злите дракона. И помните, детей звезд не подчинить силой, вы должны заставить их вас уважать». «Как?» вырвалась у кого-то обреченная. А я же сполна оценила авторскую методику преподавания. Судя по услышанному, магистр предпочитал проводить практикумы перед лекциями. Видимо, чтобы те, кто выживет на первых, проявили максимальное прилежание на вторых. «Всадника делает не сила, его делает характер», сурово припечатал магистр и, глянув на дощатый пол прохода, добавил, «И уж точно не вилы. Те сцепки, которые не смогут вывести своего дракона из стойла, за занятия получат отвратительно, без права пересдачи». И, обрадовав нас таким известием, магистр покинул драконарий. Мрак повернул голову к чешуйчатой морде. «Ты ведь меня уважаешь?» слегка заискивающе уточнил мрак у нашей зверушки и, подпихнув меня локтем в бок, мол, «Давай, помогай врать», добавил, «Я вот тебя очень даже». А затем тихонько потянул заудила. «Да-да, мы оба уважаем», поддакнула я, используя лесть за неимением вкусностей, которыми можно выманить крылатую ящерицу. Наша алая красотка фыркнула и нехотя пошла за напарником к выходу. Удивительно, но на поле мы оказались одними из первых, а я внимательно оглядела драконицу, которая начала то расправлять, то складывать крылья, явно намекая, что не пора ли он ее размять. Вот только если ящерицу интересовали небеса, то у меня вещи более приземленные. Например, какая у драконов разгонная полоса, грузоподъемность, сила тяги и есть ли режим катапультирования? О чем тихо и спросила мрака. Судя по тому, как вытянулось лицо последнего, он ожидал от напарницы каких угодно вопросов, но не таких. Впрочем, с удивлением он справился быстро и с затаенной надеждой поинтересовался. «Ты уже летала на драконах?» «Частично», ответила я обтекаемо, потому как на первую часть вопроса я могла ответить утвердительно, а со второй познакомилась только сегодня. Приятель приготовился задать еще один вопрос, но тут на поле вышла целая атара, в смысле толпа адептов с драконами. Многие из одногруппников, переняв нашу тактику, вели своих крылатых зверюг больше на поводу у лести, нежели за реальные у дела. Драконы по команде преподавателя выстроились в ряд, с цепком осталось лишь встать рядом со своими зверюгами, а затем началось самое интересное. Инструктаж, правда, вопиюще короткий в духе магистра. Но хорошо, что на этот раз теория хотя бы была до практики. Со взлетом было все понятно. Взобраться в сдвоенное седло, которое для нас, первокурсников, заранее закрепили у основания шеи ящеров выпускники. Щит спереди, атакующий за ним, взять поводья, силой потянуть за гребень первого шейного позвонка на себя, сопроводив это громким четким приказом, а затем крепко держаться. Обученный дракон сделает все сам. С посадкой то же самое, но команда другая. О регулировке высоты и крине магистр лишь упомянул, дескать, это тема следующего занятия. А пока же скомандовал по драконам и прибавил еще одно слово. Я не поняла, отдал ли он приказ крылатым зверюгам или просто коротко мать угнулся, но драконы его отлично поняли и свой паскудный характер показывать не стали. Наоборот, сели так, чтобы нам в самом деле было сподручнее забираться. Мрак, гулко сглотнув, первым полез на драконь из огривок. Я за ним. Несколько раз мои ноги соскальзывали с гладкой чешуи. Нашей красночешуйчатой красотке это явно не нравилось, но она терпела. Правда, демонстративная паскудная ухмылка так и чудилась мне в уголках ее пасти. Наконец, мы оказались в седлах, пристегнули ноги за щиколотки и выше колен страховочными ремнями. Я, подчиняясь команде онора, взяла удила и почувствовала знакомый зуд в пальцах. Тот, кто однажды испытал чувство полета, будет всегда тосковать по небу. И я только сейчас поняла, насколько эта тоска пропитала все вокруг меня. Листы конспектов, зубья расчески для волос, еду в столовой. Я замерла на миг, прислушиваясь к предвкушению неба, которое зародилось во мне. И драконец, словно почувствовав это, тоже нетерпеливо переступила с ноги на ногу и встряхнула головой. Переживаешь? По-своему понял мое состояние мрак. Немного. Я не стала вдаваться в подробности. Первый раз продолжил допытываться напарник, который, сам похоже, изрядно волновался. Нет, я переживала и раньше. Невинно отозвалась я. Нашу беседу прервал окрик преподавателя. Я обхватила одной рукой шип гребня, второй покрепче сжала поводья и воздух хлестко рассекла команда магистра онора. Драконица под нами тут же напружинила лапы, чтобы в следующий миг оттолкнуться ими от земли. Захлопали расправленные перепончатые крылья, поднимая ветер. Кажется, вокруг заорали, но чешуйчатые зверюги были гораздо умнее своих неопытных всадников. Мне показалось, что даже не потяни я за гребень, наша красавица все равно бы взлетела. Ей для этого хватило бы одного грозного взгляда своего двуногого вожака с россыпью седых тонких косиц на макушке. Но мысли о преподавателе быстро вылетели из головы. Я вернулась в родную стихию, и впервые я была к ней настолько близко. Хотелось раскинуть руки и закричать от счастья. Ветер бил в лицо, трепал волосы и одежду и дарил чувство абсолютной, безграничной свободы. Это было как возвращение в родной дом, круг в воздухе и еще один. Скорость и высота. От них на холодном пронизывающем насквозь ветру было жарко. Они кружили голову, адреналин, шальная улыбка на губах. Радость была бы полной, если бы не вопивший позади меня от страха мрак. Напарник клещом вцепился в луку седла и дрожал. Я на миг обернулась, чтобы увидеть его бледное как мел лицо. Глаза приятеля были плотно зажмурены. «Открывай, мы уже взлетели», бросила я ему и снова посмотрела вперед. Не знаю, последовал ли маг моему совету, но орать перестал. Или это у меня просто уши заложило? Первый круг. Мы облетели его над полем, плавно поворачивая, а затем по спирали начали подниматься к облакам. Второй. Драконица почувствовала, что я не тяну у дела, заставляя ее сбавить ход. Я смелела. Третий. Сорвалась в стремительный полет. Четвертый. Пятый. На шестом крен вышел резким, настолько, что на пару мгновений нас перекувыркнуло от резкого порыва ветра, а затем драконица легла на крыло и наши тела развернула боком к земле. «А-а-а-а-а!» услышала я истошный вопль напарника за спиной. «Мы падаем!» Окончание его крика совпало с моментом, когда наша зверюга выровнялась и осуждающе пыхнула огнем. Дескать, все под контролем. И вообще, я у вас умница и красавица. Просто у кого-то нервишки, дрянь. Я за нас с ней обеих ответила. Мы не падали. Это просто стиль полета такой. Делаю, как умею, называется. Тогда умей лучше, раздраженно отозвался напарник, для которого только что новой гранью засверкало выражение «Твоюш-ть». «Ты что, боишься летать?» Я обернулась через плечо. Признаваться в трусости, мраку было, видимо, совестно. И он пробурчал. «Нет, волкодлак тебя подери, бри. Я просто обожаю летать». С перекошенным от злости лицом рявкнул мрак. «Я только ненавижу падать, поэтому, пока мы не убились окончательно, давай, сажай ее». И приятель выразительно кивнул на шею зверюги. Драконица, которая до этого лишь слушала перебранку, когда речь зашла о ней, заинтересованно выгнула шею и глянула на нас с выражением. «Ну и кто тут кого будет приземлять?» Ее янтарные глаза с вертикальным зрачком были полны насмешки над двумя самонадеянными всадниками. Мрак, заподозрив неладное, чуть заикаясь, уточнил. «Бри, скажи, что ты уже сажала драконов». Только сам чуть не вырвалась у меня, но я в последний момент исправилась. Сама я сажала только грядки. Еще видела, как сажают зрение, печень, преступников, а драконов еще нет. Но сейчас походу разберемся. «Мы трупы», — как-то обреченно протянул напарник. «Зачем сразу трупы? Нужно быть оптимистичнее, увереннее», — попыталась я подбодрить напарника. «Мы трупы», — гораздо увереннее произнес мрак. А я, кажется, начала понимать, почему родители дали чаду такое имечко. Сели мы точно и мягко. И даже получили превосходно не только за вывод дракона из стойла, но и за первое летное занятие. Онор даже нас похвалил за маневренность, присутствие духа и отсутствие травм. Первую очередь психики у него. Потому как у мрака, судя по всему, нервный срыв все же имелся. «Ну вот почему у всех напарники, как напарники, а у меня ненормальная?» — в сердцах выпалил приятель. Когда занятие закончилось, и драконюшня осталась позади. «Да брось, хорошо полетали». Я махнула рукой. «Мы чуть не убились», — возразил приятель. «Ну не убились же». Я философски пожала плечами, в мыслях возвращаясь в небо. «Бри, почему ты такая языкатая злыдня?» — тоном человека с напрочь отбитым инстинктом самосохранения, — спросил мрак. «Знаешь, мы всего полдня напарники, а ты ворчишь так, что у меня руки уже чешутся, чтобы при разговоре с тобой вытесывать слова на камнях». «Зачем?» — не понял напарник, но на всякий случай насторожился. «Чтобы они были весомее. Да и кидаться ими в тебя будет удобнее». Я сделала вид, что и вправду рассматриваю вариант обзавестись подобными убойными аргументами. Мрак на пару минут замолчал, будто пытаясь уложить услышанное в голове. Впрочем, мыслительный процесс не мешал ему переставлять ноги, потому он даже с шага не сбился. И мы шли в сторону Академии в тишине. А затем приятель нехотя произнес. «Извини, я, кажется, погорячился. Ты и вправду хорошо летаешь. Только мне от этого «хорошо» плохо. Мрак боялся неба. Ему было страшно от того, чего мне было мало. Картина облаков, сквозь которые мы пролетели стрелой, стояла у меня перед глазами до самого вечера. А еще я поняла, кем хочу быть в новом мире, в этом теле, драконьим всадником. Снова подняться в небо. И плевать, что с моим антидаром я могу быть только щитом. А курс драконологии у нас, боевых магов, краткий, ознакомительный, лишь бы имели представление о том, как сражаться в сцепке в воздухе. Последующие занятия по первозданному языку и начертательной магометрии пролетели для меня в один миг. Последней в расписании значилась физическая подготовка, от которой я на ближайшие несколько дней была освобождена. Потому, попрощавшись с дотой, мраком, пеплом и горой, я решила отправиться в библиотеку. Почитать о драконах, которые меня так впечатлили. Как оказалось, дракончики появлялись на этот свет совсем крохами. Не больше ладони размером, но уже со сформировавшимися крылышками. И были сразу после вылупления способны к полету. А еще они были чистым средоточием магии, которая с увеличением их массы только прирастала. Именно по этой причине раньше на драконов велась охота. Их истребляли ради получения сил. При гибели ящера происходил такой колоссальный выброс энергии, что он был способен стереть с лица земли целое небольшое государство. А если эту магию впитать в амулеты накопителей, потом использовать? Впрочем, выбросы резерва у драконов случались не только в миг смерти. При поединке друг с другом драконы также могли атаковать сырой силой. Это чаще всего случалось в брачный сезон, который проходил у них раз в 50 лет. В связи с такими медленными темпами размножения, ныне естественная популяция ящеров сокращалась. Пришлось организовывать питомники. К слову, в академическом драконарии зверюги были как раз родом из них. И, судя по указанным фолианте размером, они относились к малоразмерным особям. Крупные же породы использовали для грузовых и пассажирских перевозок. Помимо этого, в столице в середине зимы устраивались ежегодные драконьи турниры, на которых лучшие из лучших магов показывали свое боевое и пилотное мастерство. Я так зачиталась, что не заметила, как наступил вечер. Опомнилась лишь, когда протрубил вечерний рок, ознаменовавший в том числе и закрытие библиотеки. Захлопнула книгу, полное желание сделать так, чтобы голодных и обездоленных в этом мире стало меньше. Хотя бы на одного. И пошла в столовую. На только что начавшийся ужин. А после направилась во флигель к Виру. С надеждой на то, что он сможет мне помочь и призвать пропавшего полтергейста. Я шла через парк. Сухие листья, еще оставшиеся на ветвях полуобнаженных деревьев, напоминали мне осколки несбывшихся надежд. Тронь их порыв ветра, и они окончательно осыплются. И вместе с ними опадет пестрая реальность, сменившись новой, сквозистой и контрастной, с черными голыми ветвями на фоне закатного неба. Моя поменялась также, в один миг, когда ветер ударил в спину, отправив в полет с моста. И я пока не знала точно, хотела бы вернуться обратно или нет. Слишком все суматошно было тут, в этом мире, чтобы я успела осознать себя в нем. Да какая рефлексия! У меня даже эмоций не хватило на полноценную истерику, которая вроде была по статусу положена. Поэтому, как большая девочка, лишь собралась и занялась самовывозом. Вместо того, чтобы топнуть ножкой и заорать, «А я не хочу вот это все!» Хотя, признаюсь, порой хотелось. Но... Но я не желала снова умирать. Мне это и в первый раз не понравилось. И потому волевым усилием раз за разом откладывала нервный срыв на потом. Ведь он мне мешал выжить. Сейчас. Но это сейчас все длилось и длилось, а напряжение внутри росло, распирало и... В этот миг, когда я была в вечереющем парке, захотелось простого женского банального заорать. А может, наплевать, что где-то рядом адепты, преподаватели и... Соблазн был столь велик, что удержаться почти невозможно. Но я все же справилась. Опять. Скрутила эмоции в тугой клубок и спрятала его поглубже. Меж тем, вокруг, снаружи, сгущались вечерние сумерки. Они были такими, какие случаются, только осенью. Холодными, плотными, густыми настолько, что казалось, еще немного, и я захлебнусь в них, как в чернилах. Или кого-нибудь притоплю. Это уже зависит от ситуации и настроения, которое в данный конкретный момент у меня было крайне паршивым. Именно в таком состоянии я раздраженно постучала во входную дверь преподавательского флигеля, рядом с крыльцом которого стояла внушительная пузатая бочка, почти полная. В нее по капле сочилась из водостока влага. Кап, кап, кап. На пятом кап дверь передо мной распахнулась. Я на целый миг длинною в маленькую вечность замерла на пороге. Передо мной стоял Вир. Сильный, собранный, уверенный в себе. В этот момент он был самим олицетворением самоконтроля, под гнетом которого внутри могли взрываться вулканы. Но вот ни черта окружающие об этом не узнают. И я бы тоже, если бы не наша первая встреча. Не знаю, о чем думал сейчас Лис, но я о том, что нужно быть сильной, независимой и не терять голову, когда рядом с тобой появился какой-то, но тяжело не обращать на этого кого-то, внимание. Когда от одного взгляда синих глаз, внутри что-то сжимается. Причем даже не в животе и ниже, а в сердце. Себе-то я могла не врать. Мне нравились такие мужчины. Сильные, уверенные, с железным самообладанием и огнем внутри. Жаль, что конкретно этот совсем не моя история. У него вроде даже невеста где-то есть. Или не невеста, почти. Да и какая разница? Аня, тебе нужно думать о том, как призрака вернуть, найти того, кто убил Эвенбри. Аня романтики. Дала я себе мысленную оплеуху. Мы с Виром так и стояли на пороге. Смотрели друг на друга пронзительно долго, молча. Я чувствовала, как его взгляд скользит по моей коже, касается лба, скул, губ. К подспудному нервическому напряжению последних дней добавилось сейчас еще и раздражение на себя саму. На то, как я реагирую на рыжего мага, оттого слишком резко произнесла. «Мне можно войти? Или прямо на пороге вызывать будем?» «Кого?» — как-то хрипло спросил маг. Словно мои слова заставили его вернуться в эту реальность. Духа. Больше ничего пояснять не потребовалось. Лис жестом пригласил меня внутрь флигеля. Тот был одноэтажным, в отличие от жилища некроманта, который пустил меня на ночлег после теоретического экзамена. И да, скромнее. Гораздо скромнее. «Так значит, вот как живут прославленные герои», — ехидно заметила я. «Давай понять, что местечко сочетается с титулом Виргарда Ньордвара и его званием Героя Северной Войны и Грозы Ледяных Демонов примерно никак. До того, как стать героем, а уж тем более прославленным, мне доводилось ночевать много где, в том числе и на улицах столицы. Так что это не самый плохой вариант», — сухо заметил Вир, слишком резко захлопнув входную дверь. Та протестующе скрипнула, но ни я, ни Рыжий не обратили на это особого внимания. Лис лишь слязгом толкнул задвижку и накинул сверху какие-то чары. А затем, проявляя отменную сосредоточенность и деловитость, начал готовиться к ритуалу. На меня он старался не смотреть. Из ящика письменного стола, который находился в гостиной, Рыжий Мак извлек магический инвентарь. Гроздь каких-то камней, пару бутыльков с мутной жидкостью и мешочек с чем-то сыпучим. Первое было разложено в центре комнаты по кругу, вторым сбрызнуто первое, а третьим посыпано поверх второго. И все это с поразительной педантичной четкостью. Глядя на выверенные мужские движения, я поняла одно. Базовый набор мага — это не амулеты, гримуар и зелья. Нет. Это адская выдержка, тонкий расчет и черное чувство юмора, которое позволяет пережить все то, что остальных убивает. А у Вира к этому комплекту прилагалось еще и отличное зад... тело. Поняв, что я гипнотизирую взглядом мага, вставшего ко мне спиной, спешно отвернулась. Я присела полубуком в кресле, делая вид, что меня очень занимает засохшая герань в горшке на подоконнике, ровно до того момента, когда все правила чародейской техники безопасности были соблюдены. Лишь после этого вновь невозмутимо, невозмутимо, я сказала, и плевать, что из-за подавляемых эмоций у меня уже нервический зуд по всему телу. Посмотрела на лиса. Маг щелкнул пальцами, призывая силу. Та вспыхнула в его ладони с веточем. Вир вышел в центр гостиной, встав ко мне спиной. По взмаху его руки вокруг рыжего вспыхнуло широкое огненное кольцо. Языки пламени плясали в воздухе на высоте сантиметров двадцати от пола, не касаясь того. И от периферии этого круга к лису, стоявшему в центре, потянулись затейливые узоры живого пламя. Зрелище было завораживающим. Вот только отчего-то я пялилась не на огненную вяся, на широкую спину мага, уже понимая, я буду жалеть, если пойду на поводу у собственных чувств. А если не пойду, буду жалеть тем более. — Ты готова? — сквозь треск, набиравшего силу пламени, спросил Вир. Я кивнула, не особо правда понимая, к чему именно. Тогда заходи ко мне в круг. С ментальными образами призвать его будет проще, чем просто по имени. Послушно перепрыгнула через кольцо, стараясь его не задеть, после чего огненные языки взмыли едва ли не до потолка. И хотя пламя не повредило ни один из предметов мебели, жар от него никуда не делся. Я разом взмокла, ощутив, как рубашка под калетом пропиталась потом. — Что дальше? — спросила и почувствовала, как в раз высохли губы, машинально облизала и вергулка сглотнул, а затем, резко отвернувшись, предложил. — Постарайся вспомнить своего призрака в деталях. И когда я скажу, позвать его по имени. И не прикасайся к заклинанию, чтобы его не впитать. С учетом того, что вязь чар почти дотрагивалась до меня, задача была сложноватой. Пришлось придвинуться к рыжему как можно ближе, чтобы осталось побольше пространства между моими ногами и рисунком, зависшим в воздухе. Вир развел руки в стороны, напитав контур из пламенеющих рун и тайны писемагией. Стена огня отрезала нас от остального мира. Сияние рук лиса погасло. Он поднял ладони так, что они оказались на уровне моего лица. — Прикоснись и представь образ, — скомандовал маг. А Яния начала было, опасаясь, что вытяну из него силу, но не озвучила мысль до конца. Вир все понял. Ты можешь поглотить магию только извне, впитать из оформившегося заклинания. Если я ее сам не отдаю, то ты до нее не доберешься. И я, успокоенная, прижала свои пальцы к широким и мозолистым мужским ладоням. Руки Вира — сильные, уверенные, надежные, привыкшие твердо держать не только перо, но и меч. А еще нежные, умелые, талантливые. Отчего-то их прикосновения ко мне во время нашей первой встречи запомнились особенно четко. И сейчас, когда наши пальцы переплелись, сомкнулись в замок, мне захотелось довериться этим рукам целиком. Желание было столь же обманчивым, сколь и соблазнительным. Но я постаралась сосредоточиться не на чувствах, а на духе почившего лорда Файрвинда. Закрыла глаза, представляя того во всех его призрачных деталях. И не услышала, а скорее ощутила его голос. Да-да, именно ощутила. Потому что не было ни единой возможности различить хотя бы один звук сквозь треск пламени. Это было словно зов, влекущий куда-то за пределы комнаты и тело. И, может быть, я бы откликнулась на него, устремилась куда-то. Но мне не позволили этого сделать. Руки. Они удержали меня, будто якорь. Яростный рык, что перекрыл рев пламени, раздался у самого уха. Куда? Не пущу! А затем я всем своим существом почувствовала притяжение. Словно меж мной и призраком натянулась тонкая, которая в любой миг может порваться, нить. И тут услышала. «Зови!» А Синдир Файрвинд прошептала так, чтобы Вир не расслышал. «Еще!» — потребовал маг. Я произнесла имя, только громче. А затем «Еще раз и еще!» Про себя же надеялась лишь на то, что его будет достаточно. А Вир не догадается, о ком именно речь. Мало ли, о Синдиров на свете. Тем более на том. «Поймал!» — сообщил Рыжий Мак, расцепляя наши пальцы. А затем я открыла глаза и увидела, как Лис держит невоображаемую нить, а вполне реальный алый магический аркан, и тянет его. А тот дрожал от напряжения, словно противясь. Но Вир оказался сильнее, и все произошло стремительно. Первый миг мне почудилось, что алая струна лопнула, а в следующий над нами разверзлось пространство. И с ног до головы меня окатило чем-то черным, липким и противным. Вира, что обидно, лишь слегка задело. «Трясина мрака? Твоюж!» — коротко, но емко выругался Рыжий, не только охарактеризовав тем, что мы вляпались в неприятности, но и точно идентифицировав оные, вплоть до имени. «Что это за гадость?» — встряхивая руки, с которых стекала жижа, поинтересовалась я. «Если коротко, ловушка. Специально для духов». При упоминании призрака я обеспокоенно посмотрела по сторонам. К слову, а где, собственно, сам полтергейст? Огненный круг исчез, не оставив после себя даже копоти на потолке. Лишь на полу все так же было выложено кольцо из камней, и в нем я, лис и комок черной живой слизи. И с последнего раздалось изнемогающе протяжное. «Неужто спасся? Не чаял даже. Уф! Ой, спасибо! Не дала пропасть старику, напарни. Сдать меня с потрохами я этому болтливому сгустку недоразумений не дала». Радостно перебив. «Продедушка, ты жив! В смысле, мертв! То есть, наконец-то нашелся!» «Да, я уж и не чаял, что меня из этой западни вытащат». Думал, все, баста, долетался. Шутка ли, тряси на мрако. Из нее невозможно выбраться, даже личем. Вызволенный дух пробулькал это, словно кого-то мысленно проклял, и попытался приподняться над полом. У него ничего не вышло, и он, огорченно хлюпнув, продолжил. «Пока сидел в этой чернокнижной ловушке и ждал, когда ее придут проверить и меня обнаружат», успел с посмертием попрощаться. «Значит, мы успели вовремя», — выдохнула я облегченно и мысленно поблагодарила Вира, за то, что он решил провести ритуал сегодня, а не стал ждать завтра. А призрак, меж тем, спеша сбросить волнение, делился своими переживаниями. «Я не чаял, что это вообще возможно, выкрасть душу из трясины мрака. Ведь всем чародеям известно, что вызволить из чернокнижной трясины духа сможет только тот, кто сотворил это темное колдовство. Сторонним магам такое даже теоретически не под силу. Я практик», — сухо заметил Виртоном, «просто эти теоретики ни разу, как следует, не пробовали. Во время нашего короткого разговора дух больше взмыть над полом даже не пытался, напоминая лужу, пролитых на ковер чернил. Я было забеспокоилась, что с ним. Но лис объяснил, это все из-за действия чернокнижного заклинания. Призраку нужно время, чтобы восстановить свою эфирную форму, ну и избавиться от остатков трясины. Процесс этот небыстрый, и лучше пока привести себя в порядок. Мне очень хотелось расспросить почившего Файрвинда, как он умудрился влипнуть в темную магию. Но при лисе я не решалась, потому молчала. Зато Рыжий, у которого ритуал призыва отнял силы, не применил выговорить строгим менторским тоном булькающий самонадеянные лужи из призрака касательно мер безопасности. В частности, чего нельзя делать, когда идешь на шпионаж или решаешь что-то спереть? Нет, определенно, эта реальность сломалась. Несите следующую. Я же в процессе лекции Вира пыталась хотя бы оттереть черную жижу с рук. Бесполезно. Как чуть позже выяснилось, эта чернокнижная пакость не поддавалась и очищающим заклинаниям. Умывальня там. Вир кивнул на неприметную дверцу, заметив то, как я старательно пытаюсь избавиться от магической грязи. Мне дважды намекать было не нужно. Уже через полминуты я была внутри небольшой комнатки. Посреди нее стояла деревянная бадья, которая заменяла ванну. Последнюю рыжий маг, который пошел следом за мной, наполнил с помощью чар. Откуда он переместил воду, я не знала. Но та была кристально чистой и холодной. Лис разогрел ее еще одним заклинанием и, указав на исходившую паром лохань, предложил. «Располагайся». Сам же рыжий заявил, что умоется в бочке с дождевой водой. Благо, его почти не задело. Отмывала я с себя жижу. Долго. Ух, и въедливая оказалась зараза. Еле оттерла мочалкой. А затем, натянув панталоны, благо нижнее белье, в отличие от изгвозданной униформы, осталось чистым. Завернувшись в полотенце, вышла из местной ванной. Хорошо, что ткань была широкой, так что все было вполне целомудрено. Лишь плечи и половина икры открыты. Вот только то, что для меня прилично, в этом мире не совсем. Глава восьмая. Узнала я о своем неприличном облачении по намеку привиденистого напарника, который тактично и незаметно попытался дать знать, что я не совсем одета. Ну, настолько незаметно, что это стало очевидным, по-моему, даже для чахлой герани в горшке на подоконнике. Виржа как-то странно посмотрел на меня, особенно на ноги и на плечи, и на меня всю, целиком. А затем сглотнул, отвернулся и, кашлянув в кулак, предложил. «В спальне на кровати лежат чистые вещи для тебя». После чего кивком указал на две рядом стоявшие двери. Я коротко поблагодарила и, прижимая полотенце к груди, поспешила в указанном направлении. Отчего-то, сама не знаю отчего, на цыпочках. И поспешно скрылась за дверью. Только тут я поняла, что попала не туда. Это был явно кабинет. Широкий стол, книжные шкафы. Упс, промашка вышла. И я, приоткрыв злосчастную дверь, выглянула из нее, словно была воровкой. Все это в абсолютной, но весьма заинтересованной тишине, под пристальным вниманием рыжего и духа. Едва я просочилась в темную спальню и закрыла за собой створку, как услышала голос покойного Фаервинда. С ней такое бывает. Постоянно право и лево путает. Ну, призрак. Не иначе как припомнил мне то, как мы удирали от стража. Досада в душе всколыхнула улегшуюся было злость. И я начала переодеваться. Нырнула в вырез широкой и длинной явно мужской рубашки и только шагнула за портами, которые лежали чуть дальше на покрывале, как в полутьме, с размаху вписалась босой ногой, которая едва-едва зажила в ножку кровати. Следующий миг я поняла. Мебель, на которую наткнулся в темноте, может напрочь убить всю культуру речи. Ушиб взбодрил лучше чашки крепкого кофе, а злостью меня и заряжать было не нужно. Своей накопилось, хоть отбавляй. Я резво заскакала на месте и не заметила, как упала на небольшой диванчик. Почти тут же дверь распахнулась, явив вера. Рыжий мак оказался рядом со мной. Но, видя, что на меня не напали, я не истекаю кровью и умирать, вроде как пока не собираюсь, направился к облюбованному мной диванчику, уточняя. «Бри, с тобой все в порядке?» Вот зря он сделал это таким участливым тоном, потому что подспудно копившееся напряжение, подавляемое все эти дни, страхи, злость, все эмоции разом прорвали плотину. «В порядке? Да ни черта!» — выкрикнула я, схватив в бешенстве подушку. Передо мной стоял рыжий мак. «Много мага, близко! В такого метать снаряды — одно удовольствие!» Рука сама собой запустила первую подушку, вторую, третью. Но, как бы хорошо я ни целилась, этот гад уворачивался, при этом сокращая расстояние между нами. «У тебя истерика!» — заметил лис, столь сухо, что его голос напоминал треск опавших осенних листьев под ногами. «Знаю!» — выкрикнула с интонацией. «Не видишь? Я хочу успокоиться, поэтому мне необходим скандал!» — хотела еще добавить «не мешай!» — но не успела. «Да что там сказать!» — даже пикнуть не вышло, как Вир уже склонился надо мной, явно собираясь обнять. «Бессмертный!» — подходить к женщине, когда у нее нервный срыв? Мои кулаки сами ударили по груди. «Твою ж!» — я чуть все руки не отбила, а этому лису хоть бы хны. Обнил и поцеловал. Бескомпромиссно, голодно, не давая и шанса опомниться. Я на миг замерла от неожиданности. Кажется, этого Вир и добивался, чтобы разом прекратить истерику. И у него это получилось. Приотлично получилось. Едва он это понял, как замер. В сумрачной тишине раздался протяжный мужской вздох. Я ощутила, как напряглось, нависшее надо мной тренированное тело. Вир чуть отстранился, прикрыв глаза. Казалось, сейчас его разум буквально заставляет мышцы подчиниться. Лис попытался приподняться, а мне этого не хотелось. Не сейчас. Моя рука, которая еще недавно била его по груди, потянулась, чтобы лечь на мужское плечо. Этого оказалось достаточно, чтобы Вир хрипло выдохнул. «Что ты творишь?» «То, что хочу», — предельно честно ответила я. Всего три слова, а после них мир сошел с орбиты, потому что железный самоконтроль одного рыжего рухнул. Жадные губы, жадные руки. Жадные глотки, воздуха которого не хватало. Ему, мне, да какая разница? Это было сплошное безумие. Я не поняла, как Вир оказался сидящим на диване, а я на нем, лицом к лицу. Зато так было удобно целоваться. Мне так точно. Не нужно запрокидывать голову. Я чувствовала, как по бедрам скользят мужские руки, задирая не по росту длинную рубашку. Как напрягается лис подо мной, когда я заелозила, упираясь коленями в диван по бокам от тела рыжего. Как? Ох! Я поерзала, устраиваясь поудобнее и провоцируя, намеренно провоцируя. Тихое шипение Вира, от которого по моему телу прошла волна удовольствия. Бесстыдно, но приятно. Да безумие. Ладони Вира скользнули с бедер на живот и выше, обхватывая, сминая, заставляя меня стонать и не давая издать при этом ни звука. Вир накрыл мой рот поцелуем. Мы дразнили друг друга, губами, касаниями тела, ладоней. Я почувствовала, как пальцы правой руки лиса, отпустив грудь, скользнули ниже, на тонкий лен коротких панталон. Всего одно прикосновение через ткань. Но мне показалось, что я взорвалась. Раз. И вместо одной меня сотня тысяч осколков. Бри. Сдавленный шепот, мольба, желание, разливавшееся по венам. Сплошное сумасшествие. В этом коротком выдохе Вира было все. Я подалась навстречу, качнулась в такт движением пальцев мага, прикрывая глаза. Нетерпение, жажда, безумие бурлили сейчас во мне, не моля, просто требуя не останавливаться. И даже щелчок пряжки ремня не заставил меня остановиться. Вир приподнялся вместе со мной, словно я ничего не весила. Я уже представила, как он спустит штаны и сподние, как снимет с меня мешавшие панталоны и... Бри, у тебя там все в порядке? Ты перестала брониться. Ты случаем не убила, Виргарда? Если что, не расстраивайся, я знаю отличное место, где спрятать труп. Крик полтергейста медленно приближался. Судя по всему, дух кляксой полз по полу. Это малость отрезвило, но не сильно. В голове все еще был такой туман, что в нем могли заблудиться ни один ежик с лошадкой. Вир опустился на диван. Мы, вырванные в сумрачную реальность спальни, криком призрака, ошалело, что это вообще только что с нами было, смотрели друг на друга. Рыжий остался в портах, а я в полном разочаровании. Желание, так и не превратившееся в действие, так и зудело на кончиках пальцев. Но вот что удивительно, злости больше не было. Не звенели внутри натянутые канаты нервов. Я не балансировала на грани истерики. На грани желания прибить одного духа — да. И не важно, что он уже как бы мертв. Судя по всему, этого хотела не только я. Так из-за чего ты кричала? Пытаясь говорить ровно, на самом деле рвано и хрипло, спросил Рыжий. Он явно старался вернуться здесь и сейчас. Но получалось не очень. Зато полтергейста, который, судя по звукам, вот-вот должен был доползти до порога спальни, Вир игнорировал преотлично. «Из-за того, что у тебя отвратительно расставлена мебель в спальне», — произнесла я, отмечая, как при этом начал дергаться глаз Вира. Зато он быстро пришел в себя. «А чтобы в благодарность меня не придушили, пришлось пояснить про ушибленный мизинец». «Дай посмотрю», — потребовал Вир. Я тут же быстро была сажена на диван. Мак щелкнул пальцами, зажигая светляк над нашими головами, затем присел на корточке на полу и начал осмотр ушиба. В такой почти целомудренной позе нас и застал дух. Я как можно более невинно спросила. «Что-то случилось?» «Со мной вы оба», — выпалил дух как-то облегченно, но нервно. «Чуть свой инсульт не догнал, пока к вам полз. Думал, случилось что серьезное, а вы тут сидите». Возмущение в голосе полтергейста было столько, что оно было почти осязаемым. Мне же хотелось сказать. «Какие такие инсульты? Вы давно почили, лорд Файрвинд. Но решила, что поспорить с призраком я еще успею, а вот побыть в образе милой кроткой девушки, у ног которой сидит сам гроза ледяных демонов, еще одного случая может и не представиться». Меж тем Вир осмотрел мизинец, убедился, что на этот раз с ногами ничего серьезного, отчего-то глянул на свою рубашку, в которой я была, и произнес. «Так, похоже, с твоей формой стоит решить вопрос прямо сейчас. Посиди здесь немного». И ушел. Ничего не объясняя, ушел, только входная дверь хлопнула, оставив меня в растерянности. Чем ему собственная рубашка-то не угодила? Впрочем, в ней одной оставаться было, мягко говоря, не очень прилично. Поэтому я недовольно поинтересовалась у духа. «А можно мне до конца одеться?» «Ладно, ладно», — фыркнул он и величественно разрешил. «Облачайся». И потек следом за Виром, прочь из спальни. Я же спешно поправила на себе рубашку и натянула злополучные порты. Жаль, что практически неубиваемая униформа спасовала перед чернокнижной жижей. Как оказалось, последнюю не брала ни одно чистящее заклинание. И теперь извечный женский вопрос «что надеть?» стал передо мной как никогда остро. Не являться же мне на завтрашнее утреннее построение в... В этот момент штаны Вира начали с меня съезжать. Так что пришлось подтянуть их и подпоясать. Иначе они грозили свалиться в самый неподходящий момент. А заодно и подвернуть, чтобы не запнуться. Совершив эти нехитрые действия, я отправилась в гостиную учинять полтергейсту допрос. В результате оного выяснилось три вещи. Если дух сильно умудрен жизненным и посмертным опытом, то легче всего его поймать примитивную ловушку. Если женщину подозревают в неверности, еще не факт, что она изменила своему супругу или государству. Может, просто перепутала? Если призрак — аристократ и абсолютно не смыслит в строительстве, то это еще не значит, что он не сможет в рекордные сроки возвести трехэтажную прочную конструкцию из отборного мата. «Считаешь, Эвенбри могла быть невиновна?» — задала я главный вопрос после того, как дух рассказал мне о своих злоключениях в родовом доме фаервиндов. «Для счета нужны какие-то цифры, факты, а у меня пока что одни только подозрения. Но они очень правдоподобны, а вот обвинения крайне сомнительны», — нехотя проворчал призрак. «Так что могу на данный момент точно сказать лишь одно. Что-то тут нечисто». В этом я с ним была согласна. Началось с того, что Полтергейст прилетел в особняк и успел подслушать разговор двух представительных джентльменов, а точнее Карнора Фаервинда и Эрона Норфиса. Последний выражал соболезнование другу. Вот только не по поводу кончины Эвенбри, а из-за того, что девчонка, примкнув к ордену учеников смерти, опозорила рот. «Представляешь, этот бздыхов сочувствующий еще сетовал, что душа Эви на допрос не явилась. Дескать, зов некроманта зацепил ее на мертвой стороне. Но даже после смерти девчонка оказалась строптивой и сумела разорвать аркан заклинания призыва», — кипятился Полтергейст. «Дескать, теперь опала Карнора из-за ее нежелания повиниться может быть долгой». Призрак, забывшись, попытался взлететь над ковром. Но жижа, которая начала медленно сходить с призрачного тела, не позволила этого сделать. Эфемерный предок злобулькнул и продолжил. «А еще этот сволочной соболезнователь намекнул, не моя ли правнучка виновна в кончине собственной матери, мол, душу супруги Карнора развеяли темным заклинанием. Поэтому-то теперь почившую Рину Файрвинд ни одному некроманту не вызвать с того света». Гад! Как у него язык только повернулся, такое сказать об Эви. Дух разошелся так, что я узнала много нового о неизвестном мне Эроне. А еще пять новых бранных рифм на ок. Приличным аналогом он их было разве что у шлепок. «А что, если он прав?» Дождавшись, когда Полтергейст спустит пар, осторожно уточнила я, вспомнив о сектах родного мира, и внесла предположение. Вдруг Эви не знала, куда вступает. И эти из Ордена банально хотели заполучить ее состояние. Она ведь была, судя по всему, девушкой замкнутой и, скорее всего, не особо разбиралась в людях. К тому же, навряд ли император вынес приговор наследницы древнего рода, основываясь на одних только наветах. Как же? Доказательства, расследования. Вот сразу видно, что ты из другого мира. Может, у вас и принято сначала кучу всего собирать. А у нас достаточно и одной клятвы на крови, чтобы на тебя пало подозрение, — пояснил свою мысль дух. Подозрения, они такие, неустойчивые, вечно на кого-то падают. Все же, не верю я в то, что не было ничего. Не зря же арест Эви с обыском совместили, искали что-то. — Да чего искать? — возразил дух. — Упечь в тюрьму хотели. А там, в застенках, из тебя любое признание, какое надо, под пытками выбили бы. Ты бы сама с радостью все обвинения подтвердила, — заверил призрак так убежденно, что я поняла. Даже не зная о своей предшественнице ничего, я бы столько рассказала и созналась бы тоже во всем. И что не просто ученица смерти, я — круглая отличница, и что заговор замышляла. Значит, правильно я при явке с повинной оказала упорное сопротивление кочергой. Припомнила я детали побега. И в голове всплыл не только образ оружия свободы, но и бумаги, которые мы с духом прихватили из кабинета. Правда, их тайну забрал с собой в могилу, как бишь его? Хацлав, точно. Покойничек-растовщик, чью траурную процессию мы встретили по дороге. Кажется, мы с призраком подумали об одном и том же. — Письма, — выпалил фаервинд. — Как думаешь, сможем мы их вернуть? — задала я вопрос, уже мысленно прикидывая, где раздобыть заступ. Вот уж не думала, что когда-нибудь в жизни, а в смерти тем более, мне придется стать гробокопателем. Думаю, что смогу разыскать того покойничка. Немного неуверенно отозвался дух. — Ты, главное, когда будешь искать, сам не потеряйся снова, — фыркнула я. — Ты меня теперь этим всю смерть попрекать будешь. Недовольно пробухтел дух. — Поживем, увидим, — расплывчато ответила я. — В нашем случае скорее выживем, узнаем, — невесело усмехнулся призрачный напарник. Что ж, с этим тяжело было спорить. Я и не стала. А вот что сделала, так это оглядела гостиную в поисках, куда бы присесть. А лучше прилечь. Кресло у камина даже на вид выглядело жестким, а диванчика, где можно бы было вытянуть ноги, и вовсе не имелось. В спальне, конечно, была кровать. Несколько мгновений во мне боролись воспитание и желание. Но спать хотелось сильнее, чем произвести хорошее впечатление. Как итог, я прилегла на постель Вира с мыслью, что это только на минутку, пока не придет хозяин. Уже смежая веки, я услышала хлюпающие звуки. Похоже, дух решил побыть рыцарем, охранявшим мой покой, и перебрался ко мне. Только почему-то сторожить он решил не у двери, а под кроватью, в лучших традициях пугливого любовника. Снизу я услышала сопение и ворчание, под них и начала дремать. Но не успела окончательно отрубиться, как ощутила скрип матраса. А следом чья-то нога легла на мое бедро и потерлась. Стройная такая нога, тонкая. А затем нежные пальчики шаловливо скользнули по животу к пряжке ремня ниже и... «А где?» — раздался возмущенно растерянный девичий вопль у самого уха. Не знаю, искала ли ночная гостья Вира целиком или конкретную его деталь, но я уточнять у нее не стала. Только деликатно уведомила. Я его подменяю. Хотя на самом деле хотелось вопросить, какого огородного растения, богатого витамином С и матерными ассоциациями, это особо тут делает. Такой вариант гостью не устроил, и она попробовала возмутиться. Но тут из-под кровати раздался голос призрака. «Там, сверху, не расстраивайся так. Я сейчас вылезу из-под кровати и порезвимся. У нас тут оргия намечается. Правда, чуть позже. Еще не все подошли». Полтергейст блефовал так вдохновенно и убежденно, что на миг даже я поверила, что чуть не проспала групповушку. А дезориентированная гостья и подавно приняла речь Фаервинда за чистую правду. Меж тем мой напарник воодушевился еще больше. «Так что обожди немного, а без чести мы скомпрометируем в лучшем виде. Еще и Вир с другими магами скоро подтянутся», — радостно известил почивший Фаервинд. «Только вот гостья о призрачности тела вызвавшегося в любовнике духа ничего известно не было, потому она истерично возопила. «Ну уж нет!» И вылетела пуля из кровати, а затем из спальни. Через секунду громыхнула входная дверь, и снизу раздалось ироничное, и спрашивается, «Чего удрала? Она же за этим самым и приходила. Видимо, ей нужен был главный, а не зам». Ехидна произнесла я и одобрительно добавила, «А с Оргией это ты хорошо придумал». Сам в шоке. Неожиданно признался призрак и, судя по звукам, широко зевнул, а затем добавил, «Давай спать». Это было очень соблазнительное предложение, но прежде чем его принять, я решила, что неплохо бы использовать мощнейшее и старейшее охранное заклинание из универсальной магической классификации. Если короче, то швабру. Ей-то и приперла дверь, а затем со спокойной душой отправилась досыпать. Но я не учла, насколько бракоустремленными могут быть местные адептки. И даже одна аспирантка. Окна, каминная труба, фромуга в ванной, они лезли изо всех щелей, как тараканы. Когда меня в очередной раз разбудил игривый шепот на ушко, предложивший предаться любви, я, не открывая глаз, в свою очередь, предложила поставить гостью на очередь под седьмым номером. Даже сон наткнула пальцем в сторону стола, где лежала бумага с именами кандидаток в любовницы. Это так оскорбило девицу, что та выпалила. «Да я тебя поджарю». «Отлично, начинай», — зевая сообщила я. Понимая, что подремать так и не удастся, проснулась и тоном восставшего из могилы зомби пообещала. «А я тебя потом замочу». «Ха!» — самоуверенно заявила соскочившая с постели девица, и тут же в ее ладони загорелся огненный шар. Я приготовилась поймать заклинание, но в эту ночь все шло настолько не по плану, словно тот кто-то из местных богов скурил подчистую. Дверь распахнулась, рука противницы дрогнула, и пылающая сфера просвистела над моей головой столь высоко, что, как я не пыталась ухватить заклинание и питать ценную энергию, ничего не удалось. Чара с противным шипением врезались в стену за моей спиной. По воздуху поплыл запах гари, воцарилась напряженная тишина, в которой холодно прозвучал голос Вира. «Что тут происходит?» Гостья гулко сглотнула и... Гостья гулко сглотнула и попятилась. А я решила просветить рыжего. «Соблазнение. Опять?» — как-то устало спросил Мак и потер переносицу. «Так, а сколько же было попыток до этого? Я, конечно, не ревнивая ни разу, но так и тянула познакомить этих ночных полуголых дев с экспозицией «Сковородка как вид возмездия». А еще хотелось высказать этому наглому рыжему лису все, все, что думаю о нем, о бессонной ночи из-за любвеобильных девиц, а о том, что у меня на чувство нет времени, а я впустую трачу мгновения на подобные глупости и мысли об одном рыжем маге. И то, что я не могу выкинуть его из головы, бесило, жутко. Но я молчала и даже не смотрела на Вира, а внутри закипала гремучая смесь из горечи, уязвленной гордости, попранного самолюбия, напускного безразличия и раздражения. И в этот самый миг, когда я почувствовала, что от одной единственной язвительно короткой реплики «все же не удержусь», скрипнула половица. Мы с Виром синхронно повернулись на звук и увидели, как в окно выпрыгивает ночная магичка. Резво так, только подол пеньюара мелькнул. О, и еще одна удрала. Донеслось азартное из-под кровати. Еще три, и будет ровно десяток. У меня ни разу за пятьсот лет не было такой бурной на фантазии ночи. Я энтузиазма полтергейста не разделяла. «Сожалею. Кажется, я сорвала тебе свидание. Если точнее, то семь свиданий». Саркастически отозвалась я. И да. При этом нагло врала. Мне было ничуть не жаль. Я ни в чем не раскаивалась. «Злишься?» — серьезно произнес лис. «Я размечтался». Возмущенно фыркнула и порывисто встала с постели. «В моих мечтах ты не злишься», — возразил рыжий, делая шаг навстречу мне. «Ты к ним присоединяешься». Он произнес это с интонацией «Змея-искусителя», а у меня резко подскочил пульс. «Ты всегда такой откровенный». Я оценила умелую провокацию Вира, которая одна стоила трех конфликтов. «Тебя это смущает?» «Нет». Всего лишь наводит скуку. Я показательно зевнула, хотя внутри все кипело. И это клокотавшее негодование на одного рыжего наглеца вылилось в подколку. «А вот тебе, смотрю, скучать не приходится. Такая активная и многокомпонентная личная жизнь», — намекая на ночных гостей, произнесла я. «Даже не знаю, порадоваться за тебя или посочувствовать. Благодарности будет достаточно», — произнес Вир, и прежде чем скрыться за дверью, со смешком, как бы мимоходом, добавил. «Зло, ты все же ревнуешь». Мой ответ «Нет, даже не надейся», — прозвучал свистом летевшей в нахало подушки. Как-то оказалась в моей руке, а потом устремилась туда, где долю секунды назад был Вир, сама не поняла. Метательный снаряд отскочил от косяка и упал на пол. «Кажется, он понял, что ты к нему неравнодушна», — заметил дух, выбравшись из своего укрытия. Ответить что-либо этому призрачному капитану очевидность я не успела. В спальне снова материализовался один рыжий догадливый гад с объемным пергаментным свертком в руке. Это оказалась новенькая форма, где он ее достал посреди ночи. Такая осталась для меня загадкой. Но она пришлась ровно в пору, как и сапоги. Они оказались просто невероятно удобными, а я, переодевшаяся, вышла в гостиную, где меня ждали рыжий и полтергейст, и радостно повернулась перед ними. «Спасибо», — произнесла, обращаясь к рыжему магу, сияя от счастья. Тот сидел, откинувшись в кресле, и задумчиво смотрел на меня. Под глазами у лиса залегли тени, но это единственное, что выдавало бессонную ночи, опустошенный резерв. «Что?» — насторожилась я. «И не зря». «Как ты относишься к драконам?» Вопрос был весьма неожиданным. «Как к восставшему мертвием. Они меня не слушают, просьбы не выполняют, смотрят так, словно решают, сожрать меня или все же побрезговать. Но на крики вожака-некроманта, в смысле магистра-онора, реагируют и все же изволят нас на себе катать». Не понимая, к чему клонит рыжий, отозвалась я. Вир отчего-то усмехнулся. «А драконы к тебе?» «А как можно относиться к еде?» «Никак». «А эти ящерицы явно считают себя высшим звеном в нашей с ними пищевой цепочке». Прищурилась, глядя на лиса, и настороженно уточнила. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что необходимое нам количество энергии, которое нужно для вытеснения из тебя моего артефакта, можно получить на турнире драконьих всадников. Крылатые сами по себе, средоточие магии. А когда они соберутся в одном месте, да еще и маги-наездники не будут беречь резерв в поединках, мне нужно будет сражаться. Понимая, к чему клонит Вир, уточнила я. «Нет, просто быть рядом и держаться в седле. А я займусь тем, чтобы ты из него не выпала». Отягчающими обстоятельствами этого решения лиса были благие намерения, активная помощь и желание сделать мне как лучше. «Кошмар», одним словом. И весь его ужас я поняла на первой же тренировке, которая состоялась сразу после обеда, как только закончились мои занятия. Договорились мы с Виром встретиться на летном поле. Я наивно полагала, что, как и на занятии с магистром Онором, запрыгну в седло, взмою в небо и, собственно, все. Наивное. Начать с того, что ящер, которого мне привел рыжий, был раза в три массивнее, чем та красотка, на которой мы летали с мраком, и что-то подсказывало мне раз в сто норовистие. Мощная чешуйчатая громадина, тело которой отливало обсидианом, с подозрением косилось на меня. «Такую одной лестью не подкупишь». «Это ураган. Он будет твоим напарником на турнире», — поприветствовал меня Вир. Крылатый же, в свою очередь, недовольно пыхнул огнем. При этом весь его взор, обращенный к рыжему, возмущенно вопрошал. «Я не понял, как? Не с тобой? А вот с этой? Ты на кого меня променял, хозяин?» «Понимаю, дружище, тебе нравятся поединки, но сам же знаешь, мне уже нельзя участвовать». «Нельзя или совсем нельзя?» Выразительно приподняв бровь, уточнила я. «Категорически. По правилам победитель прошлых лет не может больше подавать заявку. Но это не значит, что я не могу, как наставник, выставить на турнир своего ученика. Так что я уже вписал твое имя в турнирную таблицу. Не благодари». И в лучших традициях человека, сделавшего добро, Вир предусмотрительно чуть отошел в сторону. Видимо, чтобы волной моей признательности не накрыло. «А куда ты еще меня вписал?» «Ну так, на всякий случай, чтобы знать». Прищурившись, угрожающе протянула я. Бесила, когда вот так ставили перед фактом. И хотя вроде бы мы с Рыжим договорились, но спросить-то можно было, хотя бы из вежливости. Но нет. Кто-то явно все привык решать сам. Единолично. «У-узурпатор». «И чем ты недовольна?» Кратчего протянул Вир. Ну, я и высказала, чем именно. Мы вдохновенно цапались минут десять, после чего пришли к моему любимому типу соглашения. «Делаем так, как я сказала». Но все желающие в процессе могут повозмущаться. Но исключительно про себя. Только вот была маленькая проблема. В этот раз тем самым не очень довольным участником компромисса оказалась я сама. И это, как выяснилось, не так уж и замечательно. Я разозлилась. Именно злость стала той волшебной подъемной силой, которая буквально закинула меня в седло. Не ожидавший такой прыти от какой-то малявки дракон, даже возмутиться не успел. А в следующий миг артачиться уже было поздно. Позади меня на хребтине ящера очутился Вир, а на своего хозяина рычать опасно. Ящер напружинил лапы и без разбега, лишь оттолкнувшись от земли, выбросил свое сильное чешуйчатое тело вверх. Хлопнули кожистые крылья, и мы начали набирать высоту. А я услышала рядом с ухом «Самое опасное в воздушном поединке для тебя — это не магия, а то, что тебя могут задеть физически, крылом или хвостом. Поэтому сегодня поучимся уклоняться. Смотри и запоминай». Ивир, сухо и по-деловому, начал объяснять, как управлять ураганом, чтобы он резко снизил высоту, повернулся боком или вовсе вошел в штопор. Но за этой холодностью и отстраненностью объяснений я чувствовала злость Рыжего. Он явно был раздражен. Судя по всему, он не привык, когда его решения оспаривают. Еще так эмоционально, а теперь сама. Мне передали в руки у дела. И я тут же едва не вывихнула плечо. Так резко ураган мотнул своей башкой. Благо лис вовремя перехватил ремени, дернул на себя, осаживая ящера. Но тому хоть бы хны. Мне даже показалось, что крылатый ехидно рыкнул. Мол, еще посмотрим, кто из нас кем управляет. А дальше началась форменная пытка. Нрав у урагана был под стать имени, и мне приходилось прилагать все свои силы, чтобы банально удержать взятый курс. А Вир при этом держал меня, чтобы я, несмотря на ремни, которыми пристегивали ноги в полете, не вывалилась. Точнее, не выдернулась из седла, как преснопамятная репка из грядки. Рука мага обхватила мою талию крепко, надежно. Я чувствовала, как спиной прижимаюсь к широкой мужской груди. И на краткий миг позволила себе представить, что это возможно. Мы вместе. Я и Вир. И тут же суровая реальность напомнила о себе ураганом, который рванул вперед на своей дурной драконьей тяге. Я резко натянула у дела. Но этот паразит, вместо того, чтобы сбавить скорость, пошел вверх, вырвав из моих рук ремни. А я на рефлексах вцепилась в шип на холке крылатого, который помогал управлять маневрами ящера, потянула его, как штурвал. В итоге здоровенная чешуйчатая туша взмыла вверх, описав полукруг. Лишь когда мы очутились в верхней точке, а дракон показал свое брюхо небу, я поняла, что вошла в мертвую петлю. Вир. Резко подхватил поводья, натягивая их, заставляя урагана завершить круг. Когда же мы снова оказались в нормальном положении, я Элис сверху, дракон снизу, я услышала. «Ты как? В порядке?» «Не переживай». Я делала эту петлю. Стараясь, чтобы голос звучал ровно, без заикания, отозвалась я. Уточнять, что делала это тысячу раз на симуляторе, не стала. Как и сколько раз при этом виртуально разбивалась, тоже. «А поводья тогда зачем отпустила?» «Они мне мешали», произнесла почти ровно. Я уже вполне пришла в себя. Сердце, правда, все еще стучало в районе горла, не иначе, как мечтая сбежать из организма, не желая возвращаться в грудную клетку дурной хозяйки, но это мелочи. Дракон, повернувший на меня голову, таращился такими глазами, словно сам был в шоке от того, что у него получилось из простой, в принципе, пакости. «Какие еще фигуры боевого пилотажа ты выполняла тысячу раз?» — вкратчего уточнил Вир с интонацией голодного удава. Это напомнило мне, как я не столь давно также спрашивала его, куда он меня еще вписал. «Классические», — выпалила первая пришедшая на ум. «Классические» — это крен, уклонение, парение, пикирование, штопор, укус противника, плевок огнем, — заметил лис. А эту петлю впервые исполнили меньше года назад. Она даже еще ни в один учебник для драконьих всадников не вошла. Интересные у тебя представления о классике. Судя по заинтересованной драконьей морде, урагану было плевать на учебники. Он жаждал узнать, какие еще фигуры я считаю традиционными. Так, для подстраховки, моральной подготовки и профилактики заикания. А я... Я не знала, что ответить. И поступила в лучших женских традициях защиты. Напала. «Зато у тебя все по этой самой долбанной классике», — эмоционально выпалила я. «И рука на моей талии, и страстный шепот в ухо, и вот это все, и вчерашний поцелуй — это наша большая ошибка». Тогда ошибок было гораздо больше, начиная со встречи в трактире, — заметил лис. Не знаю, сумела ли я отвлечь его, или это он лишь позволил мне так думать. Но я обрадовалась хотя бы тому, что удалось сменить тему разговора. «Но я впервые не жалею ни об одной из них», — прозвучала вкратчиво. «А ты?» «Я — да», — открыто произнесла. Совершенно не то, что думала. Но это была та самая ложь во спасение, в первую очередь, меня самой. Мы с Вером были из разных миров, во всех смыслах этого слова. И сейчас мне нужно было думать не о чувствах, а о том, чтобы найти убийцу Эви и отомстить. Иначе клятва, данная призраку, убьет меня. О последнем меня просветил фаервинд прошлой ночью, в перерывах между встречами нежданных гостей. «У тебя кто-то есть?» — отрывисто и как-то хрипло спросил Вир. Я почувствовала, как его тело за моей спиной ощутимо напряглось. Буквально закаменело. «Это не имеет значения. Главное, что у тебя есть». И я подняла руку, так что рукав рубашки съехал, обнажая выпуклую цветную татуировку, то, во что превратился впитанный родовой артефакт. «Ты ведь его должен подарить своей невесте на обручение». Повисло молчание, растекаемое лишь свистом ветра да ритмичными хлопками перепончатых крыльев. Но я еще с ней не обручился. Ровно, словно человек, который только что принял для себя трудное решение, произнес Вир. «Угу. И именно поэтому у тебя не спальня, а проходной двор какой-то. Каждая вторая адептка хочет быть скомпрометирована. И непременно тобой. Ты до гроба будешь мне этих девиц вспоминать», — вскипел Вир. «И после тоже», — выпалила я, как та, что имела посмертный опыт. «Я настолько тебе не безразличен», — удовлетворенно хмыкнул этот наглый рыжий мак, у которого не иначе, как в запасе, было десять жизней. «Еще одно слово, и я убью тебя», — вкратчиво пообещала я. «Знаю, я умею нравиться», — с интонацией намекавшей на легкое самодовольство отозвался Вир. «А труп скормлю урагану». Мне показалось, или дракон в этот момент ехидно заржал. Правда, все звуки в следующий миг потонули в рёве ядрёного драконьего пламени, которое этот чешуйчатый решил выпустить из глотки, а затем крылатый вновь дёрнул поводьями, так что я едва их удержала, ещё раз показывая мне, кто тут главный по полётам, а кто... так, трубочка, от коктейля. «Уро!» — гаркнул Вир на дракона и пообещал уже мне. «Я позабочусь, чтобы на следующей тренировке он вёл себя прилично». Я не представляла, как Вир это сделает, но понимала одно. Даже если он заставит ураганам не подчиняться, это будет ровно до того момента, пока рыжий смотрит на нас. А как отвернётся? Не нужно. Я должна сама сделать так, чтобы дракон меня, если не уважал, то хотя бы слушал. Уверена? Абсолютно. Тогда у тебя есть три недели. Почему именно три? Турнир начнётся в первый день предснежня. Так быстро! Глава девятая Когда дракон приземлился, я тут же открепила престижные ремни и выпрыгнула из седла. Не знаю, от кого я торопилась убежать. От невзлюбившего меня урагана, от Вира или от себя самой. Ответа на эти вопросы я дать не могла. А вот получить на другие очень хотелось. Например, узнать побольше о родовых артефактах и зачем те нужны для помолвки. И я даже догадывалась, у кого могла спросить. У почившего Фаервинда. Тот сегодня как раз отлёживался в моей комнате. Для маскировки от соседок, правда, пришлось перелить жижу из полтергейста и чернокнижных эманаций в торбу и спрятать ту внизу шифоньера. Так что теперь у меня был свой, если не совсем скелет, то точно секрет в шкафу. И я решительно направилась к своему схрону, чтобы распотрошить его обитателя на нужную мне информацию. Вот только до общежития добраться не успела. Едва отошла от лётного поля, как за углом одной из теплиц, где травники и зельевары выращивали свои ингредиенты, меня поджидала троица адепток. На вид дружелюбных, но зря они старались. Нормальная девушка, соперниц с жизненным опытом, чует. Как и то, что сейчас кто-то заявит права на моего рыжего гада. Моего. Осознание того, что я в мыслях уже считаю лиса своим, ударило огненной плетью. Когда он успел забраться мне так глубоко под кожу. И как мне теперь от этого избавиться? Меж тем одна из девиц явно подпевала, выразительно посмотрела на небо и, тряхнув каштановыми кучерявыми волосами, поинтересовалась, с кем это я летала на таком приметном драконе. При этом она так характерно постучала накрашенными ногтями по деревянному краю бочки с водой, которая служила для полива, что не оставалось сомнений. Ответ она уже знает. Я про себя хмыкнула, догадываясь, что как только я скажу, что с Виром мне посоветуют держаться от рыжего мага подальше. Причем, насколько вежливо посоветуют, большой вопрос. Поэтому я проигнорировала вопрос кучерявой и, обращаясь к той, которая явно была в этой компании главной, спросила. «Мы не встречались раньше?» — прищурилась, разглядывая ее лицо. Ухоженное, нужно сказать, лицо, породистое, аристократическое такое, с темными бровями, обрамленное пепельными волосами и явно дорогими и старинными серьгами. «Навряд ли», — процедила адептка, и я сразу ее узнала. По голосу. Именно она обещала меня совсем недавно прожарить. Может быть, сегодня ночью я иронично приподняла бровь? Нет. И потому как взгляд, выражавший уверенность и ленивое презрение, вдруг стал резким и острым, стало понятно. Златовласка занервничала. Неужели боится, что ее подруги услышат что-то лишнее? Тогда тем более стоит поделиться подробностями. Сразу и отомщу, и просвещу, и разобщу. Если повезет, и от двух противниц избавлюсь. Потому как с тремя мне физически не справиться. Я трезво оценивала свои силы и риски. И от этой оценки по впадине позвоночника скатилась капля холодного пота. Поэтому, ухватившись за возможность, я продолжила напирать. «В мужской спальне?» «Исключено», — отрезала блонди. «Правда?» — дело наусомнилась я. «Абсолютно». «И все же я тебя видела в кровати Вергарда», — хмыкнула, наблюдая за тем, как нервно дергается глаз девицы, а на нее косятся ее же подруги. «А я тебя нет», — рявкнула девица, теряя самообладание. «Ты просто смотрела не туда. Нужно было на меня, а не на тренера». «Селия», — возмутилась после этой реплики, кучерявая, до которой дошло не только что мы с ее блондинистой подругой знакомы, но и где именно произошло сие события. «Ты же сказала, что мы будем на равных, а сама побежала в постель к Нью-Йорк-двору?» — в голосе девицы звучала неприкрытая обида. Хм, судя по всему, эти трое, выражаясь языком экономики, заключили карательный сговор, не иначе как решили, сообща устранить остальных участниц гонки под названием «Уж замуж не втерпешь», а потом разобраться между собой. Но кое-кто нарушил условия договора. Ну, что сказать? «Упс, такое бывает». «Ты тоже могла воспользоваться шансом, но не сделала этого», — ничуть не раскаиваясь, отозвалась блонди. «Так что, как говорится, каждый ловит лордов мужья, как может. Раз ты такая самостоятельная, значит, и с конкуренткой ты сама разберешься. Пойдем, оленья», — кивнула кучеряшка третьей девицы, которая так и не проронила ни слова. И как только они развернулись, я услышала голос, похожий на шипение ядовитой гадюки. «Значит, это тебя я не дожгла сегодняшней ночью?» С этими словами в меня полетело огненное заклинание. Шар пламени я поймала рукой. И тот зашипел, съеживаясь в ладони. Но это не остановило мою противницу. Скорее, разозлило. Она достала из голенища сапога кинжал. Однако кардинально здесь устраняют соперниц. Развить мысль я не успела, потому как белобрысая противница развела особую резвость и кинулась на меня. Пришлось бороться. Насмерть за выживание. Я едва успела разминуться с острым лезвием. А вот от ее удара локтем мне в живот нет. Эта потлатая сволочь угодила мне прямо в солнечное сплетение. Боль прошила от макушки до пяток так, что я не могла сделать вдох. В глазах на миг потемнело, но я, не глядя, ударила ногой в бок. Судя по крику, попала. Знать бы еще куда. Помотала головой, пытаясь прийти в себя. И когда вновь увидела занесенный над собой нож, ушла в сторону, а затем резко перехватила запястье этой бешеной кошки, дернув его на себя. Раздался треск. Жаль, что не нервов противницы, а только ткани ее дублета. И у меня в ладони остался оторванный рукав. Я не успела его бросить, как меня снова попытались проткнуть, но на этот раз я была не совсем безоружна. Я хлестким движением ударила концом оторванного рукава о поверхность воды, что была в бочке, и, отвлекая противницу, крикнула. «Эй, ты поосторожнее с ножичком, так и убить можно! Я этого и хочу!» — донеслось в ответ. А я меж тем мазнула вымоченным краем ткани по песку под ногами. И когда меня снова попытались пырнуть, ударила, метя в глаза белобрысой. И тут же резко присела, чтобы лезвие кинжала, летевшая по широкой дуге, не отчекрыжила мне голову с плеч. Моя соперница запоздала, прикрыла лицо рукой. Но песок уже попал куда нужно, ослепив девицу. И я смогла выбить из ее руки оружие. Она ринулась на меня, я пригнулась, хотела нырнуть под удар, но не успела. Блондинка навалилась грудью на мою спину, желая уронить. Вот только падать в мои планы не входило. Я резко распрямилась, ноги противницы взмыли вверх. А я, пытаясь удержать равновесие, сделала несколько шагов назад, уперлась в деревянный бок бочки, и девица съехала по моей спине лицом вперед, как по горке, прямо в полную воды бадью. Раздался плюх, а я, пытаясь откашляться, отошла от барахтавшейся в воде противницы. Подняла кинжал и тут же почувствовала исходившую от него магию, артефакт или амулет. И пока я задумчиво рассматривала трофей, он стал таять. Я разжала пальцы. Кинжал, как живой, скользнул по ладони и питался в мою кожу в районе запястья. Что? Причем вопила не я, а всплывшая в здоровенной бочке белобрысая. Она таращилась на меня со смесью неверия и непонимания, а я же, глянув на нее через плечо, вспомнив наш диалог в спальне Вира, произнесла. Я же предупреждала, что замочу. В ответ на это соперница зло сверкнуло глазами, один из которых начал заплывать. И я решила ее предостеречь. Учти, в следующий раз это будет не округлая бочка, а прямоугольный гроб. Да подавись им, и зло ударила кулаком по воде. Ты победила. Да я как бы и не претендовала, огорошила я девицу, чувствуя, как рядом с шеей соднит содранная кожа. У нее дернулся глаз, потом второй, затем вся блондинка целиком. Но раз ты предлагаешь, беру. Из вредности добавила я. Вода стекала с мокрых волос адептки, а она как будто этого не замечала, сидела в бочке, закусив губу, словно борясь с собой. И когда я уже была, сделала несколько шагов прочь, мне в спину полетела. Прошу. Я удивленно обернулась. Да. Верни родовой артефакт. Пожалуйста. Кинжал. Чтобы ты еще раз попыталась им меня убить? Нет. Я готова поклясться на крови, что больше ни действием, ни бездействием, ни помыслом не причиню тебе вреда. Судя по тому, как прозвучали слова, это была какая-то ритуальная фраза. Вот только я в местных обычаях была не бум-бум. И собралась уже было ответить, как услышала голос ректора. И где обещанный труп первокурсницы и следы магической дуэли? Несостоявшийся труп в моем лице резко повернулся и увидел ректора. Рядом с ним стояла ушедшая недавно кучеряшка. Она лучилась довольством. Весь ее вид говорил. Может, кто-то и ловит по ночам лордов, как умеет. А я устраняю соперниц, как могу. Вот только при виде целой и здоровой меня. Коварная интриганка сникла. Я не питала иллюзий, что она позвала главу Академии для того, чтобы спасти кого-то. Скорее, наоборот, устранить. Ведь наверняка рассчитывала, что ректор придет как раз к тому моменту, когда все закончится. А я буду мирным трупом дожидаться погоста. А блондинка — минимум исключения из Академии за магический поединок. А тут незадача. Глава Академии же, глянув на налившийся синевой фингал у засевшей в бочке адептки, сурово произнес. «Вы, Рина Фьори, меня очень разочаровали. Лучшая выпускница боевого факультета и проиграла в обычной драке первокурсница», сурового просил он и добавил. «Вас ждет пересдача всех зачетов и экзаменов. Но после недели карцера за нарушение правил Академии, а сейчас вылезайте из бочки». Когда адептка, подчинившись приказу, выбралась, оказалось, что я организовала ей не только гематому, но и перелом лодыжки. Идти она не могла. Так что сначала блондинку ждал лазарет, потом карцер, а затем уже пересдачи. Обычное наказание для драки без применения магии и оружия. А после ректор повернулся уже ко мне, как второй участнице безобразия. «Где учились ближнему физическому бою?» — строго спросил он. «Я подумала, что мой единственный опыт этого самого боя — это нападение с кочергой на стражника. Но думаю, что не стоило его озвучивать. Поэтому я развела руками. Нигде. И в свое оправдание могу сказать. Я только защищалась». Произнесла и услышала облегченный вздох за спиной. Моя бывшая противница, видимо, рассчитывала, что я сдам ее с потрохами. Но я не сделала этого. Не из-за благородства, а из практичности. Всегда выгодно, когда есть те, кто тебе обязан. Причем сильно. И отдаст свой долг в нужный тебе момент. Если не добровольно, так шантажом. Боюсь представить, что будет, Фиса Громвинд, когда вы пойдете в атаку. «Я тоже», — честно призналась я. На удивление удалось отделаться тремя днями отработки в библиотеке. Вот уж никогда не думала, что буду радоваться наказанию. «А теперь, адептка Громвинд, соблаговолите идти». Напутствовал меня ректор с интонацией в духе. «Хотите себе благо? Валите отсюда. И поскорее». Я намек поняла и поспешила испариться. При поднятом настроении я отправилась к общежитию. На этот раз, видимо, исключительно для разнообразия. Со мной больше ничего не приключилось. А едва я оказалась в комнате и убедилась, что одна поспешила достать из шкафа сумку с полтергейстом, не став разменивать время на поход в душевую. «Ты как?» — поинтересовалась у напарника, растекшегося в недрах торбы. «Я сейчас в том состоянии, когда за духовником посылать уже пару сотен лет как поздно, а за некромантом рано». Отозвался призрак и продемонстрировал свою почти прозрачную руку, которая вынырнула из жижи. Что ж, каламбурит — это уже хорошо. Надеюсь, у покойного Фаервинда хватит сил не только избавиться от чернокнижной грязюки, но и ответить на пару вопросов. «Что ты знаешь о родовых артефактах?» «Что случилось?» — в свою очередь озабоченно спросил призрак. Я без слов показала ему правую руку, и на всю комнату раздалось эмоционально громогласное. «Что? Опять?» А дальше была строка сплошного мата. Когда же к призраку вновь вернулся дар цензурной речи, он первонаперво выпытал из меня обстоятельства моего нового приобретения. А уж потом все же соизволил мне поведать, что родовой артефакт — это предмет, в котором заключена частица силы предков. Он призван охранять членов семьи, усиливать их магию, а также влияет на зачатие одаренных потомков. Хранится сия вещица обычно в семейном алтаре. Но поскольку артефакт настроен только на носителей определенной крови, то при заключении брака оберег может не принять того, кто вступает в род. Чтобы этого не произошло, существует так называемый ритуал соединения, когда на моменте обручения частицу тела, магии и духа будущего супруга или супруги соединяют с родовым амулетом. Так вот, почему Вир вез этот ключик своей невесте, пришла я к не самому приятному для себя выводу, который царапнул по груди. Когтистой кошачьей лапой. Впрочем, вслух произнесла другое. «Постой, ты сказал, что родовой артефакт — это предмет, который содержит силу предков. Но Вир же не наследный лорд. Откуда у него тогда этот амулет? А ты думаешь, как я род фаервендов основал?» Хмыкнул призрак. Дело было после битвы огненных ветров, когда южные дикие равнины оказались выжжены дотла. И прямо на поле брани среди истерзанных магическими заклинаниями мертвых тел правитель Оринром за смелость и отвагу пожаловал мне, простому капитану, титул лорда. А вместе с ним, обогренное и венценосной, и моей кровью, кольцо. Оно-то и стало нашим родовым артефактом. Я сидела на полу, стараясь осмыслить услышанное. Дух тоже задумался на миг о чем-то своем, а затем неожиданно добавил. Хорошо, что у владыки тогда нашелся перстень. Смалфитом, которые начали свой род, вытащив из топи отца Оринрома-завоевателя. Повезло меньше. Дело было посреди трясины. Спасенному императору пришлось, нарекая первого из смалфитов, лордом, обогреть смешанной кровью сапог. Левый, правый, был потерян владыкой в топе. Слушай, а ты артефакты всех родов знаешь наперечет? Подозрительно уточнила я. Больно уж уверенно дух о них говорил. Древних, конечно. Гордо отозвался тот. Вот этот кинжал, что сейчас на твоем запястье, принадлежит семье Даркблейдов и появляется в руке потомка, когда тому нужна помощь. Жаль, что с ключом рыжего такая промашка вышла. Я же чувствовал силу амулета, но и подумать не мог, что он напитан кровью самого владыки. А почему вообще для родового артефакта нужна императорская кровь? Перебила я призрака, подумав, что в этом мире наверняка не родиться, а именно стать лордом очень тяжело. Кровушка у монарха-то не казенная. Попробуй наберись ее на всех, желающих в аристократы. Потому что в ртуте, что течет по жилам владыки, заключены начало и конец мироздания. Пафосно ответил призрак. Слушай, твои объяснения порой как товары с Алиэкспресс. В каком смысле? Не понял призрак, на миг растеряв весь свой опломб. До меня порой не доходят. Пояснила я и выжидательно приподняла бровь, мол, поясняй, о мудрейший. Призрак неожиданно стушевался. Впрочем, ненадолго. А потом я была удостоена экскурса в историю нынешней императорской династии. Оказалось, что один из прежних владык в незапамятные времена был рожден с даром не чародея, но поглотителя. Причем сила у него была такой, что однажды он смог впитать в себя живое средоточие магии дракона целиком. В тот день в теле смертного смешались две противоположные силы. И теперь кровь потомков того владыки обладала невероятным свойством. Она могла влиять на магические токи, закручивая их так, что предмет становился артефактом-аккумулятором сил. Правда, для этого владыке необходимо было не просто обогреть рассеченный дланью любой предмет, но и прочесть соответствующее заклинание, сделав привязку на кровь новопровозглашенного лорда. Дух хотел поведать что-то еще, но в этот момент заскрипела входная дверь, и нашу беседу пришлось свернуть. Я скомкала торбу и запихнула ее поглубже в шифоньер. Вернулась Нири. Громко так вернулась, хлопнув створкой о косяк. Я поинтересовалась умелкой, что случилось, но та не стала отвечать, буркнув что-то о том, что это не Академия, а сборище напыщенных идиотов. «Бесит», — выдохнула кнопка и упала на кровать. «А ты беси в ответ», — посоветовала я. «Чувства должны быть взаимны. Говоришь прям как настоящая злодейка», — оценила Нири. «Вот за «как» стало обидно», — отшутилась я. «Знаешь, мне лучше быть с честным злом, чем с лицемерной добродетелью», — вдруг выпалила мелкая. А потом, словно стушевавшись, резко повернулась к окну, заинтересованно глянув на полуоблетевшие деревья и вообще, поспешила сделать вид, что это не она сказала. А я решила подыграть ей, изобразила, что ничего не услышала, и, взяв полотенце, поспешила в душ. Только стоя под строями воды, поняла, насколько устала. Сил хватило, чтобы сделать домашнее задание и сходить на ужин. А ведь завтра нужно еще и в библиотеке отрабатывать будет. С мыслями об этой самой чертовой библиотеке я и уснула. Что удивительно, даже в своей постели, и что еще невероятнее, пробыла в ней в объятиях Морфея до утра. Новый же учебный день ознаменовался для меня вопросом, «Как быть незыблемой, непоколебимой и несокрушимой, если постоянно что-то зыблет, колеблет и сокрушает». Конкретно на занятии по счетам наши новые с Мором противники. Преподаватель по оборонительным плетениям, сверлившая нас с напарником весь прошлый практикум взором своего единственного глаза, осталась недовольно увиденным, а именно тем, как мы с Солнышком легко разбили наших соперников в тренировочных поединках. Поэтому сегодня она нашла нам противников под стать. Сцепку из двух выпускников. И все бы ничего, но один из них был мне знаком. Вайердин, тот самый блондин, что урезонил в столовой своего кузена, решившего самоутвердиться за счет издевательства над Нире. В своей паре Аристо был нападающим. И, встав напротив нас с приятелем, оценивающе глянул на меня. Судя по выражению его лица, Вайердин меня тоже узнал. И удивился. А я даже обрадовалась. Не удалось вызвать на дуэль младшего, так на законных основаниях потреплю старшего. И на миг, обернувшись к мраку, бросила напутствие. «Солнышко, жги». Не сказать, чтобы напарник обрадовался такому обращению к своей драгоценной персоне, но комментарий решил оставить на потом. И засветил в сцепку из выпускников первым заклинанием. Я тут же приняла на себя атакующий удар Вайердина. Удар. Мрак уклонился, выругался, едва не потеряв равновесие, но тут же вынырнул у меня из-под левой руки и швырнул Варисто пульсарами. Сразу с обеих ладоней. Да, сил напарнику было не занимать, а вот опыта не доставало. Солнышко сам едва не подставился. В последний момент успела его укрыть с собой и вобрать силу огненной плети. И тут я услышала. «Скажу три, отойди». Я согласно кивнула, приготовившись услышать «один» и «два». Но тут же раздалось. «Три! Твоюж!» выругалась я, так и не дождавшаяся счетной прелюдии, и отскочила влево. И тут же рядом со мной пронесся шквал пламени. Я обернулась, чтобы увидеть, как из ладони приятеля развернулась воронка огня. Она неслась параллельно земле и ширилась по мере приближения к Аристо. Мощное, все набиравшее обороты. Это боевое заклинание ужасало и восхищало. Одновременно. Кажется, солнышко решил сделать ставку на него и выложиться за раз, сметя противников неумением, так числом. Отчасти его расчет оправдался. Щит Вайрдина смяло. Мага, отвечавшего за оборону, протащила по полу, впечатав в противоположную стену. По штукатурке зазмеилась трещина, а сам выпускник обмяк куклой. Зато атакующий остался целеханик, и в его ладони формировалось новое боевое плетение. Бри раздалось рядом со мной, настороженная. Я, кажется, не в ресурсе. И в этот момент Аристо метнул в мрако ледяной смерч. Я еле успела прикрыть этого ахового стратега и прошипела через плечо. «Если ты не в ресурсе, не в потоке и не в моменте, значит, скоро будешь в могиле или в лазарете, если повезет», — сказала, а затем зло добавила. «Раз растратил все, думай теперь, как нам выкручиваться?» «Может, в рукопашную?» — заикнулся горе-напарничек. «Угу. Ты бы еще дракону морду набить, предложил», — фыркнула я. Но других вариантов все равно не было. А Вайердин продолжал поливать нас градом заклинаний. Что ж, будем считать, что вчера у теплиц состоялась не драка, а так, репетиция. А вот сегодня уже показательные выступления, чтоб их. А я-то наивная полагала, что Академия — это про карпение над книгами, а оказалось, про поединки. «Держись за мной», — гаркнула я, и понеслась навстречу очередному атакующему аркану. «Бри, только не бей в пах», — предостерег мрак, угадав ход моих мыслей. «Почему?» — фыркнула возмущенно. «Такая замечательная цель для удара по противнику». «Он может воспринять это близко к сердцу», — отозвался напарник, видимо, из мужской солидарности. Но когда он добавил «и еще это запрещенный прием», поняла. «Не из мужской». Я кивнула, мол, поняла, но, похоже, это были не все правила. Да и в целом, надо полагать, мы с солнышком вели бой, все же как-то не совсем стандартно. Потому что, как только начали наше таранное движение к мишен аристократу, сквозь треск заклятий я услышала преподавательское удивление с легким матерн... матовым покрытием. Но нам было не до этого. Мы с мраком вошли в азарт. А зря. Стоило бы из него тактично выйти. Еще и дверку тихонько прикрыть, целее были бы. Аристу понял, что магия на столь близком расстоянии бесполезна, и приготовился к рукопашной. Я видела сжатый кулак, который летел уже по широкой дуге замаха на меня. Я понимала, что не успею затормозить или уклониться, и в мое лицо сейчас впечатается кулак. И тут толчок сбоку заставил меня потерять равновесие и упасть на пол. А хук противника просвистел между моим начавшим подать телом и плечом солнышка. А в следующую секунду я ощутимо ударилась о дощатый пол, еще и проехав по нему, как раз рядом с ногой выпускника. Боль обожгла руку, а злость — разум. Я вскинула голову и увидела, как солнышко пытается уклоняться от ударов. Выходило у него, мягко говоря, не очень. Разбитая губа, наливавшийся под глазом синяк, стесанный в кровь костяшки. Но напарник держался. И я просто обязана была ему помочь. Хотя бы как-то. И я сделала то, что могла. От души пнула по ноге Аристо, Метя в лодыжку, а затем броском кобры взметнулась вверх и вцепилась в то, что попалось под руку. Этим чем-то оказалось мужское бедро. Само оно было накаченным, крепким. А вот ткань на портах, его прикрывавшая, не очень. Так, слабенькая какая-то. Я ее продрала не хуже разъяренной кошки. Расы в лоскуты. Еще и на аристократическом филее четыре полосы ногтями оставила. Видимо, при создании в сукну вложили слишком много магии, чтобы и сидела вещь хорошо, и не рвалась, и не мялась. В общем, защитили от всего, кроме антимага. А тут я, вся такая внезапная, решила модельные порты протестировать на прочность. В общем, полоснула я от души. Так что блондин покачнулся, потеряв на миг концентрацию, и солнышко засветил свой коронный полупохоронный, заехав прямиком в аристократический нос. И тут над залом прогремела «Довольно ничья. Обеим сцепком за занятие ставлю приемлемо». Несмотря на остервенелое сражение с выпускниками, в вопросе оценок мы проявили удивительное единодушие. Почему это? За что? Магесса как будто только этого и ждала. Она хищно улыбнулась, а затем ткнула носом в самонадеянность выпускников, посчитавших первокурсников полевыми противниками. Ну и нас с Мором заодно пропесочила за то, что не умеем рассчитывать силы. Магесса как будто только этого и ждала. Досталось и очнувшемуся напарнику щиту Вайрдена одним словом, никого преподаватель не обделила. В общем, позаботилась обеспечить нас не только физическими травмами, но и моральными, видимо, чтобы поддержать Реноме. С ее занятий абсолютно целыми и здоровыми уходили крайне редко. Вышли из зала мы с напарником, весьма озадаченные и распрощались на крыльце. Солнышко поспешил в лазарет, чтобы успеть до следующего занятия. Я же двинулась через парк к главному корпусу. И когда до того оставалось всего ничего, меня окликнули. «Бригромвинт, остановись!» Я замерла рядом с фонтаном, что стоял аккурат перед центральным входом. Обернулась. Широким шагом меня догонял поцарапанный Аристу. Ходка так догонял. Причем прорехи на портах уже не было видно. Не иначе, как магии заделал. «Что?» Я, прищурившись, посмотрела на недавнего противника. «Знаешь, твоя сила как поглотителя впечатляет». «Спасибо за комплимент». Холодно улыбнулась я, памятая, что лесть — разменная монета обмана. Это была не похвала, а констатация факта», заметил Вайердин и вдруг плавно протянул руку, коснувшись моей головы со словами. «Замри, сейчас уберу». Мужские пальцы ловко нырнули в мою растрепавшуюся шевелюру рядом с виском. Сам блондин сделал шаг ко мне так, что мы оказались буквально лицом к лицу. Скулу опалило горячее дыхание мага, наверняка со стороны мы выглядели влюбленной парой. На краткий миг все внутри меня вдруг сжалось. Такое было со мной в прошлой жизни за пару мгновений до того, как у самолета забарахлил один из двигателей или на пороге своей квартиры перед тем, как я вошла и собственными ушами услышала о планах бывшего на богатенькую дурочку. Это странное чувство опасности рядом, когда внутри все словно сжималось в тиски, а пульс начинал долбить в уши ритмично ЗА-СА-ДА ЗА-СА-ДА Но это был краткий миг, после которого мне продемонстрировали личинку золотистой листовертки. Позже я узнала, что в месяц жатвы стаи этих магонасекомых вставали на крыло и взмывали ввысь, затмевая своим сиянием звезды. Пыльца с их крыльев весьма ценилась алхимиками при реакциях преобразования материи. Сейчас для листоверток был уже не сезон. Они должны были завернуться в упавшие листья, чтобы благополучно перезимовать. А вот это, видимо, замешкалось. И сейчас белым склизким червяком извивалось на ладони аристократа. Почему не кричишь? Деловито осведомился он и пояснил. Обычно девушки вопят. Самые активные падают в обморок. Это, наверное, благородные. Я напрягла память, вспоминая, как в этом мире называют леди. Рины. А я же простолюдинка, этикету не обучена, но если правила хорошего тона обязывают визжать, я могу попробовать, если очень надо. Не стоит. На учебник придворной учтивости я тебе все же пришлю. «Зачем?» «Скажем так, Вроде мирно беседуем. Может, это злость от того, что он едва не расквасил мне нос в поединке? И не толкни меня в сторону, мрак. Ты хотел сказать «впечатала» сапогом в лодыжку. Мила улыбнулась. Нет-нет, я ничуть не намекаю на твое поражение и на располосованные тылы тоже. А ехидный взгляд — это тебе, уважаемый Ирин, показалось. И это тоже. Недовольно дернул углом рта Вайердин. Еще никому из противников не удавалось подобраться ко мне так близко. Он остро посмотрел на меня и вдруг неожиданно спросил. Что делаешь сегодня вечером? Узнаешь, умрешь от зависти. А мне потом твой труп закапывай. С этими словами поспешила уйти. Хотя по оклику поняла. Один белобрысый Аристо считает, что разговор еще не закончен. Но настаивать на его продолжении прямо сейчас Вайердин не стал. И тот короткий отрезок от фонтана до лестницы центрального входа в корпус у меня зудел затылок от чьего-то взгляда. Думала, что белобрысого аристократа. Но когда украдкой оглянулась через плечо, Вайердина уже не было. А взгляд был. Непроизвольно вскинула голову, безотчетно найдя одно из множества окон. И увидела лиса. Он стоял, сложив руки на груди, и смотрел прямо на меня. Вот ведь драконья задница. Причем полная. Он ведь наверняка все не так понял. Раздавшийся удар колокола возвестил о начале занятия. И я, поняв, что опаздываю, помчалась на колоквиум, после которого мне предстояла еще отработка в библиотеке. Благо, вчера мы договорились, что летная тренировка с ураганом состоится на закате с шестым ударом колокола. До этого поле было занято. Магистр Нодин Тросс, сверкая своими алыми глазами, заслушивал доклады адептов. Его светлые длинные косицы напоминали мне снег, а сам преподаватель и вовсе айсберг. А все потому, что он одним своим видом вымораживал так, что мне казалось, еще немного, и у отвечающего, когда тот в очередной раз откроет рот, вылетят заледеневшие слова, да и упадут колким и нестым крошевом на каменный пол. В общем, отвечать я не рвалась. Но я была как демон в пентаграмме. Куда денусь-то? Адептка Громвинд, прошу. И магистр жестом пригласил меня к доске. Я сжала листы доклада и, встав перед одногруппниками, начала бодро вещать о периоде чародейской смуты, правлении Эрлинда Темного и возведении первых бастионов для стабилизации заклинания приграничного барьера. Но не успела дойти до причин, по которым строительство порубежной магической стены постоянно стопорилось, как то мздоимство и трата казны правителя на своих фавориток, как меня прервал голос преподавателя. Достаточно. Я ничего не сказала. Лишь выразительно показала на еще несколько страниц, исписанных убористым почерком. Вот, мол, оцените. Я так старалась. Трос тут же протянул руку к моему докладу и посмотрел на строки. И по мере чтения белесые преподавательские брови поднимались все выше. Я уже думала, что вовсе достигнут линии роста волос на лбу. Когда магистр резко открыл ящик стола, закинул туда листы и отчеканил. «Ставлю вам превосходно. Садитесь». И, потеряв ко мне всякий интерес, трос вызвал следующего адепта. Вот только после того, как коллоквиум закончился, и я собралась уже было вместе с другими одногруппниками покинуть аудиторию, услышала «Адептка Громвенд, вас я попрошу задержаться». После этих слов реальность вокруг меня наполнилась такой оглушительной тишиной, что, будь рядом солнечные часы, я могла бы услышать, как они тикают. Я настороженно кивнула и подошла к преподавательскому столу, замерла, удостоившись внимательного цепкого взгляда троса, а затем он неожиданно выдал. «Знаете ли вы, Бри, что специалистов по Эрлинду Тёмному нет? Есть просто разные уровни некомпетентности». «Простите», — осторожно спросила я, не понимая, куда клонит магистр. «Прощу, если скажете, откуда данные», — жестко отозвался профессор. «Про эпоху смуты в библиотеке Академии крайне скудные сведения. Я предположил бы, что вы призвали призрак для доклада, но души монархов не откликаются на призывы некроманта. Да и не по силам это простому магу смерти. Поэтому у меня единственный вопрос. Откуда у вас столь достоверные сведения? Вы вскрыли охранные печати и выкрали из архива тайной канцелярии сведения? Нет, я никуда не проникала, ничего не крала и не ломала. Тут же отказалась я от звания почетной вандалки и по совместительству шпионки на полставки. На меня посмотрели таким взглядом, как будто я все же только что поломала кое-что. А точнее, мозг профессора, который просто не мог понять, откуда тогда. Пришлось сознаваться, что доклад — большей частью мои предположения. Понимаете, магистр, я всего лишь включила логику и по обрывочным данным постаралась восстановить картину целиком. — Значит, восстановить? — тоном нашлась на мою голову реконструкторша, — заключил магистр. А знаете ли вы, Бри, что основная задача этого доклада была иной? Не просто собрать крупицы сведений об эпохе смуты. Главное — осознать, что не вся информация всегда доступна. Научить, ценить и беречь знания. Но я не рассчитывал, что у меня будут такие логичные ученики. Он произнес это так, что у меня появились подозрения. Для следующих первокурсников трос придумает что-то еще более заковыристое. — Мне можно идти? — осторожно уточнила я. — Да. И когда я уже была на пороге, в спину мне точно пульсар прилетела фраза. На втором курсе будет возможность получить дополнительную специализацию. Мой вам совет. Подумайте над дипломатией. У вас для этого есть все способности. Я замерла в дверях, а затем медленно повернулась. Боюсь, для этого мне не хватает самой малости. — Происхождение, — ответила я. — А вы не бойтесь. Вдруг усмехнулся магистр и глянул на меня так, словно видел перед собой не простушку Бри, а кого-то другого. Впрочем, наверное, мне просто показалось. Хотя этот трос был не так прост. И, судя по обмолвке, бывать в архивах тайной канцелярии ему приходилось. А туда не всякий войдет. А вошедший не каждый выйдет. С такими мыслями я и направилась на отработку, порадовавшись, что хотя бы среди стеллажей и книг руки будут заняты механической работой, а нервы успокоятся. Как бы не так. Все началось с мании преследования. Всю дорогу через задний двор у меня было ощущение, что кто-то за мной идет. Не знаю отчего, но это чувство сверлило меня изнутри. Иррациональное оно зудело где-то на уровне живота, связывая тот тугим узлом. Потому я, придя на отработку, нервничала. Это заметил и библиотекарь. И истолковал это по-своему. Первый раз, да не переживай ты так, почти все адепты рано или поздно хватают штрафные баллы. Обычно, правда, через месяцок другой учебы, но ты, я смотрю, шустрая, значит, и с заданием быстро справишься. Расставь-ка ты вот эти фолианты по полкам. И кивнул на внушительные кипы книг. И хотя работы было немало, впору занервничать, успею ли я эти горы разобрать до вечера. Голос господина Бирни успокаивал. Да, и сам библиотекарь располагал. Невысокий, с лысой, как коленка макушкой, на которой изрядно, да проплешины, потоптались умные мысли. С пышными, снежно-седыми бакенбардами и округлым пивным животиком. От него веяло безмятежностью, уютом и немножко глинтвейном с черникой. Заверив Бирни, что все сделаю в лучшем виде, начала расставлять книги. В секторе литературы на изначальном языке я была одна. Потому решила улучить моменты заглянуть в соседний отдел с подшивками периодики, чтобы не со слов сплетниц узнать, в чем же обвинили Эвенбри. Наверняка ведь есть какая-то официальная версия. Дух в этом мне был не помощником. Сначала попадались все какие-то альманахи и листовки, которые в этом мире заменяли газеты. Но, наконец, я нашла свеженький имперский вестник. И мне повезло. На третьей странице была целая статья, посвященная, правда, не Эвенбри Файрвинд, а запрещенному ордену учеников смерти. Репортер сначала в красках обрисовал то, что маги-чернокнижники, поклонявшиеся Костлявой, готовили переворот, собираясь убить и императора, и весь совет лордов. Но, благодаря доблестным действиям стражей закона и порядка, удалось поймать одного из магов-отступников. Он-то и дал показания, позволившие раскрыть заговор. Правда, этот отступник до суда не дожил, умер в камере. Да так, что его дух развоплотился. Впрочем, последнее и неудивительно. Все же ученик смерти. Неизвестно, какие у них там чернокнижные обряды в части. Но перед тем, как умереть, Ренегат успел указать на организатора заговора Эвенбри Фаервинд. На этих строках я вцепилась в Вестник так, что костяшки пальцев побелели. Как? Неужели Эви действительно, если так, то это значит, что и я действительно преступница? Для всех истинная злодейка. Страх. Он подкрался ко мне на мягких лапах хищника, проскользнул бесшумно, заполз в душу, незаметно и неотвратимо. В голове поселилась звенящая пустота. Я хотела верить, что Эви невиновна и не могла, и от этого теряла опору. Истинное зло ударило во сто крат сильнее публичного поругания. Пальцы дрогнули. Я сглотнула, приготовившись к худшему, и продолжила читать. Но дальше шло лишь описание Эви, что де богатая наследница после смерти матери осталась на попечении отчима. Подруг не имела, свет не выходила, была на надумном обучении. В общем, то, что я и так знала, ничего нового. Я дошла до самого конца, где под колонкой текста значилось имя автора. И все никак не могла отложить вестник. Что-то меня зацепило. Я всмотрелась в строки, уже не пытаясь их прочесть. Просто смотрела, словно между них было зашифровано послание, а я его не могла понять, убивая время попусту. Убивая? Умирая? Так умер или убит? Вопрос, возникший в голове, начал обретать ясность, четкость. Свидетель, так и не доживший до суда. Да, он был учеником смерти. И это могло объяснить развоплощение души. Но очень уж удобно она исчезла. И вовремя. И если верить подслушанному духом разговору в фамильном особняке Фаервиндов, с матерью Эви произошло то же самое. Мне не доставало фактов. Их нужно было раскопать. Из могилы того ростовщика, в гробу которого я, убегая из дома, спрятала бумаги. С такими мыслями я уже приготовилась подняться с места, как услышала скрип половицы за несколько пролетов от стеллажа, за которым я была. Моя паранойя тут же оживилась. Куда она подевалась? Раздался знакомый голос. Вайрдин. Значит, не показалось. Он действительно преследовал меня. Рука сама потянулась к увесистому томику, что стоял на одной из полок. Неужели решил продолжить наш начатый у фонтана разговор? А вот ведь настырный. Хуже — таргетинговой рекламы, честное слово. Я уже хотела было выйти из укрытия и вбить в голову этому Аристо с помощью доброго слова и тяжеленького фолианта, что «нет» значит «нет», а не «девушка знает себе цену, но готова поторговаться». Вот только уверенный голос, разнесшийся по секции, заставил меня поменять планы и даже нырнуть обратно в укрытие. «Потерял кого-то», — голос Лиса звучал предостерегающе, как глухой, еще только зародившийся в глотке, рык хищника, который чувствует себя спокойно и комфортно, своим и в своей среде, и лишь предупреждает чужака «не суйся». «Явно не тебя, Нью-Йордвар», — непочтительно огрызнулся Вайердин. Я насторожилась. «Кто такой этот Аристо, чтобы так дерзить Лису?» «А я вот как раз искал тебя». «Невозмутимо, опасно невозмутимо», — отозвался Виры, припечатал. «Держись подальше от Громвенд». «Это угроза», — с вызовом отозвался Аристо. «Предупреждение, ваше высочество. Маскирующая личина. Треснет. И ваше инкогнито в Академии будет раскрыто». «Что? Этот белобрысый сын императора?» «Почему-то в это я поверила сразу и безоговорочно. Возможно, во всем был виноват будничный тон Лиса, которым он обратился к Вайердину. Хотя, к Вайердину ли, как на самом деле зовут этого белобрысого?» Я забыла, как дышать, и вжалась в стену. Только бы меня не заметили. Но высочество, которого уязвили слова Вира, взбеленилось. «Кто ты такой, бастард, чтобы меня предупреждать?» «Безродный, которого мать принесла в пеленках отцу графу. А тот даже не признал дитя. А в тринадцать папаша и вовсе вышвырнул тебя из дома, решив, что его ублюдок бездарен. Да если бы не милость императора, ты, Ньордвар, все так же был бы безродным воякой в гарнизоне. Я свой титул заслужил потом и кровью», — холодно процедил Вир. «Но он не наследный. И чтобы твои потомки были лордами, тебе нужно жениться на герцогине Тодо. Вот и смотри в ее сторону, обри, оставь мне. Я сам решу, куда мне смотреть». «И на кого?» Хотя я не могла видеть Лиса и Высочество, но отчего-то была уверена, в этот момент он буравил взглядом венциносного наглеца. И тот отвечал ему тем же. От возникшего между двумя магами напряжение, казалось, начал потрескивать воздух. Я ощущала это столь отчетливо, что внутри меня каждый нерв превратился в иглу. И эти тысячи игл разом впились в кожу, когда я попыталась сделать вдох. Теперь я отчетливо поняла цену родовому артефакту Вира и его помолвки. Лис — бастард. Он прошел путь от уличного мальчишки-босяка, которого выставил на улицу отец, так и не признав своим сыном, да герцога. Сколько на этом пути было разбитых юношеских мечтаний! Сколько раз у Вира были стесаны в кровь кулаки, помяты ребра, выбран до самого дна резерв. Сколько раз рыжий был на волосок от смерти, сколько раз он испытал боль, отчаяние, потери. Я не могла себе представить. Знала лишь одно. Наверняка много. Очень много. Вот только титул, данный за личные заслуги простолюдину, каким бы высоким он ни был, не наследовался его потомками. И Виру нужно было сделать последний шаг — жениться на аристократке. И он сможет создать род герцогов-ньюордваров на века. «Командующий смотрит туда, куда прикажет император», — самодовольно процедил высочество. «Но я не вижу перед собой императора». Мороз голоса Лиса пробрал даже меня. «Я от лица отца заявляю, что в даре этой девчонки заинтересована корона». Так надменно и самоуверенно произнес Лже-Вайрдин, а мне так и захотелось прикрутить у него кран высокомерия. А за следующую фразу и вовсе придушить. «И смирись, ньюордвар. Эта малышка будет моей любовницей, потому что я так хочу. А как только она родит мне ублюдка с сильным даром, можешь забирать ее себе. А пока, уйди, здорово!» Договорить высочество не успело. Раздался звук, с которым тело врезается во что-то твердое, например, в стену. И тут же я услышала треск. «Что ты себе!» — в сиплом голосе венциносного отпрыска звучали удивление, возмущение и неверие. «Да я тебя сгнаю на каторге!» Это покушение я не выдержала и выглянула из-за угла своего укрытия, чтобы увидеть, как белобрысый стоит, прислонившись спиной к стене, рядом с ним, на уровне его лица. В каменную кладку впечатался кулак Вира. И от того места, где костяшки лиса оставили вмятину, во все стороны расходился веер трещин. На кого? Я вижу перед собой адепта Вайердина. И только. А то, что я не смог заглянуть под личину, созданную лучшим мастером иллюзии в Империи, так на то Лоргес и придворный маг, чтобы его искусство никому еще не удалось превзойти. Но если адепт Вайердин считает себя оскорбленным, я готов принять его вызов на дуэль. На клинках, без магии, чтобы силы были равны. Судя по сдавленному сипению высочества, оно не желало. «Ты об этом пожалеешь», — прошипел лжевый Эрдин и попытался ударить Вира в челюсть. Рыжий играючи уклонился так, что кулак просвистел рядом с его лицом и тут же перехватил руку Белобрысова. «Не подходи к Бри, я понятно объясняю», — чеканя каждое слово, произнес лис. «Да», — зло выдохнул венценосный. И тут раздались быстро приближавшиеся шаги и звонкий девичий смех. Я поспешила нырнуть обратно в свое укрытие и так и не узнала, чем закончился разговор лиса и лжевая Эрдина. Лишь услышала, как спустя совсем немного времени кто-то из них двоих ушел и вдалеке раздалось. «Вайри, привет! Не ожидали тебя здесь увидеть?» Девичий щебет, раздавшийся из глубины коридора, свидетельствовал о встрече Белобрысова с кем-то из аристократок. Но это было далеко. А рядом, буквально с той стороны стеллажа, стоял Вир. И больше всего на свете мне сейчас хотелось подойти к нему, обнять, прижаться щекой к широкой спине и просто молчать. Но ему не стоит знать, что я тут, что я подслушала разговоры теперь, в курсе, кто скрывается под личиной Вайердина. И до крови закусила губу, борясь с чувствами, что бушевали сейчас в душе. «Почему все так непросто?» От звуков собственного имени я вздрогнула, решив, что рыжий маг как-то понял, я тут. Но потом поняла, нет, рано паниковать, потому как Вир продолжил, и в его голосе звучала обреченность, а еще неизбежность, мучение, принятие, проклятие. А затем, звук удара, и еще, и еще, по полу что-то застучало. Похоже, не я одна злилась на судьбу, которая не терпела простоты. Выпустив пар, Вир ушел. И мне тоже задерживаться не стоило. Вот только когда я проходила то место, где стоял лис, то увидела, что в каменной кладке зияет внушительная выбоина, а под ней груда камней, словно один рыжий маг, использовал стену вместо груши. Глава десятая Библиотеку я покинула в задумчивости, пытаясь понять, чем могла так заинтересовать высочество. Самый очевидный вариант — поставить на место ту, которая посмела надрать венциносный зад. Но тогда Вендетта ожидала бы и мрака, а тут у Аристо для меня персональное предложение. Да и упоминание это про бастарда и мой дар, я крутила эту мысль как деталь от пазла, не представляя, как ее пристроить так, чтобы она ровно встала. Но если исходить из того, что рассказал мне про императорскую династию, покойный Файрвиндт, то единственное пересечение со мной — это дар поглотителя. Предок высочества ведь тоже был из антимагов и умудрился вобрать в себя силу дракона. Что если причина в этом? Но все равно не могу понять, на кой высочеству нужен незаконно рожденный ребенок. А пока я не узнаю истинные причины, не смогу обыграть противника. И я решила завтра устроить засаду на высочество. Хотелось бы сегодня, но в моем плотном графике между шпионажем, расследованием, политического заговора и летным подвигом никак не вмещался еще и охотничий промысел на особь владыческой крови. А пока же по курсу у меня был подхалимаш, на который я отчаянно опаздывала. Последняя осознала как-то внезапно, спохватилась, заторопилась и поспешила на полигон. И когда я спешно попыталась пройти через полуприкрытую калитку, ремешок сумки зацепился за ее скобу. Меня, развившую едва ли не первую космическую, инерцией дернула назад. И я чуть не грохнулась на землю, выругалась и отцепила лямку от подобия дверной ручки, в очередной раз убеждаясь в житейской мудрости. Одежда цепляется за что угодно ровно тогда, когда ты и так уже злая, как ужаленный под хвост, черт. Одним словом, на летное поле я прибежала в далеком от прекрасного расположения духа. А там объект моих заискиваний уже меня заждался. В нетерпении он встряхивал головой. В лучах закатного солнца сверкала его обсидиановая чешуя. Вир стоял рядом с драконом и тоже сверкал, только глазами. А вместо черной шкуры у лиса имелось мрачнейшее настроение. Так что маг с драконом отлично гармонировали. «Ты сегодня вопиюще поздно», — холодно заметил лис, и его голосу, как назло вторили удары колокола, раздававшиеся в отдалении, — ровно семь. Вот засада. Мы же договорились встретиться в шесть. Так получилось, — произнесла я, хотя хотелось ответить, что лучше вопиюще поздно, чем вопиюще никогда. Бурливший в крови после короткого забега адреналин искал выход. Боль в ушибленном, а калитку локтя подстегивала раздражение, но я старалась быть милой, честно. Только это получалось не очень. Настолько, что совсем никак. «Ты позволила бы себе не прийти вовремя, например, на похороны. Если бы они были моими, то я обязательно была бы на месте в назначенное время», — воскликнула запальчиво. А потом прикинула, что тело Эви хоть и умерло, лишившись прежней души, но все еще живо, — и добавила. «Но это еще не точно». И тут в наш разговор вмешался третий — ураган. Он возмущенно пыхнул пламенем, которое пролетело над моей макушкой. Весь вид дракона был одним сплошным осуждением. Он будто без слов упрекал. «Милая, у тебя есть лишнее здоровье, чтобы так дерзить моему хозяину?» Девочка в моем лице на такой немой упрек смутилась. А вот женщина скептически хмыкнула в духе «Так мы сегодня летаем или мне забыть тебя навсегда, ящерица?» «Так кто тебя так задержал?» — скрестив руки на груди, уточнил лис. «Хм, кажется, теперь я поняла, что кое-кто рыжий злился не только из-за потерянного времени. Видимо, Вира опасался, что высочество, как дал свое слово касательно меня, так его и заберет. «Обстоятельства», — ответила я, и, чтобы успокоить лиса, добавила. «И нет, у них не было конкретного имени, но ревность тебе к лицу — вир». Я не смогла удержаться, чтобы не вернуть одному самоуверенному магу его же фразу. «С чего ты решила, что это ревность?» Иронично приподняв бровь, уточнил рыжий. «Я чувствую ее запах», — улыбнулась удовлетворенно, про себя добавив. «А еще я видела разбитую тобой в крошево каменную стену, но черта с два я произнесу это вслух». «А я, кажется, ощущаю ее последствия», — ответил лис, «потому что веду себя порой как... как полный болван». «И вот странность. Вир сказал это про себя, а на деле это было про нас обоих. «Потому что и я рядом с ним была дурочкой, той самой, у которой абсолютный иммунитет к доводам логики, счастливой лишь от того, что могу видеть лиса, вдохнуть его аромат, которым чудились ноты тимьяна и жгучего перца, а еще мне, как всякой влюбленной, хотелось касаться. Я не успела додумать мысль, как рука Вира легла мне на щеку, нежно, осторожно, лаская и оберегая, а я чуть повернула голову, мои губы скользнули по сбитым мужским костяшкам. Почему лис не залечил их магией? Прокушенная губа на миг отозвалась болью, я почувствовала на языке солоноватый вкус. Чья это была кровь? Вира, моя или общая? Разряд. Следующий миг, прошивший мое тело, в раз заставил забыть обо всем. Левое запястье запульсировало, показалось, что в нем проворачивается ключ-артефакт, который я впитала, но это длилось краткий миг, после которого все исчезло, словно и не было. А я и Вир остались. И лично у меня, по ощущениям, разве что волосы дыбом не стояли, и это от простого прикосновения, Гир тоже выглядел ошарашенным. Я испачкал тебя своей кровью, как-то рвано выдохнул он, и дотронулся до моей губы, стирая алый след. Не знаю, кто потянулся за поцелуем первый, лис или я. Да и какая разница, если мы оба этого хотели. Вот только ураган, похоже, был против такого развития событий. Его морда вдруг опустилась к самой земле, так что вертикальный черный зрачок, рассекший янтарную радужку, оказался на уровне наших с Виром лиц. Дракон и глазом подмигнул, дескать, продолжайте, продолжайте, я вам ничуть не мешаю, только понаблюдаю тут, рядышком. — Урррр! — предостерегающе прорычал Вир не хуже матерого дракона. А я вдруг осознала, что творю, и, призвав остатки воли, разума и здравого смысла, хотя было их совсем немного, сглотнула и отстранилась от лиса со словами. Кажется, мы и так задержались с тренировкой. Дракон всем своим видом выразил одобрение моим словам. Сразу видно, кто тут отношения выясняет, а кто в небо рвется, крылья размять. Видя нетерпение крылатого, Вир усмехнулся и, положив руку на морду ящера, примирительно сказал. — Ладно, ладно, но учти, приятель, ты сегодня самоосторожность и деликатность, потому что нести на себе будешь не меня. — Уррр! — подражая сове, курлыкнул дракон. — Дескать, как же так-то? — Твоей всадницей будет бри. Глаз неверяще моргнул, выражая всю гамму чувств, которые можно было описать одной фразой. Что за... Но, несмотря на то, что ураган был очень недоволен моей персоной на загривке, в сумеречное небо мы все же взмыли. На этот раз он не пытался выдернуть узду из моих рук вместе с плечевыми суставами, а ограничился всего лишь тем, что пару раз хотел меня скинуть. И все его пируэты в небе, которые не могли убить ни меня целиком, ни хотя бы мою психику, его невероятно огорчали. — А сможешь еще раз мертвую петлю сделать? — крикнула я, когда снизу Вир замахал нам объятый огнем рукой, показывая, что уже пора приземляться. Дракон радостно урурукнул, и тут же вызвездившееся небо и темный смятый бархат земли поменялись местами. А я радостно закричала, а после и вовсе зашлась смехом. Вот только когда мы все же вновь оказались на летном поле, то удостоились короткого, но эмоционального нагоняя. Причем гнева досталось поровну, что мне, что урагану. А затем Вир отправил меня в столовую, чтобы я успела на ужин, который скоро заканчивался. От упоминания еды мой живот тут же скрутило, потому как никакие подвиги с котлетами по калорийности не сравнятся. А от испытываемого голода даже тараканы в моей голове уже слегка озверели. Завтрашнюю тренировку Вир отменил. У него были какие-то важные дела в столице. Я этому лишь обрадовалась и заинтересованно глянула на урагана. Кажется, я поняла, как найти с ящером общий язык. Главное, чтобы лис, когда узнает о моих лингвистических потугах, не прибил нас обоих с ураганом на месте. Я так прытко помчалась в столовую, что на одном из поворотов, вылетев из-за угла, врезалась во что-то большое, тучное, рыхлое и дюжа недовольное. «Прошу прощения», — пролепетала я на ходу, не поднимая голову. «Да если бы и подняла. По тьмах еще, ходи разбери, на кого налетела». «Быздыха в потрох, да чтоб ты ноги себе переломал!» раздалось мне в ответ. Судя по тому, как тепло коснулось ног, тут же впитавшись, простым пожеланием несчастья и тип не ограничился, а добавил талику магии, превратив его в полноценное проклятие. Я же решила, раз человек способен так эмоционально брониться и раскидывается чернословиями, значит, и помощь мою пошлет по известному анатомическому маршруту, потому и предлагать оную не стала. Поспешив навстречу ужину, успела в последний момент, еще немного, и двери столовой оказались бы закрыты. Наскоро поев, отправилась к себе. Лекции сами себя не выучат, а еще нужно законспектировать параграф по алхимии и прочесть раздел по счетам. С такими мыслями я пошла к себе в комнату. Мири уже дремала, Дота мужественно сражалась с конспектом, судя по всему, у них пока была ничья. Я присоединилась к этой эпохальной битве. Вдвоем мы одолели задание. «Все же, как у тебя ладно выходит?» Убирая листы со стола, резюмировала воительница. Как будто всю жизнь эти самые краткие пересказы строчила. А я сижу, думаю над каждой строчкой. Надо ее, не надо. А ты раз и готова. Мне оставалось лишь пожать плечами, дескать. Оно саму как-то. А про себя подумала. «Палишься, Аня, ой, палишься!» Пришлось признать. Спасала меня от разоблачения. Не собственная гениальная актерская игра. А скорее то, что в Академии были маги со всей империи. И все были настолько разными, что даже и на Мирянке в этой пестроте удалось сойти за свою. Но что будет вне этих стен? Сумею ли я не выдать себя среди горожан, а аристократов? Ведь чтобы обелить имя Эвенбри Файрвиндт, мне так или иначе надо будет заявить, что я — это она. А это значит не просто стать похожей на местных аристократок, а быть одной из них по манерам, поведению, реакциям. Чтобы ни у кого и мысли не возникло, что перед ними не настоящая Эви, а самозванка. От этих перспектив и вовсе стало грустно. Мне бы с учебой разобраться. А тут еще местные этикеты учить. Я покосилась на шкаф. У приличных девушек он и обычно бывает нафарширован одеждой и любовниками. А у меня вот полтергейстом с остатками чернокнижного колдовства. Надеюсь, правда, что от духа пользы будет поболее, чем от незадачливых ухажеров. И призрак даст мне пару мастер-классов по пристойному поведению для попаданок, намылившихся в благородные леди или, по-местному, рины. Меж тем, дота от души потянулась и, пытаясь справиться с зевотой, произнесла. «Эта учеба убьет меня своей скукой раньше, чем демоны порубежья при граничной стычке». На последнем слове она все же не удержалась и широко открыла рот. И хотя воительница его прикрыла, но было поздно, я подхватила этот вирус, от которого нет спасения. Когда челюсти сводят сами собой, а в мир врывается твое протяжное «А-а-а-а-а!» «А ведь еще щиты читать!» — протянула воительница и вдруг спросила. — Бри, у тебя не бывает такого чувства, когда завтра уже сегодня, а ты еще вчера? — Бывает, — призналась я. — Вот прямо сейчас. — Тогда может спать, а раздел — дракон с ним. И Дота махнула рукой. — Нет, я все же прочту, — мужественно сражаясь с закрывавшимися глазами, отозвалась я. — Совести у тебя нет, Бри, — проворчала воительница, словно я этой самой совестью и была. Причем не своей, а Дотиной. Подруга открыла учебник с видом разнесчастной сиротинушки, над которой издевается злая мачеха. С учетом того, что падчерица была значительно шире в плечах и почти на две головы выше злодейки в моем лице, я лишь скептически хмыкнула. Воительница, сев напротив меня за столом, подперла подбородок кулаком и начала плевать носом над книгой, доказывая, что быть адептом не только порой дюже сложно, но еще и опасно. Вот так закиморишь над книгой и расквасишь нос, клюкнувшись им в открытый учебник. Впрочем, с Дотой такого не приключилось. Ее рука, локоть которой упирался в столешницу, чуть накренилась, и воительница плавно съехала по ней щекой, как по горке. А затем, причмокнув губами, подруга устроилась на фолианте и сладко заснула. Я прикрыла ее одеялом и продолжила продираться сквозь заданный раздел. И чем дольше я вчитывалась в строки, тем отчетливее понимала, мне это нужно выучить. Потому как иначе, либо меня завтра завалит преподавательной теорией, или я кого-то из некромантов на практике. А все дело в том, что раздел защитных плетений был посвящен созданию барьеров против темного колдовства. Поглотителям гипотетически чернокнижные плетения, если они не высшего порядка, были не страшны. Во всяком случае, физического урона они не наносили, а вот вызвать откат вполне могли. Он и выражался в изменении нервических состояний и утере контроля. Гласили строки учебника. «Могут взбеситься и покалечить кого ненароком», — перевела я с учебного на нормальный. Вспомнив лекцию в лазарете, когда целитель лечил мои сбитые ноги и говорил о том, что сильно раненый поглотитель плохо контролирует свой дар и может осушить резерв чародея, который в обычных условиях антимагу недоступен, я мысленно поправилась покалечить на «убить», если заклинание будет очень сильным. Радовало то, что чернокнижники считались вне закона и ныне в империи официально были полностью истреблены. А неофициально полтергейст вон вляпался в ловушку. Так что я почувствовала, как мои веки тяжелеют, а мысли путаются. Все же было пора ложиться спать. Самое время. На горизонте олела полоска зари. Растормошила доту, чтобы та тоже нормально легла в кровать. Воительница широко зевнула и, не открывая глаз, упала на неразобранную постель. Пусть так. Зато к утру хотя бы все тело не затечет. Сама же я едва легла на подушку, как провалилась в сон. А на завтраке в столовой мы с Дотой своим видом подтвердили аксиому. Студенту, который всю ночь готовился, может быть, сколько угодно лет, но утром он выглядит на все сто. Мири же была бодра, свежа и уже этим бесила. Но что удивительно, сегодня она села за наш стол для простых смертных. А как же! Воительница выразительно мотнула головой в сторону аристократической половины. А там неинтересно. А тут есть много того, чего я еще не пробовала. Улыбнулась мелкая. И в этот момент перед ней появилась каша с куриной, обжаренной, требухой. Судя по вытянувшейся мордахе Нири, мечталось ей немного о другом завтраке. Но сбылись потрошки. Но кнопка мужественно воткнула ложку в горку разваренной крупы, попытавшись изобразить, что еда — ничто, а компания за оной — все. Мы с Дотой на это, понимающей, переглянулись и тоже взялись за ложки. Но не успели оценить, как мрак, упавший на скамейку рядом со мной, вместо приветствия поинтересовался. Слышали новость. И, не дожидаясь ответа, солнышко рассказал о скандале, который случился этой ночью, пока мы с Дотой тихо и мирно бились головой об учебник по алхимии. Оказалось, что в академию по приказу императора вчера поздним вечером прибыл проверяющий из министерства. Тот самый, что был у нас на экзаменах. Поговаривают, на этот раз он должен был следить за работой преподавателей. Вот только не успел он тут появиться, как его уже избили. Отлупили так, что тучному лорду-ревизору пришлось обращаться к целителям. И как только лекари свели синяки с инспекторских телес, он сразу на ректора жалобу в министерство накатал. И сегодня с раннего утра магическое братье Рьяна спорило, кто же мог намять рыхлые инспекторские бока. Предположения выдвигались разные. От «сам споткнулся» и «цапнули за зад призрачные стражи Академии», да «отметели ли адепты этого бздыха за мытарство при поступлении». «А вы на что ставите?» Клинился в наш разговор невесть, откуда появившийся пепел. Причем тон у него при этом был, как у заправского букмекера. Вопрос от Торнера был внезапен, как кусок штукатурки в утреннем кофе. Когда этот блондин успел нарисоваться рядом, да еще и с горой, Громилу вообще сложно не заметить, но у меня от недосыпа вот получилось. Меж тем, эти двое, не спрашивая разрешения, подсели за наш стол, за которым и так лавки были не слишком-то свободные. Я на то, что у этого гада просто ноги маленькие и тощие, а высокомерие наоборот. Небось, лорд-инспектор сам споткнулся, а виноваты оказались камень, попавший под башмак, и ректор, повелевший замостить дорогу, но только не он, фыркнула Дота. А я вот думаю, это месть, пробосил гора, словно в пику воительницы. Затем Громила быстро оглянулся вокруг, словно кого-то выискивая в зале. Взор Мирита на миг замер, и он игриво подмигнул какой-то адептке. Тазар делась. А вот Дота, наблюдавшая это, нахмурилась. Бритоголовый маг же, заметив реакцию воительницы, довольно улыбнулся и, как ни в чем не бывало, продолжил. А что, среди птиц высокого полета много дятлов, вот и этот проверяющий, клевал мозги на вступительных всем, у кого нет сиятельной крови в жилах, долбил своим клювом, ну и достучался до небес. Наверняка прилетело ему свыше возмездие от кого-нибудь из наших. Так что я считаю, что дать в жбан этому Борову было даже благодарностью, а не грехом. При этих словах я закашлялась. Это же получается, вчера я не заметила, как отомстила? Гора, чью речь прервала мое кхеканье, истолковал его по-своему. Бри, ты что, так не считаешь? Пришлось оправдываться. Я, может, считаю, что грех на душу, как суду у ростовщика, лучше не брать ни при каких обстоятельствах. Все разом вопросительно посмотрели на меня, но самым прозорливым оказался пепел. Бри, только не говори, что это была ты. Протянул он. Наш стол замер в ожидании ответа. А я глянула на лица, полные неистребимого энтузиазма, узнать все и во всех подробностях. И поняла, что друзья, они как инквизиторы. Пока они выбьют из тебя признание, об аута да фе можешь даже не мечтать. Пришлось сознаваться. Если это необходимо для твоего морального спокойствия, то скажу. Это была не я, — ответила пеплу. Ты так заботишься о моих нервах, что впору запасать валерьяну и пустырник. С тагами, — отозвался Торнер и уже серьезно спросил. Как это произошло? Я рассказала о сногсшибательной во всех смыслах слова правде, в которой не было ни напавшей банды наемников, ни толпы оскорбленных аристократок, а всего лишь одна я, спешившая в столовую и случайно врезавшаяся в инспектора. Но он даже не упал. Так, зашатался немного и плюнул проклятием. «Самое обидное, что сбила я проверяющего, а пострадал ректор, которому теперь оправдываться перед этим лордистым кляузником», — подытожила я. «А может, мы это спасем ректора?» — предложила Нири. «И как?» — спросила Дота. «Не знаю», — пожала плечами малявка. «Зато я знаю», — я усмехнулась. Как насчет версии, что проверяющий пристал к дочери графа, перепутав ту с обычной адепткой? А она тактично дала проверяющему понять, что он ошибся. «Хуком в челюсть!» — гоготнул Гара. «А не признается, чтобы не быть замешанной в скандале», — поддакнул мрак. «Аристу же все на репутации замороченные. Не успели мы обсудить детали версии, как новорожденная сплетня, благодаря громогласным выкрикам горы, уже пошла гулять по углам столовой и по адептским умам. Выходили мы из столовой с видом заговорщиков. Вот только в отличие от друзей, я не только предвкушала результаты, но и задумывалась о причинах. Уж больно вовремя появился этот проверяющий в академии, еще и по приказу императора. И на этот раз не по душе адептов, а проверить работу преподавателей. Не ради одного ли конкретного рыжего мага все это было. Грязно играете, ваше высочество. Оная я, к слову, искала весь день, намереваясь напасть на этого Нева Эрдена из-за угла с видом невинной жертвы. Но венциносный, как сквозь землю, провалился. А вечером выяснилось, что из академии исчезло большинство аристократов. Причина этого явления оказалась проста. Завтра был официальный выходной. На него адептам позволялось покидать академию. Но для избранных дозволялось начиналось уже сегодня, сразу же после окончания занятий. Я же посчитала хорошим знаком, ведь чем малолюднее вокруг, тем меньше потенциальных свидетелей. Решительно выдохнула и направилась к драконюшне. Отыскать урагана было несложно. Всего лишь найти стоило, рядом с которым остальные ящеры вели себя тихо, как образцовые покойники. Я подошла к обсидиановому монстру с самым невозмутимым видом. Он воззрился на меня, как на наглую блоху, что вздумала запрыгнуть ему прямо на нос. «Пфу!» — фыркнул крылатый, давая понять, что одно движение его лапы, и он мигом устроит мне вырванные годы из ели оставшихся дней. Мы смотрели друг на друга, словно оценивая. Он дивился моему нахальству, пришла и без хозяина, ну, бессмертная. А я оценивала такие его качества, как любопытство и готовность брать взятки. Правда, последние не в особо калорийном размере, а исключительно информационном. Ураган стукнул об пол хвостом, давая понять, что еще немного, и будет конец. Его терпению и мне всей целиком. Пришлось начинать переговоры. «Тебе ведь понравилась та петля, которую ты сделал в воздухе?» Дракон изобразил скуку, широко зевнув, мол, «Продолжай, продолжай, еще немного, и я тебя внимательно скушаю». «А хочешь, я научу тебя таким воздушным фигурам, какие до тебя ни один дракон не выполнял?» Чешуйчатая морда проявила легкую заинтересованность. «Уррр!» — раздалось недоверчивое. В этом звуке мне послышался вопрос. «А не брешешь, двуногая букашка, откуда тебе такое знать?» Я, окончательно об ногу осмелев, шагнула к оскаленной драконьей морде. Доверительно положив руку между ноздрей, из которых в любой момент могли вырваться сгустки пламени, тихо произнесла. «Я прибыла сюда очень издалека, и на моей родине я летала, не на драконах, конечно, но все же. Хочешь, сделаем кубинскую восьмерку?» «Разворот в стойло», «Сплит-эс», или «Оползень колокола», а может, «Вертикальный штопор». Я перечисляла названия, половину из которых проходила только на симуляторе, а ураган кивал в такт. Кажется, он мало что понимал, но для него мои слова были сейчас сродни заклинанию или музыке. Вот уж никогда бы не подумала, что мне придется соблазнять дракона. И ладно бы делать это по классической методике, кокетничая и раздавая авансы томными взглядами. Так нет, исключительно фигурой, но не своей, а высшего пилотажа. Когда же я израсходовала весь арсенал для пикапа по драконье, ураган только жмурился и молчал. Не ящер, а чистый кот. Пришлось добавить в голос делового тона и спросить, ну так как? По рукам? В смысле, по лапам? Меня смирили еще одним взглядом, а затем ящер решительно вышел из стойла, всем своим видом говоря, ну, показывай, чего ты мне наобещала. Мы добрались до летного полигона, и я перед тем, как залезть на холку чешуйчатого монстра, битых полчаса втолковывала уру, как нужно лететь, чтобы получилась полупетля с полубочкой, и мы при этом остались целы. Наконец крылатый кивнул, дескать, все понял, и мы взмыли в небо. На этот раз, удивительно, меня даже не пытались ни уронить, ни убить, ни даже покалечить. Правда, при выходе из петли мы с Уром оба едва не свернули шею, но это так, мелочи. Повторив фигуру еще раз, чтобы закрепить, усталые мы с Уром, наконец, приземлились. Трава под ногами как-то непривычно пружинила, так и норовя накрениться, лапы дракона тоже слегка заплетались. Одно дело вертикальный полет с небольшими отклонениями по курсу, и совсем другое, когда мир словно в центрифуге вращается. Наверное, со стороны мы выглядели как двое выпивох, и не важно, что один из нас человек, а второй здоровенный ящер. Мы и правда были хмельны адреналином. Оттого мне хотелось глупо хихикать и улыбаться до ушей, а Ур довольно скалился и вилял хвостом. «Только Виру не имею!» Я приложила палец губам. Ящер солидно кивнул в ответ. «Что ж, осталось надеяться, что свидетелей у нашего летного безобразия не было. А если таковые и нашлись, то они окажутся молчаливы, и до Лиса новость не дойдет». Перед прощанием дракон как-то по-особенному урурукнул, явно намекая на продолжение банкета, в смысле освоения новых фигур. Мне пришлось подтвердить. Научу, научу, не переживай. В общежитии успела прошмыгнуть ровно за пару минут до закрытия. Думала, мои соседки уже готовились ко сну, а оказалось, к завтрашнему походу в город. Меня тоже позвали прогуляться по улочкам, но я, припомнив, как задорно проходила моя единственная прогулка по столице, под крики «Держи ее!» и азартное обрецание киросир, от предложения Доты и Мири отказалась. Другие планы, хитро улыбнувшись, полюбопытствовала воительница. «Хочу навестить одного знакомого. Я у него рекомендательные письма оставляла. Надо бы забрать!» отозвалась я, не упомянув, что сей господин уже неделю как обживается на новом месте, по гости. Следующей мыслью было, что идти на такую встречу без заступа не с руки. Можно и не достучаться. Все же, сон-то у человека вечный, как никак. Потому с утра, как только Мири отправилась к родителям, а Дота просто со старшим братом гулять по столице, я озадачилась поиском лопаты. Но перед этим заглянула в шкаф и уточнила у полтергейста. «Ты как?» «Пришел в себя?» Глядя на призрака, который наконец-то избавился от черной жижи, спросила я. «Да я уже пару сотен лет, как не в себе», ехидно заметил дух. И я поняла, что с ним все в порядке, а потому тут же озадачила призрака поиском нужной нам могилы. А сама же отправилась в теплице. Там-то наверняка найдется гробокопательный, он же садовый, инвентарь. Припрятав добычу в симпатичных пышных кустах можжевельника, я отправилась за духом. И тут в моем плане случился первый «упс». Выяснилось, что погост находится за городом. Там место для захоронения оказалось самым дешевым. Вот безутешные родственники ростовщика и решили унять горе, терзавшее их души, тем, что хорошенько сэкономили. И теперь из-за их скволыжности страдала я. «Мы не успеем обернуться за день», вынес вердикт в дух. «Это я бесплотный, могу летать где хочу, а ты на своих двоих нет». «Однозначно нет». «Летать, говоришь?» протянула я задумчиво. А спустя четверть часа мы с полтергейстом стояли перед ураганом. Вернее, стояла одна я, а дух лежал в сумке, которую успел облюбовать за то время, что провел в шкафу. «Ну так как, поможешь, а я тебя еще одному элементу научу», торговалась я, перекинув заступ через плечо. Дракон взирал на меня скептически. «Учти, червь твоего сомнения может сейчас испортить сразу дюжину яблок познания», произнесла тоном заправского рекламщика, вещавшего об эксклюзивном, уникальном и только для вас нам предложении. Ящер наклонил голову набок, точно озадаченная овчарка. Но жадность, в смысле жажда знаний, оказалась сильнее нежелание тащить куда-то на закорках наглую девицу. Как итог, спустя полчаса Уру же усиленно махал крыльями в сторону погоста. А я впервые увидела всю столицу с высоты драконьего полета. Создалось впечатление, что те, кто строил Академию юных магов, решили отправить их на выселки, дабы обезопасить обычных жителей от адептской братьи. Но постепенно город рос, ширился и волей-неволей поглотил оплот чародейства, волшебства и дебоширства. Дворец тоже располагался не в самом центре столицы, а чуть севернее на холме. Чуть пониже его находилась то ли площадь, то ли ресталище, которое со всех сторон обступили дома аристократии. Между ними можно было разглядеть широкие мостовые, по которым двигались конные экипажи. А вот там, где обретались обычные горожане, все было иначе. Узкие, темные, извилистые, словно змеи улочки. Я помнила, как удирала по ним от стражей. Тогда было как-то недосуг поражаться тому, как верхние этажи зданий выступают над нижними, а сейчас сверху можно было убедиться. При такой застройке крыши располагались так близко друг к другу, что можно было перепрыгнуть с одной из них на другую. С высоты же виднелись. С высоты же виднелись лишь черепица и тонкие прогалы между ней, а среди этой глиняной рыжины торчали несколько шпилей. Как я поняла из пояснений Полтергейста, это были колокольня, погодная башня, сигнальная для посадки драконов и телепортационная. Вдали виднелась крепостная стена, за которой начиналась скалистая гряда, увенчанная пиками ледников. Сам город расположился в долине узкой, но стремительной горной реки на берегу бухты. В небольшом порту было пришвартовано несколько кораблей. Наш путь лежал как раз мимо них, на противоположный конец столицы, где за городской стеной расположилось нужное нам кладбище. Добрались мы до него быстро. На этом приятные новости закончились. Началась проза смерти. Погост оказался большим и встретил нас с Шильдой, которая гласила «Самовольные захоронения строжайше запрещены. Найдем, выкопаем, воскресим и отправим по месту прижизненного проживания». Дракон, решивший, что его миссия выполнена, улегся у ворот. Всем своим видом, давая понять, что дальше, мы с призраком сани, а он пока тут припаркованным полежит. Я вскинула лопату на плечо и бодро зашагала межмогил. Идти пришлось долго. Дух парил над моим плечом, указывая дорогу. Пару раз мы даже сбились, но, наконец, нашли нужное нам надгробие. Я в нерешительности замерла, чувствуя себя кем-то средним между Бри Громвинд, расхитительница гробниц, и Аней полтора землекопа. «Ты чего?» удивился моей нерешительности дух. «У меня просто это в первый раз», пояснила, берясь за черен лопаты, в смысле эксгумация. «А-а-а», протянул дух и попытался меня приободрить, как мог. «Ну, что могу сказать, это не самый худший первый раз из возможных вариантов, и вообще, смотри на это с той точки зрения, что в этой жизни нужно все попробовать». «Угу», тыкая лопату в рыхлую землю и делая первый капок, отозвалась я, и, откидывая ком глины, проворчала. «В этой жизни нужно попробовать все, а еще кое-что нужно не попробовать, а зарыть вот тут на погосте, и потом улететь на урагане на другой континент». Звучит прямо как цитата из наставления для юных некромантов, фыркнул дух. «А ты его читал?» поддерживая ни к чему не обязывающий треп, спросила я. Под разговор копалось быстрее и веселее. «Нет, просто в посмерти познакомился с одним личом, который при жизни был выдающимся магом смерти, занятный, к слову, мужик был, с кучей любовниц, столько раз бросал их и ни разу ни одну не добросил до конца. Те же обиделись, объединились и его таки укокошили». «Да уж», протянула я и задала очередной ерундовый вопрос, лишь бы не было вокруг этой особой кладбищенской тишины. Когда заступ ударил о крышку гроба, уже вечерело. Я обрадовалась и попыталась разогнуться, но тут спину в лучших традициях предателя стрельнуло так, что я замерла на месте с признаками легкого озверения на лице. «Что с тобой?» «Выглядишь, как вопросительная руна». «Но-но, попрошу, я восклицательный знак», — фыркнула я, лишь ради того, чтобы возразить. «Только похоже с радикулитом». Медленно разогнулась, держась за поясницу, и оглядела дело рук своих, постояла, приходя в себя, а затем при помощи заступа отжала крышку гроба. Оказалось, что мертвец надежно хранил мою тайну, и письма никуда не делись. Я вылезла из могилы и в сумерках попыталась вчитаться в бумаги. Чем же они так ценные? Я так усердно напрягала глаза, изо всех сил вглядываясь в строки, что забыла о реальности. А вот она обо мне нет, и напомнила о себе ударом в грудь. Меня, стоявшую на краю могилы, шибануло потоком воздуха так, что я улетела обратно в яму, из которой только что выбралась, упала удачно. На плотную, словно гобелен, холстину, которой было принято укрывать покойников, с ног до головы, перед тем, как закрыть крышку гроба. Если бы успела поставить крышку на место, знатно бы припечаталась от дерева затылком. Но не успела я порадоваться, что цела и почти невредима, сломанная психика не в счет, как почувствовала, что кто-то поймал меня за руку, ту самую, в которой я мертвой хваткой зажала бумаги. «Ыー», раздалось откуда-то снизу, «бри!» заверещал на ультразвуке дух, «берегись, какая-то сволочь кладбище подняла!» То, что подо мной уже не совсем труп, я поняла и без полтергейста. Во всяком случае, приличные мертвецы не пытаются тебя укусить. Вот только толстая дерюга оказалась ожившему покойнику не по зубам. А я, больше испугавшаяся за с таким трудом добытые бумаги, чем за жизнь, не глядя, шибанула локтем куда-то вниз. И тут же чуть приподняла голову, а затем врезалась затылком в то, что было снизу. Но тут холстина уже сработала против меня. Зато на миг хватка ослабла. Я смогла дернуться так, что свободная рука схватила лежавшую в яме лопату. Перехватив ее за основание черена, я ткнула им себе за плечо. Раздался подозрительный хруст, и протяжная «ы» смолкла. Зато под холстиной что-то кочаном капусты съехало в сторону. Я, наконец, смогла подняться. И первое, что сделала, засунула бумаги в сумку, облюбованную полтергейстом, и перекинула ремень той через грудь. А затем, глянув на дело рук своих и лопаты, произнесла «покойся с миром» снова. И только хотела прикрыть гроб крышкой, как издалека донеслись другие завывания, столь же протяжные и обещавшие множество незабываемых моментов. — Тьфу! — вырвалось у меня непроизвольно. — Да, брань. Но чем ее заменишь? Особенно в ситуации, когда ты только вылезла из могилы и увидела, что вокруг тебя из земли прорастает бурьян полуистлевших рук. А чуть поодаль самые шустрые из зомби уже ковыляют в твою сторону. — Беги! — скомандовал дух. — А я за уром! Я лихорадочно огляделась, понимая, что ситуацию уже не спасти. А вот себя еще можно. Удивительно, но помчались мы с призраком в одну сторону. Он реял над надгробиями. Я перепрыгивала через холмики земли, стараясь, чтобы торчавшие из них костлявые пальцы не схватили меня за сапоги. — Твою ж! — в сердцах врезала заступом по одной наглой лапище, когда та едва не сцапала меня за голень. И, уже обращаясь к духу, выкрикнула. — Это что вообще такое? Издержки некромантии. Похоже, кто-то из магов смерти недалеко от нас проводил ритуал, и у него что-то немножко не получилось. А теперь это «немножко не получилось» пытается меня сожрать! — рявкнула я. Но тут в нашу беседу решил вмешаться зомби. — У-у-у-у! — прогнусавило тело, выходя из-за угла надгробия. — Ага! — отозвалась я, и, перехватив черен лопаты поудобнее, шибанула у мертвия по башке. Та провернулась вокруг своей оси ровно на сто восемьдесят градусов, и я теперь имела возможность любоваться затылком и колтунами. — У-у-у-у! — кровожадно провыл трупомонстр и попер на меня, вытянув руки, словно его ничуть не смущало то, что глаз на затылке у него нет. Когда я глядела на этого, двинутого на всю голову лопатой зомби, мне пришла мысль. Жаль, что совет о том, как заткнуть собеседника, провернув его голову до щелчка, в случае с трупами не работает. — Я, пожалуй, полечу. У тебя и без меня хорошо получается. — протараторил полтергейст, и его как ветром сдуло. А я, подумав, что лучший способ избежать неприятностей — это ноги, взяла их в руки и дала дёру. Мы с зомби резво проскакали меж могил, пока на меня не вылетело из-за кустов ещё одно мертвее. Оно стояло прямо по курсу — ни пройти, ни объехать, ибо с одной стороны высилась стена склепа, с другой на нас пёр, третий недоупокоенный. Я перехватила лопату на манер копья и метнула её в труп. Лезвие вошло в грудину, мертвяк покачнулся, а затем начал заваливаться вперёд. Упасть ему не дал черен лопаты, он своим концом уперся в землю так, что получился треугольник, одна сторона которого лопата, вторая зомби, ну и земля в основании. Вот только из-за этой некрогеометрии у меня случилась недостача инвентаря. Заступ застрял в мертвяке, и как его вытащить я не представляла. Меж тем повёрнутый мной зомби завыл позади, нагоняя. И я решила, что там, где нельзя обойти, можно перепрыгнуть, и, взяв разбег, вбежала по наклонному черену, как по пандусу. Рядом с лодыжкой щёлкнули гнилые зубы. Это придало ускорение, и я, резво оттолкнувшись, прыгнула. А приземлилась, точнёхонько, на надгробный камень, не хуже заправского вампира. Вот и пригодились тренировки в академии. Перепрыгнула с него на второй, точно, с кочки на кочку, балансируя руками. Подо мной вовсю кипела посмертная жизнь, выбираясь из взрытой земли. Вот чёрт! Вдалеке кто-то завыл. Помогите! Я вскинула голову и узрела, как на фоне полной луны кто-то влез на чахлую берёзу, и, обнимая кренившуюся макушку, отстреливался заклинаниями в нежить, что кишело под деревом. Неужели это тот самый неудачливый некромансер? Не успела подумать, как меня саму чуть не сожрали. Еле отбилась и поняла. Тактика забраться повыше — это единственное, что мне поможет продержаться до прилёта дракона. Я лихорадочно огляделась, увидела единственный высокий постамент. То ли местного почившего вельможа, то ли какого святого, не суть важна. Главное, воздевший персты к небу каменный памятник был высоким. Я устремилась к нему и в считанные секунды не только взобралась на постамент, но и влезла на плечи статуи, потому как ниже были уже зомби. И хоть мертвяки не отличались ловкостью и проворством, зато упоротости им было не занимать. Упорство, впрочем, тоже. Я сидела на каменном изваянии, поджимая ноги, до которых ещё немного и дотянулись бы костлявые пальцы, когда услышала в воздухе хлопание кожистых крыльев, а затем ощутила, как когтистая лапа хватает «Нет, не меня!» Сразу памятник, на котором я сидела, и отламывает тот от постамента. То ли ураган промахнулся, то ли побоялся меня раздавить, не знаю. До этого момента я летала на самолётах, параплане, вертолёте, но чтобы верхом на памятнике с реактивной драконьей тягой, такое у меня впервые. Меж тем, ур набирал высоту, держа путь на Академию. Судя по тому, как ящер то и дело перехватывал лапами камень, тащить статую ему было не очень удобно. Но он мужественно терпел. Только маршрут наш становился всё прямее и прямее. Настолько, что даже замаячивший по курсу шпиль колокольни крылатого не смутил. Он просто попытался его обогнуть в последний момент. Но тут статуя выскользнула из лап. Из-за того, что дракон набрал приличную скорость, выпавший памятник полетел не вертикально, а под углом. Каменное изваяние понеслось прямиком на звонницу, причём мной вперёд. Я не успела толком испугаться. Лишь осознала, что меня сейчас печатает в угловую опору так, что и мокрого места не останется. И я оттолкнулась от статуи, хотя особого смысла в этом не было. Так выгадала пару секунд свободного полёта перед встречей с брусчаткой мостовой. Снова полёт. Как тогда с моста. Только в тот раз всё было как-то быстро смазано. А в этот время словно замедлилось, размазалось тончайшим слоем по полотну мироздания. И каждый из четырёх ударов сердца растянулся на бесконечно долгое мгновение, наполненное от чего-то абсолютной тишиной, будто кто-то выключил в раз все звуки. Первый. Сердце резко сокращается, выталкивая кровь в аорту. Я инстинктивно раскидываю руки в стороны, словно пытаясь ухватиться за воздух. И моё тело подхватывает и переворачивает в воздухе так, что я лечу спиной навстречу мостовой и вижу звёздное небо над собой. Второй. И статуя без единого звука врезается в звонницу, на манер тарана снося напрочь одну из опор арки. Веером разлетаются осколки камней, а изваяние сшибает и вторую колонну. Третий. Шпиль ратуши заваливается и обрушивается, но раньше него вниз летит колокол, подвес которого размозжил основание памятника. Я вижу, как язык Набата ударяет о литой бок, но всё это происходит абсолютно бесшумно, хотя должен бы стоять оглушительный грохот. Четвёртый. Мы летим к земле. Я. Колокол. Шпиль. Обломки каменной кладки. Полтергейст, пытающийся их обогнать. Статуя от удара отлетела куда-то в сторону, и в нашем забеге, залёте не участвует. Так что я лидирую, но недолго. Массивный набат за несколько метров до земли нагоняет меня, и в этот миг я слышу звук удара металла о металл. Это язык колокола, ударяя это его литой бок. Время до этого растянутое резко сокращается, выстреливая мной, как камешком из рогатки. Меня бросает в бешеный водоворот реальности, и я ощущаю, как моё тело вместо удара о мостовую подхватывает лапа дракона, сжимая так, что, кажется, треснут рёбра. Бум! Звук, разорвавший тишину, по ощущениям расколол и мою голову надвое. И последнее, что я увидела, как рядом со мной в соседней лапе ур держал колокол. То ли дракон побоялся схватить не то, что нужно, и цапнул всё, что было рядом с лапами, то ли ураган, очень хозяйственный ящер, и решил, что набат для чего-нибудь допригодится, раз уж статую упустил. Последнее, судя по звукам, в следующий миг приземлилось на мостовую, и под истошный крик призрака я благополучно потеряла сознание с мыслью «Дракон-звонарь ядрит его за хвост». Глава одиннадцатая Очнулась я на соломе. Надо мной склонились озабоченная морда дракона, полупрозрачный призрак и вир, взгляд которого не сулил ничего хорошего. «Ты как?» напряжённо спросил рыжий маг. «Лучше б сдохла». Простонала, чувствуя сильнейшую ноющую боль в боку. Похоже, всё же ураган сдавил меня сильнее, чем нужно. «У тебя ещё будет такая возможность, не переживай», успокоил злой, как чёрт, дракон-владелец. Только тут я поняла, в каком виргневе просто тот пока находится под железным контролем мага. «Но исключительно, стоя двумя ногами на земле, а не в небе. Кто тебе вообще разрешил одной садиться на дракона?» «Уррр!» участливо прокурлыкал сбоку ящер. «А с тобой я ещё поговорю», холодно отчеканил лис. И столько было в этой фразе обещаний кар, что я запальчиво возразила. «Не кричи на малыша!» «Урр!» ошалело проурчал дракон, не сразу осознав, кто в нашей троице малыш весом пару тонн, в бронебойной чешуе, с разящими клыками, когтями, а кто его полудохлая защитница. И вообще, он меня спас. Я сама виновата, что упала. Это всё была моя идея. Я ура заставила... «Каким образом?» перебил меня лис. Его вопрос застал меня врасплох. «Действительно, как можно объяснить, что заставила эту гигантскую ящерицу?» Подчиняться. И при этом не выдать себя. Меж тем морда ура выразительно повернулась к хозяину, и дракон пыхнул на лиса облачком огня. Несильным, но недовольным. Словно вступаясь за меня. Маг подозрительно глянул на меня, потом на ящера, чью зубастую морду отодвинул рукой в сторону и выдохнул. «Значит, спелись. Меня не было всего сутки. А вы успели и полетать, и едва не разбиться». Задумчиво протянул вверх, словно задаваясь вопросом, «Как мне удалось за такой короткий срок спереть дракона у его хозяина?» «А сегодня вечером я не успел прийти в стоило, как вижу твое бессознательное тело. Этих двух, склонившихся над тобой, точно небесные скорбцы. Бри, я пока у тебя пульс искал». Лис оборвал сам себя, так и не договорив. Только еще сильнее помрачнел, хотя казалось, куда уж больше-то. А его ладонь сжалась в кулак, резко, отчаянно, с силой. Так что костяшки побелели. «Не делай так больше», — рвано выдохнул он. «Больше никаких полетов без меня над Академией. Я тут же заверила, что ни за что. И вообще, я раскаиваюсь, прониклась, сожалею. Вот только на очередном ругательстве осознала главное. Вир произнес «Над Академией». А это значит, что он еще не в курсе про кладбище, про ратушу и про колокол. Кстати, а где этот бронзовый монстр? Морщась от боли, попыталась приподняться и сесть. Не знаю, получилось бы это без помощи рыжего. Он подхватил меня на руки, так, чтобы я опиралась спиной на его ладонь. Огляделась, трофея Ура нигде не было. Куда дракон мог спрятать такую дуру? Разве что в свежесметанную рыхлую копну сена, что стояла в дальнем углу. В ней как раз что-то подозрительно, напоминавшее латунный бок Набата, проглядывало. Впрочем, я не стала внимательно вглядываться и тем привлекать внимание лиса. Да и отвечать на его вопросы, причем любые, сейчас не хотелось. Я прикинула, что место хорошее, обстановка располагает, да к тому же я и так уже полулежу на мужских руках. В общем, идеальные условия для обморока. Чего бы в него не сходить? Закрыла глаза, приготовилась и ничего. Пришлось усиленно симулировать потерю чувств. Потому что я отчетливо услышала, как Вир выругался, все же пообещав уру «нагоняй». Затем рыжий мак подхватил меня не только под спину, но и под колени и понес. Свесившаяся при этом с моего плеча сумка нет-нет, да и задевала землю. Полтергейста слышно не было. Не иначе, как тоже что-то, как и я, изобразил, например, отсутствие себя. На середине пути Вир вдруг произнес «Бри, я, конечно, очень рад, что ты не настолько плохо себя чувствуешь, чтобы терять сознание, но на будущее учти, в обмороке не нужно так громко дышать». Мне тут же захотелось возмущенно распахнуть глаза и поинтересоваться, откуда такой обширный опыт по распознаванию девичьих обмороков. Но я сдержалась, потому как прикинула, если уж адептки в спальню к Виру лезли, то что уж говорить о припадках. Расшалившееся воображение тут же нарисовало картину, как Вир идет по бальной зале на каком-нибудь приеме, а девицы ему под ноги так и падают, так и падают оптом. Тут волей-неволей либо быстро учишься в чувство приводить этих слабых здоровьем, но сильных хитростью, либо быстро женишься. Потому, приоткрыв один глаз, ответила лису, спасибо за замечание, на будущее учту. И тут же снова изобразила потерю сознания, а спустя несколько минут поинтересовалась. Вот так, правильно? Гораздо лучше, усмехнулся наставник и добавил, мы дошли, как выяснилось секундой спустя, дошли до ручки, дверной, лекарского корпуса. Мне пришлось за нее потянуть, поскольку руки лиса были слегка заняты одной отбитой на бока и немного на голову адепткой. Посмотр целителя показал, что мне повезло, ни переломов, ни трещин в ребрах не было, зато гематом на любой вкус, цвет и размер. И лучше бы было понаблюдать мое состояние этой ночью, мало ли, вдруг станет хуже. Вир вердикт эскулапа выслушал с мрачным выражением лица, словно в том, что я вновь оказалась в целительской, была его вина. Причем его целиком и полностью. Потому меня определили в отдельную крохотную палату, в которой помещалась лишь узенькая кровать, пробник тумбы и тонна эмоций. Все вера. Сам же маг целиком, едва-едва. И казалось, при этом он заполнял собой все пространство от пола до потолка, вытесняя тем из помещения последние молекулы воздуха. Обещай, что не накажешь ура. Перед уходом рыжего попросила я его. Он действительно ни в чем не виноват. Бри. Как-то устало, обреченно выдохнул лис. Знала бы ты, сколько обещаний и обетов. Я успел дать небу за те мгновения, что ты была без сознания. Лишь бы очнулась. И теперь придется все выполнять? Я попыталась, чтобы это прозвучало в шутку. Похоже на то. Усмехнулся, но как-то невесело вверх и с неожиданной теплотой добавил. А теперь спокойной ночи, мое зло. А после, стремительно наклонившись над моей постелью, коротко поцеловал вопиюще, я бы сказала, возмутительно, целомудренно. И тут же попытался отпрянуть. Ну-ну. Чтобы ты знал, зло никогда не дремлет, фыркнула я. И вообще, кто тебя учил так желать девушкам спокойной ночи? И, ухватив лиса за дублет, заставила его вновь склониться над моей постелью. Наши губы коснулись друг друга горячо, жадно, яростно, присваивая и покоряясь одновременно. И как контраст с этой дикостью поцелуя нежность прикосновений, пальцы Вира, что зарылись в мои спутанные волосы, нежели ласкали. Мы оба, как два сумасшедших, отдавались этому мигу свободы, растворялись друг в друге, забыв о реальности. Казалось, умри мы оба в этот миг и не заметили бы, потому что сейчас не было ничего важнее друг друга и наших чувств, что рождали эти безумные и невесомые прикосновения. Они проникали, казалось, не просто под кожу, нет, куда-то гораздо глубже, туда, где жила душа. И тут, в это мгновение, которое было только наше, мое Эвира, ворвался надсадный кашель умиравшего от чахотки больного. И плевать, что он и уже пару сотен лет как труп. Кхекл Полтергейст очень выразительно и громко. Это-то и заставило меня прийти в себя. Где я? Кто? И какого хр овоща я творю? Это были мои первые мысли, когда я вернулась в реальность лечебной палаты. Вир, которого я уже давно не держала за дублет, поднялся. Рвана тяжело выдохнул, словно пытаясь справиться с самим собой. Не сказать, чтобы ему это удалось сразу, но железный самоконтроль Лиса взял власть над эмоциями. А мне, мне оставалось только завидовать. Но чтобы Вир об этом узнал, да ни за что. Потому-то я, попытавшись напустить на себя независимый вид, сказала, вот так нужно желать спокойной ночи мне. Последнее слово выделила особо, чтобы этот рыжий и не думал, что принцип универсальный и нужно его применять на ком-то еще. Например, на своей будущей жене. Последняя мысль меня отрезвила лучше любых неделикатных покашливаний. Я забылась. Совершенно и непростительно. Зато Ивир, кажется, забыл о своих вопросах. Как я упала? Зачем летала на урагане? Все же хороший метод. Поцелуйная амнезия. Только очень уж болезненный, когда знаешь, что лис твой только на здесь и на сейчас и не часом больше. Сначала мне казалось, что я смогу вынести эту мысль, смириться с ней, а на деле оказалось, что нет. Кажется, поэты называют такое состояние разбитым сердцем, вранье. По ощущениям это скорее похоже, что тебе в раз сломали все кости. Я понимала, что Ивир не откажется от своей цели, к которой шел всю жизнь. Остался всего один шаг, договорной брак, и он добьется задуманного, а я, я не должна ему мешать. Ни как простолюдинка Бри, ни как государственная преступница Рина Эвенбри. К тому же последняя и вовсе официально мертва. Спокойной ночи, произнесла я и прикрыла глаза. Смотреть на Рыжего не было сил. Дверь едва слышно затворилась, а я удостоилась вопроса с поистине пуританскими интонациями. И что это такое сейчас было? Допытывался призрак, вылетев из сумки. Моя большая ошибка, очередная. Вздохнула и потянулась к бумагам, которые добыла, сломав пару мертвей, колокольню и одну драконью психику. Развернула одинаково белые, ровные, сложенные точно по линеечке в четверо листы, и вчиталась в строки, написанные моим почерком, точнее, рукой Эви. И судя по тому, что я видела, становилось абсолютно ясно, что девица Файрвинд была ученицей смерти. Неужели она и вправду потрясенно ахнул дух у меня над духом, дойдя, видимо, до того момента, где Эви в красках описывала ритуал, который использовала, чтобы развеять душу матери. Вот только смущало одно. Тут все было слишком уж очевидным. Ровные строки, ровные, через три дня даты, ни единой помарки. Из этой идеальности выбивалась только одна литера, которая была то с игривым хвостиком наверху, то с прямым стремительным розчерком. Я задумчиво потерла меж пальцев лист. На мне остался едва заметный жирный отпечаток. Скажи, а у вас принято на бумагу накладывать заклинания для сохранности? Вдруг задала я вопрос Полтергейсту. Возможно, за последние пару сотен лет и появились такие заклинания. Осторожно начал призрак, не понимая, куда я клоню. Но в мое время, для того, чтобы сберечь записи, использовали шкатулки артефакты. Так проще, чем на каждый листок чары накладывать. Ведь не факт, что, скажем, письмо с первого раза без клякс получится. Зачем такая пустая трата магических сил? Философский заметил дух и поинтересовался. А почему ты спросила? Я вместо ответа показала лист со своим отпечатком большого пальца, а затем, глядя на недоуменное полупрозрачное лицо Полтергейста, пояснила. Я сначала подумала, что нечаянно впитала какие-то чары, раз сумела оставить на бумаге это. Но сейчас думаю, что там ничего и не было. А теперь взгляни на даты. Судя по ним, первоначальным записям года два. А выглядят так, будто только сегодня из-под пера вышли. Ни на одном лишнего залома нет. Бумага, опять же, одинаковая. Словно ее из одной пачки достали только за тем, чтобы написать на себя компроматы отложить в сторону. И что не так? Не понял дух. Да все. Я в сердцах ударила кулаком по тумбе так, что стоявший на ней стакан с водой подпрыгнул, а лист, который я при этом держала в пальцах, смялся. Вот смотри, люди ведут записи. Зачем? Чтобы, когда ты что-то забудешь, к ним вернуться. Или дневник, чтобы выговориться. Но это не дневник, который можно было бы легко спрятать. Это именно заметки на отдельных листах. И в этих бумагах описание темных ритуалов, причем последние, перемежаются с воспоминаниями и планами Эви о перевороте. Но если это заметки, то она хотя бы раз должна была перечитать написанное, загнуть уголок там на память, черкануть на полях. А ведь ты права, ошарашенно протянул дух. Какие-то они гладенькие для набросков гримуара. К тому же меня смущает, что все на отдельных листах, не прошито вместе, чтобы удобнее было находить нужное. Зато при обыске такой бумаге гораздо легче попасться в руки законнику, выпав откуда-нибудь. Ты хочешь сказать, что Эви подставили? Сейчас мы в этом точно убедимся. Я потянулась к сумке, где у меня лежали маленький бутылек с плотно притертой пробкой, на дне которого было совсем немного чернил и перо. Последнее, увы, оказалось сломанным, но и небольшого остатка стержня мне хватило. Я окунула его в темную жидкость и начала выводить слова. Без особого смысла, но все их объединяло одно — литера, у которой в добытых бумагах было разное написание. Ну и, не понял склонившийся надо мной дух, зависнув в воздухе и в мыслительном процессе. А теперь сравни эту закорючку с вот этими. Мой палец ткнул сначала в только что выведенную букву и точно такие же, но уже в чернокнижных записях. Все равно не понимаю, насторожился дух. Я давно заметила, что мне достался почерк Эви, ровный, каллиграфический, и даже если я торопилась на лекциях, одни и те же литеры выходили всегда одинаково аккуратно. Чтобы поставить вот такой прямой розчерк, палец вновь уперся в сомнительную закорючку, мне нужно об этом специально подумать и заставить руку пойти не по привычному движению. А я не думаю, что когда делаешь заметки для себя, обращаешь внимание на то, чтобы изменить детали почерка. Ты хочешь сказать, тот, кто копировал ее почерк, порой то ли уставал, то ли терял концентрацию, потому и проскакивали вот эти розчерки, вынесла я вердикт и, тряхнув листом в воздухе, припечатала. Это подделка, старательная, искусная, но это писала не Эви, хотя очень похоже. Но кто будет вникать в такие тонкости, когда дело и так уже почти раскрыто? Да и завитушка в бумагах лишь косвенное доказательство. Но кому это надо? Полагаю, тому же, кто и убил твою настоящую пра-много раз внучку. Думаю, хотели концы в воду, а вдруг бы на допросе она начала упираться, клятвы крови давать, что невиновна. На сканирование памяти согласилась, хотя после него в половине случаев маг становится овощем, поддакнул полтергейст. А так умерла в постели. Развела я мысль, дознаватели могли предположить, что Эви с проклятием чернокнижным сама намудрила, и ей прилетел смертельный откат. И как теперь? Неуверенно спросил призрак. Нужно искать того, кто меня убил. И это явно кто-то, с кем Эви была знакома. Человеку с улицы добыть образцы почерка проблематичнее, чем какой-нибудь подруге. И проще всего это будет сделать на живца. Только не говори, что ты да, именно так. Мне нужно будет воскреснуть и сделать это так, чтобы меня попытались убить раньше, чем арестовать. Желательно при большом стечении народа, там, где собираются и аристократы, и простолюдины. Ты сумасшедшая. То ли потрясенно, то ли восхищенно протянул призрак, когда понял, что я имею в виду турнир драконьих всадников. Про него не говорил, только ленивый, событие, на которое собирался весь город. Простолюдина, поглазеть, аристократы, помимо этого еще и засвидетельствовать свое почтение императору. И попробуй только этого не сделать. А монарх соревнований не пропускал. Поэтому если где и организовывать провокацию, то только там. Гений звучало бы приятнее, хотя смысл у обоих вариантов одинаковый. Поправила я, аккуратно складывая бумаги в сумку. Ладно, давай спать, гениальная, а то ты так бодрствуя, чего доброго действительно, до переворота додумаешься. Конституционной монархии, зевая, отозвалась я исключительно из вредности. Не матерись, фыркнул дух. Я сочла лучшим ответом сонное посапывание и, поудобнее устроившись на подушке, смежила веки. Утром же лекарь, смотрев мои синяки, заключил, что раз я не померла этой ночью, то и делать мне в палате больше нечего. Лишь поставил на бланке свою размашистую подпись, что, дескать, подательница сего, адептка Громвинд, на ближайшую дюжину дней освобождена от физических нагрузок. Выдал мази, притирание и отпустил с миром. Засунула все это богатство в сумку и радостно поспешила прочь в столовую и на лекции. Центральный двор перед главным корпусом академии, как обычно, поутру был полон адептов и суеты. Не всегда деловой, но однозначно шумный, говорливый, активный. То тут, то там мелькали преподавательские мантии, кажется, где-то даже промелькнула знакомая рыжая макушка. И вдруг посреди этого гвалта разнесся ляск металла, а затем командный голос гаркнул. Именем его императорского величества приказано арестовать. Стражник отрывисто произносил каждое слово, а от него в стороны, как вода от волны, разбившийся о гранит, растекались прочь адепты. Да так спора, что вокруг законников в раз образовалось обширное пустое пространство. Так что между мной и говорившим не осталось никого. Зачитывавший по бумаге приказ киросир вдруг резко вскинул голову и, посмотрев на оцепеневшую меня, продолжил и заточить под стражу для дознания адепт, тут говоривший кхекнул в кулак, прочищая горло. Я напряженно сглотнула. Ледяной ком из страха, злости, неверия прокатился по моему горлу, ухнув куда-то вниз, в район желудка. Чтобы оттуда прорасти морозным инеем во все тело, как меня вычислили, Эви Фаервенджи официально мертва. Все эти мысли пролетели в один миг, а тело, в первую секунду остолбеневшее, напряглось. Я была уже готова рвануть с места, живой не дамся. Как вдруг между мной и законником выросла фигура, высокая, широкоплечая, до боли знакомая. Вир заслонил меня, будто приготовившись защищать, словно знал, кто я на самом деле. Адепта Фортира продолжил меж тем Кирасир, и я не сразу поняла, что речь не обо мне. Сей чародей обвиняется в поднятии кладбища нынешней ночью, помимо этого в святотатстве, как то кражи статуи Йонока Бесстрашного и водворение ее в трапезную женского монастыря через крышу, разрушение колокольни и похищение главного колокола, закончил перечисление законник, и тут откуда-то сбоку донеслось. Прошу прощения, заикаясь спросил, бледный как меладепт, а ратушу, колокол и статую тоже я, или вы просто перечислили все события этой ночи? Про кладбище, да, у мертвия тоже мои, а все остальное не мое. И тут Вир повернул голову и посмотрел на меня через плечо. Взгляд Рыжего выражал удивление на грани опофигения. Похоже, до этого лис не представлял всего размаха нашего с уром веселья в столице. Это все ты развалила, утащила и водворила, без слов вопрос мак. Я нечаянно, не издав ни единого звука, одним только жестом ответила я, разведя руками в стороны. Мы об этом еще поговорим, взглядом пообещал лис и уже обернувшись к стражам отчеканил. Вы не арестуете ни одного из адептов этой академии. И кто ты такой, чтобы не подчиниться приказу самого властелина, запальчиво возразил капитан Керасиров, посмотрев на лиса. Он явно полагал, что перед ним простой магистр, а то и вовсе зарвавшийся аспирант. Вергард Ньордвар, генерал северной армии его императорского величества. И я напоминаю, раз вы запамятовали, что согласно договору императора Эрлинда Темного с отцами-основателями академии. Ее территория не входит в состав империи, а значит, здесь не действуют указы владыки. Стражник открыл рот, чтобы возразить, но потом осознал, кому и, постояв так несколько секунд, закрыл, так и не издав ни звука. А меж тем, ледоколом растекая торосы из студиозусов и преподавателей, к Керасирам спешил глава академии. Он услышал последние слова Лиса и припечатал. «Поэтому ни от имени императора, ни от имени небесных творцов вы не сделаете больше ни шагу вперед». Уильям Эрогвиль явился перед стражниками собственной персоной, как демон без призыва и пентаграммы перед экзорцистами неохидами. И, встав рядом с Виром, жестко спросил у капитана Керасиров, «И на каком основании выдвинуты обвинения». Изрядно струхнувший стражник сверился со своим свитком. На месте преступления были найдены лекции этого адепта, в которых как раз описан ритуал поднятия умертвия, из-за которого и восстал весь погост, а также иные предметы, принадлежащие данному магу, и следы его крови». Ректор посуровил, подозвал к себе несчастного некроманта и начал допрос. «Беседу». «Фортир, ты правда поднял погост вчера?» «Да», выдал адепт, пытаясь спрятать за спину перебинтованную левую руку и тем еще больше обращая на нее внимание. Похоже, именно ее ладонь он рассек при проведении ритуала. «Но я ненарочно хотел потренироваться перед завтрашним зачетом, у меня плохо получался, контроль силы». «Да, я помню, что у тебя впечатляющий резерв. Такой силой порой тяжело управлять», кивнул глава академии, успокаивая студиозуса и побуждая рассказывать дальше. «Так вот, я только-только пентаграмму начертил, все как полагается, по методичке, с соблюдением техники безопасности», приободрившись, продолжил фортир. «И только начал вливать потихоньку силу вплетение, как увидел морду мертвого дракона. Не знаю, почему его закопали на погосте, там же только людей хоронят. Я испугался, что умудрился поднять целого ящера, они же дохлые, жуть какие кровожадные и неконтролируемые. Нам об этом на лекциях говорили, я от страха концентрацию и потерял, ну и сила плеснула лишку, погост случайно и поднялся, я еле ноги унес». Вдохновенно закончил свой рассказ юный некромант. «Твое случайно потом всем ковеном успокаивали», тут же возразил Керасир. «Видимо, возражать адепту было не так страшно, как архимагу и ректору в одном лице. Мальчик же сказал, что он случайно, и за свою оплошность он понесет соответствующее наказание», веско обронил ректор. Глава стражников тут же оживился, полагая, что сейчас ему выдадут обвиняемого, но тут Эрогвиль добавил, «Но в стенах моей академии». И мне стало решительно понятно, дулю с маслом получат Керасира, а не адепта, причем не в первый раз. От этого знания захотелось широко улыбаться. А вот когда я перевела взгляд с юного некроманта на спину лиса, которая по-прежнему закрывала меня от стражников, напряглась. Судя по реакции Вира, он хотел меня защитить от Керасиров, но при этом не догадывался, что мы с Уром натворили, и возникал закономерный вопрос. Тогда почему он решил, что мне потребуется его помощь? Вопрос был с легким флером паранойи. Здравая часть меня утверждала, что могло просто показаться. И вообще, воображение девица на нервах убийственная штука для психики окружающих. Может, Вир просто заступил дорогу стражникам, а я себе напридумывала тут. Когда зачитали обвинения, сопоставил факты, все же развалить колокольню, это не в носовик чихнуть. Тут помимо таланта еще и силушка драконья нужна, и статуя. Ёнока бесстрашного, теперь я хотя бы знала точно, памятник кому мы с Уром сперли. Вот только инстинкт самосохранения вопил. Сейчас выяснять у Рыжего причины, по которым он встал меж мной и законниками, плохая идея, а хорошая это удрать, пока никто обо мне не вспомнил. Я так и поступила. Аккуратно дала задние ходы, тихонько-тихонько испарилась со двора академии, конденсировавшись в комнате общежития. Наскаро умылась, привела себя в порядок и поспешила в столовую и на занятия. И все лекции сидела как на иголках, а затем отправилась на отработку в библиотеку. Стратегия была простой. Выиграть время, пока Вир остынет. А еще лучше, если у него случится амнезия, фрагментарная, набри громвинт, ну а заодно составить себе оправдательную речь. Последняя никак не желала придумываться. Зато, как оказалось, с воображением у других, особенно местных репортеров, все было просто приотлично. Уже к полудню они умудрились составить столько версий случившегося, что только диву можно было даваться. Узнала я об этом случайно. Когда, заглянув в комнату, увидела Нири, увлеченно изучавшую новостной лист, мелкая слегка подзадержалась у родителей, решив пропустить пару лекций и прибыла в академию только сегодня после обеда. Зато с добычей и щедро поделилась со мной выдержками из статьи, посвященной главному событию дня, памятнику разврата, стоявшему ныне в обители святой Иоганны. Как выяснилось из репортерской заметки, енок бесстрашный был не только знаменитым полководцем, но и лавелласом. И когда после его кончины было решено увековечить гения военной мысли в памятнике, один из мужей, министр и, по совместительству, ревнивый обладатель ветвистых рогов, наставленных не без помощи енока, решил отомстить, пусть и посмертно, любовнику своей жены. Посему статую из цельного мрамора воздвигли в рекордные сроки, в лучшем виде, но на самом дальнем и непритязательном погосте. Спустя же четыре сотни лет этот повеса енок, опровергая утверждение про могилу и гроб, умудрился, пусть теперь уже и в каменном виде, но вновь заглянуть к дамам, точнее, к монашкам. И теперь его статуя торчала посреди трапезной, смущая послушниц не хуже живого инкуба. Новость была столь животрепещущей, что посоперничать с ней могло разве что разрушение шпиля ратуши. Про восставший погост не было написано ни слова. В последнем убедилась лично, прочитав новостной листок от первой до последней строчки. И про себя облегченно вздохнула. Хотя бы что-то из случившегося вчера не попало в местную прессу. Но, как оказалось, я рано обрадовалась, потому что едва я отложила листовку, как Нири спросила. «Кстати, а как прошла твоя встреча с родственниками?» «Скука смертная. Было тихо, как на кладбище. Я уже не чаяла, как оттуда поскорее сбежать». Не соврала я. «Сочувствую», отозвалась кнопка. «А я...» Договорить она не успела. Дверь комнаты распахнулась и вошла дота. С внушительным и поломанным так, словно им били кого-то букетом из безвременника и алого вереска. «Ты ограбила могилу?» Тут же полюбопытствовала малявка. «Обычно эти цветы оставляют у надгробий скорбящие родственники». «Нет, не грабила. Мне их подарил один скорбный умом», фыркнула воительница. «И судя по виду цветов, ты ими же и объяснила, как ухажер был неправ», уточнила я. Отчего-то от моего вопроса Дота смутилась и пробормотала, дескать, цветы не виноваты в том, что выбравший их дурак. Затем и вовсе нашла банку и поставила потрепанный букет на окно, в котором занимался закат. А я поймала себя на том, что мы с Виром сегодня днем так и не встретились. В душе поселилось волнение, которое к ночи переросло в тревогу. Я не могла понять, чего боюсь больше, грядущего разговора с Лисом или того, что беседа откладывается на неопределенный срок. В кровати прокрутилась до самого утра. Так нормально и не заснув, а с утра злая и активная решила найти его сама. Посему направилась к расписанию. Если судить по нему, то в первую половину дня занятий у Вира не было. Зато после полудня стояла физическая подготовка у старшекурсников. Я, рассудив, что там-то и выловлю рыжего, отправилась на собственные лекции, которые как раз заканчивались к обеду. Едва прогудел колокол, оповестивший об окончании последней пары, побежала на полигон, надеясь увидеть там Лиса, чтобы договориться с ним и о следующем занятии с Уром и не только об этом. Но когда я уже подходила к тренировочному полю, то поняла, что физическая подготовка будет не просто у каких-то выпускников. Нет, занятие будет у той самой группы, в которой учился, его инкогнитистое высочество. И самая пакость в том, что Белобрысый заметил меня первым и широко улыбаясь, направился на встречу со словами. «Бри, пришла посмотреть, как я тренируюсь, обещаю не разочаровать тебя своей формой». Не успела фраза отзвучать, как со стороны послышались понимающие хмыканье приятелей лжевая ордена, намекавшие, что я далеко не первая дурочка-первокурсница, которая сохнет по блондинистому аресту. Я отозвалась елейным голосом. «Я не сомневаюсь, что твоя форма не только превосходная, но и прочная, и ее штаны не порвутся, как те». Я покрутила пальцем в воздухе, словно подбирая слова. «Ну, ты помнишь занятие по счетам?» Улыбка высочества превратилась в оскал. «Может, для сторонних наблюдателей и незаметный, но я стояла слишком близко, чтобы не отличить одну от другого». «Оставьте нас». Не оборачиваясь, бросил он приятелям, и те даже не подумали возражать. Когда же они ушли, оставив меня и лжевая ордина вдвоем, блондин, оценивающе, посмотрел на меня и задумчиво протянул. «Ты дерзкая, это раздражает, но одновременно и заводит. В постели с тобой точно не будет пресно». «Пресно, с дрожжами, заварное. Господин кондитер, с чего вы вообще решили, что мне интересен кекс с вами?» Приподняв бровь, холодно поинтересовалась я. «А мне и не нужен от тебя интерес, только ребенок, и я предлагаю выгодную сделку, оплата десять тысяч золотых». Веско и самоуверенно произнес этот венценосный гад и добавил, «Не каждая фаворитка владыки удостаивается такого щедрого вознаграждения». Не знаю, что меня взбесило больше. То, что пытаются купить, или то, что абсолютно уверены в моем согласии. Но прежде чем предложить засунуть высочеству его золотые в то место, которое для хранения денег ни анатомии, ни физиологии не предназначено, я решила узнать, а собственно, зачем я ему нужна. Я посмотрела на высочество тем взглядом, каким обычно банк оценивается искателя ипотеки. Долго, испытывающе, прикидывая, какой процент кредитной ставки позволит снять с плательщика последнее и споднее. Венциносный насторожился. Зачем-то одернул рукав рубашки, который, в принципе, и так сидел хорошо. Прищурился. Одним словом, не на такую реакцию на озвученную сумму он от меня рассчитывал. Поэтому, похоже, слегка занервничал. Ты учти, что я не каждые такие деньги предлагаю. А я не каждому за такую цену и отказываю, усмехнулась я. Вытянувшееся лицо лжевая ордена при этом было лучшим из подарков. Я решила сделать то, что с отпрыском императорской крови сотворить могут только либо великие воины на поле брани, либо искусные дипломаты добить. Но вот тебе придется. Почему? Нахмурился белобрысый, уже догадываясь, что он явно чего-то не понимает. Потому что такие деньги, когда они идут без объяснения причин, сулят исполнителю минимум крупные неприятности. А я, знаешь ли, не люблю рисковать понапрасну. Одиннадцать тысяч и никаких вопросов. Отчеканил венциносный, привыкший, что условия диктуют он и никак иначе. Честность дороже денег, усмехнулась я, поэтому предлагаю поторговаться. Мне так и хотелось добавить ваше высочество, вот только боюсь, разоблачения мне не простят. А простой девушке Бри незачем наживать себе врагов. Да и пока что покойной опальной герцогине Эви тоже. И что же ты можешь мне предложить? Криво усмехнулся лжевай гердин. Скидку и заметь, даже не с балкона, а с оговоренной цены. Тоном эффективного менеджера отозвалась я. Но только при условии, что ты скажешь правду. Мда, судя по реакции на мое предложение, высочество еще ни разу не бывало на восточных базарах и не познало искусство торговли. Двенадцать тысяч? И ты рассказываешь мне о том, зачем тебе от меня бастард? И в чем же твоя скидка? Насмешливо растянув последнее слово, произнес блондин, который вообще-то больше одиннадцати и не предлагал, а без ответов на вопросы двадцать. Вот где скидка. Тут же просветила его я. За такие деньги проще тебя убить или украсть. Выдохнул он, видимо рассчитывая, что я испугаюсь. Открою секрет. Убить уже пробовали, а украсть, ну, похитишь ты меня, и что дальше? Я же поглотитель. Прикоснешься ко мне против воли, и я выпью всю твою магию, так что в моем случае куртизанство дело добровольное. Я балифовала, но делала это на грани веры. Веры в то, что все сказанное реально, и получилось настолько искренне, что венциносный проникся и поверил. Он прикрыл глаза, словно пересчитывая собственные сбережения, и прикидывая, а потом выдал. Двадцать. Отлично, вот и договорились. Я просияла и невзначай добавила, но, как честный деловой партнер, я предупреждаю, если на тебе есть иллюзия, то при первом же касании я ее впитаю. Вот никогда не думала, что можно обложить матом одним только выражением лица, но высочеству это удалось. И он, понимая, что все равно так или иначе будет разоблачен, решил все же сэкономить на правде. Хорошо, двенадцать. И я объясню, зачем мне это нужно, процедил он. Рассказ вышел весьма коротким и наполненным обтекаемыми формулировками. Все же осторожность формулировок отпрыски императора впитывают с молоком преподавателя. Со слов Белобрысова выходило, что он второй сын очень знатного рода. Второй, значит, согласно майорату, ему не достанется ничего. Вот только в порядке наследования была одна оговорка. Если дар второго сына значительно превосходит способности первого, то, возможно, рокировка. Главенство не терпит слабых. Но тут у Белобрысова была загвоздка. Силы с братом, примерно равны. А вот если у него родится наследник с выдающимся даром, да еще поглотителя... Какой наследник из бастарда? Вырвалось у меня. А кто сказал, что он будет ублюдком? Тоном человека, у которого все уже давно продумано, отозвался Лжевайрдин. Видишь ли, я так и так не рассчитывал на детей от своей будущей жены. Вот тут Белобрысову удалось меня удивить. Не скрою. Но из дальнейших пояснений оказалось, что невесту высочеству определили едва ему минуло семь лет. Девица была знатна, богата и распутна до безобразия. После него, впрочем, тоже. Последнее выяснилось несколько лет назад, как и то, что у нее уже имелся внебрачный ребенок. И мало того, что девочка, так еще и без дара пустышка. И, судя по прогнозам лекарей, вероятность второй беременности была мала. А уж рождение малыша с хотя бы каким-нибудь даром и вовсе чудом. Так что расчет блондина был прост. Зачать наследника на стороне с максимально сильным уровнем магии, а в идеале и вовсе поглотителя. А когда я буду на сносях, Вайердин заставит супругу притвориться беременной. И как только бастард появится на свет, его жена признает ублюдка своим ребенком. И, судя по уверенному тону, у лжи Вайердина были рычаги давления на будущую супругу, причем весьма весомые. И план с подменой он вынашивал давно. И тут ему попалась я. Я про себя прикинула. Если учесть, что самый выдающийся предок нынешнего монарха, был как раз антимагом, сумевшим впитать в себя силу дракона, то понятно, почему высочество так заинтересовалось скромной адепткой с большим потенциалом, слушая Белобрысова, мысленно хмыкнула. Да уж. Как говорится, ничего личного, это просто борьба за власть. Самому высочеству, в силу обстоятельств и уровня дара, взойти на трон не суждено. Но стать регентом при сыне, у которого будет уникальный и мощный дар, вполне. Ведь отец-император еще не дряхал и умирать пока не планирует. Так что к тому моменту, когда владыка решит передать власть, перед ним встанет выбор своему первенцу или юному внуку с выдающимся даром. И, как я поняла из рассказа лжевая ордена, дар был важнее. Я не могла утверждать точно, с чем последнее было связано, но предполагала, что магия, текшая во владыческой крови и передававшаяся из поколения в поколение, угасала, и создавать артефакты для основания новых родов властелина могли все реже. Это отметил даже дух, когда рассказывал мне о возникновениях в его бытность династий. К слову, некоторые из них ныне уже исчезли. Увы, ничто не вечно, ни люди, не семьи, а ведь опора власти аристократия, и когда уходит старый род, на смену ему должен прийти новый. На этом зиждется порядок в империи. Но только при таком раскладе лжевая орден мог быть уверен в том, что его план с наследником сработает, и на победу он ставил похоже все, что у него было. Высочество в своем рассказе не назвало ни одного имени, и если бы я не знала, кто скрыт под личиной, то могла бы подумать, что речь идет просто о каком-нибудь графском титуле и внушительном наследстве. Но тут ставки были гораздо выше, а значит, мой отказ действительно в расчет не брался. Мозг лихорадочно заработал, выискивая очень весомую причину для того, чтобы сын владыки решил изменить в отношении меня свои планы. Замужество или беременность отпадали, ибо от первого избавиться проще простого, второе не вечно. Но помимо того, что сказать, не менее важен был вопрос, как это сделать. Роль дурочки не подойдет, авантюристки белобрысый только обрадуется, деловитую он сможет вытерпеть, а вот отмороженную стерву большой вопрос, потому-то я, изобразив на лице конфетную улыбку, произнесла. История душесчипательная, я почти прониклась, вот только есть один нюанс. Какой, насторожился лжевайрдин, я бесплодна, мой тон не подкачал, в нем было в меру издевки, насмешки и сожаления, последнее об упущенных деньгах, конечно же. Какого цензурных слов у белобрысого не нашлось, матерных, как оказалось, тоже. Но я согласна, просто с тобой переспать за 12 тысяч золотых. Уверяю, удовольствие будет тем же, добавила я. И слова у высочества наконец-то нашлись. И много. Когда же из литературного в речи блондина появилось что-то, кроме запятых, я с милой улыбкой пояснила. Видишь ли, большой дар не только многое дает, но и забирает тоже. Принцип равновесия. В моем случае это способность иметь детей. Я аномалия. Женщин-поглотителей не бывает. Думаешь, это случайность? Природа позаботилась, чтобы их и не было. Я лишь ошибка, которую исправит время. Почему ты так уверена? Не теряя надежды, спросил высочество. А думаешь, я не пыталась? Думаешь, я мечтала об этой академии? Я на миг дотронулась до его подбородка, наклонив тот так, чтобы наши взгляды встретились. Жест в отношении высочества, вопиющая вольность. А для разговора двух адептов на грани приличия. Белобрысый, не ожидавший такого, тут же мотнул головой, а я с холодной приклеенной улыбкой продолжила. Да я сюда пришла, потому что выбора другого не было, потому как не могу иметь детей. Три выкидыша от разных мужчин. Тебе рассказать о каждом? Мужчине, нахмурился блондин, ребенке. Уже без улыбки, с шипящими интонациями кобры, уточнила я. После третьего лекарь сказал, что все, это был последний выкидыш. Моя сила убивала плод внутри, выпивала из него силы. С каждым разом все быстрее. Если в первые разы жизнь во мне могла еще зародиться, то теперь уже нет. Все. Тебе рассказать, что значит терять собственное нерожденное дитя? В подробностях я выплюнула этот вопрос в лицо высочеству. И пусть сама я еще ни разу не рожала, но и невинной девицей уже давно не была. Поэтому о самом начале беременности могла поведать из личного опыта, а о выкидышах из рассказов подруги Ленки, которая, будучи акушером-гинекологом, повидала всякого. И хотя многого она не говорила, но когда прорывалась, в общем, было у меня, чем удивить высочество в ответ. Но оно от чего-то удивляться не захотело, а жаль. Судя по всему, ему и услышанного хватило. Белобрысый мне поверил. Не знаю, в силу моей актерской игры или просто из-за разрыва собственного шаблона. Он-то ожидал купить наивную девицу, а тут от девицы ничего в помине нет. Зато есть циничная стерва. Тогда зачем ты вообще торговалась? А ты бы отступился? Скажи я просто нет. Задала я встречный вопрос. Высочество ничего не сказал, но его взгляд был красноречивее любых ответов. Да он и сам прекрасно знал, что одно мое слово не было способно изменить его решение. Я жестко усмехнулась. То-то и оно подвела итог. К тому же мне интересно было узнать свою точную цену 20 тысяч золотых. Я могу гордиться, а твоя история, извини, банально. Многие мужчины хотят быть уверены, что ребенок от него. Ты просто решил обеспечить себе гарантии. Ну и нужный набор качеств у ребенка. Я говорила, и высочество, у которого случая с наследником, был как раз уникальным, медленно, но верно доходил до бешенства. Знаешь, я таких стерв еще не встречал, выдохнул он. Да, именно так и сказал, только матом. Чем и горжусь. Не осталась я в долгу, с облегчением понимая, на моей кандидатуре лжевая орден только что поставил жирный крест. Надеюсь только, что он и не надгробный, а затем отыгрывая роль до конца, добавила, кажется, у тебя личина потекла вот тут. И указательным пальцем дотронулась до своего подбородка, показывая, где именно. И хотя с иллюзией высочества все было в порядке, впитать ее я не успела, все же сильный маг ставил чары, блондин испугался, видимо, вспомнил, что именно в этом месте я до него дотрагивалась. И не говоря ни слова, он резко развернулся на пятках и пошел прочь с гордо поднятой головой, как у киногероя, который не оглядывается на ядерный взрыв за своей спиной. Глава двенадцатая Ядерный взрыв в моем лице довольно улыбнулся и отправился следом, потому как большая политика и интриги, это, конечно, занимательно, но у меня были дела и поважнее, например, встреча с Виром. Мое появление на тренировочном полигоне почти сразу после Белобрысова не укрылось от внимания Лиса. Он нахмурился, но меня грозной миной было не смутить. Я бесстрашно подошла к Рыжему и тоном нетерпящим возражений произнесла «Жду к семи у Ура». И резко развернувшись на каблуках, так что распущенные волосы мазнули Лиса по груди, пошла прочь, чувствуя, что в спину смотрят не меньше трех десятков любопытных адептов. Кажется, на свидание обычно приглашали слегка по-другому, но я уже давно убедилась, то, что норма для меня ужас и армагедец для окружающих. Да и вообще, у нас не рандевуа, деловая встреча. Именно так я убеждала себя, а заодно и урагана, когда пришла на час раньше условленного времени. Дракон же моих переживаний не разделял, ему куда интереснее было узнать, что там с другими фигурами высшего пилотажа. Как итог, пришлось объяснять ему принцип кубинской полупетли. Ящер так загорелся, аж пламя из ноздрей заструилась, опробовать теорию на практике, что удержать его на земле и встойли, смог только так вовремя пришедший вверх. Но я рано обрадовалась, а рыжий, охладив пыл дракона, перешел к вопросам, как так получилось, что мы развалили ратушу, сперли колокол, отправили каменного енока к девицам, и оправданий, что великий полководец сам к монашкам залетел, лис не принимал. Пришлось рассказывать почти все. Но как я не пыталась скрыть причину, по которой все и случилось, этого сделать не удалось. «Почему ты пошла на кладбище?» спросил Вир. «Нужно было кое-что забрать, вещи, которые принадлежали мне». Я замолчала, не зная, что сказать дальше. Правду я не могла, оскорблять ложью не хотела. На удивление лис не стал спрашивать, что именно мне было так нужно на погосте. Словно Рыжий не просто все сейчас понял, а уже знал обо мне то, чего я сама не знала. В абсолютной тишине он взял мою руку и чуть отвел ткань рукава, обнажая полувыпуклое изображение ключа на коже. «Ты ты не будешь участвовать в турнире», резко меняя тему, сухо сообщил он. «Я забыла, как дышать. Вир, что, сейчас добровольно отказывался от... да от всего, к чему шел, всю свою сознательную жизнь? Позавчера, когда увидел тебя без сознания и в первый момент решил, что ты разбилась, не хочу еще раз испытать подобное, зная при этом, что все случилось из-за меня. Ни один артефакт не стоит того, а два... Я поднесла правую руку к левой, обнажив второе запястье. Там красовался кинжал. Выражение лица лиса в этот момент можно было интерпретировать как «и когда ты бри, это все успеваешь». Именно так, но с легким матерным акцентом. Я его тоже случайно и в отличие от твоего ключа, даже не воров, не заимствовала, просто подняла с земли. И я не хочу иметь во врагах целый древний обширный могущественный род. Это, говорят, вредно для здоровья и долголетия. И лишать тебя твоей мечты и цели я тоже не хочу и не буду, про себя добавила я. Так что в турнире мне все равно придется участвовать, хочешь ты того или нет. Бри, как-то устала, и я бы даже сказала обреченно, выдохнул лис. «Говорят, проклятие не выбирают, но я, похоже, сумела тут отличиться, потому что ты мое персональное зло, мое проклятие, которое я не готов отдать никому». Он произнес это без пафоса и пылкости, наоборот, спокойно, слишком, так словно выбрал уже свой путь, и не подумает с него свернуть ни за что, никогда, даже если перед ним из-под земли вырастет демон, вир не отступит, он вызовет исчадить мы на бой, чтобы сразиться и умереть, но не сделать ни шагу назад». И как только я это поняла, обвела рука не шею рыжего, словно могла вот-вот его потерять, этого сумасшедшего, который решил пойти против сына императора, а затем горячо зашептала, «А ты меня не забыл спросить? Я, может, сама не хочу отдаваться, я сглотнула, чувствуя, что по щекам текут слезы, чужие руки, не за двадцать тысяч золотых, не за сто, что?» Явно не понимая до конца смысл моей последней фразы, спросил Вирх. Но я сделала вид, что не услышала, и вообще, разве только мужчинам позволено прерывать разговор поцелуем, правда, для этого мне пришлось встать на цыпочки и заставить лиса наклонить голову, что поразительно, ураган в этот раз даже не мешал, терпеливо ждал, пока мы закончим. А едва мы с Рыжим смогли оторваться друг от друга, тихонечко фыркнул, намекая, что любить это хорошо, а тренироваться еще лучше. Я, конечно, в этом вопросе была с драконом категорически не согласна, но Вир, поняв, что я не отступлю от своего решения выступить на турнире, превратился вызверга. Оставшееся время до соревнований тренировал меня так, словно готовил к войне, а не к мирным состязаниям. Эти две недели превратились для меня в сущий кошмар. Когда после лекции я сразу шла на полигоны, тренировалась до упора. И заканчивала лишь тогда, когда упарывалась по полной. Пару раз я даже не помнила, как добиралась до постели. Я ходила на занятия, уже не различая дни и недели. Сил хватало лишь на то, чтобы записывать лекции. На практикумах, что удивительно, меня почти не спрашивали. То ли опасались моего зомбического, пардон, бомбического вида, когда синяки под глазами видны, даже из космоса, то ли и тут не обошлось без одного рыжего. Неумолимой была только прекрасная госпожа Клариса, в которой, к слову, прекрасным было решительно все. Опыт, фигура, глаз, меч в ножнах, знания военных маршей, не знала она только жалости к адептам, поэтому гоняла и нас с мраком, и остальные сцепки, так что к концу третьей недели учебы ее именем уже проклинали все, кроме меня. Я бы тоже с удовольствием чернословила, если бы на это были силы, но последних наблюдался жесткий дефицит, поэтому я берегла ценные резервы, пополняла его сном в любом месте. Друзья сначала смотрели на меня с удивлением, потом с непониманием, а когда узнали про турнир, мир ужаснулось, дота восхитилась, мрак нервный гнул, гора не поверил, пепел предложил стырить для меня из музея начищенный доспех, не то чтобы последний спасет меня, если я упаду с дракона, зато на стадионе я буду блестеть, блистать надеюсь тоже, но блестеть так точно. От такого щедрого предложения я отказалась, но призадумалась о том, что кое-что на соревнования взять все же стоит. В первую очередь сумку, чтобы когда впитаю в себя достаточно магии и родовые артефакты отделятся от меня, было куда их сложить, ну и в музей заглянуть тоже, и в артефакторскую, но только в перчатках, ведь я готовилась не только к турниру, но и к его последствиям. Задумчив и немногословен, все это время был и верх. После нашего разговора в драконюшне кое-что изменилось, лис стал сдержаннее, иногда мне казалось, что он тщательно контролирует каждую свою эмоцию, жест, слово, взгляд, даже дыхание, возможно, он, как и я, понимал, что после того, как ключ вернется, все изменится, точнее пойдет по ранее намеченному плану, который был до той встречи ночью в трактире, и нам придется расстаться. Ивер просто не хотел делать мне больно, приучая к своим рукам и губам, он просто не знал, что я уже успела привыкнуть, вросла в него корнями. Накануне турнира лис отменил тренировку, сказав, что мне нужно как следует отдохнуть. Я впервые за две недели пришла в комнату пораньше и застала рыдавшую на кровати Доту. «Чего это она?» осторожно спросила я у Нири. Малявка охотно отозвалась. Злиться на какого-то гору. Я попыталась понять, что случилось. Кнопка пожала плечами, дескать, о причинах происшествия не знает, зато в курсе последствий. Дота поставила ему фингал. «Опять?» выдохнула я. «Ага», кивнула Нири, а еще сказала, что он гад, подлец, скобель, и чтоб духу его рядом с ней не было. «И чего она хочет?» «Наверное, чтобы они встречались», глубокомысленно изрекла кнопка. «А еще Дота вообще-то здесь», поднимая лицо от подушки, произнесла зареванная воительница. «И вовсе я ничего такого не хочу, да я с этим потускуном...» Слово за слово. Оказалось, гора, до этого увивавшаяся за степной красавицей, сегодня решил пройтись прямо перед ее носом под ручку с другой девицей. «Это называется мужское отчаяние», просветила я Доту. Она с подозрением уставилась на меня зареванными глазами и пришлось пояснить. «Понимаешь, он решил вызвать в тебе, если не любовь, то хотя бы ревность, и, похоже, своего добился». «Значит, ревность, говоришь?» Откинув косу с груди, уточнила воительница, шмыгнула последний раз носом и, решительно встав с кровати, пошла к двери. Я, глядя ей вслед, подумала, не стало бы этой ночью на одного адепта в мужском общежитии меньше. Но утро развеяло эти опасения, не стало. Гора был жив и почти здоров, зато с двумя симметричными фингалами и улыбался по этому поводу, нежно обнимая свою воительницу. Добился таки ее внимания. Я радовалась за них и сожалела. Почему у меня с Виром не может быть вот так же просто и легко, а только сложно и болезненно? Именно с такими мыслями я собиралась на турнир, который должен был начаться сегодня в полдень. В честь этого события день был неучебным, да и в столице с самого утра в честь праздника были развешаны флаги, а над улицами парили фантомы. Я нервничала. Ведь сегодня меня ждало не просто состязание на драконах, но и воскрешение. Миру должна была явиться Эви, на которую после этого начнется охота. Полтергейст моего авантюрного плана не одобрял, но помогал на всех этапах его подготовки, как законных, так и не совсем. Глядя в зеркало, висевшее в комнате, я решительно поправила ремешок сумки, перекинутый через плечо, выдохнула и отправилась на летное поле, где меня уже должны были ждать Вир и Ураган. Оттуда мы в составе трех с половиной человек, Полтергейсту для целого числа не хватало сущей малости, тела, должны были прибыть на центральную арену столицы. Как себя чувствуешь? Критически глянув на меня, спросил Вир. Примерно как стейк из дичи. Меня отбили, прожарили, но я все еще могу удивить наличием наконечника стрелы в самом неожиданном месте. Отзывалась я, имею в виду, что и в куске приготовленного мяса можно обнаружить охотничью дробь или что-то подобное, но прозвучало двусмысленно. Вир на это лишь хмыкнул и помог мне взобраться в седло, а сам сел, как обычно, позади. Ураган едва только почувствовал, что мы на своих местах, резко, без разбега, взлетел и начал набирать высоту. Долетели до драконьего ресталища быстро. Когда Ур закладывал вираж перед посадкой, сердце у меня ёкнуло, трибуны были полны, они поднимались вверх на несколько десятков метров амфитеатром. Зрители жаждали зрелища. Беднота сидела на самом верху, там, где гулял пронизывающий ветер, готовый в любой момент сорвать с головы поношенные картусы унести в сторону порта. Чуть ниже сидели простые горожане, и среди них я, хоть и не без подсказок призрака, увидела и доту с горой, и снежные макушки пепла и мрака, и мире, не пожелавшую присоединиться к родителям на более удобных скамейках. Чуть ниже я увидела Уильяма Эрогвиля и магистра Тросса. Самые знатные горожане сидели под тентами, ближе к арене. Там я увидела и Даркблейд в окружении других девиц. Но, в отличие от своих подруг, она не смеялась и не болтала, а напряженно смотрела на меня и только на меня. А все потому, что после турнира я обещала отдать ей родовой кинжал. «О, и отчим Эви здесь!» отозвался Полтергейст. «И оба высочества уже императорскую ложу заняли, только место владыки с супругой пусты. Значит, скоро начнем». Мой взгляд выцепил Ярус с пурпурным тентом. Под ним действительно сидели двое, в то время как места между ними были пусты. Интересно, с каким из двух высочеств я беседовала. Впрочем, времени, чтобы разглядывать в подробностях обоих венциносных, у меня особо не было. Состязания вот-вот должны были начаться. Потому, едва мы спешились, Вир еще раз лично проверил подпругу, дал последнее наставление, суть которых сводилась к тому, чтобы я не высовывалась и подвел меня к черте, у которой стояли мои доноры. В смысле, соперники, как затрубили фанфары. Виру пришлось отойти, как и другим наставникам, а Герольт объявила прибытие владыки и начале соревнований за титул лучшего драконьего всадника. А затем началось поименное представление собственно участников турнира. Наездника именовали вместе с его драконом, и после этого над ресталищем тут же крупным планом возникал фантом-мага. Всадники одними улыбками и взмахами не ограничивались, потрясая руками, а то и вовсе демонстрируя срамные жесты противникам. Последняя находила горячий отклик на верхних трибунах. Я же и вовсе обошлась без оскала. Мой почти состоявшийся Эбит и мертва убийца и так без ужимок меня узнает. После того, как с приветствиями было покончено, мы вскочили в седла, и над ресталищем пронеслось. Во имя императора да начнется турнир! Усиленной магией голос глашатая резанул по ушам. И тут же, повинуясь командам своих всадников, драконы запрокинули головы, и из трех дюжин глоток в едином порыве вырвались столбы пламени и вой. Ураган, хоть я ему ничего такого и не приказывала, тоже не отстал от крылатых сородичей и завыл. Причем так призывно, что мне показалось, если у меня планы на эти магические игрища не высовываться, то у моего дракона уделать всех. «Мы же с тобой договаривались», шикнула я на этого анархиста. Чешуйчатый вроде бы пристыдился, но было поздно. Сородичи приняли его вызов, и, судя по их реакции, они не сильно-то интересовались при этом мнением своих наездников. И тут арена до этого песчаная полыхнула огнем, столбы пламени взвелись вверх, и драконы поднялись с земли, словно демоны, вырвавшиеся из пекла, а затем был ад. Ящеры в немыслимых пике и виражах сошлись в сшибке, и я, уходя от очередного столкновения, поняла, где начинаются драконы, там заканчивается порядок, да и вообще привычный мир, когда ты верхом на драконе, ты увидишь все иначе, перед тобой нет преград, отвесных стен, есть небо, есть высота, есть безумие, и нет смерти. Пока твой дракон способен хоть раз взмахнуть крылом, ее точно нет. Я старалась держаться на периферии от главной схватки, в центре которой сошлись алый монстр и бирюзовый гигант, больше похожий на Годзиллу с крыльями, чем на дракона. Вокруг то и дело пролетали сгустки пламени, вырывавшиеся из драконьих глоток, слышалось улюлюканье толпы, свистели боевые заклинания, и воздух от них накалился и дрожал. Я жадно впитывала чары, чувствуя внутри себя что-то странное, словно я была истощенной настолько, что до этого не ощущала ничего. А теперь, дорвавшись до драмовой еды, начала насыщаться и чувствовать тот самый дикий голод. Вот только спокойно напитаться силой мне не давали, ведь согласно правилам турнира за сбитых противников начислялись очки, а я была легкой мишенью. Опять же ур, бросивший сородичам вызов. «Тебе здесь не место!» услышала я воинственный крик. Издавший его всадник, несся на меня в лобовую атаку на своем фиолетовом звере. Нет, чтобы этому магу заклинанием кинуть, которое я могла впитать. Увы, противник, видимо, до этого присматривавшийся ко мне, понял, что чарами меня не возьмешь, а вот грубой физической силой можно попробовать. «Уклонение на шесть часов!» рявкнула я и потянула за поводья, обозначая маневр. «Давай, чеши, ящерица хвостатая», истерично вопил из сумки полтергейст, так словно был не просто жив, но еще и очень не хотел при этом умирать. Мой дракон послушно нырнул вниз, а затем выровнялся и начал заход на любимую фигуру, мертвую петлю. Такого подвоха нападавший не ожидал, чтобы снизу, а затем вверх по кругу и... Ур завершил движение по дуге ровно рядом с чешуйчатым хвостом противника. И, несмотря на то, что зверь Вира был вообще-то приличным ящером, он повел себя в худших кошачьих традициях, сделал кусь, да какой. Над ареной разнесся рев, полный боли и отчаяния, изумрудный заметался, как пойманная рыбина. Меня замотало из стороны в сторону вместе с Уром, так что я ощутила на себе «Прикажи, чтобы отпустил этот бздыха в хвост!» требовательно проорал призрачный напарник. Вот только мой крылатый, несмотря на то, что его добыча закладывала немыслимые виражи, пытаясь вырваться из зубов противника, отпускать обидчика и не подумал, и мы, резвый с цепкой, понеслись прямо в самый центр с шибки. Мата у меня уже не было. Остались одни эмоции. «Ур, твою ж, о, п, ять!» Клацая зубами заорала я, натягивая поводьей, пытаясь замедлить ход, пока мы окончательно не оказались в гуще событий. «Выплюнь этого гада и спасти!» Увы, было поздно. Мы с ураганом пушечными ядрами просвистели между двух морд грызшихся при этом драконов, того самого Годзиллообразного и Бирюзового, и оба ящера посчитали, что если какой-то наглец вклинился между ними, то нужно его как минимум проучить. В тыл нам дали залп пламени. Уворачиваться от него пришлось с помощью маневра иммельмана. Ур взмыл полукругом вверх, показав свое пузо солнцу, а затем перевернулся в верхние точки так, чтобы я наконец оказалась не головой вниз, а в нормальном сидячем положении. Мощный сгусток огня прошел мимо нас, подпалив несчастного наездника, что был еще секунду назад прямо у меня по курсу, пока мы не начали стремительный, почти горизонтальный подъем. А когда он и закончился вращением в горизонтальной плоскости, я со своим драконом оказалась выше преследователей за плотной завесой облаков, скрытая от зрительских глаз. Но, как выяснилось, ненадолго. Массивному годзиллообразному монстру было тяжело набрать высоту, а вот его бирюзовому напарнику куда легче. Потому пару секунд спустя к нам с Уром под облака взмыл бирюзовый ящер. Восседал на нем кряжистый мужик. Он был настолько волосат и бородат, что я смогла разглядеть только зло прищуренные глаза, гулю носа и острову колба. Черная растительность воинственно топорщилась от мага во все стороны, внушая страх и ужас не только бродобреем, но и вообще всем. Способствовал этому имитательный топорик. Его противник держал в одной руке, которую сейчас и вскинул. Эй, а как же заклинание, возмутилась я. Пульсар, дурак, а топор бьет в пятак. Радостно оскалилась что-то белое посреди бороды, наверное, зубы. Промелькнула мысль. Еще быстрее просвистел топорик рядом с моей головой. Мы успели разминуться с лезвием лишь благодаря тому, что Ур в последний момент повернулся вокруг своей оси, словно шашлык, насаженный на вертел над мангалом. Меня запоздало настиг испуг. На висках выступил пот, сердце застучало клетку из ребер ополоумевшим узником, готовым проломить любые преграды на пути к свободе. Меня настигло осознание, что еще бы миг и меж бровей у меня торчал бы обух. Холодное оружие по правилам турнира брать с собой не полагалось, но когда ты уже труп, больно-то и не повозмущаешься тем, что противник нарушил магический кодекс. «Ты тут держись без меня!» крикнул полтергейст, вылезая из сумки и устремляясь куда-то вниз за топором. «Ты куда?» не поняла я. «Мстить!» проорал дух, скрывшись под облаками. Его крик услышал и мой противник и непонимающе посмотрел на меня. А я оскалилась, посмотрела на бородача и пообещала. «Тебе хана, мужик! Я очень не люблю, когда меня пытаются убить!» и, дернув поводья, приказала Уру. «На бордаш! Потом поймаешь!» План был прост. Запрыгнуть к противнику и выкинуть его из седла. Если крепления держатся на магии, а не как у меня на ремнях-застежках, сделать это будет проще простого. А если выпадем и я, и бородач, я же пилот. Я летала над горами, океанами, лесами, и городами, и на самолете, и на драконе. Однажды я уже разбивалась насмерть, а у ратуши это пустяк. Так что мне какая-то атака в лобовую. С этими мыслями я начала отстегиваться. Ур, поняв, что я задумала повторить трюк с колокольней, хлопнул крыльями и понесся на ошалевшего от такой наглости бирюзового. В последний момент бородач попытался прижать одну руку, в ладони которой был какой-то артефакт к холке дракона, а вторую выпростал вперед. Из его ладони в меня буквально выстрелил луч чистейшей энергии. Это была не сила мага, но дракона. Мощная, концентрированная, такую не встретишь ни в одном из чародейских заклинаний. Бирюзовый выл, пытаясь сопротивляться, он начал таять, уменьшаясь в размерах, но я этого почти не видела, как и ничего вокруг, кроме глаз противника, которые были полны ужаса. Он уже не осознавал, что делает, а я вдруг поняла, что близка к насыщению. Голод исчез, сменившись сытостью, но энергия все текла, дракон становился все меньше, мне начало становиться плохо от силы, которую я вбирала в себя. И тут я почувствовала, как начало жечь правое запястье. Впитанный кинжал стал выходить наружу, я успела поймать его за ник до того, как родовой артефакт устремился в свободный полет, и следом за ним начал отделяться ключ. И так быстро, что я не успела его поймать. В попытке схватить соскользнувшую с руки цепочку, качнулась в седле, из которого так и не успела встать, только отстегнуться. Тело накренилось, я свесилась, и, порыв ветра, ударившись сбоку, опрокинул меня. Я не удержалась и вылетела из седла. То ли энергетическая связь с бирюзовым драконом разорвалась, то ли я впитала его силу до конца, не знаю. Да и не все ли равно, когда ты находишься в свободном падении? Миновав толщу облаков, я, вытянув руку, все же смогла ухватить ключ, а несшийся камнем к земле ур, меня. Но, как оказалось, не я одна начала стремительное снижение. Бородач падал с криком, полным ужаса. Неужели он был столь одержим жаждой победы, что выкачал из собственного крылатого летуна всю энергию, которую я и поглотила? А если так, то получается, что я нечаянно сожрала дракона? Если учесть, что магические зверюги — это квинтэссенция энергии в ее материальном воплощении, то «да». Но верить в это не хотелось. Где огромный ящер и где маленькая я? Нет, невозможно. И все же, кажется, эта реальность сломалась. Несите другую. Но пока что несли исключительно меня в лапах, пережав ребра там же, где и в прошлый раз, так что в глазах темнело. И все же я смогла увидеть маленького бирюзового ящеренка, который просвистел мимо меня, усердно работая крыльями. Звереныш был не больше ладони. Это все, что осталось от громадного ящера, из которого бородач выкачал прорву сил. И мелкому здесь, в пылу боя, было явно не место. Громадному уру и то доставалось. Он пытался уворачиваться от атак сородичей, виртуозно выполняя и бочку, и петлю, и восьмерку, и штопор, уходя от противников, которых к исходу турнира осталось всего ничего. А в самом начале было ведь несколько десятков. Согласно правилам, в турнире драконьих всадников было два раунда. Первый, массовая сшибка, она заканчивалась ровно в тот момент, когда в небе над ареной оставалась шестерка драконов. И их уже ожидал второй этап, сражение в воздухе один на один. Но, как оказалось, пока мы воевали над облаками с бородатым, под нами кипело основное свальное сражение, после которого в воздухе остались лишь сильнейшие фанфары протрубили внезапно, ознаменовав, что первая часть состязаний закончена. И произошло это, как выяснилось чуть позже, в тот самый момент, когда тело бородача поймали ловчим арканом на подлете к земле, и в воздухе осталась выстоявшая после массового боя пятерка драконов и мы с ураганом. Мы опустились на землю. Я первым делом запихнула ключ в сумку, в которой уже был кинжал, а затем наша шестерка предстала предимператорскими очами. Но вместо торжественных речей всех ожидало разбирательства, причем всех это именно всех, а не только меня и урагана. А дело все было в том, что призрак слов на ветер не бросал, и чтобы зрители точно узнали о нечистой игре бородача, полтергейст не придумал ничего лучше, как вселиться влетевший вниз топор. И тот, преодолевая все законы земного притяжения, магии и просто здравого смысла, просто здравого смысла, пролетев на бреющем, реально бреющем, кому-то из зрителей лезвия срезало с головы торчавшие вихры, тюкнулся аккурат рядом с императорской ложей, но все же не столь близко, чтобы расценить это как покушение. И как только пойманный ловчим арканом бородач оказался на земле, начался допрос, но мне было не до него. С каждой секундой я чувствовала себя все хуже, боль после того, как ур выпустил меня из своей хватки, прошла, но странное чувство, что меня распирает изнутри, становилось все сильнее. Появившийся рядом Вир подхватил меня, когда я готова была упасть, едва он взял меня на руки, как объявил, что его ученица выбывает из состязания из-за травмы, и куда-то быстро понес меня, шепча, Бри, только не теряй сознание, не отключайся, и я пыталась сконцентрироваться, смотреть, хотя ничего не видела, перед глазами было черно, хотя они при этом были открыты, как сквозь вату я услышала восклицание, кажется, это был один из выжив, выигравших в первом туре, и слава Всевышним, что без нее, это не ученица, это настоящий демон, такое в небе вытворять, впервые вижу, басовито согласился второй, если бы сама не была свидетелем, не поверила бы, сорванным голосом третья всадница, я старалась сконцентрироваться на словах, звуках, раз уж видеть, ничего не могла, зацепиться за что-то, чтобы не провалиться в беспамятство, и тут ощутила то, что ни с чем не спутаешь, миг невесомости, когда дракон делал первые взмахи крыльями, отрываясь от земли, кажется, Вир вместе со мной взлетел, у тебя избыток магии, ее нужно сбросить, сколько ты поглотила, кажется, целого дракона, я прошептала едва разлепляя губы, но лис сумел услышать и потерпи еще чуть-чуть, едва ощутимый удар, кажется, это ур приземлился, меня опять куда-то понесли, но совсем недалеко, почти тут же уложив на что-то мягкое, похоже, кровать, раздался треск ткани, холодный воздух коснулся моей шеи и груди, на которую тут же легла твердая ладонь Вира, попытайся представить, что энергия из твоего тела течет в меня, Бри, пожалуйста, попытайся это сделать, любимая, и сила, переполнявшая меня, потекла Вира, и вместе с ней уходила и боль, раздиравшая мое тело, зрение начало возвращаться, и я увидела склонившееся над собой до последней черточки знакомое и родное лицо. Сейчас лис был сосредоточен, жилы на висках вздулись от напряжения, скулы резко обозначились, губы сжались в тонкую линию. Лис впитывал не просто излишек силы, он вместе с ним забирал на себя и мою боль. Любимая вырвалась у меня ошарашенная, едва я почувствовала себя хорошо. Я думала, что ты, ты мое зло, единственное и неповторимое. Глядя глаза в глаза, отозвался рыжий, сила текла уже равномерным спокойным потоком, нерваными, мощными толчками, как сначала. И другого мне не нужно, хотя в душе ты добра, правда, очень глубоко, а еще отзывчиво, но это знают только самые близкие. Для остальных ты независимая, непокорная, своенравная, стервозная и абсолютно непредсказуемая. Одним словом, истинное зло. Ты не терпишь, когда тебе переходят дорогу. Ты загадочно, импульсивна и ради достижения цели способна на все и даже больше. Ты легко отправишься ночью на кладбище, если тебе там что-то будет нужно. А если раскопанный мертвец восстанет, то хладнокровно упокоишь его принесенной лопатой. Ты не испугаешься даже демона. Это ты меня сейчас ругаешь или хвалишь? перебила я, не выдержав. Вообще-то, признаюсь в любви. Между прочим, первый раз в жизни, так что не мешай. Любви? Я резко села и отодвинулась, опираясь на руки. Магическая связь разорвалась, но, кажется, ни один из нас этого не заметил. А кто меня избегал последние две недели? Я решила, что между нами все. Что за мужчина, который не может сдержать своих желаний? Тебе нужно было сосредоточиться на подготовке. Это важнее. Важнее? вскипела я, прикидывая, как половчее ударить этого несносного мага. Лиса, сидевшего в метре от меня, было много. Бить одно удовольствие. А мое душевное спокойствие не важно, я вся извелась. Были бы мы женаты, я бы за это время мысленно уже успела раз пять развестись, поделить имущество, детей, переехать в другую страну, понять, что жить без тебя не могу и решить дать тебе непутевому. Последний шанс, выпалила я. Последний, а как насчет первого для нас? Я еще не до конца осознала услышанное, когда наши взгляды встретились. Мне безумно сильно захотелось дотронуться до Лиса. Это была какая-то иная реальность, больше похожая на сон. Вир, мой, здесь и сейчас, точно. А что там будет дальше, время покажет. Но одно я знаю точно. Даже если нам суждено будет расстаться, я не стану жалеть о том, что сейчас произойдет. Никогда. Моя рука легла на широкую мужскую грудь. Пальцы ощутили, как внутри, там, под рубашкой, сильно и отчаянно бьется сердце. Точно так же стучало сейчас и мое. Мы потянулись навстречу друг другу душами, губами, телами. Мысль о том, что где-то там остались арена, турнир, полтергейст, не успевший за стремительным уром, напрочь вылетели из головы. Где-то за окнами корлыкнул дракон, а затем раздались удаляющиеся хлопки кожистых крыльев. Но, кажется, ни я, ни Вир этого особо не заметили. Для нас единственно важным были сейчас прикосновения, которые становились все более горячими и откровенными. Наши руки, казалось, жили собственной жизнью, когда мы с Рыжим стягивали одежду друг с друга, на полупали дублет Вира и наши с магом сапоги. Когда же я потянула за край мужской рубашки, помогая Лису снять ее через голову, то увидела на загорелые кожи, розчерки шрамов, застарелые рубцы от стальных клинков, когтей и ожогов, следы сражений, которые не смог залечить ни один целитель. Я прикоснулась к каждому из них губами, и при каждом прикосновении я чувствовала, как все больше убыстряется мой пульс. Когда ты рядом, я теряю рассудок. Рвана выдохнул Вир, для которого мои поцелуи были сладкой пыткой. Я обязан остановиться, ты еще слаба. Только попробуй это сделать, грозно прошипела я и впилась ногтями в плечи Лиса. Кажется, по правилам этикета, невинным девам положено произносить в первый раз в постели с мужчиной что-то другое. Но тут была маленькая загвоздка. Я была не совсем невинна и, да, влюблена до беспамятства. Как и Вир, который, услышав мой ответ, на миг замер, а в следующей я уже оказалась лежащей на кровати. Рыжий мак сначала, навалившийся на меня, чуть приподнялся на локтях, и я ощутила, как растегивается пряжка на моих штанах. Вир отпрянул, чтобы стянуть их с меня, а когда порты оказались на полу, я осталась в том минимуме одежды, когда для воображения есть еще место, а для сомнений нет. Пальцы лиса замерли на секунду на моей щиколотке и после начали медленное движение вверх по сантиметру, и эти простые вроде бы прикосновения заставили меня прикрыть глаза от удовольствия и застонать. Вир, мое личное проклятие, мое безумие, рыжий мак, который не боялся ни льда, ни огня, ни самой смерти. Сильная воля, сильный характер, он не покупал удачу, а добивался ее. Скрытый ревнивец, лидер, тот, в кого я влюбилась до беспамятства, помимо своей воли, от запредельной интимности прикосновений, которые дарил мне Вир, от понимания и принятия собственных чувств, меня накрыла волна наслаждения на грани безумия, движения, скольжения, его рука, мое колено, все выше, все ближе. Когда мужские пальцы скользнули на внутреннюю поверхность бедра, я забыла, как дышать. Это было невыносимо сладко, да безумие громко, оглушительно волшебно. Я теряла связь с реальностью и даже не от поцелуев мира, а от одних его прикосновений. Я застонала, выгибаясь навстречу его рукам, его губам, его ласкам. Затуманенный взгляд скользнул по напряженному мужскому прессу, шрамом, по каменным мышцам плеч, по жгутам напряженных жил на шее, по острым линиям скул, еще выше, и наши взгляды встретились, и это был конец. Для остатков нашего самоконтроля, так точно. Мне в раз перестало хватать воздуха, я шумно глубоко вздохнула, моя грудь поднялась, коснувшись Вера, и я увидела, как синего глаз лиса сменяется непроглядной тьмой штормовой ночи. Сильное мужское тело навалилось на меня, я ощутила всю его тяжесть, а еще губы рыжего мага, нежные, почти невесомые касания, долгие, чувственные, пьянившие сильнее самого крепкого вина, они спускались все ниже, от подбородка к груди, заставляя меня стонать, сминать пальцами простыню, выгибаться, молить о большем, я хочу тебя, Бри, горячее дыхание опалило мою кожу на животе, и я тебя, только и смогла выдохнуть в ответ, и после этого пальцы лиса двинулись от живота ниже, туда, где все пульсировало и изнывало от предвкушения, любимая, единственная, моя, шепот Вера возбуждал ничуть не меньше прикосновений, хотя нет, прикосновения все же больше, понимание этого пришло, когда пальцы лиса приникли к самой чувствительной точке моего естества, скользнув по ткани панталон, после они сменились тем, что мужчина может произвести впечатление и потомство, а затем рыжий избавил меня от последней одежды, оставив абсолютно обнаженной, и нависнув, начал проникновение, и тут я вскрикнула от боли, бри, выдохнул Вир, резко замерев и все поняв раньше меня, ты невинна, кажется, да, протянула я, понимая, мое смелое поведение заставило рыжего полагать, что перед ним уже не девушка, кажется, почему ты не сказала, выражение лица Вира в этот момент было непередаваемым, я не была уверена в этом вопросе, но сейчас у меня больше ясности, и я, не давая рыжему задать очередной вопрос, поцеловала его, сама, без слов дала понять, что требую продолжения, и лис продолжил, но уже куда осторожнее, нежнее, медленнее, это было невероятно, умопомрачительно, нереально, поцелуи, ласки, язык лиса, что ворвался в мой рот, дразняя и провоцируя, мы горели друг другом, и сгорали сами в этом пламени, дико, яростно, страстно, стремились быть как можно ближе, до укусов, когда Вир впивался в мои губы, до багровых царапин на его спине, за которую я цеплялась ногтями, выгибаясь навстречу лису, пальцы которого творили со мной чистое безумие, погружаясь с каждым разом все глубже, заставляя меня чувствовать желать большего, того момента, который должен был совсем скоро, еще чуть-чуть, и пальцы Вира сменились большим и твердым, медленное проникновение, о, да, если всю жизнь ждать какого-то одного момента, то только такого, когда разом в один миг каждую клетку твоего тела пронзает волна удовольствия, а эйфория накрывает с головой, когда ты теряешься во времени, пространстве, собственном теле и ощущаешь лишь его, того, кого любишь, целиком, тяжесть сильного мужского тела, которое вжимает тебя в простыни, его твердость и свою мягкость, податливость, готовность принимать его и взамен отдавать себя без остатка. Вир, то ли стон, то ли крик сорвался с моих губ, когда боль стала неотделима от удовольствия. Рыжий поймал его, приник губами, а я ощутила удивительную наполненность внутри себя, которая вдруг начала исчезать, когда Вир приподнялся. Но это только на краткий миг, лишь за тем, чтобы опуститься и снова все убыстрявшийся ритм. Я согнула ноги, подстраиваясь под него. Боль ушла, а вот жажда, она осталась, хотелось быстрее, глубже, сильнее и ну же. Мой крик наслаждения совпал с выдохом Вира, который опустился на меня в последний раз и замер. Мы оба тяжело дышали, счастливые и уставшие. Я, укрывшись одеялом, прижалась к боку Вира, медленно, но верно возвращаясь в реальность, а в ней, помимо меня и Лиса, было и все остальное, в том числе и два родовых артефакта. Воспоминания о них заставили меня вынырнуть из постели и потянуться к сумке. Лучше сейчас, потому что с каждой секундой это будет сделать все тяжелее. Бри, насторожился Вир, сев на кровати, а я, наскоро нырнув в горловину рубашки, судя по размеру, я перепутала свою с сорочкой Вира, которая болталась на мне балахоном, прикрывая колени, взяла сумку и решительно запустила туда руку. С первого раза ключ найти не удалось, со второго тоже. В лучших традициях дамской сумочки моя торба надежно хранила тайны и все, что мне необходимо вот прямо сейчас. Поэтому пришлось выложить на кровать все то, что я приготовила для защиты, когда начнут охотиться на меня. На прикроватную тумбу легли записывающие кристаллы, позаимствованные у артефакторов, амулет от темной магии, сперт взятый на прокат из музея академии. Осиновые колья, не очень понимала, зачем они мне, только решила, что надо. И еще маленькая горка милых безделушек. И, наконец, я нашла ключ. Вот, я протянула его Виру, он твой. Рыжий встал одним слитным движением, и вместо того, чтобы просто взять артефакт, зачем-то сначала натянул штаны. Словно от него требовалось не одно единственное движение, а как минимум речь произнести перед зрителями. А затем протянул руки, и ключ оказался в ладони Вира, чтобы в следующую секунду рыжий маг надел его на меня. Я даже опомниться не успела, не то, чтобы сопротивляться, а затем услышала, он твой. Ты делаешь мне предложение, можно сказать и так. Пристально глядя глаза в глаза, произнес лис. Я сглотнула, если я правильно поняла той Вир, но он не знал обо мне ничего, просто не представлял, а я не хотела его обманывать и... Не спеши, ты не знаешь обо мне всего. Мое имя Эвенбри Фаервинд, и тебя считают преступницей, продолжил за меня рыжий маг. Ты вынуждена жить под чужим именем и скрываться, я это знаю. И это не меняет ровным счетом ничего. Для меня ты Бри, девушка, готовая заступиться за слабых и после принять вызов на дуэль. Я сглотнула, вспомнив, как в столовой Аристо задирали малявку. А Вир продолжил, ты сама, готовая вот-вот потерять сознание, защищала урагана, чтобы я его не наказывал, сделала все, чтобы вернуть родовые артефакты, рискуя собой, и даже сейчас готова пожертвовать собственной безопасностью и признаться. Знаешь, злодеи вообще-то так не поступают. Может, я просто неправильное зло? Правильное или нет, неважно. Главное, ты мое зло. Вир взял мой подбородок, намереваясь поцеловать, но я решила быть честной до конца. А еще я из другого мира. Эвенбри умерла, и моя душа заняла ее тело. Ни один мускул не дрогнул на лице Вира. Рыжий лишь замер, и спустя томительно долгую минуту выдохнул. Ты все же сумела меня удивить. Но моего решения это все равно не изменит. Дорогая супруга, кто? Вот я себе в эмоциях не отказала. Я же даже да не сказала, и вообще, может, нет, проорать у алтаря решу. Поздно, мы уже женаты. Когда? Требовательно уточнила я, ибо на девичий склероз до этого момента не жаловалась. Ты приняла мой родовой артефакт. Раз. Мы обменялись кровью. Два. И магией. Три. После этого перед солнцем и лунами мы стали мужем и женой. Я открыла было рот, чтобы уточнить, когда именно это произошло, но тут память услужливо подкинула мне воспоминания, как я дотрагиваюсь искусанной до крови губой до его сбитых до мяса костяшек, как он вливает в библиотеки в меня свою силу, замеряя способность к поглощению, и то, как я переполненная энергией после турнира отдаю ему свою. А был какой-то другой способ избавить меня от избытка силы, уточнила я. Да, так спокойно ответил Лис, что я поняла. Он предвидел такой вариант заранее. Ну, знаешь, выдохнула я, глядя на этого комбинатора. Вир невозможный, с непростым характером, скрытый ревнивец, внешне невозмутимый, но если он рявкнет, задрожат не только стены, но и горы. А еще, как я только что узнала на собственном опыте, если этот рыжий нацелился на брачные узы, то все. Мне остается только смириться. Сопротивление бесполезно. А как же твоя цель основать свой род? Знаешь, я понял, что не хочу изо дня в день всю жизнь просыпаться утром, если в этом утре нет тебя, простой девушке Бри. Вир не говорил о безумной любви, не клялся, но одно то, что ради меня он был готов отказаться от всего, стоило любых слов и уверений. И пусть было уже слегка поздновато соглашаться, но, знаешь, я подумала и решила, что согласно стать твоей жен, договорить не успела. Дверь в спальню вышибла магией, не иначе. Меня не прибило лишь благодаря реакции Элиса, который успел выставить щит, а затем прогремела. Именем императора приказано арестовать Бри Громвинт, она же Эвен Бри Файрвинт, за государственную измену. В спальню ворвались страшники. Это она, моя подчереца, ткнул в меня пальцем высокий темноволосый тип, который был среди законников. Взять ее, скомандовал капитан Кирасиров. Вы этого не сделаете, холодно отозвался Вир, заслоняя меня своей спиной. Он был готов защищать от всего мира. Ты прав, они этого не сделают. Холодно улыбнулся, темноволосый, а я вдруг вспомнила, где его видела. Сегодня под тентами для аристократов. Это был отчим Эви, тот, кто имел доступ к ее записям и мог с легкостью подделать почерк. Тот, в чьем доме полтергейст, вляпался в чернокнижную ловушку. Тот, кому выгодна смерть падчерицы и жены, ведь все состояние тогда остается ему. Не успеют. И тут я увидела, как лежавший на прикроватном столике амулет начинает светиться алым, а это значило, что совсем рядом был темный маг. Он ученик смерти, заорала я, понимая, что опоздала. На какую-то секунду, но безнадежно опоздала, потому что ровно в это же мгновение отчим швырнул из руки заклинание. Тьма ударила резко и сразу во все стороны. Волна была такой силы, что выгнула выстеленный лисом щит. Но заклинание рыжего все же устояло, а вот кирасира нет. Их изувеченные тела разметало по комнате, да и самой комнаты почти не стало. В боковых стенах зияли огромные дыры, словно их прошел на вылет огромный таран. И тут из неуспевшего рассеяться мрака вылетели черные плети, готовые располовинить что или кого угодно. Одна, вторая, третья. Вир отбивал их, выжигал своей магией, а тьма меж тем редела, и я наконец смогла увидеть отчима. Он смотрел на меня с ненавистью, которая затаилась в глубине его абсолютно черных глаз, в которых не было белков. «Ты, малышка, Эви, невероятно везучая», произнес он, оскалившись. Выжила после смертельного проклятия, сбежала от стражников и смогла спрятаться. Нашла себе сильного покровителя, но это все тебе не поможет. Я похолодела, догадавшись о плане отчима. Ему ничего не стоит инсценировать сопротивление при аресте, дескать, падчерица, которая считалась ученицей смерти, как только поняла, что ее заключат под стражу, призвала темную магию, немного не рассчитала и угробила себя, а заодно и всех вокруг. А Фаервенду, одному счастливчику, удалось выжить, потому что он замешкался и оказался во время разрыва в соседней комнате за дверью. Я бы не был в этом так уверен, отчеканил Вир, и в его руке вспыхнуло боевое плетение. Тебе, смертный, не тягаться с демоном, вдруг проскрежетал голос откуда-то из недр отчима. Его тело начало меняться, кожа на лице покрылась сетью мелких трещин, словно лобовое стекло, которое в момент столкновения превратилось в крошево, готовое в любой момент опасть соглушительным звоном на капот и внутрь салона, а в следующую секунду отчима буквально разорвало, и я увидела демона, громадного, словно сотканного из пепла тлена и ужаса. Острые, короткие, одиночные иглы и наросты по всему телу, чешуйчатый хвост с шипом на конце, уродливая голова. Да знаешь, уже как-то приходилось, выдохнул Вир и ударил наотмашь заклинанием. Тварь ответила потоком тьмы. В том, что противник лиса силен, сомневаться не приходилось. Тот, кто способен скрываться в человеческом обличье, перехитрить всех. Нет, это был не просто демон, один из сильнейших. Из уроков истории я знала, что до возведения барьера порой исчадия тьмы прорывались на территорию империи, но им обычно противостояло от дюжины до четырех десятков боевых сцепок. А Вир, он был один, и я понимала, что он обречен. Зло, действуй, не оборачиваясь выдохнул он, осознавая, что умрет. Беги, у меня был шанс. Проломы в обеих боковых стенах напоминали сквозные тоннели, прошивавшие по несколько комнат подряд, но похоже упрямство было нашей с Виром общей чертой. Наверное, мы все же были родственниками. Слышал такое, пока смерть не разлучит нас. Так вот, я твоя жена, и не желаю разлучаться, даже из-за такой мелочи. И с этими словами я положила ладони на спину Вира. Да, я поглотитель, мне положено забирать, а не отдавать. Но сегодня я впитала столько силы, и, положив ладони на спину Вира, начала отдавать силу. Она заструилась из моих ладоней к лису, боль при этом была невыносимой. Но Аркан Вира уверенно душил демона, сжигая его. Тварь сопротивлялась, выкидывая плети, которые рыжему лишь чудом удавалось отбивать. Демон подбирался все ближе, и лис бросил короткий взгляд в бок. И вдруг скомандовал. Приготовься. А в следующий миг резко повернулся ко мне лицом, хватая в охапку и роняя на пол. В то место, где мы только что стояли, ударило сгустком черного пламени, которое пожирало всю материю вокруг себя. Мы вместе с Виром перекатились по паркету. И во время этого стремительного, сумасшедшего вращения рыжий успел схватить родовой кинжал даркблейдов. Причем не просто схватить, а еще и метнуть его в демона. Исчадия тьмы издала вопль, от которого сотряслись стены. В воздух взвелась плеть, метя в нас. Вир не успевал создать щит или ответить атакующим заклинаниям. Только закрыть меня собой. Удар пришелся по лису. Темное заклинание прошило его плетью черного огня. И я увидела, как начинает гаснуть взор синих глаз, что смотрели на меня сверху. Нет! От осознания того, что тот, кого я люблю, умирает. Мне самой не хотелось жить. Рядом с оглушительным грохотом рухнуло тело демона. Но мне казалось, что это где-то далеко в другой вселенной, а в моей, в моей был лишь Вир. Ты не должен, ты обещал быть рядом. Рыдания рвались из меня. Извини, едва слышно прошептал лис. Кажется, в этот раз я просчитался. Во мне слишком много тьмы. Я выбралась из-под лиса, размазывая слезы по щекам. На спине был огромный багровый шрам. Но самое страшное, это не ожог, а то, как от него во все стороны тонкими нитями расползалась черная тьма. Она-то и пожирала тело Вира. Я смотрела на то, как стремительно покрывается сетью чернильной паутины спина лиса, и не могла ничего поделать. Или я же антимаг, наверное, еще все. На краю сознания промелькнули строки из учебника об откате при поглощении темнокнижного колдовства. Оно могло убить меня саму. Плевать. Я положила руки рядом с ожогом и, закусив губу, начала втягивать тьму в себя. Внутри меня корежило и перекручивало энергетические каналы. Перед глазами была кровавая пелена. В какой-то момент я упала на пол рядом с Виром. Только помню, как ко мне подошла полупрозрачная девушка, очень похожая на отражение, которое я порой видела в зеркале, глядя на себя. А рядом с ней стоял Полтергейст, основатель рода фаервиндов, был в парадном мундире. Не знаю, была ли это реальность или плод моего помутившегося сознания. Ты выполнила свою часть клятвы, Бри, торжественно произнес призрак. Как и я свою. Нам пора прощаться. А девушка добавила, хозяйка мертвой стороны сказала, что должна была взять одного из вас. Призрачная девушка почему-то посмотрела на Вира. Но вы оба слишком упорные, вцепились друг в друга, так что даже смерть не смогла вас разделить. Так что живите. Пока. И с этими словами она начала таять в воздухе. И тьма, что была вокруг меня, стала рассеиваться. Сначала я подумала, что светлеет вокруг, но нет, это просто ко мне начало возвращаться зрение. Оказалось, мои глаза все это время были открыты, только не видели. И первое, что я смогла разглядеть, лицо лиса, бледное, с бескровными губами, но он дышал, его ресницы дрогнули, веки приподнялись и Вир посмотрел на меня так, что я утонула в его пронзительной синеве. Бри обеспокоенно спросил он. Откат, пояснила я, глядя на тушу демона, из груди которого торчал родовой кинжал. Силы подняться нашлись не сразу. Ожог на спине лиса был страшный, несмотря на то, что рыжий попытался заморозить его заклинанием. Когда мне все же удалось сесть, а встать речи не шло, слишком сильно мутило. Я посмотрела на то, что осталось от спальни и произнесла. Знаешь, теперь я могу с чистой совестью сказать, наша первая брачная ночь была неповторимой. Едва успела это сказать, как внешняя стена вся от пола до потолка вдруг затрещала и отвалилась цельным пластом, рухнула целиком прямо с третьего этажа. Всегда мечтал сделать тут окно побольше, чудесный вид. В тон мне невозмутимо отозвался Вир. Не стала уточнять, планировал Лилис еще и пару сквозных дверей в спальне, но если что, проемы от них получились широкими. Я сообщу все тросу. Пусть его люди приедут и соберут все улики. Причем тут историк защитных плетений, не поняла я. Вообще-то, он не только преподаватель, но и офицер тайной канцелярии, а в академии он присматривается к наиболее перспективным потенциальным агентам для последующей вербовки. Сначала я не поверила, а потом, если в академии учится один и один ли из сыновей императора, то не мудрено, что заведение нашпиговано агентами. В этом случае оставалось лишь посочувствовать ректору и мне. Похоже, что я лишь чудом не попалась. Трос и серомундирники прибыли быстро. А вот оправдательного приговора для Эвенбри Файрвинд пришлось ждать долго. Разбирательство по делу моего отчима длилось несколько месяцев. Устанавливалось, как демону удалось так долго скрываться ото всех. В ходе следствия выяснилось, что герцогиня Файрвинд овдовела год назад и почти сразу же вышла замуж за отчима, никому неизвестного лорда из сопредельной Тории. Отчим был беден и не очень знатен. Где и как они познакомились большой вопрос. Вот только, судя по всему, охотился он не за состоянием моей матери, а за родовым артефактом, сильнейшим в империи, а затем, возможно, собирался совершить покушение и на императора. И для этого демону необходима была самая малость устранить тех, в ком текла кровь Файрвиндов, свою супругу и падчерицу. И ему это почти удалось, если бы не зов умирающей Эви. Все то время, что шло разбирательство, я была отстранена от занятий. Причем не столько по причине того, что поступила в Академию обманом, сколько из-за того, что, как щит я того, сломалась. Слишком сильно перекорюжила магия демона мои и так трещавшие по швам после турнира энергетические каналы. И не могла больше впитывать заклинания. Скорее наоборот, создавала самые слабенькие чары, но это был определенно не уровень боевого мага. Зато и целительской магии теперь поддавалась. Вот только после турнира мной очень настойчиво заинтересовался декан факультета драконьих всадников, который был на состязании и его покорила моя оригинальная манера полета. И не просто заинтересовался, но и требов настойчиво просил в ультимативной форме ректора перевести меня к нему на факультет. Причем так достал Эрогвилля, что глава академии вызвал меня к себе в кабинет. Как я полагала, именно по этому поводу, вот только на пороге ректорской обители я столкнулась с лордом проверяющим. Тем самым присланным проконтролировать качество преподавательской работы. Тучный инспектор был красен, как раскаленная сковородка, и также брызгал во все стороны, только не маслом, а раздражением. «Ноги моей больше не будет в этой академии!» истерично закричал он, потрясая кулаками в воздухе. Когда он вылетел пробкой из приемной, я осторожно постучала в дверь к Эрогвилю и, дождавшись его грозного «входите!» переступила порог и не удержалась от вопроса. «Чего это с господином проверяющим?» Вместо ответа ректор шлепнул на стол подшивку новостных листков. Я успела увидеть лишь крупный заголовок на верхнем. «Проверяющий покушается на честь лучших наследниц империи». «Вот!» эмоционально воскликнул Эрогвиль. «Только отбились от новостников с этим восстанием на кладбище, вернули статую Йонока на место, как теперь это!» Я стояла и слушала о том, к чему приложила и руку, и ногу, и в одном из случаев даже лопату. И теперь на этом делают тиражи местные газетчики. Хоть часть гонорара требуй у местных писак, за организацию сенсаций и отличные продажи. Меж тем ректор отводил душу, выговариваясь. Я чуть отбился от этих новостников, жаждавших узнать в подробностях, с какими именно словами лорд-проверяющий пристает к адепткам из благородных семей в моей академии, и как после этого получает фингалы. Адептка гром фаервинт ньор в общем бри. Не хотите мне ничего объяснить? Я скромно потупила взор, сожалея, что не могу стать тупенькой сразу целиком. Но кто мог подумать, что случайное столкновение вечером с инспектором, а затем удачно пущенная сплетня, выльются в скандал, о котором судачила вся столица. Я спасала вашу ректорскую репутацию, только и нашлась, что ответить, и развела руки в стороны. Ну, правда же. Организованное нападение и избиение на территории Академии должностного лица, как утверждал проверяющий, это одно, а получить в глаз от адепта, заступившегося за честь дамы, другое. А испортили реноме лорда проверяющего, бухнул кулаком по столу глава Академии. Одно не мешает другому. Я философски пожала плечами. Ну, знаете ли, потрясенно выдохнул он, затем помолчал и добавил. Я вот сейчас подумал, хорошо, что вы спасали только репутацию, а не меня целиком. Иначе я бы вообще не факт, что выжил на этом кагале собрании архимагов в министерстве. Я уже не говорю о толпе писак. Одна из новостников в погоне за беседой для своей статьи предложила мне взятку натурой и ладно бы вкусным ужином. Нет, исключительно собой. Ректора стало искренне жаль. Кругом разочарование. Впрочем, для глубоко огорченного человека он был слишком активен. Устроил мне нагоняй, потом приказом перевел на факультет драконьих всадников, затем еще раз устроил нагоняй, на этот раз за то, что лишился лучшего тренера за всю историю академии. Вир подал заявление об увольнении, на что я протянула ему конверт. Взятка, с надеждой уточнил Эрогвиль, приглашение на свадьбу, поправила я. И тут разочарование, хмыкнул ректор и отпустил меня творить новое зло, в смысле учиться. Эпилог Второй брак, причем без развода в первом, я себе у Вира вытребовала. Да, хотя по местному обычаю мы были уже женаты, но как же, красивое платье, гости, прицельное метание топора, букета. Вир, терпевший мои настойчивые просьбы, сдался. И теперь терпела уже я. Когда пыталась влезть в платье, моя талия почти незаметна, но все же округлилась. А все потому, что кто-то так жаждал наследников, что наследил почти с первого раза. И теперь, судя по прогнозам целителей, в новом герцогском роду Ньордваров, через семь месяцев должна была появиться сразу двойня. Я по этому поводу ворчала. Придется сделать перерыв в учебе, но ворчание это было счастливым. Я была рядом с тем, кого люблю и кто безумно любит меня. Правда, досужие аристократические кумушки, которые не могли простить радости ближнему, судачили. Этот брак — итог еще одного точного расчета знаменитого военного стратега Ньордвара. Дескать, желая сделать свой герцогский титул наследным, он выбрал себе одну из знатнейших и богатейших невест империи, саму наследницу состояния файрвиндов. При этом про то, что я могла лишиться головы на плахе, праздные сплетники предпочитали не вспоминать, ведь указом императора с меня были сняты все обвинения, и теперь намекать на то, что я причастна к заговорам или темной магии, значило усомниться в решении владыки, а такие суждения и до застенков могли довести. Так что о прошлом урожденной герцогине Файрвинд в замужестве Ньордвар предпочитали помалкивать про то же, что Вир ради меня был готов пожертвовать всем своей мечтой, состоянием, жизнью. Эти светские болтуны и вовсе не подозревали, зато с воодушевлением обсуждали нашу свадьбу и до того, как она состоялась и после. Возможно, шумиха по поводу бракосочетания улеглась бы и раньше, не почти венчание, состоявшееся на изломе зимы, своим вниманием сам владыка, с младшим из двух сыновей. Подобные монаршей милости новобрачные удостаивались крайне редко, но на то были причины. Как только отзвучали слова брачных клятв, зал взорвался криками радости и меня едва не снесло звуковой волной, еще бы, столько народу голосила почти половина академии с моей стороны и толпа военных со стороны лиса. И когда поздравления отзвучали, а свадьба пошла своим чередом, император направился к веру. Судя по выражению лица монарха, не только пожелать счастливого супружества, а я вот снискала честь беседовать с его высочеством. Она взяла меня за руку, намереваясь явно что-то сказать. И тут изумруд в кольце, которое было на среднем пальце сына владыки, на миг вспыхнул ярко-зеленым. Так, так, так. Кто-то, похоже, не поленился взять с собой тактильный целительский артефакт диагност для определения беременности. Ты солгала мне, выпалил венциносный, бурави меня злым взглядом. Мощный дар поглотителя не сделал тебя бесплодной. Первым порывом было ответить в духе «Я не виновата, что ты поверил». Но такие слова могли обернуться как минимум серьезными неприятностями. Не стоило злить второго наследника, ведь пути к престолу неисповедимы. Прошу прощения, мы знакомы. Я постаралась выглядеть максимально удивленной. Вы верно меня с кем-то спутали. Какие сильные способности поглотителя. Я скромная адептка с факультета драконьих всадников и очень слабый маг огня, произнесла я и мысленно добавила. Зато теперь я поддаюсь целительским чаром, и мне не грозит смерть от банальной простуды. А затем продолжила. Мой уровень дара едва достиг первой ступени из двадцати. Я постаралась, чтобы в голосе звучали искренние растерянности, непонимания. Высочество на миг замерло. Смерило меня внимательным взглядом, оценивая не только актерский талант, но и ту возможность, которую я ему предоставила. Красиво выйти из неловкой не было сомнений, что на этот раз будет проверено каждое мое слово. И об нынешнем уровне дара, данные всех пятнадцати замеров, показавшие одинаково низкий результат. И о переводе на другой факультет, и поймет, что теперь я для его планов на престол абсолютно бесполезна. Снова повисла пауза из тех, которые сжигают нервы, и спустя несколько тонительно долгих минут Венциносный произнес, «Вы правы, кажется, я действительно серьезно ошибся». И с этими словами он удалился. А я выдохнула, понимая, что удалось почти невозможное отказать высочеству и при этом не впасть в немилость. Но больше бракосочетания, но больше бракосочетания запомнилось не этим, а тем, кому достался букет невесты. Как Дота не пыталась его поймать, не смогла. Цветы точнехонько попали в руки тросу, который поймал летевший в него брачный снаряд исключительно машинально и сам был тому немало удивлен. «Ты умеешь мстить», заключил на это агент тайной канцелярии, разглядывая букет. «Зло знает толк вендетти, просветил офицера Вир, подходя и обнимая меня со спины, с намеком так обнимая, чтобы ни у кого не возникло и мыслей о вербовке замужней дамы в свою канцелярию. Лис оберегал меня, зачастую неявно, но я чувствовала его заботу и поддержку, особенно когда родились рыжие, как два солнышка близняшки. Несмотря на нянь, они дали нам жару. И о еще одном наследнике супруг спустя четыре года мечтал куда как аккуратнее. Зря надеялся. Сорванец Торир был хоть один, но хулиганил как дюжина юных магов. Я смотрела на эти безобразия и была счастлива. Да, наши с Вером дети получились непоседами. Да, жизнь была не всегда идеальной, но счастливой и это главное. Еще радости мне добавила сначала защита диплома полетным фигурам, а после и докторской. С ней я получила возможность именоваться профессором Ньордвор и сейчас преподавала в столичной академии магии. Этим я гордилась больше любого герцогского титула, потому что добилась этого сама. Пусть не сразу, пусть на это ушли годы, но сама. И спустя десять лет зимним вечером, спеша из драконьего питомника, где только что из светящейся сферы появился аленький ящеренок в наш особняк, я думала, что мне невероятно повезло, не в той жизни, так в этой уж точно. Когда зашла в дом, оказалось, что супруг все еще работает в кабинете. Я прокралась к нему, седина на висках мужа мешалась с рыжиной, лис сидел, уперев пальцы в переносицу, и о чем-то напряженно размышлял. Не мучай себя. Я положила руку ему на плечо. Это моя работа. К тому же, кто еще осмелится на подобное с первым канцлером империи? И улыбнулась. Да. Великий стратег и тактик военного дела Вергард Ньюордвар сменил меч на перо, став вторым человеком в империи после владыки, но и на политическом поприще сражения с противниками, послами сопредельных держав, желавшим выгод для своей страны в ущерб интересам Хольма или хитрыми министрами, и оказались не менее напряженными. Люблю тебя, мое зло, произнес супруг, поднимая и целуя меня, а затем жестом фокусника достал откуда-то небольшую бархатную коробочку и протянул мне. С годовщиной. С годовщиной. В моей руке был увесистый фолиант, подарок для Вира. Вот так. Под шепот зимний вьюги мы праздновали наш день тихо, но настоящее счастье редко бывает громогласным. Конец книги.